Пересадочная станция представляет Родион Дубина Как стать повелителем мёртвых Том 3 Читает Алекс Зима Глава 50 Всё только начинается Мы несколько минут, как заворожённые, смотрели на столбы света, устремившиеся в небеса Казалось, что вот-вот откуда-то спустятся корабли пришельцев И начнут поднимать к себе людей или зомби Но ничего такого не произошло Каждый высказывал свои догадки, что бы это могло быть Большинство из них звучали откровенно глупо Но кто его знает Теперь вместо тумана нас будут убивать лучами света Поделился своими мыслями Сухой Да не, это они просто сигнал в космос отправляют Сказал один из людей Когтя Какой нафиг сигнал? Ты в своём уме? Такой сигнал все враги заметят Возразил Ког А может они и остатки энергии сбрасывают Или наоборот, заряжаются? Задумалась света Я уже после слов о сигнале Обратил внимание на количество столбов Их явно было меньше, чем самих зеккуратов Тут мне пришла в голову идея Схватив ближайший ко мне нож Я принялся наносить на земле отметки Откуда исходили столбы света Мы видели лишь треть города Но даже эта информация была очень ценной Точность моих отметок, конечно, хромала Я лишь условно набрасывал места, которые знал сам Кварталы, супермаркеты, учебные заведения Точно указать двор или номер дома Возле которого оказались зеккураты Я не мог Но всё равно поиски с этими отметками будут в разы легче Будто поняв мои планы Столбы света начали мерцать Посветив лишь минут десять И мигнув на прощание несколько раз Они навсегда погасли Я по памяти ещё минуты две отмечал области на нарисованной карте Затем Анна взяла у меня нож и поправила некоторые отметки Я всё запомнила, не переживай Сказала она Отлично Думаю, нам стоит посмотреть, что там происходит Да ну нахер, я туда не полезу Сразу отказался Сухой А тебя никто и не зовёт Я тоже слишком устала и хочу в обещанный горячий душ Сказала Света А я пойду Вызвалась Анна Этого достаточно, мы пойдём вдвоём Уверен, мы можем прикрыть Сказала Фокси Судя по недовольному взгляду Коготь не разделял её желание помочь Не стоит, меня зомби не трогают У Анны невидимость есть Остальные будут слишком уязвимы Разве что Рустама можем с собой взять Рус, что скажешь? Рус! Все начали вертеться в поисках нашего мёртвого друга Однако ни его, ни Амбалов нигде рядом не было А вот Гроза оставалась на месте И пыталась удержать возле себя непоседливых щенков Всего норовивших убежать в сторону ближайшего Зиккурата Смотрите, щенки хотят туда Амбалы и Рус, наверное, тоже ушли Заметила Оксана Гроза, мне нужна твоя помощь Сказал я Но собака была занята своими щенками И не могла меня быстро доставить к Рустаму Пойдём пешком, тут недалеко Сказала Анна Мы быстро проверили снаряжение, оружие И побежали в сторону города Велики брать не стали Анна на нём не сможет стать невидимой Да и я не хотел бы шуметь Хотя видимость становилась всё лучше Туман был уже настолько разряжённым Что я и без своего мутировавшего зрения Видел на несколько десятков метров Пробежав всего около километра Мы свернули за угол Я увидел на радаре А затем и в конце улицы двух Амбалов Они не спеша шли Как и остальные зомби К Зиккурату Переглянувшись с Анной Которая тоже их заметила Мы и побежали дальше Только девушке пришлось уйти в невидимость Так как зомби были совсем рядом Брать их под контроль было бессмысленно С каждым пройденным десятком метров Зомби вдруг становилось всё больше Десятки, а позже даже сотни Интересно, а сколько их осталось во всём городе? У нас он далеко не миллионник Думаю, тысяч сто ещё наберётся А это немало Сколько же уровней я могу поднять? А другие Сколько иммунных осталось? Завернув во двор Где находился Зиккурат Я немного офигел От количества мертвецов Тысячи две А то и больше Сложно даже примерно прикинуть Когда их такая Орда Наконец, Амбалы попали В зону досягаемости моего навыка Я тут же попытался взять их под контроль Но мне это не удалось Их будто уже кто-то контролировал Ну чего ты там возишься? У меня не так много маны Прошептал голос рядом со мной Я не могу их увезти Их кто-то или что-то держит Да и русы что-то не вижу здесь Блин, я думал, это сильнее Ладно, мне нужно спрятаться Я буду на втором этаже Над этой аптекой Я услышал, как Анна взбирается на козырек Из металлочерепицы Затем она выбила окно И забралась внутрь Уже без невидимости Но никто из зомби Не обратил на нее внимания Да и на меня высокоуровневые твари Не смотрели Хотя с моим шестнадцатым уровнем Меня мало кто мог переплюнуть В обозримом радиусе Вообще не было таких тварей Правда, после десятого Разница в уровнях И иерархия у мутантов Была несколько размытой Так что на меня могли напасти Четырнадцати И даже тринадцати Уровневые монстры После третьей попытки Взять под контролем баллов Я сдался У меня получалось К ним подключаться И даже смотреть их глазами Но управлять ими я не мог Даже по отдельности Тем временем Зомби становилось все больше И я решил подождать Интересно было Зачем они собрались Я забрался на второй этаж Канни Она уже обустроила позицию Для наблюдения Завесив окно шторой И заставив пустыми коробками Из-под бытовой техники Как думаешь, чего они собрались тут? Спросил я Они не только тут Они к каждому Зиккурату подошли Да я это понял Зачем они подошли к ним? Смотри и узнаешь Ты ничего об этом не читала В своем руководстве? Не, такого не было Ни в вывинтах Ни в обновлениях Интересненько Кстати, круто ты Тотову металлиста прикончила Какой у тебя уже уровень? Почему я его не вижу? Это из-за моего класса Я прокачиваю скрытность И обо мне информация Максимально недоступна для других Так какой у тебя уровень? Двенадцатый При всем моем желании и старании Я не могу тебя догнать Как тебе это удается? Ну, я в первую очередь Прокачал бонус к опыту за ДНК Да и зомбаки мне больше опыта приносят Чем собственное убийство Хм, умно Правда, из-за этого ты немного слабее в бою Но ты быстро наверстаешь этот небольшой просадок Возможно Хотя мой класс не силен в бою Один на один Как я понял Ну, не скажи Если ты обгонишь других на десять уровней То ты с любым классом уделаешь кого угодно Но с равным уровнем Да, у тебя шансов немного меньше Так что держи своих зомби постоянно при себе Особенно прирученных Прирученных? Это те, что зеленые? Наверное Я не вижу того, что видишь ты Но я читала, что лояльные к тебе мутанты Дают больше возможностей Это да У меня меньше манны на них уходит И легче контролировать Правда, вот амбалов не могу сейчас взять под контроль Нужно Нужно уничтожить зекурат Похоже, он их сейчас контролирует Тогда чего мы ждем? Я хочу узнать, что будет дальше Я тоже, но Вряд ли случится что-то хорошее Может, лучше помешать им Давай еще немного подождем Я кивнул И пошел искать сигареты Дверь в квартиру была открыта Причем не взломана А именно открыта Похоже, зомби таки научились это делать В туалете нашел одну сломанную сигарету Но поймал себя на мысли, что не хочу курить Может, наконец получилось завязать Хотелось бы в это верить Прождали еще минут десять Ничего не изменилось Тогда я и решил воспользоваться ситуацией И еще немного прокачаться Вот только контролировать по-прежнему никого не мог Пришлось спускаться и вручную убивать всех подряд Прямо как в самом начале Правда, тогда у меня не было таких когтей и яда Почти любому зомби ниже моего уровня Было достаточно двух ударов С минимальной концентрацией яда Умирали они не сразу Зато я не терял времени И на ходу атаковал все новых и новых мертвяков Они, конечно, пытались меня преследовать Но спустя несколько секунд Обычно не больше десяти Зомби умирали, одаривая меня опытом Несмотря на однообразие процесса Это занятие не показалось мне скучным Такого легкого и быстрого фарма у меня давно не было Всего за полчаса я поднял два уровня Правда, побегать пришлось много Да не просто побегать А убегать от тварей, размахивая при этом когтями А еще нужно было посматривать на уровни монстров Те, что выше десятого, могли запросто дать мне отпор Особенно нападая вместе А я даже не мог посеять панику в их рядах Как это обычно делал Наконец я добрался до амбалов Которые, как и все, просто пялились на зеккурат Эй вы, долго тут стоять будете? Какого хрена? Заговорил я с ними Ответа не последовало Я к вам обращаюсь Забыли, на кого работаете Ноль реакции Я полностью деактивировал свой яд, чтобы ненароком не убить союзников И резанул когтями одного из амбалов Номер один, кажется Ай, больно, босс А, очнулся, значит Какого хрена происходит? Какого? Какого хрена? Это я спрашиваю, зачем вы сюда пришли? Почему контролю не поддавались? Не знать, босс Нам приказать сюда идти Мы идти Ладно Буди своего дружка Нужно фармить Пока есть возможность Амбал с любовью отвесил своему коллеге смачного подзатыльника Отчего и второй здоровяк отошел от гипноза Быстро взяв их под контроль Я в очередной раз проверил, нет ли рядом Рустама С радостью обнаружил на радаре еще одну зеленую точку Вот только он был почти в самом центре толпы возле зеккурата Прорываться туда я не планировал Если зомби вдруг очнутся от гипноза Или от кого бы то ни было получат команду убить меня То мне не поможет ни контроль, ни яд Но ради Рустама я готов был рискнуть С помощью амбалов убивать было намного проще и быстрее Я, как и раньше, наносил пару ударов и шел вперед Здоровяки отвлекали на себя разъяренных зомби Которые вскоре умирали, не успевая навредить моим танкам Несмотря на относительно низкий уровень У обоих он был девятый Их броню почти не пробивали Даже зомби на три уровня выше амбалов Наносили им не так много урона Не успел я получить еще один уровень Как у меня начались проблемы Зомби начали отходить от гипноза И заполнять свои гнилые мозги глупыми вопросами Вроде, зачем они здесь и кто этому виной Конечно, крайним сделали меня Массовое убийство их побратимов И мое небольшое отличие от них Делали меня крайним во всех их бедах Но была в этом и положительная сторона Я смог взять под контроль Рустама И мне не пришлось лезть в самый центр Орды Где были самые сильные мутанты Хотя я и так забрел далековато Нет, сначала я пытался убивать Только самых крайних мутантов Но они постепенно прибывали И я оказывался внутри круга Да и камбалом нужно было пробиться Рус под моим контролем Начал прорезать себе дорогу к нам Мы же стояли на месте Стараясь не привлекать внимания Вот только это плохо получалось Зомби с каждой секундой Становились все агрессивней И уже через минуту Начались первые стычки Твари начали нападать друг на друга И конечно на нас Дождавшись товарища Мы стали прорываться к зданию Где сидела Анна Опыт лился рекой И я быстро получил Девятнадцатый уровень Однако вырваться нам удалось С большим трудом Зомби, как обезумевшие Нападали на всех вокруг себя Хотя может это нас и спасло Если бы они атаковали только нас Шансов было бы в разы меньше Я выжил только за счет Неплохого запаса здоровья И усиления кожи Амбалы сами по себе были живучи Ну а Руса мы старались беречь Как могли Уже возле здания Анна помогла нам убить Десятка два зомбаков И выбраться из двора В котором творился Настоящий ад Что это было? Спросила она Не знаю Они вдруг очнулись от гипноза А потом начали убивать друг друга Это я видела Но почему? Ты уничтожил Зекурат? Я что, на самоубийцу похож? Хотя раз поперся туда То наверное похож Но нет Я даже не добрался до него Может кто из мертвяков повредил? Или просто время вышло Не мог же он держать их под контролем вечно Я вообще не понимаю В чем смысл происходящего Я тоже Давай вернемся поскорее домой Обратный путь был на удивление легким Хотя с моими ранами Идти было тяжело и больно Я даже пожалел Что не взял Светку с собой Но она бы оттуда просто не выбралась Разве что Всем лагерям нужно было пойти Ребята получили бы дофига опыта Вот только наверняка Половина из них сдохли бы По пути я попытался расспросить Рустама Что же это было Он хоть и не сильно обошел амбалов по уровню Но намного лучше разговаривает и соображает Вот только и он не смог дать мне внятного ответа Сказал только, что почувствовал приказ Примерно как мой Только другой Вот и все объяснения Зато дома нас ждал приятный сюрприз Хоть один из немногих за последнее время Уже у ворот меня встретила радостная и чистая света Несмотря на обаятельную улыбку И отличный внешний вид Я к ней немного остыл Моей голове не давала покоя записка бывшей От которой вопросов стало только больше Но хотя бы понятно, почему она так себя вела Наконец-то вернулся Идем скорее, я тебе такое покажу Завопила она, бросившись мне на шею Анна прошла мимо, бросив на медсестру недовольный взгляд Ох, сначала тебя подлечить нужно Загробный, ты как всегда Давай позже, я дико устал После переезда так и не отдыхал Узнал что-нибудь? Подошли к нам коготь с фреоном И да, и нет Мутанты правда собрались возле зекуратов Только непонятно зачем Они стояли, ничего не делая минут 40-50 А затем очнулись и начали атаковать друг друга И разбегаться во все стороны Как будто их кто-то взломал Или сломал Вот сука Все еще хуже, чем я думал Выругался коготь Интересно, а что твои? Они ничего не поняли Сказали, что их контролировали и все Со щенками все хорошо Ну как сказать Они тоже в один момент взбесились и начали драться Мы пытались их разнять, но мать не подпускала нас к ним Да она и сама неплохо справилась Задала им небольшую порку и они угомонились Интересно, почему она не поддалась контролю? Наверное уровень слишком высокий А какой у нее? Было выше моего А восприятие у меня не очень Так что не знаю Кстати, где она? Ну, ты же понимаешь Мы не можем впустить такое создание в лагерь Что если она тоже взбесится, как ее детки? Да мы бы с ними с трудом справились А с ней? Даже подумать боюсь Что она бы тут натворила? Сказал Фреон Так где она? Мы показали ей небольшой магазинчик Недалеко от нас Он отделен от наших совмещенных Где тебя нашел еж Так что она там никому не помешает Ладно, мне нужно отдохнуть Как дела с воротами? Я заварил одну створку Восстановлю манную и сделаю вторую Почему зелень не выпьешь? Шутишь? У меня после него такие отходники были Да и делать их очень трудно Нужны редкие ингредиенты И долгий синтез Ясно, ну все, я спать Погоди, а как же сюрприз? Тебе точно понравится? Обиженным тоном произнесла Света Давай потом, а? Ну ладно Я завалился на кровать В комнате, которую Светка выбила для нас Вообще мне полагалось Комната Гоблина Но Света сразу отмела это предложение Не хотела делить жилье с другими людьми Ей даже предлагали большой дом Для всей нашей группы Но она хотела отдельное Фреон пошел ей навстречу И не поскупился Подарил нам целый домик Точнее гараж или модуль Даже не знаю, что тут задумывалось изначально Но по факту это был небольшой дом С одной жилой комнатой Маленькой кухонькой И туалетом У других же все было проще Жилая комната Совмещалась с кухней А иногда кухня и вовсе отсутствовала Приходилось готовить в общей столовой Хотя теперь, когда туман не опасен Это можно делать прямо на улице Зеккураты с момента появления в небе лучей света Перестали выпускать дым И его стало разносить по округе При любом порыве ветра Кровать меня порадовала Кто-то не поленился притащить сюда матрас С независимыми пружинными блоками После ночлега в железном контейнере демона Для меня это была роскошь Конечно же, я мгновенно отключился После тяжелого дня Проснулся хорошо отдохнувшим От тихого смешка Светланы Она что-то смотрела у себя в телефоне Чем занимаешься? Без особого интереса спросил я О, ты проснулся Я мемасики смотрю в ВК Хочешь со мной? Не, я бы лучше... Погоди, что? Это и есть мой сюрприз Представляешь? Фреон сделал интернет Я быстро подорвался с кровати И выхватил у Света телефон Действительно, вай-фай позволял пользоваться всемирной сетью А значит, можно узнать последние новости Глава 51 Почти спокойный день Закрыв ВК, я полез в поисковик И тут же огорчился от скорости соединения Я даже подумал, что интернета вообще нет Да, скорость тут не очень Одна картинка где-то минуту грузится Но все равно приятно, что он есть, правда? Да пофиг на картинке Я хочу узнать новости Что творится в мире, что у нас Где правительство? Сколько выжило людей? Ну, это ты вряд ли узнаешь Огорченно выдохнула Света Фреон сказал, что большая часть сети умерла или отключилась от нас Работают только российские сайты Да и то не все И даже те, что работают, не обновлялись после первого сентября Твою ж мать Я изменил поисковый запрос И даже попробовал разные поисковики Так мы скоро до Спейс.ру Откатимся и песни будем по 10 минут грузить Спустя полчаса поиска Мне удалось найти простенький сайт Точнее даже блог одного из выживших Он называл себя Вестник Апокалипсиса Жил он точнее, выживал Не в нашем городе, а в соседнем До него где-то полчаса езды на машине Было, но не в этом суть Он писал обо всем увиденном и услышанном Подробно описывал, как выживал И торговал с другими выжившими во времена Тумана Сейчас же рассказывал, что у них зомби тоже на полчаса собрались у Зиккуратов А еще он видел военных, заехавших на окраину их города Две бронированные машины без опознавательных знаков Люди в форме спецназа и тоже без каких-либо отметок Еще Вестник Апокалипсиса сообщил, что из непроверенных источников Поступает инфа о других странах Говорят, что сейчас во всем мире то же самое, что и у нас Только там иммунных намного меньше Я добавил сайт в закладки и присвоил себе Светкин телефон У нее их все равно, штуки 3-4 еще есть Пока я возился в этом не до интернете Медсестра приготовила мне завтрак Запеченный картофель с мясом Все же круто, когда есть в морозильнике с едой Правда, мясо скоро станет очень дорогим дефицитом Нужно бы подумать о расширении сельского хозяйства Теплицы, конечно, хорошо Но у них ограниченная площадь и производительность Но снаружи, в этом тумане, ни животные, ни овощи с фруктами не выжили Хорошо, хоть деревья все еще вроде как в порядке Иностранных военных, кроме Зерра, я в нашем городе больше не видел Но это только вопрос времени И хоть у меня нет желания лезть во все это По-другому, видимо, не получится А если сопоставить их появление со странным поведением зомби В голову приходят очень тревожные мысли Проспал я, как оказалось, до самого обеда Странно было, что никто меня не разбудил из-за срочных дел Но, выйдя на улицу, я понял, в чем причина Вход в мой дом сторожил Рустам с амбалами Никто из наших новых сожителей не рискнул к ним подходить А когтю Сухому и Анне с Фокси было просто не до меня Они все тоже устали после переезда Хотя и проснулись намного раньше Коготь со своими людьми занимались уборкой трупов Фреон что-то химичил с электропроводкой у ворот Анна тренировалась с Фокси бою на ножах Только Фокси не держала оружие в руках А управляла им телепатически Сухой в это время самостоятельно занимался стрельбой из лука А, вот и ты, выспался? Будто с предъявой спросил Коготь У меня вчера был тяжелый день Да не вопрос Я поэтому и уболтал Фреона оставить в лагере трех зомбаков Сказал, что ручаюсь за них Спасибо Чем занимаетесь? Да вот мертвичину сжем Они всю ночь прут и прут, как с ума сошли Раньше могли спокойно бродить по улице туда-сюда И всех это устраивало А сейчас как одичало ищут выживших Ну вы хоть справляетесь? А то Сначала я думал, что лагерь так себе Но когда починили ворота и башню В общем, от такого небольшого потока Можно хоть вечность обороняться Хватило бы только патронов Хотя вон твой друг сам себе стрелы делает Да и маги без пули пороха обходятся Жаль, я не выбрал себе такой класс Не жалей У магов хватает ограничений Чтобы полноценно воевать и фармить Нужно хотя бы сотни три А лучше еще больше маны Кроме того, нужно пару десятков очков Вложить в магическую мощь На начальных уровнях это невозможно А вот резать ножом всех без остановки Это можно Хоть и порядком опасней Тут ты прав, конечно Надо бы оружие и брони получше раздобыть И раз эти противогазы теперь не нужны То и драться будет полегче Вы их пока не выбрасывайте Один порыв неправильного ветра И вы все потравитесь Я им то же самое говорил А инструктаж по быстрому надеванию Мы еще в самом начале проходили Доводя движение до автоматизма Я слыхал, в соседний город иностранцы заехали В броне и во всеоружие Да ну, они уже и машины используют? Не хорошо это Пулемет наши ворота выдержит А вот пушку, даже если на БМП Ты уже не думаешь выбить их из города? Или все еще ждешь наши войска? Да какие нахер войска? Я уже давно не жду их И на службу плюнул Как и власти на всех нас А я уж думал, будешь склонять меня Убить всех врагов и спасти родину Себя спасти бы для начала Это уже не война За что воевать? Где страна? Где люди? Ничего не осталось Только несколько человек да и те А зверев убивают всех подряд за еду и топливо Ну, может тебя обрадует, что такое не только в России Но и во всем мире, включая Америку Ты знаешь, как-то пофиг уже С одной стороны хорошо, что они сами себя умудрились уничтожить А с другой Значит, теперь нигде нет безопасного места Ничего, создадим тут такое место А для начала нужно наведаться к Зеро Если натовцы сделают то, что я думаю То их и правда нужно остановить, пока не поздно Я подошел к тренировочной площадке Где занимались Анна с Фокси Обе девушки удивляли своим мастерством Анна прекрасно владела всем своим телом Идеально рассчитанные движения пропускали лезвия ножа противницы Всего в сантиметре от кожи Но при этом не позволяли ее ранить Оксана тоже неплохо овладела своими навыками Она управлялась холодным оружием не хуже мечников При этом она его даже не касалась А за счет дистанции она могла вести бой относительно безопасно для себя Видно было, что Анна щадит свою соперницу И старается не причинить ей вреда Работает в основном в защите, уклоняясь и избегая обмена ударами Увидев, что я наблюдаю за боем Анна вдруг перешла в наступление Одним рывком она сократила дистанцию с Фокси После чего демонстративно поцарапала ей плечи своими кинжалами Фокси опешила от такого А затем тоже удивила меня В ее взгляде сверкнула нехорошая искра После чего нож стремительно полетел в спину Анны Стоявшей над упавшей Оксаной Та, почувствовав угрозу, быстро отскочила А оружие едва не проткнуло саму Фокси, контролирующую его Девочки, давайте аккуратней, а то убьете друг друга Попросил я Она мне ничего не сделает Я только что это продемонстрировала С гордостью заявила Анна Я ей не за тебя переживаю Я тоже могу за себя постоять Обиженно воскликнула Фокси В ее взгляде читалась злость и ревность А я себя прямо первым парнем на селе почувствовал Вон, уж чуть ли не дерутся за меня Ань, пойдешь со мной в город? Нужно разведать, как там у демона дела О, я бы с удовольствием его убила еще раз Окончательно Пока не нужно, меня больше интересует Зерра С ним лучше будь аккуратней, он очень опасен Знаю, поэтому и зову тебя с собой Конечно, только в душ заскочу С чего это ты перед вылазкой в душ идешь? Обычно все купаются после этого Предъявила ей Фокси А тебе какое дело? Никакого, просто... Просто чего воду зря тратить? Анна слишком избалована В этом лагере нужно навести порядок Предлагаешь выделять воду на каждого с ограничениями? По талонам? Может заодно и еду тоже порциями выдавать? У нас пока все не настолько плохо Фрион качает воду со скважины А еда еще есть в городе Не говоря уже о собственных теплицах Мы впервые за два месяца Можем ощутить хоть какой-то комфорт Да я не... Я вообще не это... Фокси ушла в непонятно смущенно-агрессивном настроении Я уже пожал плечами И продолжил наблюдать за тренировкой Только теперь уже смотрел на Сухого В него неплохо получалось стрелять из лука Но только по статическим целям Мишени-маятники поражались его выстрелами через раз Да и то не особо точно Сухой! Да ты косой! Пошутил я А куда она ушла? Да мы на вылазку собираемся Пошла готовиться Я с вами хочу Что, так и не присмотрел себе никого? Да пока не знаю Нужно разведать почву Непонятно, кто здесь занят, а кто свободен Так и скажи, что сохнешь по Аньке Пф Она вообще не в моем вкусе Шкура да кости Это она уже высохла Я люблю посочнее Что же ты подглядывала за ней в душе? А за кем мне еще было подглядывать? За тобой? Как бы вариантов немного Погоди А за Светкой ты Не-не, братан У меня аж недавно этот навык появился Хотя сейчас могу Я тебе глаза на жопу натяну Может тогда стрелять получше будешь Тихо Смотри, какая соска идет У-у-у-у А ну-ка Взгляд Сережи вдруг стал каким-то стеклянным А радужка зрачков окрасилась в синий Уф, нифига у нее там арбузы Ой Так все, не отвлекай Вдруг посерьезнил Сухой и достал новую стрелу Он занимался на общей площадке для всех стрелков Хотя полосы отличались расстоянием и мишенями Стать за них мог любой Незнакомка с действительно большой грудью Заняла самую длинную полосу Расстояние 150 метров Думаю, скоро появится еще больше Так как туман уже не ограничивает видимость Сухой перебрался поближе к ней На соседнюю полосу с дистанцией в 120 метров Хотя до этого стрелял с 70 Ох, и зря ты выпендриваешься Прошептал я Глядя, как он распушил свой хвост Точнее, разложил стрелы на столике для боеприпасов Девушка пришла с винтовкой СВД Кажется, с оптическим прицелом Она вроде была на одной из крыш При последней обороне лагеря На Сережу она якобы не обращала внимания Хотя и не спешила сама приступать к стрельбе Сухой тоже выжидал Когда грудастая девушка Закончит приготовление И хоть искоса посмотрит на него Она возилась к нему спиной Проверяя оружие Затем сделала пару выстрелов Сколько я не напрягал зрение Так и не увидел результатов ее стрельбы Неплохо, прямо в десятку Произнес Сухой Ну да, у них же долбанная зоркость Девушка не без высокомерия Посмотрела на него Мол, давай, удиви меня И Сережа ее удивил И меня тоже Его стрела на секунду засветилась Зеленоватым цветом После чего он отпустил тетиву Снаряд со свистом и поразительной скоростью Устремился вперед И попал точно в яблочко Я сначала офигел от такого результата Насколько я знаю В спортивной стрельбе из лука Максимальная дистанция 90 метров Но, учитывая дары системы И достаточно высокий уровень моего друга Удивляться особо нечему Правда, Сухой не был бы сухим Если бы остановился на этом Он подошел к столу И лег на него спиной В таком положении он умудрился Попасть рядом со своей первой стрелой Девушка приподняла бровь Но, мне кажется, она больше удивилась Его чудаковатости, а не меткости Довольный собой Сухой залез на стол И начал завязывать себе глаза Какой-то тряпкой Может, не надо? Да мне это расплюнуть Обычная разминка Надменно ответил он Завязав глаза Сухой начал целиться в мишень Я не сомневался, что он попадет Вот только у него даже до выстрела не дошло Расставив ноги пошире Сережа оступился И шагнул мимо стола При падении он сначала ударил девушку луком А затем и вовсе завалил ее на землю Окунув лицо между ее подушками безопасности Когда ему уже нечего было терять Он и руками ухватился за пышную грудь незнакомки И приподнял голову По его наглой морде Тут же прилетела пощечина Извинделяюсь Только и смог сказать он Ах ты гад, сволочь Пошел вон Уже иду? Вставал Сережа тоже Отталкиваясь от пышных буферов девчонки Признаться, она и сама была слегка полновата Как раз противоположность Анне Как сухой и хотел Вдоволь насмеявшись Я наконец дождался Анну Она, кажется, не только искупалась Но и переоделась, причесалась и даже накрасилась Хотя раньше я этого за ней не замечал Ты на свиданку идешь или как? Не смешно Что мне теперь выглядеть как бомжиха? Раньше тебя это не смущало? Раньше не было таких возможностей А чего это ты с врачуга опять натворил? Сменила она тему, кивнув на Сережу Убегающего от злой грудастой девушки Не туда прицелился Ладно, нам пора идти Сказал я Но не тут-то было Ко мне подбежала разъяренная Светлана Офигеть! Ты снова идешь с этой доской? А мне даже не предложил! Кричала она, ткнув пальцем в ванну Что? Ты чего? Я чего? Это ты чего? Думаешь, я не вижу, что ты ей больше времени уделяешь, чем мне? Так, Свет, давай не сейчас Ну вот, даже сейчас не до меня Да что на тебя нашло? Что нашло? Это ты у меня спрашиваешь? Мне Фокси все рассказала, как ты заглядывался на них А потом выбрала эту шкуру для вылазки Можно я ей втащу? Тихо спросила Анна, сжимая кулаки Да я тебя сейчас сама так втащу Кулачки твои в задницу тебе запихну Может хоть сиськи появятся Так, стоп, что с вами? Не надо никому ничего втаскивать Я Анну беру только из-за инвиза И вообще, что за претензии? Кого хочу, того и беру Что-то не устраивает? Света резко поникла от ответной агрессии Она будто пришла в себя Посмотрела по сторонам Сделав пару шагов назад Затем развернулась и убежала в наш дом У меня будет хоть один спокойный день Задал я риторический вопрос Не-а Ответила Анна Я бросил короткий взгляд на стоявшую вдалеке Фокси Она выглядела престиженно и смущенно Уж от кого, но от нее я таких доносов не ожидал Не дожидаясь новых эмоциональных всплесков И неожиданных переполохов Мы вышли из лагеря С собой даже Рустама не взяли Его самбалами пока лучше держать под присмотром А вот к грозе я заглянул в гости Она неплохо обустроилась в небольшом помещении Щенята резвились в куче картонных коробок с пенопластом А их мать следила за округой и высматривала добычу Я же оценил, как она вымахала за последнее время Ее шкура и шипы стали еще жестче А когти острее Кроме того, появились новые пластины брони Защищающие самые уязвимые места Она была чем-то средним между классами охотника и стража Достаточно защиты, но и смертоносности хватает То же самое можно сказать о Рустаме Хотя у него, насколько я знаю, нет никакого класса «Привет! Ну как вы тут? Как новый дом?» Спросил я из вежливости Гроза отряхнулась, будто только вылезла из воды Я не понял этого жеста «Здесь сыро или вам нужна вода?» Собака подошла к окну и поскребла его когтями «Холодно? Нужно закрыть окна? Я не понимаю» Гроза плюнула на объяснение и улеглась рядом со своими детьми В этот момент я вспомнил о нераспределенных очках Открыл интерфейс Уровень – 19 Опыт – 1 421 000 из 1 536 000 Физическая мощь – 32 Восприятие – 9 Маг-мощь – 21 Мана – 260 из 260 Стойкость – 35 Здоровье – 350 ОЗ из 350 Свободных очков характеристик – 18 Свободных очков навыков – 9 ДНК – 154 Неплохо, есть где разгуляться Не раздумывая, закинул 5 очков навыков Связь – 5 уровень того стоит Теперь опыт будет бежать ко мне еще быстрее Дорого, конечно, но оправдано Еще по одному закинул в навыки организм, разум и лингвистика Что я за повелитель, если у меня не открыты все возможности Еще одно очко закинул в новый боевой навык – выстрел когтями Его название говорило само за себя С ним я могу стрелять своими когтями, как арбалетными болтами А значит, у меня появились дистанционные атаки А это очень круто Ну что, пора испытать свои новые возможности Начнем, пожалуй, с грозы Глава 52 Шпионы Как же хорошо, что от изучения навыков нет головной боли, тошноты, головокружения и прочих неприятных вещей, которые бывают после усиления мутаций Первым делом я проверил самое интересное – контроль разума Точнее, это был не контроль, а подключение к разуму мутанта Телепатия, если угодно Я окунулся в мысли грозы и тут же почувствовал ее недовольство Непонятно только, с чем это было связано С новыми условиями для жизни или с моим хамским вторжением в ее голову Наконец-то ты догадался прочитать мои мысли Без слов сообщила она мне Ого, я тебя понимаю А как ты хотел? Ты в моей голове Ого, ты меня понимаешь? Как же долго до тебя доходит Извини, я впервые пользуюсь этой способностью Сильно тут не задерживайся, а то скоро сам станешь лаять и вылизывать свой зад Ээээ, правда? Нет, конечно, я шучу Настроение у нее и правда сменилось на более веселое Я хорошо это чувствовал и осознавал Какая ты веселая Это ты меня еще живой не видел Ну да ладно, давай к делу Пока у тебя манна не закончилась Я быстро проверил синюю шкалу Потратил уже процентов 10 А ведь прошло так мало времени Что ты мне пыталась сказать? Вам не нравится новый дом? Холодно, сыро, что? Здесь только один вход Некуда бежать в случае чего Я-то не боюсь смерти, а вот малышей хотелось бы спасти Они пока не готовы драться Хорошо, я поговорю с Фреоном Это тот блондин? Он здесь главный И да, слушай, а как ты? Ну, даже не знаю, как спросить Я тебя поняла и отвечу Я уже была беременна, когда заразилась Мои дети заразились вместе со мной А затем я изо всех сил старалась прокормить всех нас и убивала практически без перерыва Мой организм мутировал, приспособился к вынашиванию зараженных плодов Правда, мне пришлось самой их извлекать Я разрезал о себе Ладно, ладно, не продолжай Я думал, мутанты могут размножаться Я об этом не знаю Могу только за себя рассказать Хорошо, тогда скажи Почему ты не побежала к зеккуратам, как все? Да и про те маячки, что звали всех зараженных У меня достаточно ментального сопротивления, чтобы не поддаться их зову Но у большинства зараженных ментальность на низком уровне Поэтому ты можешь их так легко контролировать Я тебе специально открылась в благодарность за помощь А теперь ты еще и моих щенят спас Я теперь всегда буду за тобой присматривать и помогать Спасибо Кстати, не могла бы ты отвезти нас в лагерь демона, откуда мы сбежали? Я не могу оставить щенят одних Они еще слишком малы А если я договорюсь, чтобы их оставили в лагере? Нет, я не доверяю людям Только тебе С ними я своих детей не оставлю Вот же... А что если я попрошу Рустама за ними присмотреть? Это твой зараженный друг Думаю, ему можно верить Он ради тебя несколько раз чуть не погиб Хорошо, тогда Не успел я договорить, как запас маны иссяк И меня выкинуло из головы грозы Не слабый, однако, расход А ведь я не успел проверить два остальных навыка Хотя лингвистику на собаке не испытать Вложив десяток очков в манну, я проверил другой навык Контроль организма Использовав его, я будто оказался внутри чужого тела Но не так, как при контроле движений Управлять телом напрямую я не мог Зато мог менять направление его развития и мутаций Не прямо в этот момент, нет А лишь задать направление для будущих изменений Например, можно нарастить костную броню Тогда собака будет менее подвижна Зато более защищена Вместо этого можно улучшить ее клыки, когти и даже хвост Для внезапной атаки Соблазнительным было приобретение шипов на спине и по бокам Но тогда на ней никто не сможет ездить А это сейчас самый лучший транспорт Пока я раздумывал и рассматривал все возможности развития Моя манна не тратилась Даже наоборот восстанавливалась в обычном темпе Зато когда я выбрал направление для будущего развития У меня разум ушло 100 единиц маны Я решил развивать в псине скорость и силу Подвижность суставов, их прочность, мышечную силу и выносливость Без существенного увеличения объема Это позволит ей быстрее двигаться Лучше контролировать свое тело И меньше уставать во время боя или бега Выйдя из ее интерфейса, так сказать Я отправился обратно в лагерь Нашел Рустама, который помогал избавиться от трупов Путем их поедания Попросил его приглядеть за щенятами Не успел я уйти, как меня подловил Фреон Что-то с дисциплиной у вас не очень Намекнул он на сегодняшней разборке Девушки, что с них взять? Пожал я плечами Ладно, девушки А что этот лучник вытворяет? Набросился на Лизу, начал ее лапать А, ну, с ним отдельная история Понимаешь, он немного особенный Ты вроде говорил это про Анну Ну, он еще особенней Он не специально, просто он очень влюбчивый Лучше пусть влюбляется в кого-то другого За Лизой бегало много парней Из-за ее внешности Но Курт отбил у них это желание Как бы они с твоим другом не подсапались Слушай, я тут немного занят Гроза не хочет оставаться в лагере Поэтому я отправлю к ней Рустама Да мы тоже не особо хотим, чтобы она тут оставалась Можешь и тех громил к ней отправить Меньше напряжения будет в лагере Как скажешь И лучше не подпускай своего кабейна к сухому Он может сделать что угодно Попробую Неуверенно ответил блондин И еще одна просьба Можно моим питомцам Занять тот коридор зданий Ну, гоблин использовал его для отвода Орды От лагеря Когда люди его покидали и возвращались обратно Но так как Орды больше нет А зомби особо не реагируют на громкие звуки Которых, кстати, и в лагере хватает А разведка Дозорные больше не смогут сообщать о приближении тварей Теперь твари будут сообщать о приближении тварей Я научу Рустама подавать вам сигнал Ну, или он сам прибежит к вам и сообщит жестами, или еще как Как бы дозорные на воротах не подстрелили его Нарядим его во что-то приметное Пожал я плечами Вскоре я вышел из лагеря с Рустамом в костюме прораба Белой каской и строительным жилетом со светоотражающими полосами И двумя рабочими в таких же жилетках, но с желтыми касками Правда, накинуть их удалось только на спины Благо, рукавов изначально в этой одежде не было Для полноты образа один амбал нес в руках кувалду А второй большой и тяжелый лом Хотя в его руках он выглядел как трость Я немного опередил их, чтобы предупредить Анну Ожидавшую меня возле будки грозы Однако я ее там не обнаружил А через несколько секунд она вышла из невидимости рядом со мной От неожиданности я отскочил, оголив когти Да не просто оголив, а выстрелив одним из них прямо в Анну Благо, ее ловкость с реакцией были запредельными И она успела уклониться от снаряда Я заценил скорость, с которой он полетел Неплохо, а вот механизм спуска слишком небезопасный Я всего лишь сделал резкое движение рукой А коготь вылетел как арбалетный болт Кстати, ощущения не из приятных Похоже на хруст пальца, если за него потянуть Только еще и с болью Блин, не пугай так, я же и убить могу Не, один на один ты меня вряд ли убьешь Ну как минимум здоровье отниму, оно тебе надо Здоровье? Надо Нет, то что... Ай блин, с тобой иногда так тяжело общаться Аутистическое расстройство характеризуется дефицитом социального взаимодействия И... Какого хрена? А, ну да, хотел сказать, не пугайся этих рабочих со стройки Это Рустам с амбалами Почему? Чтобы их с другими не спутали Повезло, что мы на рынке, а не где-то в театре засели Почему? Ну представь их в бальных пачках, например Бальные амбалы Не поняла юмора Пачки на них не налезут Из-за разницы в габаритах Ну значит, на руки их наденут Блин, тебе нужно что-то делать с юмором Дождавшись, пока амбалы с Русом подойдут к нам Я представил их грозе и перевел всех в соседнее здание, соединенное с остальными небрежными проемами в стенах Пояснил им условия жизни и задачи Амбалы следят за мутантами снаружи Рустам за щенками внутри При появлении людей или больших скоплениях тварей Они должны сообщить в главный лагерь Если орда, то это может быть звуковой сигнал в колокол Если люди, то лучше незаметно вернуться в лагерь Когда протокол был донесен до исполнителей Я, наконец, смог выбраться в город на живом и грозном транспорте вместе с Анной Псинка несла нас без всяких усилий Она успела неплохо откормиться после плена у демона И теперь была едва ли не самым опасным мутантом в Хреновске По пути мы немного подфармили опыта Я контролировал нашего маунта И заглядывался на более отдаленных мутантов Хотелось перестрелять их когтями Но, как оказалось, восстанавливаются они долговато Порывшись в интерфейсе, я даже формулу нашел Время зависело от моего максимального здоровья и уровня навыка Чем они выше, тем быстрее восстановление коготков На данном этапе восстановление одного занимало 23 часа и 17 минут времени Благо, восстанавливался каждый коготь независимо от других То есть я мог выстрелить одним, а через час другим И восстановятся они с той же разницей Цифры, конечно, удручают, но это лучше, чем 30-дневное восстановление После того, как я сломал свои когти и получил травму Кстати, отсутствие одного когтя не влияло на урон Точнее, не добавляло дебафов Так-то каждый коготь наносит свою часть урона И даже при наличии их всех при смазанном ударе урон будет меньше Возле самого лагеря пришлось спешиться и отправить псинку погулять При этом я подключился к ее лингвистическому центру Но не пытался издавать никаких звуков Расход манны при этом был минимальный Зато мне шел весь опыт, что она зарабатывала убийствами Мы подгадали приближение к лагерю демона к наступлению вечера Я проверю обстановку, потом подам сигнал Сказала Анна и исчезла, не дождавшись моего согласия Вот же действительно дисциплина хромает Я же зарылся в свой интерфейс С момента фарма у Зеккурата у меня так и не было времени изучить новинки У меня еще оставалось 8 очков характеристик Одно я сразу вложил в здоровье И проверил, насколько уменьшилось время восстановления когтей Ровно 1 час Неплохо, но даже если вложить все 8 Это сократит время лишь на треть А может и меньше Еще же и уровень самого навыка влияет Через прозрачный интерфейс я заметил, как одна фигура Которую я до этого считал столбом Вдруг упала, а рядом с ней возникла другая И помахала мне рукой Затем она снова исчезла Вскоре упало еще одно тело дозорного на другом углу крыши После этого Анна, уже не уходя в инвиз, спустилась ко мне Путь свободен, но я не знаю графика смен Думаю это будет только утром Кто знает Ладно, идем Анна помогла мне забраться на забор, а затем и спуститься вниз Я переоделся в форму бойца, убитого девушкой Одновременно отгоняя ближайших зомби Натовцы от них так и не избавились Хотя мутантов стало намного меньше А их уровень выше Дальше мы полезли на стену цеха и выше Конечно, Анна и тут мне помогала Ей ловкость и вес позволяли лазить и прыгать всюду Я же по сравнению с ней был как поросенок на лестнице Сверху было хорошо видно большинство постов врага Вот только ни демона, ни зерра я нигде не видел Пришлось подключаться к ходячим камерам Но спустя 10 минут поисков я так никого и не обнаружил Разве что предателя Герца Он зависал в кафешке в компании двух дам не первой свежести Зомби рядом не было, но я мог видеть его через окно на крыше Даже удалось немного подслушать, напрягая улучшенный слух И это только начало Зерра делает все, что я ему советую Еще немного, и я займу его место Ого, и ты будешь здесь главным? Спросила слишком накрашенная И от этого еще более уродливая девица в красном платье Не только здесь, дорогуша Я буду главным во всем городе Все банды будут спрашивать моего разрешения, чтобы пожрать или посрать И как ты это сделаешь? Спросила вторая девушка с каштановыми волосами, черной юбки и худощавыми ногами Она стояла позади Герца и делала ему массаж Понимаете, сейчас все решает не только уровень и навыки Они, конечно, тоже важны, но они имеют жесткие ограничения Один класс, один набор навыков и все А вот эти штуки Он достал ромбовидный предмет из кармана Они дают крутейшие навыки Причем без затрат манны и ограничений по характеристикам А что это? А можно подержать? Нет, это слишком ценная игрушка Зерра доверил мне их поиски И добычу и даже не догадывается, что у меня остаются самые интересные экземпляры Сказал Герц и опрокинул стакан с напитком Все правильно, ни на ебать не проживешь Философствовала одна из девушек Конечно, а как иначе? Ну, ты же про нас не забудешь? Ну что вы, обижаете? Как про вас можно забыть? За вас! Произнес он короткий тост и все трое выпили Герц спрятал ядро в куртку, висевшую на спинке его стула А знаешь, тут можно сделать хорошее жилье Построить нормальные стены Сделать ремонт Размечталась размалеванная девушка Зачем? Тут и так все хорошо Так по-мужски, брутально Подмигнула Герцу Шатенко Давайте, допивайте и пойдем в сауну Ее уже разогрели Все встали из-за стола И скрылись из виду в другую часть здания Интересненько Герц теперь за главного в этом лагере? При этом он ворует у Зерра ядра с мощными умениями Нехорошо Это может дать ему преимущество Да, его и собственный навык, как я помню, очень неприятный При нашей стычке он будто усилил свой удар При этом перемещался небольшими, но быстрыми рывками Понаблюдав еще немного за лагерем Я не обнаружил ничего интересного Зато один из дозорных обнаружил меня Анны рядом то ли не было, то ли она ушла в инвиз А я стоял в полуприседе, заглядывая в окно Похоже, меня выдал запредельно высокий уровень Охрана Герца наверняка знали средний диапазон, в котором они варились Ну а мой уровень, скорее всего, был невиден Даже если у дозорного прокачана зоркость Он что-то крикнул мне на английском Я замер в суматохе, пытаясь сообразить, что же ответить Не придумал ничего лучше, чем сказать «Хай, хаваю» Охранник тут же прицелился в меня и начал что-то бубнить в рацию Я не стал тянуть, бросил в него сразу два когтя, заряженных ядом Правда, яд уже был излишним Умер он сразу, а значит, от физического урона самих снарядов Еще бы, с пятым уровнем, что он не мог сделать В рации на моей груди раздавались суетливые крики, говорившие, что нам пора сваливать «Ань, ты где?» Уже не скрываясь, крикнул я Но девушка не отзывалась Идти без нее? Так у нее есть невидимость? Но она не панацея Может закончиться маной, или у врагов найдется зрячий, который спалит ее в невидимости Пока я раздумывал, к столику подбежал Герц и начал что-то искать в оставленной куртке В этот момент на крышу поднялись еще два охранника с уровнями повыше Десятый и одиннадцатый Первый сразу же ударил меня разрядом молнии, парализовав на несколько секунд Вспышку света заметил и Герц, посмотрев на меня всего пару секунд, он тут же меня узнал «Загробный! Зря ты сюда вернулся, урод!» Герц полез в свой карман и, достав другое ядро, пытался использовать какой-то навык Но Анна не дала ему это сделать, появившись за спиной Однако нанести ему урон девушка не смогла Герца защитил барьер из мутноватого марева, проявившегося только в момент удара Обернувшись, он использовал навык, который предназначался мне В ванну устремился толстый и плотный луч света, который мог сжечь ее за несколько секунд Однако девушка переместилась в сторону, используя свой навык Герц снова полез в куртку с искаженным от злобы лицом «Не это ищешь?» Спросила его Анна, показав ядро «Ах ты!» Заканчивать предложение Герц не стал, так как рядом с ним уже никого не было Анна оказалась за спиной парня, провязовавшего меня И быстро убила его несколькими ударами в спину Напарник этого Зевса был уже возле меня и атаковал мечом типа Ятагана Паралич к этому моменту уже прошел, и я отбил его удар когтями Парень был силен и с неприятным навыком Он создавал что-то вроде иллюзии, а точнее шлейф от своих движений, как при замедленной съемке Только настоящие удары происходили позже, чем изображение Я пытался отбивать удары, которые были как бы с задержкой Это сильно сбивало с толку, тем более, что он в последний момент мог изменить траекторию Так я пропустил сразу три удара, отнявших у меня почти половину здоровья А считая удар молнии, у меня оставалось меньше 150 хитпоинтов Мне удалось обмануть мечника, имитировав очередное уклонение от его удара Но в последний момент я предугадал настоящий выпад Ушел влево, одновременно ударив ядовитыми когтями Парень пару секунд стоял в недоумении Затем попытался снова меня ударить Я разорвал дистанцию и ждал, пока он умрет Ждать пришлось не больше 10 секунд За это время Анна порешила еще двух охранников, забравшихся на крышу А вот дальше у нас начались настоящие проблемы Во двор завода заехали два БТР И из них начали выскакивать вооруженные иммунные бойцы Но больше всего удивляло не их количество, а уровень Все выше 10-го, а многие вовсе наступали мне на пятки Самый крутой был 17-го уровня, да еще и МАК, судя по отсутствию оружия Пока я наблюдал за ними, на крыше появилось еще несколько бойцов во главе с Герцем Он злобно ухмылялся и направил на меня руку с очередным артефактом Я не стал дожидаться, чем это закончится И перенесся с помощью своего ядра за территорию завода Анна несколькими ловкими прыжками и короткими телепортами вскоре очутилась рядом Герц стоял на краю крыши и наблюдал, как мы убегаем А я не мог понять, откуда у них такие уровни, а у него столько ядер Хотя ясно откуда, зеккураты Ну тебе же хуже, Герц, ты не оставляешь мне выбора Глава 53. Осада Ну чего стоишь? Нужно уходить Торопила меня Анна Нужно с ними что-то делать Вдвоем? Я люблю убивать, но нельзя откидывать здравый смысл Их больше, и у них много ядер, и это их территория У тебя мало здоровья, а у меня мана на исходе Может ты и права, но им нельзя давать даже одного спокойного дня, они станут еще сильнее Тогда зови как можно больше зомби, пусть отвлекутся на них, я убью сколько смогу Восстанови ману, лучше не рисковать Нет времени, пока у них суматоха, нужно действовать С этими словами Анна исчезла, а я активировал радар В первую очередь использовал тварей, бродивших по территории завода Их отпугивали известным мне способом, включив дерьмовенькую попсу Но мое воздействие было сильнее Четыре зомби побежали вперед, но их встретила пулеметная очередь одного из БТРов Добежать сумели только двое, но их покрошили мечник совместно с магом Следующую четверку ждало то же самое При этом моя мана уходила слишком быстро Я кинул оставшиеся семь очков в магическую мощь Она уменьшает расход, особенно на дальних дистанциях Но вместе с экономией меня ждал другой бонус Я сумел подчинить себе сразу пятерых зомби Выходит, меня все это время ограничивали не навыки, а магическая мощь? Увеличение числа атакующих не сильно повлияло на результат С ними разделывались очень быстро и особо не напрягаясь Хватало двух-трех человек Тогда и я решил изменить тактику Я не отправлял зомбаков сразу в атаку А просто залезал им в голову и внушал, что нужно атаковать людей вместе За минуту я провернул такой фокус с несколькими десятками зомби Даже со счета сбился Наконец, последнюю пятерку зомбаков я взял под контроль лично И напал на людей Герца или кому они там подчиняются Сначала все шло неплохо Толпа из трех десятков окружила два БТР И начали крушить броню и колеса Пулемет не справлялся с таким количеством тварей Тем более, что на одного пятиуровневого зомби Нужно было потратить несколько десятков патронов Не говоря уже о более развитых Однако к воякам подтянулось подкрепление вместе с Герцем Человек десять, не меньше и все высоких уровней Они с легкостью разобрались с бунтом Получив опыт за убийство зомби Не зная, почему они не убивали зомби раньше Возможно, ждали, пока те пожрут друг друга И мутируют во что-то более сильное Что с большим шансом даст им новые навыки А может, это была живая сигнализация от воров? В любом случае, им придется долго собирать себе новых питомцев во двор Ничего не получается Аня, ты где? Девушки рядом не было Похоже, она отправилась убивать людей Герца или его самого Я начал волноваться за нее Ведь мне так и не удалось отвлечь их надолго Или нанести какой-либо ущерб Однако Аня не была безрассудной или глупой Оценив ситуацию, она вернулась ко мне, снова напугав неожиданным появлением Их слишком много Произнесла она, выходя из невидимости Да ёптвоюж, хватит пугать Нам лучше уйти, пока не поздно Они грузятся в машины, наверняка будут преследовать Знаю Ладно, где там псинка? Активировав радар, я не обнаружил рядом нашего транспорта Она ушла без нас? Нет, не могла же она нас кинуть Вообще, с радаром творилось что-то странное Его радиус в несколько раз уменьшился Да и видел я не всех зомби, что были рядом Этот навык как будто кто-то глушил Вот только разбираться, кто именно, было некогда Я уже слышал звук приближающихся двигателей «Бежим!» — крикнул я и показал пример Анна не отставала и даже обогнала меня всего через несколько секунд «Транспорта не будет?» Не могу её найти, и вообще с радаром что-то не так У них есть дебафер Кто? Накладывает негативные эффекты У меня инвиз начал барахлить Нужно его убить в первую очередь Ага, легко сказать Вот только они в броне Тогда беги быстрее С этими словами Анна рванула вперёд А я почувствовал себя задохликом на уроке физкультуры Которая на кроссе бежит последним Нет, ну как так-то? У меня почти тридцатка физической мощи, а выносливости уже тридцать семь Хотя в ловкости я не сильно уступаю, да и вешу больше Напрягая ноги и лёгкие, я немного прибавил в скорости, но это нам не помогло Машины были гораздо быстрее, несмотря на усыпанные трупами и мусором дороги Анна свернула в узенький проулок, куда машины точно не проедут Я последовал за ней Девушке приходилось ждать меня, чтобы я не отстал Мы протиснулись в небольшой дворик детского сада Но у выхода нас уже ждало трое бойцов Уходи в инвиз, я их отвлеку, сказал я Без лишних слов Анна исчезла Я же обнажил оставшиеся три когтя Здоровья мало, ядро на перезарядке Козырей у меня никаких нет Следует быть поосторожней Всё же я решил выпендриться И выстрелил одним из трёх оставшихся когтей в одного из бойцов Обладающим самым высоким уровнем Зря я это сделал Парень с лёгкостью от него увернулся И рванул ко мне навстречу Я обнажил два оставшихся когтя и побежал на него Он был вооружён чем-то вроде шашки, которыми бились казаки И почему у меня ещё нет своего меча? Активировав яд с самой высокой концентрации Я попытался ударить противника после того, как отбил его удар Но его будто защищал невидимый барьер Мои руки просто не могли приблизиться к нему Зато он мог меня безнаказанно бить своей шашкой Один удар такой штуки сносил мне 50 хитпоинтов Не слишком много, но, учитывая, сколько у меня осталось Три удара могли меня запросто убить Я пропустил только два Да и те из-за того, что руки не слушались меня Когда я поднимал когти, они будто погрязли в густом болоте и двигались слишком медленно Я уже собирался пристрелить его оставшимися когтями вблизи Может, такую атаку он и не отбил бы Но и я рисковал остаться безоружным К счастью, мне не пришлось этого делать Анна несколькими ударами в спину прервала жизнь моего противника Я с небольшим удивлением и радостью заметил, что двое других тоже мертвы Не зря я ее спас тогда Она это спасение отработала сполна Это был гибрид Полувоин, полутелепат Телепатия слабая, но, чтобы помешать противнику в ближнем бою, достаточно Странное сочетание, но работает неплохо Эти ребята знают о системе не понаслышке Каждый неплохо изучил свой класс Вот только врагов своих они не знают Но это ненадолго Что ты имеешь в виду? Чем больше они будут драться с иммунными, тем быстрее наберутся нужного опыта Тогда нам действительно тяжело придется По-моему, нам прямо сейчас тяжело придется Сказал я, ткнув рукой в приближающиеся машины Они нашли обходной путь и даже пытались в нас стрелять из пулеметов Мы рванули обратно в узкий проулок, где нас не достанут Выбежав оттуда, мы дальше побежали по дороге Вскоре одна из машин вышла нам на след и начала догонять Похоже, они разделились Отличный момент для удара Псинка появилась как нельзя вовремя Хотя напугала нас, выскочив из-за угла Я быстро подключился к ее мыслям и спросил Ты где была? Нас тут чуть не убили Погналась за охотником Извини, не могу с собой ничего поделать Когда вижу этих мерзких кошек Ну ладно, нужно уходить Хотя ты можешь повредить эту машину? Собака посмотрела мне за спину Несколько секунд подумала, а затем ответила Я попробую, но ничего не обещаю Я прервал нашу связь и стал наблюдать за битвой мутанта и БТР Пулемет врага при приближении собаки тут же переключился на нее Однако пули не наносили ей особого вреда Только от редких попаданий ее шаг сбивался К тому же гроза неплохо маневрировала Заставляя стрелка выкладываться на полную При этом машина продолжала двигаться, включив задний ход Псина быстро догнала машину и начала бегать вокруг нее Стрелок не успевал поворачивать свое орудие Пользуясь этим, гроза перешла к более агрессивной тактике Она начала толкать машину в бока Отчего та едва ли не переворачивалась Экипаж не выдержал такого издевательства И начал отстреливаться из специальных окон Кроме обычного огнестрела По ней прилетали и магические снаряды Псине пришлось туго Она отступила метров на 20 от машины Я уже думал, что она оставила мою просьбу Но тут гроза рванула с места Набрав огромную скорость за считанные секунды С этой мощью она врезалась в основное орудие БТРа врага И погнула его, сделав непригодным Но на этом зверюга не остановилась По очереди она прорвала все колеса с одной стороны После чего запрыгнула наверх и принялась за обшивку Как только она добралась до экипажа Тот нанес ей совместный удар всем, чем могли Сняв часть здоровья и повредив шкуру При этом часть бойцов начали десантироваться И атаковать грозу со всех сторон Один сделал что-то вроде провокации И собака, несмотря на максимальную живучесть этого парня Яростно набросилась на него Пришлось перехватить управление над ней Я тут же ощутил на себе давление сверху Будто я везу двухтонного всадника на своей спине Это было умение одного из магов Надо мной появились металлические цепи с гирями И тянули меня вниз В это время один лучник и один автоматчик Дырявили мою шкуру и довольно успешно Режущая боль каждые несколько секунд Появлялась то в одном, то в другом месте Собравшись силами, раскидав когтями двух ближайших воинов С холодным оружием и прочной броней Не будь я в теле крупного зверя Я бы избегал прямого контакта с ними Однако основной угрозой были маги Один продолжал бросать на меня цепи, появляющиеся из ниоткуда Другой прижигал тело плотным потоком огня Нет, при всем желании даже гроза с ними не справится Ну а я и лезть не стану с моими оставшимися 50 единицами здоровья Зато Анна умудрилась подкрасться к одному из магов И перерезать ему глотку Он стоял позади всех Видимо, восстанавливал манну А значит, с большой долей вероятности Это он глушил наши навыки Никто даже не заметил смерть соратника Однако продолжать бой не было смысла К первой машине приближалась вторая Со свежими силами на борту Управляя псиной, я подбежал к Анне И она ловко на меня запрыгнула Хм, то есть на грозу Затем я и сам запрыгнул на зверя И мы убежали в закат Только натовцы нас так просто не отпустили Подцепив на свой борт оставшихся боеспособных людей Второй БТР ехал с завидной скоростью Отставая только в самых труднопроходимых местах Мы их так домой приведем, нельзя Орала мне на ухо Анна Знаю, я и не собираюсь По нам стреляли из пулемета и автомата А иногда рядом пролетали сгустки энергии Или стрелы, сотканные из магии Благо маневренности у грозы хватало Чтобы делать неожиданные отскоки у вороты И резко менять траекторию движения Мы чудом не упали с этого транспорта Держась лишь за шерсть Меня спасала прилично прокачанная сила А Анна держалась за счет высокой ловкости Найдя подходящий переулок, мы нырнули в него БТР со скрежетом пронесся мимо Затем вернулся, но проехать за нами не смог Я только слышал, как несколько человек Спрыгнули и побежали по нашему следу Гроза виляла между домов, заборов и огражденных площадок Спустя минут десять уже не ощущалась никакая погоня К тому же у меня восстановилась манна Но здоровье удерживало от реванша Вместо этого я заставлял редких зомби, попадавшихся нам на глаза Убивать друг друга Опыт лишним не бывает, как коммутации Но я их давненько не получал Ко мне даже закралась мысль, что я открыл их все Пока псинка отдыхала, зализывая раны Я обсматривался вдаль Я ожидал увидеть погоню Но на глаза попался незнакомый мне человек Я даже не сразу его рассмотрел Он будто менял свой цвет, подстраиваясь под окружение, как хамелеон Если бы не рюкзак, который он уронил, я бы его так и не увидел Восприятие повышено на одну единицу Опа, а вот это приятный бонус Я ведь только ради этого и не тратил на него очки Хоть и очень хотелось Эта характеристика мной изначально была недооценена И дело даже не в уровнях встреченных зомби и людей, которые я мог видеть А в системной информации В том числе в описании внутри интерфейса всех моих навыков, мутаций и прочего Маскирующийся парень, поняв, что мы его заметили Быстро свалил, прихватив с собой злосчастный рюкзак Ну а я зарылся в интерфейс в надежде найти что-то новое И таки нашел! В разделе навыков появилось описание моего зомби-радара Бла-бла-бла Вы можете видеть зомби, которых можете или не можете подчинить В общем, ничего нового Однако, улучшение этого навыка мне показалось интересным На втором уровне я смогу видеть не только зараженных, но и обычных людей, а также иммунных Это, как по мне, просто имбическое умение Вот только на второй уровень нужно два очка навыков А у меня осталось только одно Непонятно, как нас все же нашли натовцы То ли навык у кого был поисковый, то ли подключили свои спутники Теперь, по идее, туман не мешал их видимости Сейчас и радиовещание должно наладиться, и спутниковый интернет Возможно, Фреон так и сделал у себя Нужно будет подумать, как замаскировать наш лагерь Иначе с космоса он будет как на ладони Да и банально квадрокоптером или с соседних высоток можно все рассмотреть А ведь наша совсем не скрывается Даже и стрельбище на улице устроили Мало им было того нападения Орды Нам снова пришлось гонять под уставшую и слегка потрепанную грозу Хотя 150 килограмм груза для нее совсем не проблема На этот раз я управлял ею более осознанно Старался избегать открытых мест, прятался под деревьями А когда мы снова оторвались от хвоста, то засели в подземном переходе на одной из главных улиц Слушай, а почему ты мне тогда помог? Спросила вдруг Анна, устав от тишины Ммм, когда именно? Ну, в первый раз Не знаю, просто помог и все Странный ты Это я странный? На все должны быть весомые доводы, иррациональные решения Глупо было лезть в незнакомый дом к агрессивно настроенным людям Не установив при этом предварительный контакт с ними Ну, извини, нужно было оставить тебя тому психу? Я же сама его убил, это забыл? Ммм, забудешь такое Я бы тебя не спасла Я и не сомневаюсь Я имею в виду тогда, будь я на твоем месте А сейчас? Сейчас? Сейчас я, кажется... Анна вдруг покраснела, это было видно даже в полутемном подземном переходе Кажется, я тебя... Ее слова застыли, будто ей не хватило воздуха закончить предложение Но когда она вздохнула поглубже По нам зарядила пулеметная очередь наших преследователей Да твою ж мать, как они нас находят! Не выдержал я Ядра, коротко ответила Анна В ее словах была доля истины Если враги вложили столько сил и средств в создание таких технологий То наверняка добавили и средства слежения в них Только это не повод отказываться от таких полезных навыков А что твое ядро делает? Что ты украла у Герца? Не знаю Так узнай, блин, может оно нас спасет Вряд ли это вас... Хмм... Что? Ты можешь отправить собаку добраться домой самостоятельно? Думаю, да, а что? Отправляй Ты уверена, если не сработает? Уверена, наверное Вот ни разу не успокоила Но я до конца не уверена Это ядро перенесет нас далеко отсюда со всем имуществом Но есть ограничения по объему и массе Без собаки пройдем легко Куда оно нас перенесет? Засомневался я Тут по нам, кроме пулеметных очередей Прилетело несколько заклинаний Те же стальные цепи застряли в потолке А пламя окутало всю лестницу Постепенно приближаясь к нам И скрывая врага Гроза! Беги домой, защищай лагерь при угрозе И не давай светку с сухим в обиду Приказал я ментально собаке Та посмотрела на меня пару секунд Сомневаясь в моей адекватности Но все же подчинилась И убежала в противоположную от врагов сторону В том-то и проблема Неизвестно, куда нас забросит это ядро Может, на соседнюю улицу А может, в другой город Погоди, а если мы на Северный полюс попадем Или на дно моря? Нет, разброс не такой большой Но все равно это опасно Черт с тобой! Давай, у нас нет выбора В лагерях везти нельзя А просто так они не отстанут Анна обняла меня Как мне показалось, чересчур крепко Затем нас окутал серебряный вихрь От которого стало жарко Анна потянулась ко мне В попытке поцеловать Но не успела Мы на секунду исчезли из этого мира А затем появились в другом месте Очень жутком и незнакомом месте Глава 54 Где мы? Все вокруг выглядело Как внутренности огромного компьютера Стены, полы, потолки Все было сделано Из постоянно движущихся проводов Которые иногда коротили В разных местах Вместо окон и дверей Были платы А вместо лампочки Светодиодный индикатор Первую минуту я думал, что сошел с ума Ко всему прочему Пугало и то, что Анны нигде рядом не было Но со временем я начал узнавать Очертания помещения Которые слепили эти провода Все напоминало мою квартиру Где я жил с Татьяной До всего этого Как только я это осознал Мой мозг будто переключил режим отображения Или завершилась загрузка локации Все вокруг стало нормальным Серые обои Коричневый ламинат Белый потолок В общем В целом цвета немного тусклее Чем было в реальности Но очень похоже Даже мелкие предметы Вроде настольной лампы Или книг на потолке Стояли на своих местах Что происходит? Пробормотал я Боясь не услышать своего голоса Но я был собой Причем таким же, каким сбежал от преследователей С двумя когтями И небольшим запасом здоровья Даже ядро телепортации осталось при мне в инвентаре Ну хоть что-то нормальное Снова заговорил я, глядя на когти Забавно считать два костяных колышка Торчащих из кулака нормальным явлением В целом страх и тревога прошли довольно быстро Я немного походил по своей старой квартире Предаваясь ностальгии Хотелось засесть за комп И поиграть во что-то с друзьями Или хотя бы фильм посмотреть Не думая о выживании, прокачке, врагах и прочем Но я понимал, что нахожусь не в настоящем месте Вот только что это Компьютерная симуляция? Воспоминания в моей голове? Или меня закинуло в прошлое? Судя по тому, что помещение появилось не сразу И создалось из каких-то проводов Я попал в программу или игру Все сходилось, учитывая, что у меня есть интерфейс Уровни, навыки и прочие атрибуты игры Только почему я в свою квартиру попал? Выглянув в окно, я удивился снова еще сильнее, чем в первый раз По улице ходили люди, ездили машины, даже птицы летали Вот только все были какими-то недоделанными Будто не до конца прорисованными Заготовками, так сказать Однако, чем дольше я смотрел в окно Тем ярче и детальней становилась картинка Загрузка мира продолжается Ань, ты где? Что происходит? Повысил я голос Мне ответил щелчок дверного замка Этот звук я слышал тысячу раз Когда Татьяна приходила домой И вот дверь отворилась И я увидел ее вновь Длинные черные волосы Стройная фигура Подчеркнутая обтягивающими джинсами И тонким свитером Испачканные кроссовки Что не похоже на нее Нет, каблуки она никогда не любила Но за чистотой обуви следила постоянно Даже влажные салфетки с собой носила Только сейчас ей было не до этого Ее все трясло от переживаний и страха Она прижалась к двери спиной И попыталась отдышаться Меня девушка не видела Будто меня и вовсе нет в этом помещении Тань, что случилось? Спросил я сам, не веря, что буду услышан Она и не услышала В спешке сняла обувь и прошла в зал Бросила на диван куртку и сумочку Села рядом, закрыв лицо руками Послышались всхлипывания Сквозь пальцы просочились два ручейка слез Это из-за ее брата или что-то еще Понимая, что не могу этого сделать Я все же попытался коснуться плеча Татьяны В этот момент меня будто поразило электричеством Не сильно, но из-за напряжения и неожиданности Я резко отдернул руку Татьяна же ничего не почувствовала За окном в этот момент что-то сверкнуло А через несколько секунд появилось оно Непонятное летающее создание Напоминающее бактерию Круглое лохматое тело Размером с колесо легкового автомобиля Со всех сторон у него торчали щупальца На первый взгляд, как у осьминога Но присмотревшись, я заметил Механические клешни на конце каждого из них Ни глаз, ни лица у создания не было Но по всему телу можно было заметить Небольшие объективы камер Или это были датчики Долго себя разглядывать тварь мне не позволила Да и сама быстро идентифицировала меня как врага Набросившись спустя несколько секунд Эта хрень пролетела через всю комнату На высоте моего лица Выставив щупальца вперед Мой паралич от удивления прошел мгновенно Отскакивая в сторону, я резанул бактерию Оставшимися когтями, в отличие от Татьяны Монстр был осязаем А значит он мог меня убить Ощущение, будто я консервную банку открыл Но результатом моей атаки были лишь два отрубленных щупальца Как же я пожалел, что потратил столько когтей На бессмысленные выстрелы Отрубленные конечности бактерии Тупо растворились в воздухе Я боялся, что они снова появятся на теле врага Но ничего такого не произошло Однако тварь снова бросилась в тупую лобовую атаку На этот раз она меня перехитрила И уклонившись от удара Резанула меня своими щупальцами Вообще она пыталась уцепиться ими за меня Но большинство клешней Лишь порвали мою одежду И только парочка оставили небольшие порезы на коже Разозлившись, я уже перешел в атаку И сумел проткнуть эту хрень на всю глубину когтей Одного удара ей было мало Но я быстро нанес еще два После чего бактерия целиком растворилась в воздухе Получено тысяча единиц опыта Инвентарь увеличен на одну ячейку Внимание! Вы убили протектора системы Ваше присутствие обнаружено другими протекторами И защита в этом районе вскоре будет усилена Твою ж мать! Что это за хрень? Где я вообще? Что происходит? Ответа мне, конечно, никто не дал В помещении оставалась лишь Татьяна Продолжающая рыдать Хотя, будь тут Анна Она бы как минимум накинула пару теорий А может и вовсе подробно рассказала бы о происходящем Кстати, где она? Почему нас в разные места закинула? И главный вопрос, как отсюда вернуться? Ядро ведь у нее Таня уже не только плакала Но и нервно стучала по клавиатуре в телефоне Набирая какое-то сообщение Изображение на дисплее было размыто крупными пикселями Будто зацензурено Так что слов я разобрать не смог Может, это была прощальная записка? Может, гневное письмо ее обидчикам? Закончив писать Татьяна встала и сделала несколько кругов по комнате После чего пошла на кухню Набрала полстакана воды И долила туда содержимое флакона Из ее кармана Пить его она не стала А лишь держала в дрожащей руке Во второй был телефон с до сих пор не отправленным сообщением Таня глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться В очередной раз посмотрела на дисплей В этот момент ей пришло сообщение Быстро прочитав его Девушка снова начала плакать Поставила стакан на стол И побежала одеваться Я стоял в легкой растерянности Скоро сюда прибудет еще больше тех тварей Но могу ли я отсюда выходить? Неплохо бы проследить, куда пойдет Таня Времени на раздумья не было Татьяна выбежала из квартиры Даже не убрав со стола стакан с ядом Или что это вообще было Я отправился за ней Подъезд квартиры первое время тоже прогружался Но уже без ползающих проводов Все было сразу таким, каким и должно быть Только сильно размытым Будто фильм в очень низком качестве С каждой секундой это качество улучшалось Однако нормальным стало, когда я уже был у выхода Загрузка улицы была куда медленней Из-за больших масштабов Лица людей вовсе были одинаковыми А точнее, их не было Только смазанное месиво Жуткое зрелище на самом деле Будь моя воля Я бы вышел из этой программы Или что это такое И больше не возвращался сюда Хотя возможность проследить за Татьяной Да еще до всего этого апокалипсиса Дорого стоит Таня вызвала такси И отправилась на автовокзал Лицо водителя, номера машины и прочие мелочи Так и не открылись мне даже в конце пути А на ровных участках дороги Где более-менее можно было разогнаться Даже дома смазывались в сплошные серые коробки Без окон и без всего прочего На вокзале Татьяна получила еще одно СМС После чего вошла в уборную И вышла оттуда с розовым рюкзаком Засунув в него голову Я рассмотрел кучу зеленых бумажек Видимо пачки денег Скорее всего долларов Ситуация вырисовывается интересная И неоднозначная Откуда такие деньги И зачем они Тане? Или ее используют как курьера? Ладно, посмотрим дальше Главное, что бактерии меня пока не нашли Таня снова села на такси И поехала в сторону администрации Нашего города Однако до конца я с ней не остался На одной из остановок общественного транспорта Рядом с моим институтом Я увидел единственного четко прорисованного человека Которого сразу узнал Я узнал самого себя Недолго думая, я выпрыгнул из машины Даже не удивился тому, что законы физики не работали А автомобиль, в котором я мог находиться И спокойно ехать Сидя на сидении Пропустил меня сквозь себя При первом моем желании Я вошел в автобус Следя за самим собой Это было еще более жутко Чем люди без лиц Или механическая летающая бактерия Может я сплю? Или умер? Может ядро нас просто убило? Ну или мы не успели телепортироваться И нас убили люди Герца? Как бы там ни было Выхода у меня особого не оставалось Было интересно досмотреть этот сон до конца Ехали мы по хорошо известному мне маршруту На нем, кстати, все прорисовывалось быстрее И более детально Я мог даже прочитать рекламные вывески Или ценник на шаурмячный Похоже, я был на задворках собственного разума И то, что я уже знал Я видел намного четче Вот только как я мог видеть то, чего раньше не видел? Система мне подсказывает Так и рехнуться можно Зайдя домой Тот я, за которым я наблюдал Устало зашел на кухню И даже не потрудился Вылить воду из стакана А просто ее выпил Даже странного вкуса не заметил Просто не успел Уже через несколько секунд Меня скрутило И я упал на пол Корчась от боли Затем было несколько коротких судорог И потеря сознания Пока я ждал возвращения домой Татьяны Я не терял времени в пустую А подготовился к появлению новых стражей Я уже научился передвигать мебель Хотя это видел только я сам Точнее, моя бестелесная сущность Когда в квартиру снова ворвались летающие бактерии Я был готов Но они подготовились чуть лучше Вместо одной Их было сразу три штуки На первую летучую тварь Я набросил штору Правда, та пролетела насквозь Ничуть не задержав моего противника А вот монтировка, которую я держал в руке Очень даже помогла мне Словно битой Я отбивал тварей одну за другой А при удобном моменте Наносил удары когтями Бой выдался очень сложным Напряженным и жестоким Мое здоровье было на пределе Но я все-таки выжил И увеличил свой инвентарь Еще на одну ячейку И один килограмм веса Когда я закончил бой с протекторами Домой как раз вернулась Таня Видно было, что она очень спешит Наверное, хотела опередить меня Но опоздала Мое тело, лежавшее на кухне И ее не на шутку напугало Однако в истерику она не впала Сначала вызвала скорую Затем перевернула меня на живот И попыталась спровоцировать рвоту У нее не получилось Но медики справились с этой задачей Меньше чем за минуту После чего загрузили меня в машину И перевезли в известную больницу Хотелось остаться и понаблюдать за Таней Она в полупаническом состоянии С кем-то переписывалась И не знала, куда ей деться Однако остаться я не решился Резонно опасаясь, что не переживу Следующего налета протекторов Сколько их должно прилететь? Девять? Ну уж нет Здоровье у меня на пару царапин осталось Правда, непонятно, как они меня находят По следу? Ради волнам? Или тупо следят туда, где видели в последний раз? Я облегчил себе задачу Поехав вместе со своим телом на скорой Мне еще в машине подключили капельницу И напичкали уколами В палате реанимации я не встретил ни Толстяка, ни Рустама Еще в человеческом обличии Зато в больнице мне попались на глаза Светлана И еще кое-кто Примерно через час после своего прибытия Я увидел в коридоре Анну В надежде, что это была та самая Анна, которая прибыла со мной Я начал попытки привлечь ее внимание Сначала словами Но, зная ее безэмоциональность и отрешенность Попытался ее коснуться Меня снова стукнуло током Ох, и зря я это сделал За окнами промелькнули вспышки А по телу пробежала нехорошая дрожь Нужно срочно сваливать из этой больницы Но ведь так интересно, что Анна тут делала в тот день Света давно еще говорила, что видела ее здесь Только я не придавал этому значения Мало ли, что аутистка могла делать в больнице Пришла на прием или за лекарствами Вот только она целенаправленно шла в мою палату Какого черта здесь происходит? Проследить за девушкой мне не дали летучие бактерии Чтобы им пусто было На этот раз их было не три и даже не девять Больше десяти точно Я рванул на улицу, просачиваясь через стены Твари делали то же самое Но мне удавалось запутать их, меняя направление Благо, видеть через стены они не могли Однако как-то чувствовали меня и постоянно находили Оказавшись на улице, я увидел такую же Анну, как я То есть ту, что прибыла сюда вместе со мной Я узнал ее по одежде и осознанному взгляду Она меня тоже видела и спешила навстречу Держа в руках то гребанное ядро За ней, кстати, погоня была похлеще, чем у меня Минимум двадцать бактерий, летящих с пугающей скоростью Мы бежали навстречу друг другу Хотя я толком не понимал, чем это нам поможет Надеялся только, что она знает, что делает И она знала За секунду до того, как нас настигли протекторы Мы коснулись друг друга и в этот момент сработал ее артефакт Нас моментально вырвало из этого мира или его симуляции И вернуло в настоящий Вот только вопросов стало не меньше, а как раз наоборот Причем больше к Анне, чем к Татьяне Глава 55 Южный парк и фитозомби Нас выкинуло в знакомом и в то же время чужом для меня месте Это был Южный парк Только он сильно преобразился за последнее время Кроме мусора и битого стекла, разбросанных по всему городу В парке изменились деревья и ландшафт Корни подняли траурную плитку, декоративные камни, да и просто землю Сами растения разрослись до пугающих размеров Кусты почти перекрыли всю аллею, а деревья возвышались метров на десять вверх На многих ветках висели скелеты, судя по мутациям, это были зараженные и даже немного отожравшиеся зомби В некоторых стволах человеческие части тел торчали прямо из дерева, будто оно их поедало «Где это мы?» – раздался позади меня голос Анны Я обернулся и впервые увидел страх на ее лице «Южный парк» – как можно спокойнее ответил я «Мультик?» «Нет, это парк в южной части Хреновска» «А-а-а» – рассеянно протянула она Никогда еще не видел ее такой растерянной От этого мне и самому стало немного не по себе Хотя в таком месте любой бы скукожился Даже самый смелый и безразличный человек Я помог Анне подняться и посмотрел в глаза Похоже, она просто не пришла в себя после телепортации Хотя на короткие дистанции она прыгает гораздо чаще, чем я «Ань, соберись, ты чего?» «Все, все нормально» Она достала из рюкзака бутылку воды и залпом выпила пол-литра После этого ее взгляд стал немного осознанней «Эти растения, они зомби или как?» – вормотал я, глядя по сторонам «Зараженные растения» Я боялась, что до этого может дойти Когда кислорода в воздухе почти не было, они должны были просто умереть Но вирус как-то попал в их структуру и, видимо, вызвал мутации Не знала, что он совместимый с растениями Надо уходить отсюда, мне здесь не нравится Я не вижу эти растения на радаре и не могу ими управлять Надо, – согласилась Анна Только осторожней, они могут напасть Мы двинулись в сторону одного из выходов Все они находились достаточно далеко от нас Так что мы выбрали тот, где было меньше растений на пути Но зелень зашевелилась вместе с нами По земле потекла лоза с редкими шипами и листьями Будто пыталась нас обогнать Тонкие ростки просачивались между сорванными плитками Бордюрами, лавочками и обломками урн и фонарей Стой, – прошептала Анна Мы остановились, и лоза заметно притормозила А через несколько секунд тоже перестала нас обгонять и окружать Анна сделала небольшой и легкий шаг вперед Лоза тоже немного продвинулась Оно чувствует вибрацию и реагирует на движение И как нам отсюда выбраться? Я могу телепортироваться Ну, рад за тебя А мне-то что делать? Начал злиться я Ядро в откате? Да, – ответил я, проверив его Кстати, откат показывается в интерфейсе, чего раньше не было Ядро, находясь в инвентаре, было будто одним из моих навыков Только не расходующих манну Зато с огромным временем перезарядки Также появилось время до восстановления когтей Один уже должен был вот-вот восстановиться Скорость, как оказалось, зависит от количества отсутствующих когтей Чем их у меня меньше, тем быстрее они восстанавливаются Будто организм бросал на это больше сил Ну или система поощряла использовать когти как снаряды Давай я отвлеку их на себя, а ты выберешься Предложила Анна Ну, давай попробуем Девушка побежала вперед, и лоза стремительно потекла за ней Вот только растения ползли со всех сторон и в любом случае задели бы меня Стой! Стой! Закричал я Анна остановилась, и лоза через секунду почти поймала ее Девушка успела перенестись на несколько метров вперед на небольшой фонтанчик Я и сам чудом не коснулся лозы, протекшей у меня между и вокруг ступней Возле меня толщина этих стручков была уже с руку И что дальше? Спросил я Не знаю, но мы делаем только хуже У меня начали затекать ноги от напряженной неподвижности Это я заметил Давай тогда рубить эту хрень С ума сошел Это не простое дерево, оно усиленное вирусом А значит, так легко не перерезать По крайней мере, не нашими ножами и когтями На что тогда делать? Ответом на мой вопрос было движение метрах в пятистах от нас Один зомби подошел слишком близко к зоне парка И его тут же оплела крепкая лоза, как огромный питон Он успел только прохрипеть что-то злобное Затем послышался хруст его костей В то же время вокруг нас растительности стало немного меньше Она напоминала воду, налитую в неглубокую миску Если ее немного наклонить, то вода перетекала с одного края в другой Так было и с лозой Возле нас ее йотви стали тоньше и реже Но стоило мне сделать один шаг, как они начинали возвращаться Нужно подождать, предложила Анна Пока мы от старости умрем Нет, пока другие зомби отвлекут это растение Ты можешь до них дотянуться? Если бы мог, уже накормил бы эту хрень десятком зомбаков Мы в центре парка и рядом никого нет Тогда ждем Легко тебе говорить, уселась на фонтане Ну раз уж мы застряли тут, скажи мне, что это было Где? Куда ты нас перенесла? В Южный парк? А до этого? Или мне причудилось, что мы попали назад в прошлое, где-то в 28 августа? А, ты об этом Похоже, это был процесс телепортации Ядро искало самый короткий путь И этот путь был прошлым Понятней не стало Нет, просто такова процедура Думаешь, перенести два тела через полгорода за одну секунду это легко? За секунду? Ну да, посмотри на часы Не помню точно, во сколько мы активировали то ядро Но, судя по всему, времени действительно прошло немного А почему я видел наш город и Татьяну? Я видел даже то, чего не знал и не должен был видеть Я не знаю Ядро или система дали сбой Нас перенесло в цифровую копию этой игры Что-то вроде архива А из него обратно в актуальное время и случайное место, как я и говорила Ну, место так себе, конечно Ладно, а что это были за бактерии с щупальцами? Протекторы? Это что-то вроде антивирусной защиты Мы попали туда, где нас не должно было быть Да еще и в таком состоянии Вот они пытались нас удалить, вырезать, зачистить Ни хрена себе, система же сама нас туда закинула И сама пыталась убить? Не совсем Антивирус работает независимо от других процессов системы И защищает ее как может Даже от ее собственных действий Мда, так себе перенос Но мы же спаслись? Пока нет Это вопрос времени Но вообще такого не должно было быть По крайней мере, мы не должны были помнить то, что там увидели Может, ты неправильно настройки выставил или еще что? Там нет настроек Ну тогда и без понятия, что произошло Лоза постепенно и очень медленно отступала от нас Хорошо, что вибрацию от разговоров она не улавливает Без слов было бы сложнее действовать слаженно И коротать время, ожидая отступления этого фитозомби Мы ждали и наблюдали за медленным рассасыванием растений или растения Было непонятно, это единый организм или несколько отдельных Узнал что-то интересное? Спросила вдруг Анна Можно и так сказать Но я это и раньше знал Яд достался мне случайно Его собиралась выпить Татьяна Только непонятно, почему я от него чуть не умер Хотя... Тут мне в голову пришла мысль, что Татьяна вызвала скорую не потому, что я мог умереть, а из-за последствий этой дряни, что я выпил Медикам она сказала, что у меня отравление Мне делали промывание организма, все сходится Хотя она и сама, наверное, не знала, что в этом флаконе Даже не представляю, что ты сейчас чувствуешь Ну да, у тебя ведь нет эмоций Именно А знаешь, кого я там еще встретил? Себя? Да, но я не об этом Я встретил там тебя Ну да, я же перенесла нас обратно Нет Не тебя эту, а тебя ту Ну ты поняла, что ты делала в больнице, да еще и в моей палате Я ее не помню Серьезно? Ты можешь запомнить цвет, марку и год выпуска машины, проехавший мимо тебя год назад, а что делала в больнице, не помнишь? Нет У меня есть несколько провалов, будто стерт их из памяти, будто моим персонажем играл кто-то другой Удобная отмазка Буркнул я Давить на нее я не стал, но и в такой ответ не поверил Правда, все равно рано или поздно всплывет, главное, чтобы не слишком поздно Думаешь, я сама не хочу во всем разобраться? У меня не так много интересов в жизни, а эта игра мое главное увлечение Да сколько тебе говорить, не играй это Я знаю, для многих она стала жизнью Ох ты и непробиваема Анна хотела что-то ответить, но в этот момент в небо снова ударило несколько десятков столбов света Несмотря на то, что мы были в верхней части города, мы видели меньше светил, чем в прошлый раз Видимо, их кто-то уничтожает постепенно Возможно, натовцы, а может и самоуничтожение Интереснее всего было то, что один из зиккуратов был недалеко от нас Он пытался прорваться из ствола огромного дуба толщиной в 3 метра В его коре и в ветвях было больше всего вросших зомби И, конечно, все, кто был в радиусе пары километров, пошли к этому зиккурату К тому моменту у меня уже восстановился третий коготь Половины боеспособности уже хоть что-то Лоза начала быстро уползать от нас в сторону дерева и идущих к нему мертвяков Натовцы качаются, зомби качаются, даже растения качаются Один я не пользуюсь представленной возможностью Хотя в прошлый раз три уровня поднял Надо бы двадцатый взять Интересно, что за плюшки дадут за это? Дождавшись, пока растения отползут от нас на сотню метров, мы двинулись с места Уходить из парка не хотелось, так как сюда шли все ближайшие зомби, но и оставаться было опасно Решили совместить отступление с фармом Мертвяки шли мимо нас, а мы их убивали Правда, двигаться нужно было осторожно, максимально тихо и аккуратно Лоза хоть и отступила, но зомбаков то и дело постоянно захватывали корни Утаскивая под землю или плотоядные кусты Поглощая и разрывая мертвяков на части Это было особенно жутко Сухие ветки просто впивались в идущих мимо них зараженных Погружались поглубже в их плоть А затем прошивали насквозь и рвали тело на несколько кусков Когда мы уже подошли к выходу из парка, нам попалось несколько новых созданий В целом они были как обычные мертвецы С руками, ногами и отдельно ходячие Но вместо кожи у них была жесткая кора Вместо волос листья, а в качестве дополнительной защиты выступали шипы Мышцы напоминали тонкие переплетения лозы Эти твари шли прямо на нас, а точнее на Анну Заметив это, она ушла в невидимость Но тут на нее набросились корни из-под земли И снова увязалась лоза Один корень, несмотря на невидимость, обхватил ее за тонкую талию и начал сжимать Девушка отключила умение, на которое среагировали растения Но корешок и не думал ее отпускать Она изо всех сил рубила его ножом А через секунду и я подключился Но похоже на него не действовал яд Мои удары не наносили корням особого вреда Но вместе с Анной нам удалось ее освободить К этому времени нас снова окружила лоза Хотя она постоянно отвлекалась на зомби Или как их еще можно назвать Чтобы оторваться от назойливого преследования Мы рванули в толпу мертвяков Анна больше не решалась применять умения Но от моих не было никакого толку От растений мы немного оторвались Но фитозомби продолжали нас преследовать Я попытался взять одного из них под свой контроль Но они как будто подчинялись кому-то другому Да и действовали очень слаженно Затем один из них выпустил из руки 10-метровый хлыст из лианы Или чего-то подобного Обхватив им мои ноги Несколькими ударами когтей я его перерубил И побежал дальше, пытаясь догнать Анну Та выбежала за территорию парка И обернулась в поисках меня Я же сошелся с двумя зелеными зомби В смертельном бою Они атаковали меня шипами и лозами У меня же были только когти Жаль, я отказался от своего топора С которым выживал в самом начале Нужно было засунуть его в инвентарь И держать при себе Одного из фитозомби вдруг обездвижила Анна Светящимся красным хлыстом Только не из лиан, как у врагов А из полупрозрачного материала Тогда я вложил все свои удары во второго зеленого Убив его не без труда Получено 5568 единиц опыта Получена новая мутация Неплохой опыт Но и уровень у зомбака был 13 А мутация меня заинтриговала Давно их не было Только времени на изучение совсем нет Анна тоже справилась со своим противником И мы успешно сбежали из опасной зоны Но на этом не остановились И начали убивать идущих туда зомбаков Я двинулся по часовой стрелке вокруг парка А Анну в обратную Несмотря на усталость и наличие Всего лишь трех когтей Фармить было легко Вот только времени у нас было маловато Из-за возни с фитозомби Не успел я получить 20 уровень Как время гипноза вышло И мертвяки, как и раньше Начали атаковать друг друга И всех вокруг себя Пришлось быстро сваливать Встретившись с Анной Мы так и поступили Улицы после активации световых столбов Были пустоватыми Однако от этого путь домой легче не стал Из-за низкой активности на улице зомбаков Там появились рейдеры И выжившие иммунные Хотя сейчас все, кто выжил Обязан быть рейдером И зачищать как минимум соседские дома и квартиры А лучше магазины и склады Но это уже могли позволить себе Только более-менее сильные банды Как раз такую мы и встретили Когда проходили перекресток На одной из главных улиц У входа в гипермаркет стояли Четыре иммунника Выглядели они средне агрессивно Оружие, самодельная броня Но ничего лишнего Вроде шипов, цепей И рисунков черепов на них не было Сначала на нас смотрели с опаской И даже целились из лука Мы шли мимо, пытаясь Не обращать на них внимания От стрелы Анна точно сумеет увернуться Ну а я как-нибудь переживу Немного здоровья у меня осталось Плюс усиленная кожа Да и рефлексы неплохие Но рейдеры не хотели Ни нападать на нас, ни упустить Один из них заговорил Вполне адекватно для нашего времени И парочка живчиков Есть что на продажу? Спросил мужик в армейском камуфляже И рыбацком дождевике Ни хрена у нас нет Ответил я, решив не связываться с ними Будь у меня действительно что им предложить И полное здоровье с когтями для подстраховки Я бы познакомился с ними поближе На пути домой встретили еще нескольких одиночек Но те сразу убегали И едва замечали нас Один из придурков решил, что справится С двумя иммунными Или сможет нас запугать Хотя уровень у него и правда был неплохой Двенадцатый Эй вы, отдавайте свои рюкзаки, если хотите уйти живыми Пробосил он низким голосом Настолько низким, что он и звучал неестественно Шел бы ты отсюда, мальчик Буркнул я, не желая с ним общаться Ты кого мальчиком назвал, щегол? Тупой что ли? Отдавай свой рюкзак Или подружку твою заберу Анна исчезла, чтобы убить его Но я ее остановил Погоди, мне совсем чуток до уровня не хватает Сказал я Что ты там бормочешь? Где твоя девка? Сбежала? Ничего, я найду ее, как разберусь с тобой Ты смотри, без оружия даже ходишь Совсем нуб что ли? А ты совсем туп, чтобы нападать на высокоуровневых иммунных? Чего? Хочешь сказать, что у тебя высокий уровень? Да я за последние два дня выше десятого прокачался Не насрать, даю тебе последний шанс свалить Ха, ну ты сосунок нарвался Повысил он голос и напал на меня сбитый, утыканный гвоздями Не знаю, на что он надеялся Я убил его без особого труда и интереса Хватило трех ударов с ядом Поймал себя на мысли, что убийство людей больше не вызывает у меня зазрений совести Хотя таких мразей нужно специально выслеживать и валить Получено 3712 единиц опыта Получен 20 уровень Разблокированы новые возможности Теперь вы можете приглашать соратников в группу для совместной прокачки Группу из пяти человек можно превратить в клан Разблокирован новый инстанс Разблокирован групповой чат Разблокированы новые навыки Повышен максимальный уровень навыков Получено 39 единиц ДНК Я немного прибалдел от изобилия новой информации Еще никогда система не была так щедра на сообщения Да и кайф от получения нового уровня, который уже стал немного обыденным На этот раз был в разы сильнее и ярче Я даже остановился и закрыл глаза Затем открыл инвентарь и первым делом улучшил радар до второго уровня Порадовало и увеличение притока очков навыков и характеристик Первых теперь давали аж пять штук за уровень, а последних по девять Никит, поздравляю с уровнем, но впереди что-то происходит Вырвало меня из раздумий Анна Что-то может происходить, мы почти дома Как раз дома и происходит, смотри Да не вижу я так далеко, как вы Я не качал зоркость У меня тоже невысокая, там, похоже, БТР, что гнался за нами Я тут же встрепенулся и побежал вперед Перед лагерем действительно стояла натовская броня, но ворота были целыми Похоже, мы успели вовремя И наступление на наш лагерь еще не началось Шла стадия переговоров А меня, как всегда, не было дома Мы быстро, но в то же время осторожно Приблизились на расстояние, позволяющее мне что-то услышать Да и улучшенный радар теперь видел всех людей вокруг В том числе, две позиции снайперов, которые нас не заметили Или вы его выдадите Или мы продырявим ваш муравейник насквозь Орал знакомый голос Это был Герц Я сейчас убью его Буркнула Анна и исчезла Погоди Остановил я ее Ну что опять? Там, рядом с ним Ну? Рядом с ним Татьяна Глава 56 Случайности не случайны Ну? Чего притихли? Я знаю, он там Считаю до трех и открываю огонь Надрывно Орал Герц Ворота не открывались На радаре я видел, что наши люди все на позициях и готовы к бою Среди них были и Рустам с Амбалами И Гроза с Щенятами Вот только победа любой из сторон в этой бойне достанется очень дорого Натовцы как-то успели поднять еще по два-три уровня Скорее всего по пути сюда заехали на один из зеккуратов, где собрались зомби А машина позволила им приехать сюда быстрее нас Один Два Я здесь! Крикнул я, выходя из укрытия Все повернулись на меня В том числе и пулемет БТРа Никто не ожидал, что я появлюсь позади них Загробный! Ты нахрена вылез? Удивился Герц Ты же сам требовал выдать меня Ну вот он я Чего? Я требовал когтя Ты мне и нахрен нужен Кем ты себя возомнил? Татьяна стояла рядом с ним И выглядела перепуганной и удивленной У нее зачем-то были связаны руки И даже рот закрыт кляпом Это для придания драматичности Или, чтобы не выкрикнуло, чего важного Отпусти ее, Герц И может уйдешь отсюда живым Предложил я Ха! Ты и правда считаешь себя чуть ли не богом, да? Я уже сказал, что мне нужен капитан Когтев Иначе мы разнесем здесь все в хлам У моих людей уровень в половину выше, чем у вас Ты один только умудрился не отставать И при этом я вам не нужен Возьми лучше меня и отпусти ее Зера оказался прав Ты сентиментальный говнюк Готовый отдать свою жизнь ради бабы Как же это глупо Зера, может, и обменял бы тебя на нее Она свое дело сделала и больше не нужна Но я хочу обменять ее на Когтя и все Мне надоел этот разговор Ког! Выходи, или я завалю ее и разнесу ваш хлипкий лагерь Ворота приоткрылись и оттуда вышел Коготь Без оружия и даже без бронежилета Крыса поганая Я тебя столько раз из-под обстрела вытаскивал Жизнью рисковал Прорычал капитан А из плены вытащить не мог? Два года, Гриша Два года меня там ломали А я ждал Я ждал, что вы придете, вытащите меня Трусливые слабаки Что, не рискнули своей жизнью? Ты думаешь, мы не пытались? Да я чего только не делал Мы подкрепление запрашивали Своими силами прорваться пытались Пять человек положили, чтобы тебя одного вытащить Ты все это прекрасно знаешь Мы с тобой это уже обсуждали, Гер Одно дело сдохнуть, Ког А совсем другое, когда тебе каждый день что-то ломают Или вырезают, или прижигают А также бьют, прокалывают, топят Душат, морят голодом И жаждой, или просто бросают на две недели в одиночку Но ничего Зато я выбрал правильную сторону И теперь могу вам отомстить Сначала тебе, Ког А потом и за остальными вернусь А пока пусть живут в страхе и беспомощности Ох, и не тем ты мстишь, Герц Заткнись, ты мне надоел Сказал он Когтю А затем обратился к своим людям на английском Когтя окружили и начали связывать Татьяну Герц при этом не отпускал Но ты получил, что хотел Теперь отпусти ее Потребовал я Еще нет Отдайте то, что украли у меня О чем ты? Герц заглянул в устройство, что держал в руках Оно напоминало мобильный телефон Может, это он и был Через секунду предатель кнул пальцем в пустое место В трех метрах от меня Туда в тот же момент выстрелили большой сеткой из паутины Или чего-то подобного Это был навык одного из бойцов Аж девятнадцатого уровня Паутина окутала до того невидимую Анну Она тут же появилась и выглядела растерянно Я обнажил когти и уже собирался напасть на Герца Но тот схватил Татьяну за волосы И приставил к ее голове ядро Одно движение, и я превращу ее голову в тухлый арбуз К тому же вокруг него мерцал едва заметный барьер Который я вряд ли смогу пробить Герц что-то сказал своим людям И те принялись обыскивать Анну Ничего не найдя, Герц злобно посмотрел на нее и сказал «Отдавай ядра, или я убью эту суку» «Мне-то что, убивай?» Ответила Анна Ядро в его руке начало светиться «Стой!» «Ань, отдай им гребанное ядро!» Крикнул я Та посмотрела на меня недовольным взглядом А затем достала из пустого рюкзака ядро «Хорошая девочка, и больше не бери чужое!» «Ты тоже отдавай!» Обратился он ко мне Это только подтвердило мою догадку Я сделал то, что он просил Герц глядел в сторону лагеря Раздумывая потребовать у Фреона Отдать его ядра или не стоит Все же это было бы слишком нагло Даже для такого ублюдка «Теперь отпусти Татьяну Или я тебе глотку вырву вот этими когтями» Прорычал сквозь зубы я «А здоровья-то хватит!» «Мне тут нашептали, что оно у тебя в красной зоне» «Может, тебя прямо сейчас шлепнуть, пока есть возможность» Попробуй, урод Сам знаешь, что этот бой мало кто переживет В подтверждение моих слов По моему ментальному приказу Из-за ворот вышла гроза А за ней и амбалы с Рустамом Урод! И это мне говорит человек с бледной кожей и зелеными венами Но ты прав Сейчас вы еще можете огрызнуться Я вернусь немного позже Когда Зера закончит свои дела в другом городе Герц нехорошо улыбнулся И толкнул Татьяну с борта БТРа Я успел поймать ее и поставил на ноги Ублюдок дал команду своим людям И те начали выезжать, забрав с собой когтя и ядро случайной телепортации Как же хотелось убить его Но у меня и правда было маловато здоровья Да и жертв среди наших людей было бы неоправданно много Таня в этом случае точно умерла бы Она выглядела не просто уставшей, а истощенной Едва стояла на ногах и смотрела на меня со страхом Я развязал веревку, закрывающую ей рот А затем разрезал путу на руках и ногах своим когтем Они... у них Кирилл, Никит Извини, я не хотела Они заставили меня Тихо, тихо, успокойся Тебе нужно отдохнуть Никит, прости, я не знала Я только делала, что мне говорили Я знаю, пойдем, тебе нужно отдохнуть А они тем временем помогли избавиться от паутины На входе, как обычно, мне на шею бросилась Светлана Но я придержал ее Татьяна искосо смотрела на нас, делая вид, что ничего не замечает Ты чего? Возмутилась медсестра Обижаешься еще? Извини, я погорячилась Ты можешь идти на вылазки с кем хочешь и возвращаться тоже Добавила она, зыркнув на Таню Все нормально Знакомься, это моя бывшая Татьяна Тань, это моя девушка Света Представил их я Лучше сразу расставить все точки Таня меня удивила, не став устраивать скандалов и истерик Да и Света сдержалась Судя по всему, обдумала свое поведение, пока меня не было Мы все молча шли к моему дому Света боялась задать вопрос Почему я веду ее к нам? Ну а Тане вообще было пофиг на все Она находилась в полусознательном состоянии И, видимо, ничего не понимала Зайдя домой, я уложил ее на нашу двуспальную кровать А сам уселся за стол, взяв бутылку пива из холодильника Света села рядом и все так же молча глядя на меня Что? Спросил я Да я же молчу Ты очень громко молчишь Куда мне было ее девать? В лагере что, других домов нет? Почему именно наш? Возмутилась Света Вот так я вломлюсь в чужой дом и скажу Теперь она живет с вами, да? Так что, она тут жить будет? Удивилась медсестра Я не знаю Там такое происходит А тебя такие мелочи волнуют Мелочи? Ты привел домой какую-то бабу Уложил на нашу кровать Если для тебя это мелочи? Да, это мелочи Что-то не нравится Я тебя не держу Кивнул я на дверь Она резко замолчала Сделал несколько больших глотков И мне полегчало Алкогольного опьянения не было Несмотря на усталость, голод и то, что я давно его не пил Да и вряд ли оно будет от пива Меня успокаивал скорее его вкус Приятный и давно знакомый Извини, я не права Тихо произнесла Света после короткого молчания Сейчас не то время, чтобы рассчитывать на отдельное комфортное жилье Я знал, что ты вернешься к своей бывшей Так, все, хватит Мне сейчас не до выяснения отношений Я встал из-за стола и вышел на улицу Куда ты? Несмело спросила Света мне вслед Дай хоть исцелю Я остановился Вылечиться мне действительно не помешало бы Тем более на завтра у меня были серьезные планы А ран у меня столько, что лечить придется за несколько заходов Света сделала все быстро Причем всего за один подход Вопреки моим ожиданиям Похоже, коготь и его команда и правда неплохо ее прокачали После исцеления она меня крепко обняла И мы простояли так около минуты Ощущения двойственные С одной стороны, мне нравится эта девушка И в целом все устраивает Кроме ее сварливого характера Но так даже интересней Будь она покорной и безвольной Мне было бы с ней скучно Плюсом еще можно отнести класс Хила Какими бы крутыми убийцами ни были Анна или Сережа Помощь Светы сложно переоценить А с другой стороны, я любил Татьяну И расстались мы только из-за ее странного поведения в середине и в конце лета Как оказалось, ей пришлось не сладко в тот период А я даже ничего не знал Я отправился прямиком к Фреону С удивлением заметил изменившуюся надпись на двери напротив него Вместо гоблина там красовалось мое имя Вошел в кабинет блондина Охранник, уже знавший меня, мне и слова не сказал Никита, я хотел с тобой поговорить Но думал не трогать до завтра Ты устал, наверное? Устал, но ждать некогда Сам видел, что происходит Да, видел Я тебе говорил, что нельзя гоблина убивать Опять ты со своим гоблином Кстати, что там мое имя делает на двери Светка же вроде отказалась от той комнаты Мы... мы там переделали все Там можно собеседование проводить Личные вещи хранить Ну, верстак можно поставить или еще что полезное Интересно, но сейчас некогда Нужно срочно качаться и готовиться к бою Они не оставят нас в покое Они уехали только, чтобы вернуться с подмогой Сколько у нас времени? Я не знаю, будем считать, что его нет Так что собирай всех своих ремесленников Хватит теплицами заниматься Делайте броню и оружие Но у нас нет таких спецов Значит, сделай Она вон даже на первых уровнях ремесла Сделала мне противогаз качественнее и удобнее, чем это сделал наш ВПК Военно-промышленный комплекс Если система делает кожу почти неуязвимой для пуль То что она сделает с броней? Я тоже об этом думал, но фильтры и все прочее были на первом месте до сегодняшнего дня Кто вообще этот Герц? Как он нас нашел? Это другие банды подсказали Найти вас проще простого Тут даже другие люди не нужны У вас же есть ядра из декуратов? Ну, есть пара штук Они увеличивают производительность генераторов в 10 раз Вот почему вы его не экономите Короче, Герц сейчас вместо демона Где он сам, я не знаю Но главный там Зерра Один из натовских Они отслеживают все эти ядра Так они нас и преследовали Пока мы в другую часть города не перенеслись Вас... вас преследовали? Как вы ушли? В другую часть города телепортировались Ну, а потом Зеккурата загорелись И им стало не до нас А дальше ты знаешь Знаю Слушай, даже если мы сделаем кучу брони И крафтового оружия Мы сильно отстаем по уровню Да и людей маловато Поэтому займемся срочной прокачкой И вербовкой Не знаю почему, но Зеккураты загораются одновременно А на них всех у Герца людей не хватит Они скорее всего по одному Или два за раз обрабатывают После чего забирают ядро и... И ждут следующую активацию Значит правда Что? Да тут парень, что новости сообщает Из соседнего города Он говорил, что у них то же самое И все это потому, что в других странах Все еще хуже Видимо, они планировали ввести сюда Целую армию иммунных Но что-то пошло не по плану И теперь эта армия осталась на своих местах А нам ввели только Десятую часть войск Или даже меньше Звучит правдоподобно И это дает нам шанс Избавиться от этих ублюдков Только где наши войска? Кроме отряда когти Я никого больше не видел Да там же, наверное, где и правительство В бункерах отсиживаются А в конце выйдут и скажут Что сами порядок навели Кстати, на улице повылезало много людей Ну как много? Относительно Так что с вербовкой Особых проблем не будет Мне даже поторговать предлагали Вроде адекватные Хотя и придурков хватает В общем, работы у нас много Завтра займемся прокачкой А сегодня ночью, чтобы сделал всем оружие и броню Что? За одну ночь хочешь все сделать? Это невозможно Нужно спланировать, кому какую профу качать Материал найти Собрать списки классов И что кому из оружия и брони нужно? Не говоря уже о помещениях Под мастерскую и склад А ты про инвентарь слышал? С ним и не такое возможно Кстати, нужно будет и самому попробовать крафтом заняться Но не сегодня Я устал, как собака А на завтра много сил нужно Да еще... Да, еще вопрос Есть свободное жилье? Это для той девчонки, что вы меняли? Кто она вообще? Моя бывшая Ого, да у тебя теперь свой гарем намечается Улыбнулся Фреон Смешно тебе? А я уже и не знаю Ее отселять или самому переселиться куда подальше Так вон в кабинет переезжай Там места много Можно и кровать пристроить И туалет с душем отдельный сделать Да ну, я тут бывает только переночевать Отдай лучше под мастерскую А я уж с двумя красотками потеснюсь Смотри, чтобы они не поубивали друг друга Ну или тебя, когда ты спать будешь Пусть убивают, еще найду Ну а если меня То так лучше даже Отдохну, наконец, нормально Ей хоть верить можно? Чего это они так легко ее отдали? Еще и с доставкой Вот насчет этого не знаю Жаль, Кумара нет Он бы ее мигом просканировал И на чистую воду Хотя знаю я еще одного рентгеновца Не знаешь, где сухой? Да бегал все за нашей Любой Это та гурдастая снайперша? Ага Ему еще морду не набили за нее? Ну, Курт хотел, но я пояснил ему, что это твой близкий друг И тот вроде передумал Хорошо, когда тебя знают Ладно, собирай своих инженегров И к утру, чтобы было готово Десять комплектов брони и оружия Едва я вышел от Фреона Ко мне подбежала взволнованная Фокси И тоже бросилась мне на шею Да что ж такое От девчонок просто отбоя нет Никит, я очень волнуюсь Да все со мной в порядке Я за когти волнуюсь Представляешь, что этот ублюдок С ним сделает А, нет, отбой все-таки Ну и слава богу Троих девок я точно не смогу под одной крышей заселить Да, догадываюсь Нужно его вытащить, пока еще не поздно Брось Боюсь, это сейчас невозможно Но ты же как-то выбрался из плена Значит, меня вы спасать не стали А я должен бросить все и отправиться за когтем Интересно Да у нас возможности не было, а у тебя? А что у меня? У тебя уже двадцатый уровень Так нужно не в лагере сидеть, а зомбаков убивать Они, кстати, не отстают от меня Вот только их человек двадцать, а я один Ты не один? Ты же можешь этими тварями управлять Отправь на них орду, придумай что-нибудь Оксан, послушай Мы обязательно его вытащим Но сначала нам нужно из шайки бомжей превратиться в отряд спецназа Догнать противника по уровню, экипировке и численности Ах да, еще у них куча дополнительных очень мощных навыков, что дают им ядра У нас ничего из этого нет Если бы не отсутствие Зерра и не потери одного из БТРов, они бы прямо сегодня нас уничтожили Так что оставь свою истерику и возьмись лучше за дело У тебя инвентарь уже открыт? Да, но только вес маленький Ничего Можешь начать крафтить мелкие предметы, пули, например, или стрелы А как? Я ничего не знаю У Анны спроси, она научит Кстати, где она? Дома Где дома? Я даже не знаю, где вы живете Ну, я с Анной в третьем модуле Сережа с другими военными в соседнем Амбалом сегодня с Рустамом будку в лагере поставили Из старого кон... Извини, мне сейчас некогда Передай Анне, чтобы научила Фреона и остальных крафтить А мне нужно сухого найти Найти домик Сережи оказалось не так сложно Вот только его там не было Один из вояк подсказал, что он пошел к Любе Которая в другом конце лагеря живет Пришлось идти туда Я, как всегда, пришел в самый интересный момент Серегу у входа в дом Любы ждали пять человек Во главе с Куртом Который настойчиво стучал в дверь Громко при этом матерясь Глава пятьдесят семь Трудовые блудни Выходи, упырь, побазарим Не унимался Курт Группа поддержки самурая вела себя потише Но только, чтобы не спугнуть Сережу Мда, умеет он встревать в неприятности Надеюсь, ему хватит мозгов не открывать дверь Не успел я об этом подумать, как дверь открылась Но из нее вышел не Сережа, а Люба «Где этот урод?» «Я знаю, он у тебя!» Злобно прорычал Курт «Какой? О чем ты говоришь?» Прикинулась дурочка девушка Курт бесцеремонно отпихнул ее И вошел в небольшой домик, сделанный из гаража Я в это время наблюдал за ними с расстояния сотни метров И первым увидел, как Сережа вывалился из вентиляционной шахты Обломившейся под его весом в десяти метрах от друзей Курта «Вон он из вентиляции вывалился!» Заорал один из парней Сухой быстро поднялся, схватил свои шмотки И в одних трусах побежал за гаражи дома Парни рванули за ним Сережа выбежал с другой стороны Обогнув пятерку зданий по кругу И побежал ко мне Я стоял и улыбался, глядя на развлечения местных Вот мужики Час назад их тут чуть не перебили всех Они уже из-за бабы разборки устраивают Сухой пробежал мимо меня Кивнув мне в знак приветствия А вот парни, в том числе Курт Остановились передо мной Взгляд у меня в этот момент был тяжелый и ледяной Мы тут... Начал бубнить один из ребят Я вижу, что вы тут А где вы должны быть? Где? Не понял он Фреону помогать Никит, я понимаю, у вас дружба и все такое Но это наше личное дело Заговорил Курт, сдерживая злость Личное? То есть впятером на одного это называется личное? Я не об этом, он к моей девушке Твоей? Что-то я не слышал, чтобы вы встречались Ну, я ухаживал за ней, пока этот жук Не присунул ей, да? Выходит, она не была твоей девушкой Курт начал злиться Скорее уже на Любу или на самого себя Я не... она... Ты не она? Ладно, буду знать А сейчас быстро пизд***и к Фреону И спросите, что вам делать Курт молча ушел, опустив голову Его друзья пошли следом за ним Ну вот Я уже пользуюсь служебным положением для личных целей Хотя защита друга это не совсем личное Без сухого лагерь будет немного слабее Странно это признавать, но лучник он хороший И это без крафтового оружия и со средним уровнем Спасибо Послышался позади Сережин голос Он все это время прятался между двумя модулями неподалеку И даже успел одеться Это что было? Ты совсем страх потерял Я только что такой т*** потерял Ты слышишь меня т*** фаршированный Тебя же убить могли Ты не понимаешь, дохлый Я влюбился Влюбляку тебе оторвать бы твою Нашел в кого влюбляться Мог бы сказать, что у тебя там клапан срывает Я бы в KFC зашел Принес бы тебе пару куриных ножек И не называй меня дохлым Мне это не нравится Нравится, не нравится, терпи, моя красавица Блин, есть захотелось У тебя инстинкта самосохранения совсем нет Ты чуть не сдох и сейчас про еду думаешь Да че ты душный такой, обошлось же все Ага, тебе повезло, что я за тобой как раз шел За мной? Это зачем еще? Идем по дороге расскажу Времени мало Я рассказал ему о том, что видел, когда попал в прошлое Рассказал о Татьяне И чем она занималась Хотя я и сам толком не знал этого Но и перед самим моим домом рассказал, что от него требуется Мы вошли внутрь Татьяна все еще спала Что только облегчало Сереже задачу А Светы и вовсе не было дома Что облегчало сохранение моих нервных клеток Ну и че, прям сканировать твою девушку? Я же все увижу Бывшую девушку Поправил я его Типа тебе мое разрешение нужно, да? Ну, нет, наверное Так, ладно, приступим Угу, тут поскромнее, чем у Любы Хрясь Подзотельник получился немного сильнее, чем я рассчитывал Ай, ты же сам сказал, можно Ты не на грудь смотри, а жучки ищи Или другие посторонние предметы Да ищу я, ищу Просто начал с груди Туда же многие вставляют Силикон всякий и прочее Ну и как, есть что? Силикона не вижу Хрясь Ай, да блин! Хватит на грудь пялиться Хватит отвлекать меня Опа! Кто там? Странная хреновина Где? В правой руке, похоже на чип какой-то Подробнее можно Какого размера, как он выглядит Во что вживлен Да блин, обычный чип, маленький очень Я едва заметил его Просто в мышце вроде Давай еще ищи Мне покурить нужно Я взял пачку сигарет из кармана Сережи И вышел на улицу Люди заметно оживились Засуетились В здании, где была теплица Вояки и просто крепкие мужики Стаскивали различный материал Резиновые покрышки Листы стали Лоскуты кожи И старую одежду Даже амбалов Как-то умудрились припахать Они заносили внутрь Какое-то тяжелое оборудование Вот что за люди, а? Пока жареный петух За одно место не клюнет Не начнут шевелиться И ведь так всегда было Во всей стране так Нужно что-то с этим делать Нужно быть на шаг впереди Иначе не выживем Не успел я докурить Как в доме раздался женский крик Я тут же ворвался внутрь Уже догадываясь, что произошло Сережа стоял, согнувшись Держась рукой за глаз Таня сидела на кровати С опаской, глядя на него Извини, Серж Я не узнал о тебя сразу Бормотала она А что дерешься-то сразу? А как не драться? Просыпаюсь я, значит А ты стоишь надо мной Со светящимся глазом И пялишься, как робот Вы прям подходите друг к другу Лишь бы избить бедного друга Вот так и помогай Ты что делал вообще? Спросила она Сережа замялся Не зная, что ответить Сканировал тебя У него навык такой Рентгеном искал Скрытые предметы Ответил я за него Ну и как? Нашел что-то? Нет, не нашел Снова я за него ответил Выглядело это странно Но он мог сказать лишнее Фух Но это хорошо А то я сама боялась Что мне вживили чего Ты как вообще? Болит что-то? Что помнишь? Не знаю Странно все как-то Я почти ничего не помню Только как мы ехали к вам Этот ублюдок Он сказал, что знает тебя Рассказал, что ты приходил к ним И повелся на ловушку Ловушку? Да, тебя ждали Этот Гейтс Герц Точно Он хотел захватить тебя Ты нужен его боссу Зеро Только ты сумел сбежать Еще и ядро прихватил По нему тебя и отследили У меня и до этого ядро было Почему его не отследили? Они не знали У кого оно именно Они только получают сигналы О местоположении каждого из них А их много кто растащил из зекуратов Откуда ты все это знаешь? Он мне рассказал Значит, хотел, чтобы я и это узнал Что он еще рассказывал? Ну, в основном материл тебя и когти Обещал превратить вашу жизнь в ваты и все такое Ну и про Кирилла рассказал Ясно Он провоцирует меня на очередную ошибку Хочет снова заманить в ловушку Почему они тебя так боятся? Хрен их знает Ты мне расскажи Что было в том флаконе? В каком? Что я выпил Я же говорю, что ничего не помню И как в больницу приходило, не помнишь? Видео то Какое? Что на шее у Игоря было Игорь жив? Где он? Оживилась Татьяна Да где-то лазит Его весь лагерь подкармливают Он на очередном обходе, наверное Ладно, ты отдыхай А нам еще кое-что сделать нужно Я вам помешала, наверное Я утром уйду Не хочу твою личную жизнь портить Опустив голову, пробормотала Татьяна Ничего, Света не против Оставайся сколько нужно Правда? Ну, я найду себе жилье С кем можно поговорить? Кто здесь главный? Фреон Блондин такой С бледной кожей У тебя она тоже очень бледная И вены эти И глаза Ты здоров? Здоровее многих Если он главный, почему ты говорил с тем гипсом? Я главный по части внешней политики и безопасности Ладно, нам правда некогда Идем, Сухой Рада была увидеть вас Я завтра найду, куда перебраться И заодно узнаю, чем могу быть полезной Мы с Сухим вышли и направились в промышленное здание Где были теплицы Генераторы, фильтры и все прочее Почему ты про жучок соврал? Спросил Сережа Я ей не доверяю Вдруг ее заслали сюда Ууу, братан Похоже у тебя развиваются логически построенные Монотематические систематизированные бредовые идеи Паранойя, проще говоря Давно у психиатра был? Очень смешно Ты сам-то давно обследовался Или ты на психолога поступил, чтобы самого себя лечить? Один-один, братан Так это, а что ты еще от меня хотел? Сейчас узнаешь Мы нашли Фреона Он вместе с Анной и еще десятком работяг Трудились над крафтом вещей Фреона пришлось оторвать от важного занятия Ради еще более важного Он показал нам, где установлены ядра из зекоратов Оба были в генераторах, выглядящих просто механическими монстрами Сканируй Приказал я сухому Что, генератор? Ядро Я хочу знать, что в нем Сережа начал сверкать своим глазом И ему тут же стало плохо Он закрыл глаза, застонал и согнулся пополам Эй, ты чего? Спросил я Я сейчас хило позову Протараторил, убегая Фреон Серж, ты как? Да все нормально Там такие же жучки, как у Татьяны А чего ты исполняешь тут? Хотел Фреона спровадить У тебя же паранойя Вдруг и он в сговоре с врагами Тьфу ты! Фреону я доверяю Больше, чем бывшей девушке? Девушкам вообще нельзя верить Хотя про жучки у Тани ему лучше не знать Тут ты прав Кому плохо? Кого лечить? Ворвался в подвал паренек лет двадцати на вид Вот этого И желательно мозги ему вправить Хил приложил руку к колбу сухого и вскоре убрал Так он здоров? Да? Почему тогда он постоянно какую-то херню творит? Спросил я Ну это уже не ко мне вопросы Фре, я пойду? Да, да, конечно Так что это было, Сергей? Я думал, ты пострадал? Да, что-то в глаз попало просто Все нормально Так, а что вы искали? Отслеживающие чипы Они в обоих ядрах есть Ответил я Во как! Тогда нужно их извлечь и уничтожить? Не нужно, не сейчас Пусть враги думают, что мы ничего не знаем Я придумаю, как это использовать против них Как скажешь Но я все равно хочу разобрать один из них и изучить Из чего они состоят и как работают Я с такими технологиями впервые столкнулся Хотя всю жизнь изучал все от старой механики до наноэлектроники Изучай, одного нам будет достаточно Фреон начал возиться с генератором и ядром А я пошел глянуть, как там продвигаются дела с крафтом О, вот и ты Возбодрилась Анна На, примерь Она протянула мне кожаные перчатки со специальными отверстиями для выдвижных когтей И отрезанными пальцами, или как там это называется Надев их, я удивился, насколько они удобны Совсем не мешают никаким моим движениям, в том числе когтям Удобно, сказал я Они не для удобства Возразила Анна И неожиданно резанула мне по рукам ножом На перчатке осталось лишь вмятина от лезвия Правда и нож был обычный, не крафтовый И даже не боевой О, неплохо Конечно, неплохо А на тыльной стороне ладони еще есть рельефная стальная накладка Как для защиты, так и для нападения Ее можно неплохо врезать Я тебе весь комплект такой хочу сделать, материала только маловато Лучше оружие себе сделай Так у меня и так крафтовое Единственный уровень оружейника у меня слабенький пока Другие ребята меня в этом деле скоро обгонят Тогда я обновлю оружие Может и мне что-то прокачать? Попробуй, какой у тебя инвентарь? Сейчас гляну Два килограмма четыре ячейки Отлично Можно делать четырехкомпонентные предметы Это как? Ну, в основном тут у всех одна В лучшем случае две ячейки открыты Они могут только готовить материал для дальнейшего крафта Например, кожу обработать Это внутри инвентаря делается? Частично Попадая в инвентарь, предмет как бы оцифровывается Затем его можно менять вручную Имея профессию, это делается намного легче Материал легче поддается обработке Чаще получается желаемый результат В общем, проще самому попробовать, чем слушать объяснения Более-менее нормальные вещи могут делать только я Фреон И еще вон тот парень Он вроде Фреона во всем тут помогает Остальные готовят для нас материал Я могу крафтить броню и снаряжение типа противогазов С оружием пока не очень Только первый уровень Зато тот парень уже до второго довел эту профу Он с десяток мечей, ножей и копий сделал Правда, первые совсем никудышного качества Можешь их разобрать на компоненты Вдруг что-то путное будет используем снова А Фреон что качает? Фреон по электронике всякие вещи Но там сложнее Чтоб целый предмет собрать Нужно очень много ячеек инвентаря Но он по кусочкам все делает Пытался вроде рации всем сделать маленькие и удобные Да, чтоб прием хороший был Зиккураты все еще глушат сигнал Но без тумана не так эффективно Еще две девушки алхимию качают Зелия всякие вроде тех, что маны восстанавливают Но у них неприятная побочка Какая? Стоять не будет? Я ожидал от Сережи такую шутку, но не от тебя С кем поведешься? Так что за побочка? Замедленное восстановление Уменьшение максимального запаса и прочие неприятности Ясно Блин, совсем забыл очки распределить Кстати, я тут разблокировал всякие возможности на 20 уровне Вроде в группы могу собирать и даже в кланы Ого, уже ввели я эту обнову Наверное в тестовом режиме Раз только с 20 уровня доступно Попробуем? Ты сначала почитай, что это дает Точно Я погрузился в интерфейс, стараясь отогнать сонливость и усталость Появилось три новых вкладки Поиск группы, кланы и торговля Интерес появился сразу ко всем Я даже приободрился и отнял у Анны кофе Похоже, планы поспать только что превратились в несбыточную мечту Ну да ладно Зато наконец появилось окно в большой мир Где можно поговорить с другими игра Выжившими Тьфу, какая гадость Выругался я, сделав один глоток Он без сахара Вовремя предупредила Анна Да я уж заметил, спасибо Отставив кофе в сторону Я сосредоточился на интерфейсе Итак, торговая площадка Открыв ее Я тут же испытал Глубокое разочарование Нет, она была рабочей и активной Вот только ни одного предмета на ней не нашлось Хотя, чего я ожидал Если она доступна с 20 уровня А я, видимо, первый, кто его получил Откуда там взяться предметом? Зато было время изучить все группы товаров Их оказалось немало Гораздо больше, чем мы крафтили Помимо оружия, брони, алхимии и аксессуаров Видимо, так называли электронику и гаджеты Были еще вкладки просто для материалов Для артефактов Сисадмин, разбери, что это такое А также вкладки для еды, воды, топлива И самая непонятная вкладка Разная Судя по всему, последняя Для предметов вне всех предыдущих категорий Что же, предусмотрительно Даже интересно, что там может появиться Закрыв торговую площадку Я открыл вкладку Поиск группы Первым делом система спросила Как меня называть Сначала я хотел ввести фамилию Но немного подумав Не стал По ней меня могли узнать недоброжелатели Ну а там мало ли, что они могут мне сделать Или узнать, чего лишнего По той же причине не стал Вводите прозвище типа «Гроб» Для максимальной конспирации Вел самое бредовое, что пришло в голову Да еще и на английском Передо мной тут же начал грузиться Список других игроков Где показывались только ники и уровни Изначально сортировка была Либо случайной Либо по дате регистрации в базе Либо поблизости друг к другу Но можно было включить сортировку По имени или по уровню Я решил посмотреть Кто мне наступает на пятки Тут сделал неприятное открытие Меня уже давно Не только догнали Но и перегнали Максимальный уровень, что я увидел Был тридцать четвертый По имени выжившего Состоявшего из иероглифов Я предположил, что это азиат Тайц или кореец Они там повернутые на играх Те еще задроты В голове не укладывались такие цифры Он вообще спит Или только зомбаков рубит Дальше между несколькими другими азиатами Выше тридцатого уровня Уже примешивались английские ники Хотя не факт, что это были иностранцы Я вот тоже на английском написал свой В общем, листать до своего имени я устал и сдался Пролистав около сотни ников Это я только до двадцать восьмого уровня опустился Немало оказывается выживших Но еще больше удивило, что большинство из них Американцы, европейцы и азиаты Хотя и россиян хватало Еще одно подтверждение того, что вирус накрыл весь мир А значит, уже нет никаких стран, военных блоков и альянсов Теперь есть только выжившие Кто одиночка, кто в группе Позже может и целые города появятся Но пока... Пока остается только качаться Хотя нет, не только Нужно еще убить ублюдков Которые считают себя здесь новой властью Глава пятьдесят восемь Клан в голове Никит, Никита, ты с нами? Отвлек мне голос Анны Да, да, задумался просто Мне нужны ядра Что? Зачем? Фреон разобрал одно из них И нашел там интересные детали Они напрямую влияют на способности иммунных Из одного ядра можно сделать несколько частей брони Которые усилят тебя Типа как в играх? Повышение силы на плюс пять и так далее Это и так игра Но нет, на характеристики они влиять не будут По крайней мере сейчас я такую броню создать не могу Так что ты можешь? Ну, например, уменьшить время восстановления твоих когтей Раза в два Хм, звучит неплохо Да, но мне нужны ядра Я понял Скоро займусь ими Фреон смог отключить жучок? Он может, но не стал этого делать Ты вроде был против Да, отлично Значит, датчик может работать и без ядра Пусть и со второго достанет и положит их рядом А я хочу еще кое-что проверить Я снова погрузился в интерфейс И открыл вкладку кланов Увидел список уже созданных Их было не так много, как игроков Но тоже немало Отдельно было описание преимуществ и недостатков кланов А также требования для их создания Из преимуществ я сразу выделил дополнительный опыт Всем участникам клана Если один из соклановцев получает очки опыта То 1% из них идет каждому члену клана Причем не отнимается, а идет как бонус То есть тот, кто фармит, получает все 100%, которые он заработал А остальные по 1% дополнительно Выходит, если 10 человек пойдут фармить То каждый из них получит на 9% больше опыта К тому же, его будут получать и те, кто остался дома Это просто мега крутое преимущество Неудивительно, что другие игроки смогли получить такие уровни Наверняка действуют вместе Но ничего Мы сейчас такой клан забабахаем Еще одним преимуществом был чат без ограничений Любой может писать любому соклановцу Или сразу всем Из любой точки мира И в любом состоянии Даже связанный В том числе были голосовые звонки Но там уже с ограничением по расстоянию Да и нужно находиться в одной группе Был и общий мировой чат Но в ту вкладку я еще не заглядывал Кроме того, клан можно развивать Весь получаемый соклановцами опыт Полностью копируется и зачисляется в опыт клана За определенное количество набранного опыта Клан повышает свой уровень И получает новые плюшки на выбор Например, плюс 1% к скорости восстановления маны Всем участникам Процент, естественно, можно увеличивать Еще одна плюшка Клановый инвентарь Он изначально имеет объем в 10 килограмм И 10 ячеек Доступ при этом к нему есть Из любой точки мира Что невероятно удобно Так из магазина в лагерь Можно перенести все за полчаса Особо при этом не напрягаясь Несомненным преимуществом был радар На котором видно место расположения Всех соклановцев В радиусе нескольких километров Да и список всех соклановцев С никами, уровнями И классами облегчал учет А то Фреону приходится Всю эту инфу вручную собирать Один раз собрать не проблема Но постоянно этот список обновлять Следующий приятный бонус Уменьшенный урон по соклановцам Лично у меня в бою осечек не было И по своим я никогда не бил Но со стрелками всякое может быть Да и когда молодняк выведут качаться Они друг друга могут запросто ранить К тому же мне будет спокойнее за Сережу Хотя урон поглощается не весь А лишь частично Причем процент зависит от ранга участника клана Ранги – это своего рода должности Да, в кланах есть определенная иерархия Во главе, естественно, стоит создатель клана Или же тот, кто перенял его права В главе нет никаких ограничений Он может раздавать и забирать любые должности Принимать или выгонять из клана людей Даже урон от его удара по другим участникам не уменьшается А значит поднять в клане бунт Или убить главу не так просто А вот у остальных участников урон по главе уменьшен на 90% И только зам может нанести главе 50% урона Так что нужно хорошенько подумать, кого сделать замом Пока что я безоговорочно доверяю только Сухому Анне, Светлане и Рустаму Они были со мной с самого начала И до сих пор не предавали Интересно, Аруса можно будет принять? Надеюсь, что да Наконец-то от него перестанут шарахаться люди Фреона Далее следует заместитель главы У него все те же права, только он никак не может повлиять на главу Также у зама полный доступ к клановому инвентарю За ним следуют офицеры У них все еще много прав и привилегий 50% урона по другим соклановцам, кроме главы Возможность принимать в клан людей И выгонять регулируется То есть глава или зам могли как включать, так и выключать эту возможность Доступ к инвентарю также по решению главы Предпоследним звеном были рядовые Они имели почти наименьшие полномочия Не могли приглашать или изгонять других людей Но могли засунуть руки в инвентарь Если глава даст на эту опцию добро Урон по соклановцам уменьшается также на 50 На последнем месте стояли новобранцы У них нет доступа к инвентарю И даже бафы клана они получать не могут А самое интересное, что новобранцы не могут наносить урон соклановцам От слова совсем Не знаю, как это будет проявляться Оружие будет останавливаться системой или же просто Урон в цифрах будет нулевым Но функция интересная Спасает от неадекватов, случайно принятых в клан То же самое правило действует и про изгнанных И вышедших из клана В течение суток они не могут нанести урон никому из бывшего клана С одной стороны это правильно Но что если клан решит устроить на них охоту Или вообще можно устроить западню Принять в клан и сразу выгнать и убить Нет, я так поступать конечно не собираюсь Но людям следует быть осторожней С другими кланами Кстати похоже, что по этой причине Под другими кланами в списке была возможность оставить комментарий Так что если обиженные выжившие успеют это сделать То и другие узнают правду Косвенно к минусам еще можно отнести дебаф Получаемый за убийство соклана Не слишком строгий, но все же неприятный Минус 50% к получаемому опыту на трое суток И минус только же получаемого исцеления А также уменьшенная в половину защита и урон Еще из минусов были клановые войны Любой другой клан может объявить нашему войну И в течение этого времени сможет видеть всех наших соклановцев на радаре Но это только в случае принятия или же ответного объявления войны Так что особым недостатком это не является Правда система постоянно меняется, развивается и обновляется Так что все еще может измениться Воодушевившись предстоящими плюшками Я еще сильнее загорелся желанием создать свой клан Но перейдя во вкладку условий и ограничений Мой пыл подостыл В клан можно принимать не всех, а только иммунных, достигших 10 уровня То есть половина наших уже не подходила по требованиям А самое обидное, что я не мог принять в клан своих зомби Куда же я без Рустама? Если с уровнями еще можно было что-то сделать На рассвете я планирую конкретно заняться прокачкой соратников То с зомби все сложнее Интересно, будет соклановцам идти опыт, полученный через зараженных, которых я контролирую? Очень интересно Но самым неприятным ограничением было само создание клана Для этого требовался 20 уровень, вычеркиваем Не состоять в другом клане больше недели Тоже есть Группа из 5 человек, которым автоматически присвоится звание офицеров Хотя зачем это, если я смогу и сам раздать права? И последнее Нужно потратить 5000 очков ДНК Пять, мать тех, тысяч Как по мне, это просто нереально Если вместо зомбаков по улице не будут ходить люди Дальше шла пометка немного облегчающая Задачу 5000 будут списаны со всех участников группы То есть, достаточно иметь по 1000 к каждому из нас Но от этого легче не стало Если за одного человека дают от 30 до 70 ДНК Пусть в среднем будет 50 То это нужно убить сотню человек Даже если я перебью весь отряд Герца Я столько не наберу Вот и все Не светит нам создание клана в ближайшее время С расстроенными чувствами я закрыл интерфейс И поймал на себе недоуменные взгляды и смешки Даже Анна, не склонная к эмоциям Изобразила на своем лице подобие улыбки А скорее ухмылки Ты чего улыбишься? И остальные? Да ничего Пуси киллер 2000 Чего? Опешил я Мой ник всем виден? Никит, ник для этого и придуман Я думал он только на аукционе будет Черт Да не парься ты, его скрыть можно Стоп, а ты откуда знаешь? У тебя же нет 20 уровня Эта возможность не от уровня зависит Я же говорила, что система развивается Да, но... Но развивается она непоследовательно То есть у одного эта способность появляется раньше У другого позже Как инвентарь, например Звучит не очень справедливо Так у других раньше появляется преимущество А почему система должна быть справедливой? Реальный мир жесток и несправедлив Система такая же Тем более это не личность и не бог А своего рода нейросеть Или даже несколько нейросетей Объединенных в одну Каждая отвечает за свою область Но есть и дублирующие Для подстраховки, так сказать Ладно, хрен с ней, с системой Как ник скрыть? Сосредоточься на нем И откроются опции Как я на... А, в интерфейсе? Дошло наконец до меня Что-то я от усталости совсем тупить начал Сделав, что сказала Анна Я увидел несколько пунктов Сменить ник, скрыть ник И даже удалить Первым делом хотел его просто поменять Но за это запросили 30 единиц ДНК Чего? Охренели? Громко возмутился я На меня снова покосили сидящие рядом люди Хрен вам, а не ДНК Я лучше скрою его и все Однако это стоило 10 ДНК Что тоже меня возмутило Пусть и не так сильно Скрипя зубами и будто отрывая от сердца Я согласился скрыть свой ник Еще не хватало, чтобы меня издалека видели По дурацкой полупрозрачной надписи Уровень это одно Он не так заметен Да и то не всем А лишь иммунным с высоким уровнем и восприятием А вот ник, судя по реакции людей вокруг Видели все К тому же он слишком длинный Кстати, уровень тоже можно было скрывать от других Но это стоило целых 300 ДНК Слишком непомерная плата Актуальная разве что для Анны Хотя в инвизии ее уровень все равно исчезает Так что нахрен мне такое счастье Похоже система начинает сильно поощрять убийства других игроков Не нравится мне это Людей стравливают друг с другом Хотя они и без этого готовы убивать Ради еды и прочих благ Вообще мне немного не ясно Зачем системе человеческая ДНК Пусть и оцифрованная Надеюсь, она там не создает новый вид Или сама не пытается стать человеком Ладно, что там у меня по ДНК и очкам Свободных очков характеристик 9 Свободных очков навыков 4 5 в ману 4 в магическую мощь Это сейчас приоритетные характеристики Ну а с навыками вариантов побольше Мне открылись 6 уровни ранее прокачанных навыков Но для них нужно целых 6 очков навыков Сейчас их дают 5 штук за уровень А значит я могу потратить 3 Можно улучшать связь зомби Подняв до 2 уровня зрения Разум и моторику, к примеру А можно улучшить яды до 3 уровня Хоть мой класс предполагает управление зараженными Я все же прокачаю яд Как показала практика Зомби не являются панацеей И не всегда могут справиться с противником А вот яд себя показал очень хорошо Итого мы имеем Уровень 20 Опыт 1 миллион 537 тысяч 240 из 1 миллиона 792 тысяч Физическая мощь 32 Восприятие 10 Магическая мощь 32 Мана 410 из 410 Стойкость 37 Здоровье 370 из 370 Свободных очков характеристик 0 Свободных очков навыков 1 ДНК 154 Ремеслом заниматься уже не было времени Наступил рассвет А с ним я планировал отправиться на вылазку Анну отрывать от крафта не стал Она чуть ли не лучшая в этом деле Решил взять с собой 4-х человек Чтобы собрать их в группу Изначально планировал взять 10 Но с задачей сделать всем броню и оружие Ремесленники не справились Состряпали только 4 комплекта Да и те сомнительного качества Я взял с собой Сухого Светлану Рустама И Фокси Последняя сама напросилась После ухода когтя Она горела желанием Стать как можно сильнее И освободить его Как можно скорее Еще с нами хотела пойти Татьяна Но она выглядела уж слишком слабой И уставшей Несмотря на ночной сон Со Светой проблем не было Мы оба делали вид Что между нами не было никаких ссор и разногласий Похоже Она смирилась Что моя бывшая будет жить с нами По крайней мере какое-то время Но и правильно сделала Со мной ей будет безопасней Да и мне она нужна Как девушка И как хил К тому же она Одна из немногих Кому я могу верить Объединяться в группу Оказалось легче Чем я думал Не пришлось никого искать В глобальном поиске Достаточно было вслух произнести Приглашаю вступить в мою группу Глядя на человека Ему оставалось лишь ответить Да или нет Пригласивший другого Автоматически становился лидером группы И мог изгнать из нее другого Также любой мог сам из нее выйти Мы видели друг друга на радаре Он появился и у других Правда Рустам отображался у других серой точкой Также у всех появился текстовый чат И возможность слышать друг друга на расстоянии Сразу же решили проверить на каком именно Рустам первым перестал меня слышать Отойдя всего на сотню метров Чуть дальше голосовая связь работала со светой Где-то 200 метров Дальше потерялась связь с Фокси Ну и дальше всех мог слышать меня сухой Я же слышал всех на расстоянии до 200 метров Как и света После эксперимента мы пришли к выводу Что расстояние зависит от восприятия Которая у Сухого была прокачана лучше всех Порадовала и возможность получать дополнительный опыт На всех участников Тоже 1%, но со всякими неприятными ограничениями В отличие от кланового бонуса Групповой бонус не получали участники Находившиеся на расстоянии более 50 метров От совершившего убийства Да и лимит участников группы в 5 человек Делало его не таким уж полезным Но хоть что-то Город и правда слегка оживился Зомби, несмотря на их массовое истребление Меньше не становилось Видимо, они шли в город со всех соседних деревень Станиц и хуторов Еще я заметил, что людей тоже осталось немало Нет, они не шлялись по улицам Да и если бы не улучшение моего радара Я бы не знал о них Никто не спешил идти с нами на контакт Особенно редкие мародеры Что на время выбирались из своих убежищ Мы направились в сторону ближайшего столба света Который я запомнил Он был в паре километров от нас Но я знал лишь примерное месторасположение Даже пожалел, что не взял Анну с собой Давайте уже убивать Мне не терпится испытать новый лук Сказал Сережа, когда мы приблизились к первому зомби Выглядит не очень Оценил я его оружие Ну, характеристики тут намного лучше, чем у магазинного Так он даже не блочный Ты хоть натянуть его сможешь? Силой, наверное, разве что правой руки Смогу и тебя натяну, если будешь подкалывать Может, ты и не знал, но в стрельбе участвуют другие мышцы В дрочке они не помогут Да и у меня же теперь девушка есть А, ну да, ну да А как же Курт? Кстати, это не он бежит сюда? Где? Обернулся Сухой, но никого не увидел Тьфу ты, я тебе сейчас ногу прострелю Ты лучше зомбака подстрели хоть одного Сухой сделал невероятно серьезный хлебальник Глядя на идущего к нам зараженного десятого уровня Когда лучник начал натягивать тетиву, его лицо стало к тому же напряженным Видно было, что дается ему это нелегко Отпускай, Сережа Посоветовал я Но тот еще больше напрягся и даже сменил стойку Расставив ноги пошире Его начало выворачивать И в какой-то момент он отпустил стрелу совершенно случайно Она встряла во что-то невидимое В десяти метрах от нас В воздухе повисло немое напряжение Глава пятьдесят девять Западня Это что за фигня? Пробурчал Сухой, глядя на повисшую в воздухе стрелу Фокси, это ты? Спросил я Я тут при чем? Может он Анну подстрелил? Она любит в НВИ Стрела вместе с тем во что она попала Резко метнулась в сторону Тогда-то я и вспомнил о классовых мутантах Похоже, это убийца Примерно то же, что и Анна, только в лице зомби Странно было, что он не напал на нас сразу Судя по всему, хотел изучить или ждал момент А когда мы его случайно обнаружили Просто замер, как это делают многие животные Далеко убийца не убежал, а лишь пытался нас запутать Из-за стрелы, торчащей в нем, ему это не удавалось Но он быстро это понял и обломал древко Наконечник же был невидимым, погрузившись в тело монстра Куда он делся? Спросила Фокси Она пыталась бросить в него что-то тяжелое с помощью телекинеза Но ничего у нее не получалось Сухой, давай рентген Секунду Глаз лучника засветился зеленым Парень стал вертеться на месте И в какую-то секунду обнаружил противника Там, туда лупи! Крикнул он Фокси бросила камень в сторону, куда указывал Сухой Но так и не попала в противника Зато Рустам быстро почуял его и бросился в атаку Без поддержки остальной группы Моему мертвому другу пришлось не сладко Уже за несколько первых секунд он получил несколько очень серьезных ран А когда я наконец подбежал к нему на помощь Убийца разорвал дистанцию И мы снова потеряли его из виду Сухой? Да ищу, ищу! Нет его ни... Ноги Сухого подкосились И он едва не лишился жизни Его спас мой коготь Пролетевший над головой лучника И встрявший в невидимого противника Тот на несколько секунд проявился Тварь Напоминала какого-то суриката Только с клинками вместо ладоней И переливающейся разными цветами шерстью Пока действовал мой яд Мутант не мог сосредоточиться и даже замаскироваться Рустам уже был возле него и ударил когтями в грудь Убийца согнулся, чтобы добить Сухого Тем самым защемив ребрами когти Руса Сухой извернулся и ушел от удара Но не знал, чем атаковать в ответ Рустам тем временем ударил врага второй рукой Но та тоже застряла В итоге он сидел на корточках перед согнувшимся убийцей Словно держал его для нас Мы с Сухим бросились на помощь Русу Лученик не придумал ничего лучше, чем начать душить мутанта тетивой Фокси же бросала в него камни Но из-за суматохи иногда попадала по своим Благо в группе урон по своим тоже уменьшался Все это напоминало комедийную сцену из дешевого спектакля Сурикат Переросток стоит растерянный, не понимая, что происходит В это время у него на груди висит другой мутант А на спине лучник И все это под камнепад Фокси Я закончил мучение этого монстра, подбежав к нему И сделав всего два удара, после чего тот умер Мутацию я не получил, однако вспомнил о полученной ранее Это че было? Запыхавшись, спросил Сухой Суслик, кто же еще? Ответил я А че он сильный такой и невидимый? Сразу вспомнилась крылатая фраза из фильма ДМБ А это Суслик-убийца Помнишь ту кошку? Помню, но с ней полегче было Это тебе полегче с луком, а сейчас ты бесполезен Тут еще и тринадцатый уровень Да, блин, неправильный лук Зато крепкий такой и не сломался даже Рядом могут быть и другие Нервничала Фокси Вряд ли, они бы напали вместе Но ты права, нужно быть осторожней Его даже мой радар не заметил Кстати, я подключился к организму Рустама И выбрал направление для его следующих мутаций Раз в бою у него средние характеристики То пусть хотя бы чуйку качает И социальные навыки Сенсорика и лингвистика Вот направление, что я выбрал для него Ну чего ждешь, Рус? Налетай, стол накрыт Сказал я ему Тот словно по команде приступил к трапезе Фокси тут же с отвращением Отвернулась от него А Свету едва не стошнило Свет, подлатай сухому ноги Сказал я, глядя на бедолагу Тот сидел рядом с телом И с интересом наблюдал Как зомби ест зомби Сейчас тошнота пройдет Ага, и не забудь потрогать труп Это всех касается С таких высоких шанс получить навык Конечно Не стало спорить Света Значит, дальше идем так Рус впереди Фокси его прикрывает Сухой, тебе нужно найти оружие Не думаю, что в этом магазине что-то осталось О других я в хреновске не знаю В охотничьих еще может что-то быть Но людей правда многовато Если что, попробуем обменять А не проще вернуться? Спросила Фокси Смысла нет Мы старый лук на запчасти разобрали Уныло ответил Сережа Ну красавчик че, убивай теперь Буркнул я Они сказали, что он круче будет в три раза Он может и лучше, но ты-то по характеристикам не проходишь У меня такое с топором было Сначала орудовал им как кувалдой А потом полегче стало Ты потренируйся Может физическую мощь прокачаешь Ответив, я быстро заглянул в интерфейс Чтобы ознакомиться с мутацией, о которой уже и забыл Кровь Уровень 1 Ваша кровь изменилась И теперь лучше доставляет кислород до клеток Быстрее сворачивается при ранениях И лучше сопротивляется токсинам Восстановление здоровья плюс 10% Сопротивление токсинам и ядам плюс 20% Ага, вот откуда этот странный цвет на моих венах Я все меньше и меньше похож на человека Хотя мне уже как-то пофиг на это Готово, можем идти Сказала Света, закончив исцеление лучника Тот поднялся на ноги, как ни в чем не бывало Только дырки на штанах напоминали о ране Кстати, убийца без проблем разрезал крафтовые кожаные штаны С металлическими продольными прутьями То ли Анна не очень старалась То ли урон у этого монстра действительно крутой Рустам за это время уже наполовину сожрал убийцу И поднял свой уровень до 13-го Правда, изменений в его мутациях я не заметил Хотя как можно заметить изменения голосовых связок И части мозга, отвечающей за речь Нужно Русо подождать, напомнил я Нафига? Он мутант, вон уже 13-го уровня Что с ним будет? Спросил Сухой Да много чего Могут другие мутанты убить Или иммунные Но он в группе, если что, в чат напишет, что на него напали Очень смешно Сейчас тебя одного отправим за твоим луком Кстати, у кого сколько ДНК есть? Ща Секунду Посмотрим Все погрузились в свои интерфейсы А затем выдали неутешительные цифры У Фокси было 118 ДНК У Сухого 205 А у Светы вовсе ноль Короче, не трати их Приказал я Почему это? Я себе меткость улучшить хотел Кстати, уже могу Сказал Сережа Для создания клана нужно много ДНК Но можно скинуться Клан? А нафига он нужен? Типа как в играх? Типа А нужен он очень сильно От него такие бонусы Что прокачка в разы быстрее пойдет И сколько там ДНК нужно? Давайте пару бичей поймаем и... 5000 ДНК Перебил его я Ёма народа Того казино 5000 Да я за 5000 Таким нагибатором могу стать Слышь, нагибатор Ты лук свой сгибать научись Вкусно Вытирая лицо Сказал Рустам Смотри, не обляпайся Буркнул Сережа Затем Все замерли И удивленно Уставились на мутанта Он что, на человеческом это сказал? Удивилась Света Мне тоже послышалось Добавила Фокси Вам не послышалось Это его новая мутация Пояснил я То есть, став зомби Его горло и мозги мутировали И он разучился говорить по-человечески А сейчас они Размутировали обратно? Уточнил Сухой Нет, сейчас он и по-человечески И по-зомбически По-зомбиному По-зомби Тьфу, короче, и с живыми И с мутантами говорить может Непривычно По слогам произнес Рус Ничего, привыкнешь А теперь идем А то засиделись мы тут Кстати, как твое здоровье? Еда хорошая Быстро регенерирует Ну, раз Негрирует, тогда ладно Мы, наконец, двинулись дальше Рус и я впереди Все остальные позади У меня хоть и маловато здоровья Да и броня не самая мощная Зато хороший урон когтями Я за несколько ударов Снимал им почти все хитпоинты Правда, и огрызаться Они умели неплохо Но для этого со мной был Рустам Под моим контролем Он прикрывал меня От самых резвых зомби Ну и наносил последний удар Чтобы я получал Увеличенный опыт Мне он шел неплохо А вот мои соратники Оставались обделенными Хотя пришли мы сюда скорее Чтобы их прокачать Мне же требовалось полмиллиона опыта Чтобы поднять один уровень Так что эта задача не на один день Слушай, дохлый Ты, конечно, крут Но нам бы тоже опыта получить маленько Сказал Сережа спустя час Так убивайте Я вам что, не даю? Мы не успеваем за вами Если мы не будем их бить Они нас быстро размотают Это не первые и вторые уровни Тут пара ударов И ты труп Ну, за счет брони Может, удара 3-4 Переживешь Тогда что мы здесь делаем? Нужно дождаться активации Зиккурата Они тогда, как под гипнозом Будут убивать Сколько хочешь А где этот твой Зиберт? Хрен его знает Ответил я, глядя по сторонам Должен быть рядом Опа Смотрите Там туева куча зомбаков Наверное, мы рядом Наверное, нам лучше отойти от них Пока нас не... Заметили! Последнее слово сухое Уже заорал Так как на нас бежали Около десятка зомби Остальные постепенно Присоединялись к ним Как песчинки Одна за одной Срывающейся с края Расширяющейся бездны Рус, справимся? Спросил я сам Не веря, что в этом бою Можно выжить Ну нахер! Буркнул он И побежал следом за Сережей Я не тупил И рванул за ними Вместе с девушками Мы бежали К ближайшей пятиэтажке Надеясь Хотя бы компенсировать Численное преимущество Противника Узкими проходами Рус вырвался вперед И успел раздербанить Железную дверь подъезда Открывающейся ключом Точнее, он просто Несколько раз Резанул когтями по замку Я, забежав внутрь последним Запер за собой дверь Благо, внутри была Удобная железная ручка Только вот напор У зараженных был Очень серьезный Дверь начала трястись И громыхать Сильно давя на нервы Света даже закричала С перепугу От первых ударов Мертвяков по двери Че стоите? Тащите, что потяжелее! Крикнул я Едва сдерживая тварей Пока я ждал Попытался взять Под контроль Ближайших зараженных И это у меня получилось Правда, сосредоточиться Было сложно Но лишь в первые секунды Когда ближайшая Тройка зомби Перестала долбиться В дверь Стало легче Двое из них Были 16 уровня И один 14 Затем я взял Под контроль Еще двух 15 уровневых И ребята Начали защищать Вход в наше Убежище Пятерых контролировать Было несложно Вот только Чувствовать Весь урон Который они получали От сородичей Было неприятно Зато я И мои друзья Были за этими Ребятами В безопасности Неплохая Охрана Понемногу Более многочисленные Противники Убивали подконтрольных Мне мертвяков Но я тут же Переключался На новых И продолжал Получать опыт Жаль только Что другим Он практически Не шел Так мебель Нужна или нет Уточнил сухой Заметив Что я уже Не держу дверь Да У меня мана Не бесконечная Ответил я Стараясь Не отвлекаться Тогда они с русом Начали заваливать дверь И проход Всяким хламом Холодильники Столы Комоды И так далее В общем Как обычно Фокси догадалась Проверить окна В квартирах На первом этаже Благо народ У нас боязливый И все поставили Себе решетки Нет Нормально ты устроился Мы тут грузчиками Батрачем А ты весь опыт получаешь Да я бы махнулся С тобой местами Знаешь Каково это Когда ты за пять минут Чувствуешь смерть Десятка мутантов От сотни когтей Был бы у меня лук Я бы тебе помог Так скрафти У меня инвентарь Еще не открыт Мне даже стрелы Анна крафтила Все Что все Мана закончилась Тяжело выдохнул я За дверью Еще продолжались Звуки боя Но не дольше Полминуты Затем Снова начались Удары в дверь Нет Я бы мог за ту манну Что у меня была Разобраться Из сотни мертвяков Точнее Стравить их между собой Но опыта В таком случае Я бы получил В разы меньше Хотя и этот режим Был не самым эффективным Для фарма Чем больше мертвецов Я контролировал Тем больше был расход манны И меньше концентрация На каждом из них Причем расход Увеличивался Непропорционально Если на контроль Одного уходило Н количество манны То на контроль Двоих Уже 2,5 Умножить на n На контроль Троих Примерно 4 n И так далее Так что Для фарма Лучше использовать Одного Двух Иначе расход Неоправданно Высокий Однако сейчас Я был вынужден Контролировать Сразу пятерых Так как трое Вообще не справлялись С натиском Их бы просто Убивали За несколько секунд Слыша А что ты там Про стрелы говорил Переспросил я Их Анна делала Они при тебе Ну да Вот целый колчан Одну только потратил Так Отдай их Фокси Она телекиназом Перебьет всех Еще и стрелы Вернуть сможет Наверное Да пожалуйста Мне не жалко Зомби за минуту Успели продырявить Когтями стальную дверь Хотя чему я удивляюсь Рустам замок Разорвал За несколько секунд Так что Хваленые баррикады Их лишь на время задержат Правда Этого времени Мне хватит Чтобы восстановить Манну Но прежде чем Это произошло Система меня Удивила И порадовала Лидерство Увеличено На одну единицу Сразу было не совсем Понятно Что это такое И зачем мне нужно Поэтому я полез в интерфейс Поглядеть на новую Характеристику Всего лидерства У меня было Была как раз Одна единица Пояснений и характеристик Как и раньше не было Однако я заметил Новые кнопочки Возле окна группы Хотя при закрытом интерфейсе Их не было Так что может они были И до появления лидерства Одна кнопка позволяла Менять распределение опыта Отдельно и на группу Последний предполагал Делить полученный кем-либо Опыт на всю группу Для меня это было невыгодно Но зато я смогу Прокачать остальных А уж вместе с ними Мы и фармить будем быстрее И любому врагу Сможем дать отпор Еще была кнопка Распределения лута Но она не работала Если тут еще и лут появится То я и сам начну сомневаться Что мы находимся В реальном мире Может Анна права Может мы все задроты Что заигрались В очень нереалистичную Онлайн игрушку У нас поехала крыша И мы перепутали Реальный мир с виртуальной Дохлый Ты там завис Твари уже баррикаду ломают Засуетился сухой Я тебя сейчас дохлым сделаю Я вам тут крутой подгон организовывал Что за подгон? Заинтересовалась Света Смотрите Я переключил распределение опыта И уже через пару секунд Мне прилетело чуть больше тысячи опыта Это Фокси метала стрелы из окна Судя по всему успешно Ух нифига Опыт повалил За что? Удивился Сережа Но явно не за красивые глазки Сейчас я вас буду качать А потом поменяемся Я взял под контроль четверых зомби Начал убивать остальных Конечно приток опыта уменьшился Но мне что так Что самому до нового уровня еще далеко Зато моя группа начала расти очень быстро Зачистив зомбаков у входа Сухой поднялся до пятнадцатого Фокси до четырнадцатого И Света до тринадцатого уровня Жаль Рустаму опыт не шел Хотя может оно и к лучшему Так бы он делился на пятерых Избавившись от всех зомби Ребята были в восторге Теперь понятно Как ты такой уровень получил Охренеть Они за тебя все делают А ты сидишь и чилишь просто Завидовал Сухой Ага, почилишь тут Ты чувствуешь весь урон Что они получают Хоть и приглушенно При этом нужно непрерывно Удерживать концентрацию Иначе контроль падает Все равно круто Спасибо, Никит Я тут баф выучила Хочу попробовать Сказала Света Что за баф Уточнил я Увеличивает физическую мощь На десять процентов На одну минуту Оу Очень круто А много маны стоит И какая перезарядка Сотня маны Перезарядка полчаса Погоди тогда Когда враги рядом будут Баф не Рустама Или Сухого Может он тогда сможет Свой лук использовать Так у меня стрел уже нет Фокси все потратила Ну ничего Сейчас на улицу пойдем И будешь собирать Мы разобрали обломки баррикады И выбрались из подъезда Перед нами лежала целая куча трупов Некоторые из них были со стрелами Но оцелевших снарядов было мало К тому же состояние у них было так себе Фу Еще их и чистить теперь А ты как хотел Я и то аккуратней стреляю Пусть Фокси сама собирает и вытирает Я эти стрелы по три раза каждую использовала Как они должны выглядеть после этого И это не мои про Так А это еще кто Все мы уставились на идущего к нам мужика Вид у него был довольно знакомый Интересно Как он нас тут нашел Глава 60 Случайность или судьба Мужик шел не спеша, глядя на нас с опаской Меня он сразу узнал А вот остальных побаивался Но все равно приблизился Никита Рад, что ты жив О, и ваш мертвый друг тоже Отличная новость Шварц? Что вы здесь делаете? Удивился я Вас искал Прямо ответил он И каким образом вам это удалось? У вас свои таланты У меня свои Не выеживайся, мужик Отвечай на вопрос Наехал на него сухой Тыча в лицо грязной стрелой Вы с этим поосторожней, молодой человек Плоть этого мертвеца токсична И может наложить неприятный дебаф Даже если просто вдохнуть ее молекулы То есть запах Сухой тут же бросил стрелу в сторону И отступил от ученого Будто это он был заразным И все же, как меня все находят? Я что, как зеккурат Столб света выпускаю из головы? Как раз о них я и хотел поговорить с вами Поговорить? Ну давайте поговорим Только не здесь Предлагаю перебраться в более безопасное место Например? Уточнил я В паре километров отсюда Есть небольшое убежище выживших Я как бы с ними сейчас Там достаточно уютно и безопасно Нет, спасибо Я как-то среди зомби себя безопаснее чувствую У нас есть еда, горячий кофе и даже душ Хотя воду и топливо стараемся экономить Хватит зубы заговаривать Мы не голодаем И к незнакомцам в лагерь не пойдем Если есть что сказать, говори Только расскажи для начала, как нашел меня А если зомбаков боишься, то зря Сам же знаешь мои способности Отбросил я все любезности и высказался напрямую Поверь, Никита В городе есть твари и поопаснее, чем мутанты Давай хотя бы в дом зайдем Ну это можно Мы перелезли через остатки баррикады Обратно в подъезд Рустама я оставил охранять вход Заодно подкрепиться самыми прокачанными зомбаками Для него все, кто выше его собственного уровня Очень полезные и вкусные Хотя мутанты с классами, конечно, вне категорий Сухой и Фокси растопырифуши Уселись рядом со мной и Шварцем Мы забрались в квартиру на третьем этаже С неплохим обзором Я уселся на подоконник в зале Откуда видел подход к подъезду Светке наш разговор был неинтересен Она рассматривала украшения, найденные в спальне И искала уцелевшую еду на кухне и в кладовой Судя по запаху протухшей еды Было намного больше В общем, нас в убежище почти 10 человек Если ты со своими людьми решите перебраться к нам То будет даже больше Места на всех хватит Еду, воду и топливо мы постоянно добываем в разных частях города Хотя с каждым днем это делать все сложнее Но с тобой... Погоди, Шварц, я разве говорил, что нам нужно убежище? А разве нет? Оно сейчас всем нужно У нас есть генератор, свет, тепло и даже горячее В Да-да, ты уже это говорил Только у нас это все есть и людей у нас побольше К тому же мы не голодаем А вот как Немного поумерил свой полученый А если захочешь, то можешь своих людей к нам перевезти Только я сначала должен обсудить это с главным Понимаешь, я тоже далеко не главный в нашей группе А кот и слушать не станет про переезд Кот! Гы! Забавное погоняло И людей у вас прямо кот наплакал Петросянил сухой Никто не засмеялся, мы лишь бросили на него короткий взгляд Да че вы, смешно же, гы! Он хочет создать свой клан и собрать большую и сильную банду Мне это не интересно, но пока меня хорошо ценят Ладно, раз на этом не сошлись, у меня есть другое предложение Сказал Шварц Слушаю Что ты знаешь о зиг-куратах? Не так много Они выпускают визуальный сигнал в небо И какой-то ультразвук или что-то такое Что чувствуют только зомби Когда зиг светится, зомби идут к нему Затем приходят в бешенство и разбегаются кто куда Отличные знания для тупого выживальщика Я хотел сказать мягче, некомпетентного в вопросе технологий человека Ты знаешь больше? Источником энергии и сигнала этих зиг-куратов являются их ядра Каждое из них можно активировать и использовать как дополнительный внеклассовый навык Но если ядро разобрать и взять определенные его части Можно скрафтить отличную броню и оружие Ого, вы не перестаете меня удивлять У нас в лагере есть мозговитые ребята Тогда и мое предложение вас вряд ли заинтересует А вы попробуйте Я бы хотел нанять вас для добычи этих ядер С вашими способностями это будет несложно выполнить Нужно только избегать отряда натовцев, которые зачищают эти орды мертвецов Какая оплата? Просто из любопытства спросил я Я бы предложил результат крафта из этих ядер Любую броню и оружие Сведения о расположении зиг-куратов и иностранных патрулей прилагаются Но раз у вас есть люди, умеющие это делать У меня встречное предложение Я могу дать вам много еды и воды Возможно, пару ядер достану А вы взамен дадите мне информацию о зиг-куратах и отрядах Кстати, откуда такая инфа? Да оттуда же откуда и ваше месторасположение При высоком восприятии открывается поисковый навык Стоит лишь задать параметры и можно найти человека Или ядро с точностью до нескольких метров Вот только радиус поиска небольшой Какой? Заинтересовался я До двух километров А этот навык можно еще прокачать? Возможно, на более высоких уровнях Но на данном я уже достиг предела Мне бы такой очень пригодился Так, а какие вы параметры вбивали, когда меня искали? Я запомнил ваши характеристики А с учетом класса можно предположить Какие из них будут увеличиваться, а какие нет Да и вряд ли кто-то такого высокого уровня Будет заниматься прокачкой низкоуровневых Эй, эй, полегче, зубрила Я ведь и обидеться могу Возмутился сухой Закройся Буркнул я ему Значит, ты можешь найти кого угодно в этом городе Если окажешься неподалеку Ну, мне нужно как можно больше данных об этом человеке А как ты отряды отслеживаешь? Да очень просто Они держатся группами около десяти человек И у них у всех высокие уровни Которые увеличиваются с каждым днем То есть, знать уровень достаточно? Смотря для чего Если хочешь найти человека высокого уровня, то да Если нужен человек определенного класса То желательно знать характеристики, хотя бы диапазон указать Ясно Очень полезный навык Сколько восприятия нужно, чтобы его открыть? Пятьдесят Сколько? В один голос спросили я и сухой Это не так уж много У меня уже на шестьдесят семь прокачано Да и сам навык до пятого уровня Так я избегаю обнаружения врагами Мутантов, кстати, тоже могу отслеживать Серег, ты же качаешь восприятие Сколько у тебя? Тридцатка Плюс зоркости столько же и ловкости почти так же А где ловкость взял? У меня ее вообще нет Не открыто, наверное, еще Пожал он плечами Не все характеристики у иммунных одинаковы У кого-то может не быть магической мощи, например А у кого-то ловкости К тому же у всех разное количество антител в организме И отсюда и интеграция с системой Пояснил док Нихера не понятно, но очень интересно Буркнул сухой Так что насчет моего предложения Я вам достану свежей и разнообразной еды Не только консервы и тушенка, но и овощи, зелень Даже некоторые фрукты Очищенной водой могу обеспечить в любых количествах Сколько вы везете А взамен будешь сообщать мне о передвижениях противника Даже не знаю Это мне постоянно нужно находиться с вами Не обязательно Можем по рации связываться или в интернете У вас есть интернет? Удивился ученый Ну да, а у вас разве нет? Что же это за убежище такое? Издевался я над Шварцем Нет О, есть идея У меня недавно появился навык Точнее функция В общем, я могу добавлять людей в свой список контактов И писать им в личку Ну давай попробуем Вот написал Пришло что-то? Нет Сразу ответил я Только потом догадался открыть интерфейс У вас одно непрочитанное сообщение Открылся небольшой чат с неким доктор Шварц Тоже маскируется Или он и правда иностранец? Фамилия совсем не русская Доктор Шварц Приветствую Пусси Киллер 2000 Ну вроде все работает Доктор Шварц Да, вижу ваше сообщение Значит договорились Я вам еду и воду Вы мне информацию Спросил я, закрыв интерфейс Есть еще небольшая проблемка Нам не на чем доставить еду и воду к нашему лагерю Как же вы до этого доставляли ее? Руками Но это слишком долго и опасно Особенно если в больших объемах На большие не рассчитывайте Я еще переговорю с Фреоном Но не думаю, что он выделит больше 20 килограммов еды Этого будет достаточно Пару месяцев протянем, а за это время что-то да изменится Как бы это что-то в худшую сторону не изменилось Впереди зима С едой перспектив никаких Может все-таки к нам? Нет, извини, кот меня убьет Мы с ним разберемся Да нет, я и сам не могу их бросить Там все ребята хорошие У Шварца как-то нервно забегали глаза, когда он это говорил Для себя я сделал пометку в голове Как знаешь Ладно, тогда попробуем доставить на авто У вас есть рабочее авто? Удивился доктор Найдем что-нибудь А как же дороги? Там много мусора, стекла, трупов Да и мертвецы нашим сбегутся Без брони они за минуту уничтожат любую машину Что-нибудь придумаем Хорошо, тогда с меня любая информация Но в пределах пары километров А где ваш лагерь находится? Ну, это сложно объяснить Лучше я вас проведу Может, тогда сразу за едой зайдем? А куда? Ну, мы тоже в паре километров отсюда О, правда? Так может, мы совсем рядом живем И не знаем об этом? Мы на авторынке обосновались О, нет, мы совсем в другой стороне Выходит, четыре километра между нами Но это тоже не так много Смотря какой ландшафт и застройка У нас там все не так просто Ладно, идем к нам, нагрузимся Сколько сможем И тогда к вам Кстати, на сколько килограмм у вас инвентарь? Небольшой, всего шесть килограмм Нихрена себе небольшой Удивился я Ну, я не занимался его улучшением, так что... А как его можно улучшать? Да как и все остальное Использовать как можно чаще Выполнять всякие квесты В крайнем случае можно потратить ДНК Но я людей никогда не убивал и не собираюсь Да и на квесты времени нет Квесты? Еще больше удивился я Ну да Или испытания вроде убить мутанта На уровень выше вашего Или не получать повреждений В течение сорока восьми часов У меня такого не было Признался я Странно Наши ребята уже устали от них Ну да ладно Давайте выдвигаться Чтоб к вечеру попасть домой Мы выбрались из дома И пошли в сторону нашего лагеря Однако не прошло и десяти минут Как в небо ударили столбы света От декуратов Все уставились на них Будто нас тоже загипнотизировало Похоже, планы поменялись, док Буркнул я О боже, давайте скорее уйдем в укрытие Тут сейчас будет очень много мертвецов Еще чего Это ж сколько опыта Так, ребята, соберитесь Света, как только я не буду справляться с тварями Бафай сухого Рус, ты как? Не хочется пойти на зов? Хочется, но я выдержу Отлично Изумительно Удивился Шварц словам Рустама Он может говорить Совсем как человек Ну еще не все звуки выговаривает И говорит слишком медленно Но да, человеческую речь понимает И воспроизводит Изумительно Вот бы заглянуть в его мозги Воу-воу, полегче Обычно все наоборот Зомби хотят человеческие мозги Да, но это уникальный экземпляр Я бы столько открытий совершил Давай вместо еды и воды отдашь мне его Офигел? Он мой друг и почти как член семьи А ты на нем опыты ставить собрался? Ты не понимаешь Я не причиню ему вреда А только поговорю Ну и проверю кое-что Много чего Не, док Руса я тебе не отдам Приручи своего зомби сам И делай, что хочешь Так, все, не отвлекайте На нас, а точнее мимо Шло несколько десятков зараженных Они выходили со всех сторон Откуда-то издалека Большинство из них я даже на радаре не видел Шли не спеша Поэтому мы с Русом успевали всех убивать Единственное, что мне не нравилось Часть мутантов обходили наш двор И плотной толпой шли в сторону ближайшего Зиккурата Давайте за ними Указал я на толпу И сам выдвинулся туда Все последовали за мной Мы с Рустамом убивали мертвяков быстрее всех Но и остальные не сильно отставали Хотя, если бы я мог контролировать этих зараженных Фарм шел бы куда быстрее Десять минут мы чуть ли не гонялись за мертвяками И еще примерно столько же убивали их беспрепятственно Но в центр толпы не лезли Я знаю, что происходит, когда Зиккураты гаснут На этот раз их отключили немного раньше Так что моя осторожность была оправдана Зараженные начали атаковать друг друга И разбегаться в разные стороны Мы наблюдали за этой вакханалией из ближайшего магазина В это время с Рустамом начало происходить что-то странное Он бесился, нервничал И едва не напал на доктора Шварца Я сумел проникнуть в его сознание И остановить Параллельно со своим я чувствовал еще чье-то присутствие Точнее чужой сигнал Приказ атаковать Убивать всех вокруг Руст сопротивлялся этому изо всех сил Но их было мало Однако с моей помощью мы пережили это В итоге за полчаса все получили еще по 2-3 уровня Кроме меня, естественно Я получил только один Но и это было хорошим достижением Учитывая сколько мне нужно опыта на каждый левел лап Все очки и навыков 5 полученных и 1 отложенный Я потратил на приобретение 6 уровня связи с мутантами Теперь получение опыта через них Будет с огромным бонусом В зависимости от уровня зомби Бонус может быть даже свыше 200% К тому же с каждым уровнем этого навыка Мне легче управлять мертвяками и понимать их Да и экономию маны никто не отменял В общем одни плюсы А из минусов только стоимость изучения этого навыка Но еще к минусам можно отнести хитрости формулы Чем выше мой уровень, тем меньше бонус опыта Правда это легко компенсировать уровнями подконтрольных мне зомби Очки характеристик я вложил как обычно Половину в магию, половину в ману Доведя магическую мощь до 35 Я увеличил количество подконтрольных мне зомби до 7 штук Правда расход маны при этом будет совсем уж сумасшедшим Все же оптимальное количество приспешников это 2-3 штуки Больше только если сильно прижмет Как тогда нас в подъезде Слушай, док, а где этот твой кот? Собрался взять столько ДНК? Спросил я, когда закончил распределение В смысле? Ну на клан Ты говорил, он планирует клан создать А, да, я так сказал Я имел в виду мечта это его создать Нервно ответил док А чего так нервничаешь? Обычный же вопрос Чего ты от меня хочешь? Я просто пытаюсь выжить Да ладно, ладно, чего так нервничать? Извини, я просто... Неважно Ну-ну Ладно, давайте заберем ядро и быстро в лагерь Возле Зекурата оставалось несколько высокоуровневых зомби В том числе был один классовый К счастью, это был страж С которым мне легче всего справляться Свет, бафни меня Тебя? Не Сережу? Уточнила она Его стрелы не пробьют эту броню Я могу попасть с очленения пластин Не поможет Они хитро перекрывают друг друга Там нужно бить под определенным углом Как бы немного снизу Иначе никакого толку Как скажешь Грустно согласился лучник Я получил шикарное усиление от Светланы И бросился в бой Рустам помогал справиться с другими мертвецами Да и я двоих из них взял под контроль Для этой же задачи С Русом я кстати тоже установил связь Чтобы получать бонус опыта А не просто часть группового Здоровику хватило 10 моих ударов Но пришлось еще немало покружить его И выжидать Пока яд нанесет весь урон После его улучшения Он стал еще смертоносней С учетом моей физической и магической мощи Яд теперь наносил почти 10 единиц урона в секунду И действовал без увеличения концентрации 69 секунд Это 690 урона за один удар Пусть и с приличным запозданием Но все же урон колоссальный Правда и у мутанта был высокий уровень И хорошее сопротивление ядам Пришлось потратить на него пару минут Зато мы добрались до желанного ядра Расколупав каркас зекурата Я извлек драгоценный артефакт Ну что там за навык? Нетерпеливо спросил Серега Глава 61 Доктор Шварц Я вчитался в описании ядра и удивился Использование ядра единоразово и перманентно увеличивает ваш запас манны на 20% Коротко и не ясно Это что же получается? Ядро не дает? Хотя увеличение запаса манны для меня даже лучше И ядро с собой таскать не придется Точнее можно будет разобрать на части Или нет? Ладно хрен с ним Хотя лучше потерпеть хоть немного поднять пару уровней И вложить их в манну Тогда и бонус будет побольше Сейчас у меня 410 манны Значит бонус составит 82 единицы Мда не так уж и много А если вложить еще 18 очков характеристик в манну То и бонус увеличится на 36 Уже хоть что-то В идеале конечно подождать уровней 10 Но увеличение манны прямо влияет на ускорение прокачки Так что хрен с ним Использую сейчас Ядро на секунду засветилось А затем погасло Бонус был получен Алло некромант недоучка Что за навык ты использовал? Напомнил о себе сухой Да не навык это вообще Так небольшой бонус к мане Баф типа Нет почему Навсегда увеличивает И ты его себе захапал? А кому? Тебе нужно было отдать? Лучнику? Ну хотя бы и мне У меня тоже есть навыки Концентрация например Это когда все замедляется во время прицеливания Ну или я ускоряюсь Слышь ты не оборзел? Я вас всех паровозю Убиваю в 10 раз больше чем вы Разве что Рустам неплохо справляется Так кому мана нужней? С этим бонусом я вас паровозить на пару минут дольше смогу Ладно, ладно, я ж пошутил Че ты сразу? Шварц полез копаться в разрушенном зекурате А я наблюдал за его действиями Он вытащил какие-то провода Пару плат Трубок и стержней Кое-что он положил себе в инвентарь А что-то наоборот достал и сунул обратно Док, ты че делаешь? Оставляю сюрприз тем, кто придет сюда за нами Надеюсь это будут те военные, что убивают всех и без разбору Сюрприз? Это типа записка с матерными словами и всяческими унижениями? Нет, нет, это небольшая крафтовая взрывчатка собственного производства Ничего сложного, немного пороха, немного глицерина Но любопытный нос она оторвет запросто А ты не так прост Что-то его слова немного расходятся с действиями Я четко видел, что он сунул туда бумажку Скорее всего записку Конечно я допускаю, что это какой-то запал или обманка или ширма Прикрытие опасного провода и так далее Но ведь он говорил, что не собирается убивать людей А тут минированием занимается Или я стал параноиком в последнее время Видя врага даже в бывшей девушке Или меня и вправду окружают ублюдки и предатели Лучше бы я был параноиком Сухарь, можно тебя на пару слов? Ась, что я опять сделал? Пока не сделал, иди сюда Мы отошли на 20 метров Затем я посмотрел на хитрого Шварца И мы отошли еще на 30 Мало ли на что способно его восприятие Может у него и слух покруче моего Ты можешь просканировать зеккурат? Могу, а что искать? Проверь, что этот мудрый ученый туда напихал Правда взрывчатка или записка какая? Попробуй, только отвлеки его Док, можно вас на минутку? Крикнул я Конечно Тот шустро приблизился ко мне А Сухой сделал вид, что хочет поговорить с Фокси Внимательно разглядывающий зеккурат Слушаю Может вы все-таки бросите этого кошака И переберетесь к нам Вам понравятся наши ремесленники К тому же безопасность и сытость гарантируем Осторожно Ветер поднимается Закричал вдруг он Я не сразу понял причину его беспокойства Но когда он достал противогаз и дождевик До меня все сразу дошло Газ! Газы! Заорал я Благо свой противогаз я из инвентаря не выбрасывал Тем более он был почти пустой После прощания с ядром Я быстро достал его и побежал к нашим Фокси оказалась предусмотрительной И тоже носила с собой средства защиты А вот Сухой со Светкой забили на это большой ржавый болт Я отдал свой противогаз медсестре И прикрыл ее от ветра Концентрация газа может и невысокая Но за несколько минут кожу разъест только так А легкие еще раньше Ветер принес нам не маленькое облачко, как я надеялся А приличный такой поток, который к тому же задержался возле нас Быстро в дом! Командовал я и повел всех в ближайшие укрытия Благо здание было недалеко Хоть и большинство окон были разбиты или открыты На верхних этажах было безопасно Свет, проверь всех, никто не собирается помереть Медсестра быстро осмотрела всех, даже меня Больше всех пострадали Фокси с Сухим Ну и сама медсестра получила несколько незначительных химических ожогов кожи Фокси по пути в укрытие передала свой противогаз Сухому Только за счет этого он и выжил Где ваша защита? Совсем уже расслабились? Ругал я пострадавших Так тумана уже нет, буркнул Сухой Мозгов у тебя нет А это что только что было? Ну откуда я знал? Бошки вам поотрывать за такую подготовку к вылазке нужно Да и мне заодно, что не проверил вас Гроб, расслабься, все живы и здоровы Сейчас будут А если бы не этот дом и хил под рукой? Ты как? Спросила у меня Света, вылечив остальных Да я в порядке Она положила свою ладонь на мою руку Давай попробуй восстановить когти Предложила она Это же не повреждение Попробуй, конечно, но вряд ли у тебя Открыв интерфейс, я увидел, что время восстановления когтей стремительно уменьшается Однако мана у медсестры закончилась раньше, чем она завершила восстановление Хотя несколько часов регенерации она мне сократила Еще пара таких подходов и я буду во всеоружии Полезно все-таки иметь хило под рукой Интересно, а можно приручить зомби-шамана, чтобы он меня хилял и бафал? Может, если низкоуровневого встречу? Так, а где этот щуплый? Подал голос сухой Чего? Доктор Зиберт, или как там этого немца звать? Оглядевшись, я не увидел его среди нас А и правда, где он? Бежал вроде с нами Удивилась Фокси Я активировал радар И быстро обнаружил его недалеко от нас В компании четырех мертвяков Он был на два этажа ниже Заперся в квартире и не мог выйти из-за мертвяков Я взял их всех под свой контроль Но не мог натравить друг на друга Это меня немного смутило Но я быстро понял, в чем причина Так как я чувствую всю боль Что испытывают подконтрольные мне зомби Пусть и немного приглушенную Я не могу приказывать им бить друг друга Это все равно, что всадить нож в самого себя Мало у кого рука повернется Пришлось устроить бой два на два Победили мои зомби Затем один из них лишился моего покровительства Но все равно вышел победителем Конечно, восемнадцатый уровень В остальных были десятый, одиннадцатый и тринадцатый Я немного подождал, а затем решил подшутить над Шварцем Судя по радару, он заперся где-то в ванной Санузлы в квартирах, как правило, находятся один над другим Я аккуратно выломал замок и вошел в квартиру Постучал в дверь в ванной и взял под контроль ту часть мозга мертвяка Что отвечало за речь «Выходи!» По слогам произнес я Звучало это очень крипово Будто бухой пятидесятилетний алкоголик С прокуренными легкими и весом под сто пятьдесят килограммов Пытается научиться чтению Все же без мутации, как у Рустама Мертвякам говорить очень сложно «Кто здесь?» — послышался голос из ванной «Я...» В ответ тишина Все бы отдал, чтобы увидеть лицо Шварца в этот момент Наверное, думает, что с ума сошел «Рустам?» «Нет» «А кто тогда?» «Зомби в пальто» — с трудом выговорил зараженный «Никита, это совсем не смешно! Мне можно выходить?» «М-м-м... можно» «Я лучше подожду вас, убейте этого мертвяка» «Кого? Я сейчас обожжусь» «Никита, вы контролируете его?» Я уже успел спуститься вниз и убить зомбака руками Рустама Хотя тот сопротивлялся и очень неплохо Получено 19789 единиц опыта Неплохо так за одного зомбака Хотя, учитывая процент моих бонусов, могли бы и побольше дать Все-таки 18 уровень мертвяка В который раз убеждаюсь, что проще фармить на низкоуровневых Рустаму крепко досталось от этого зомбака Но это Света легко исправит Док, выползай Или ты там не прячешься, а по делам зашел Никита, ваш юмор сейчас не очень уместен Вы избавились от этих особей? Да, избавился Дверь открылась, и из туалета вышел, казалось, еще сильнее постаревший доктор Шварц Чего вы с нами не побежали? Я бежал, но мне 59 лет, и я не могу за вами поспевать А следом еще и эти увязались Он кивнул на мертвых зомби Я едва успел прикрыть подъезд и до третьего этажа добежать Чудо, что одна из квартир была открыта На четвертый этаж я бы уже не успел Да, наш косяк Ну и нам не до вас было По пути пришлось парочку зомби прикончить Соврал я Понимаю Ура, я навык получила! Воскликнула вдруг Света, вытирая кровь мертвяка о его же одежду Поздравляю, что за навык? Спросила Фокси Ну, такой не очень полезный наркоз О, нормальная тема! А от него штырит? Заинтересовался Сухой Хочешь, проверим на тебе? Предложила Света Обязательно проверим, когда в лагерь вернемся Сказал я Это вряд ли Туман весь квартал накрыл Похоже, циклоном его издалека принесло Протараторил Шварц, глядя в окно Туман и правда не уходил, но и не стоял на месте Он будто кружил по дворам и улицам Убивая зазевавшихся выживших Тогда нужно найти еды и воды Мы с утра на вылазке и даже позавтракать не успели Да и поспать не мешало бы Уже больше суток на ногах Сухой, найди что-нибудь пожевать и выпить О, выпить это по моей части Я про воду Да понял я, понял Рус, ты закидай выход на улицу и подежурь там Можешь поесть тех мертвяков Девочки, вы окна и двери тряпками заткните Чтоб газ сюда не задувало Да и чтоб с улицы нас не было видно Сам же я принялся ломать мебель на дрова На улице уже было прохладно Днем еще более-менее Но ночью температура опускалась ниже 10 градусов Хоть организм у нас и был усилен И лучше переносил холод Все же это было неприятно, мягко говоря В одной из квартир я пересекся с Серегой Он опустошал барный шкаф, а я ломал его для костра Ты успел просканировать? Тихо спросил я Кого? Деда своего Зеккурат А, да Ну? Я ни хера не понял там Были провода, хрень всякая А записка? Ну, бумажка была, но понять там ничего нельзя Я же ее насквозь вижу и не могу сказать были там буквы или нет Вообще у меня такое ощущение, что газ из этого Зеккурата вырвался Да, странное совпадение Будто Шварц какие-то резервы на дне активировал Точно, как специи на дне пачки чипсов Самые вкусные и соленые Верно, этот газ, несмотря на низкую концентрацию, достаточно ядовит Давай прижмем этого писюна к стенке и спросим Свой писюн попридержи для начала Ты о чем? На фоксик заглядывайся поменьше Я видел твои зеленые лучи, направленные на ее зад Ну ты чего? Я же на твою светку не смотрю уже Уже? Ты охренел? Вообще я не за Фокси переживаю, а за тебя Она ж не Анна, жалеть тебя не будет Возьмет твои яйца телекинезом и закинет на крышу одним рывком О да, больной Так что с доком делать будем? Присанем или как? Давай набухаем его, может позговорчивее станет Точняк, погнали Да погоди ты, костер нужно разжечь, собраться всем А ты прям с бутылкой побежал к нему Никитос, дружище Мертвяки, убийства, выживание и так далее Это по твоей части, базара ноль Но что касается бухла, уж тут можешь положиться на меня, братан Ну ладно, давай, бухимен, действуй Сухой ушел в выбранную нами для ночлега квартиру Ну а я продолжил уничтожать мебель, нажитую кем-то за долгие годы Обидно, что для костра лучше всего использовать натуральное дерево, а не всякие МДФ и УСБ Даже рука не поднималась ломать чей-то труд Но жопа требовала тепла, а желудок горячей еды К тому же воду мы нашли только такую, что обязательно нужно вскипятить Вернувшись с дровами, я обнаружил Серегу сидящим со Шварцем на диване Оба держали в руках по алкогольному коктейлю и задушевно беседовали Да не пью я алкоголь совсем, последний раз в институте пробовал Потом едва мог мозги собрать в единый орган Два дня плохо было, важную лекцию пропустил Ну вы же ученый человек, док, должны понимать, что квалифицированная помощь специалиста является гарантией успеха Успеха в чем? Я не хочу пить Не пить! В первую очередь я психолог и вижу, что вы нуждаетесь в помощи Давно у психолога были? Когда на работу устраивался? Лет десять назад? Вот! А средняя частота посещения психолога один раз в неделю Серьезно? В России? Ну конечно! Много ли квалифицированных психологов осталось после катастрофы? Если взять среднее количество по стране и разделить на коэффициент выживания Ответ прост! Их пи***ц как мало! Думаю, вы еще не скоро встретите такого специалиста, как я Да еще не желающего убить вас ради пары десятков ДНК Возможно, вы правы Конечно, прав, ёбка! А ведь я еще и бармен по совместительству Так что помощь будет всесторонней Психолог-бармен? Странное сочетание Ничего странного Любой бармен немножко психолог А любой психолог немножко алкаш Что, простите? Ничего, профессиональный юмор В общем, как психолог говорю, что вам нужно выпить и выговориться Я не думаю, что... Хватит думать! Выдал сухой свой девиз Вместе с этим он помог доку поднести его стакан к рту И выпить содержимое Сам же Сережа пил при этом более разбавленный коктейль Это было видно по цвету Я уже прошел на кухню Сорвал решетку с вытяжки И проверил тягу Вроде ничего Хотя от костра точно останется гарь на потолке Но нам тут не жить Так что ничего страшного Пока я разжигал костер прямо на полу Подстелив лишь железный лист Сережа уже неплохо подпоил Шварца Доктор все больше говорил Его речь становилась все запутанней Мое подслушивание прервала Светлана Не занят? Можем поговорить? Ну вообще-то немного... Я тут думал о твоей бывшей Ты ее любишь, да? Я не... Знаю, что любишь Можешь не отвечать В общем... Ты что, пьяна? Спросил я, услышав от нее перегар Это важно Я хочу тебе кое-что сказать Выслушай, пожалуйста Ну говори уже Выдохнул я Я понимаю, что никого лучше тебя уже не найду К тому же ты хорошо ко мне относишься В отличие от других Мужланов Которые вообще дома не появляются По несколько дней И перетрахали почти всех в лагере Из-за его пределами В общем, я не против Если твоя бывшая будет жить с нами Чего? Опешил я от такого заявления Да, сейчас такие времена, что Глупо и наивно надеяться Быть единственной и любимой Но ты хотя бы не При мне с ней не тра Да я вообще не собираюсь с ней спать Просто у меня есть к тебе чувства И я не хочу тебя потерять Свет Ты меня не теряешь, успокойся Я вообще не знаю, она это или нет У нее отшибла память Да и отношения у нас с ней давно испортились Так что... Спасибо У тебя хорошо получается Лучше делай вид, что между вами ничего нет Меня это устроит Странная ты Подтверждение моим словам Света подошла и обняла меня Из коридора за этим наблюдала Фокси Но не с ревностью А с какой-то самодовольной гордостью Это она что ли надоумила Свету На эту странную речь? Что вообще происходит? Моя нынешняя девушка Разрешает мне жить с бывшей И даже тайком спать с ней Сюра какой-то Хотя сейчас и правда странные времена Позажимавшись с медсестрой Мне захотелось близости Но плотские утехи я отложил на потом Куда важнее было узнать, что на самом деле Замышляет Шварц Он как раз достиг кондиции И начал откровенничать с Сережей о всяком личном И поэтому она у меня одна любовь на всю жизнь Медленно и старательно выговаривал пьяный Шварц Так она с вами в лагере живет? Лагерь? Да какой это лагерь в пиз... В жопе лагерь Это мерзавец возомнил себя мастером в маргарине Маргарите Что? Да то он... Х... и... Воланда Я не понимаю Признался Сухой Какой у него класс? Вмешался я в разговор Я не... Я не могу... Он физический? Неа... Магический? Шварц кивнул, чуть не упав при этом на полз с дивана Ментальный? Уточнил я Тут его будто парализовало У доктора начался какой-то приступ Его крутило, кидало в стороны А лицо было перекошено Что с ним? Похоже на ментальный контроль Или запрет какой-то Ты заметил, как он избегает разговоров об их лидере? Ну да... Свет, помоги! Позвал я медсестру, когда Шварц свалился на пол и перестал дышать Девушка подбежала и, положив ему руки на голову Активировала какой-то навык Ее ладони на секунду засветились А еще через две док резко успокоился Его тело обмякло, но к нему вернулось дыхание Он будто был в трансе или под гипнозом Движения плавные, небрежные Шварц, Шварц, как вы? Спросил я Я между... Между чем? Посередине Бормотал он будто в бреду Док, это кот с вами сделал Он вас контролирует, заставляет? Да... Едва слышно выдавил тот Что он хочет, убить нас? Да, всех убить ДНК Какой у него план? Заманить нас к себе? Раньше Я должен убить Сергея уже... Что? Изумился я, надеюсь, что он бредит Но, посмотрев на Сережу Который сидел у дивана неподвижно Убедился, что Шварц говорит правду Глава 62 Враг внутри Серый, Серега, сухой! Бросился я к нему Он вроде еще дышал, но очень слабо Глаза при этом были закрыты А пульса практически не было Меня оттолкнуло Света Неожиданно сильно дернуло сухого на себя Перевалив его тем самым Из сидячего положения в лежачее Пульса дыхания проверять не стала А сразу принялась за лечение Я сидел в дичайшем напряжении Глядя, как мой друг борется за жизнь Причем бой неравный Несмотря на усиление системы Жизнь покидала его Еще хуже было осознавать Что я ничем не могу ему помочь Я готов был убить Шварца и его босса Да хоть весь город перебить Лишь бы это ему помогло Ну что? Ну как? Не отставал я от Света Хотя понимал, что это ее только отвлекает Сам не люблю, когда гундят под руку, когда я контролирую зомбаков Мана закончилась Тяжело выдохнула Света Он жив? Он будет жить? Я не могу его полностью исцелить Яд очень сильный А у меня мало маны и сил исцеления Но я смогу поддерживать его в таком состоянии Есть противоядие какое-то Может угля ему дать активированного или полисорба Блин, загробный, это системный яд Примерно как на твоих когтях Только действует он несколько суток Его не вылечить обычными лекарствами Я отполз от сухого и вернулся к Шварцу Где противоядие? Как его вылечить? Что ты наделал, придурок? Но тот был в отключке Да в такой, что никакой шум, никакие удары И даже порезы его не разбудят Хотелось его убить Хотя я и понимал, что он действовал не по своей воле Я обыскал его карманы Но ничего не нашел Наверное, спрятал все ценное в инвентарь Ты куда? Спросил у меня Фокси, когда я начал собираться Найду этого менталиста и прочищу ему мозги Расколов череп Я с тобой Нет, оставайся со Светой и Сухим Помогай им И за этим чудиком приглядывайте Лучше связать его, чтобы еще чего не натворил Тем более вокруг газ Рустама, хоть возьми с собой Возьму Рус забаррикадировался капитально И хоть это только задержит зомбаков Но задержит надолго Разбирать баррикаду не хотелось Поэтому мы выпрыгнули в окно второго этажа Туман по-прежнему оставался вокруг дома и зеккурата Надо эти херни под корень срезать и уничтожать Сколько проблем от небольшой железки Куда мы идем? Кого ищем? Спросил Рус Ищем убежище кота Клан он создать хочет Что-то случилось? Да, это Шварц отравил сухого Ученый Он выглядел безобидно Его ментальный маг контролирует Нужно найти эту суку и выпотрошить О, это я люблю Менталистов я еще не пробовал Попробуешь? Я не заметил, как мы прошли два километра И оказались в плотно застроенном районе От переплетения улиц Кружилась голова Двух- и трехэтажные дома Перекрывали друг друга Образовывая небольшие дворики И тупиковые переулки Голова кружилась буквально А не фигурально Причем ощущение усиливалось При пути в одну сторону И ослабевало при движении в обратную Я понимал, что это либо действие мага Либо какого-то артефакта из ядра Поэтому настойчиво продолжал идти туда Куда идти совсем не хотелось Пик неприятных ощущений Настиг меня у большого двухэтажного здания На перекрестке К головокружению Примешалась еще и головная боль с тошнотой Дом сильно отличался от других Если те были старинной застройки На несколько квартир и хозяев То этот выглядел скорее Как современный особняк С огороженным участком И небольшими И несколькими подсобными зданиями Во дворе Когда я шагнул к нему У меня напрочь отшибло Сознание и память Я стоял посреди перекрестка Забыв, зачем сюда пришел Головная боль И остальные неприятные ощущения Остались при мне А вот здоровья стало меньше А на теле откуда-то было несколько ран и синяков Последние напоминали следы от пуль А вот раны, скорее всего, от стрел Уж больно характерные порезы Что мы здесь делаем? Спросил я Рустама Тот тоже выглядел потрепанным Его руки и одежда была в крови Скорее всего, в чужой Пришли убить кота Убили? Нет Он взял тебя под контроль И ты чуть не умер На нас напали Я убил двоих Но стрелков не достал Едва вытащил тебя оттуда В доказательство этому У Руса даже осталось Три стрелы в спине Идем отсюда Сказал я Как скажешь Немного огорченно согласился Рус Пришлось пройти около 500 метров Пока головокружение полностью не прекратилось Мы что, так просто уйдем? Спросил меня Рустам Нет Ты вообще как? Силы и здоровье еще есть? Сможешь вернуться туда? Да, все хорошо Как-то неуверенно ответил тот Я решил проверить и подключиться к его организму Хитпоинтов 320 из 660 Вроде и немало Но и неполное Я даже немного засомневался Стоит ли ему одному туда лезть Решил проконтролировать его И хотя бы разведать Сколько там врагов Где точки подхода И огневые позиции Хотя и риск при этом был велик Если на участке установлены ловушки Растяжки, например, или мины Или если меня снова возьмут под контроль И я потеряю связь с Русом Но и уйти ни с чем я не мог Настроение было таким Что хотелось убивать Убивать, убивать Почувствовал себя Анной Жаль, что ее с нами не было Она бы Шварца сразу завалила Правда, он нам еще нужен Он может найти отряд натовцев Если не соврал Я бы еще кое-кого хотел найти Рус под моим чутким руководством Побежал к укрытию врага На максимальной скорости Правда, его глазами мир Выглядел немного иначе Да и дорога была извилистой И запутанной Так что пару раз пришлось вернуться К предыдущей развилке В итоге минут за пять Он добрался до особняка И активировал свое чутье Это что-то вроде моего радара Только находится не в интерфейсе Он как бы чуял запахи людей И более-менее мог определить их силу А после мутации, выбранной мной Это чутье сильно улучшилось И работало на более дальнее расстояние Давая более точные данные Рус работал на предельной дистанции Поэтому расход манны был высоким Даже несмотря на добровольную передачу контроля мне Я попытался было немного вернуться Но не смог сделать больше двух шагов В сторону особняка Меня будто сдерживал собственный разум На меня что, повесили ограничения? Ничего не понимаю Как он может управлять мной на таком расстоянии? Как бы я ни пытался обойти запрет У меня ничего не получалось Ни с разбегу, ни с закрытыми глазами Дохожу до определенной черты и все Дальше ноги отказываются идти Однако контролировать Рустама я мог Без всяких ограничений Пришлось работать быстро Пока мана не закончилась Внутри здания было 8 человек Немного, но и немало Плюс двое мертвых Их оттащили внутрь, когда мы с Рустамом отступили Итого 10 А с Шварцем 11 Он почти не соврал о численности Разве что это только часть группы А остальные на вылазке Нужно быть осторожней Меня заметили быстро И голова снова начала кружиться Но большого вреда на таком расстоянии Этот маг мне причинить не мог А временный дискомфорт я уж переживу Окна первого этажа были полностью заколочены Возможно, даже заставлены тяжелой мебелью Или строительными материалами А вот на втором были неплохие позиции для стрелков Благо снайперов у них не было А менталист не мог контролировать Рустама Он был для него как мертвец Однако этот ублюдок был не единственным магом в их шайке Едва Рустам приблизился к забору Как ему, а заодно и мне В глаза ударил ярчайший луч света Нас не просто ослепило И небольшой дебаф Уменьшающий зоркость, которая у Рустама была и без того невысокой Благо он быстро отвернулся и отступил Хотя в спину прилетело еще несколько стрел Лучник у них был неплохой А вот стрелок с винтовкой или автоматом, стреляющий одиночными Был либо невысокого уровня, либо не того класса Пули его не наносили Рустаму никакого вреда Да и мою кожу не пробили Отступив от убежища кота, мы быстро вернулись к своим Конечно, я не отбросил желание отомстить Ни одному ублюдку не прощу такого И я еще найду способ добраться до этого менталиста Рустама я оставил на улице охранять подъезд Да и затащить его в окно второго этажа было бы проблематично Меня-то он подсадил, а вот я его уже не мог Светлана выглядела уставшей, но Сухой был все еще жив Только за счет ее стараний Судя по пустым пачкам, она все же дала ему активированного угля И других лекарств Видимо, сама совсем не справляется с отравой Фокси держалась лучше, хотя тоже переживала за нашего Сережу Шварц все еще был в отключке Его связали пластиковыми хомутами и пристегнули к батарее Благо в этой квартире они были тяжелые, чугунные Ну что, нашел что-то? Спросила Оксана, как только я вернулся Не-е-е, зачем-то соврал я Совсем ничего, ни убежище, ни кота, ни лекарства Уточнила она Говорю же, ничего Снова соврал я И еще почувствовал раздражение В голове творилось что-то странное Мне будто запретили говорить о том, что я видел А что я, собственно, видел Я уже и сам не понимаю Фокси сразу отстала Почувствовав мое раздражение Я от этого еще больше бесился Как ей намекнуть, что я под влиянием этого урода А хотя какой в этом смысл? Ну поймет она и что дальше Нужно самому что-то делать с этим Была бы здесь Анна Она все знает, вернее, почти все Черт, нужно вернуться в наш лагерь Заодно спрошу Фреона, не осталось ли у него зелий маны Светлане они пригодились бы Да и другого Хилла можно попросить помочь Загробный Тихо произнесла Света Ты вернулся? Да, но я снова ухожу Постой, ты ранен, давай вылечу Сухого лечи, я в порядке Я устала, я не могу больше Света, потерпи еще немного Я сейчас вернусь с подмогой Просто не дай ему умереть Я не могу Сил нет, это очень тяжело непрерывно лечить Я чувствую всю его боль, которую забираю Сил нет Бормотала она Фокс Сделай ей кофе, крикнул я И сахара побольше Сам же я снова спустился на улицу и помчал домой У меня и самого состояние было не очень, мягко говоря Вторые сутки на ногах Несколько боев за это время А сейчас еще и беготня Но жизнь друга хорошей, такой мотиватор Если нужно, я и неделю буду бежать В лагере, несмотря на отсутствие пяти человек Точнее, четырех человек и одного зомби И занятость десятерых человек ремеслом Охрана была на своих местах Двое у ворот, двое на углах Двое патрулировали периметра Конечно, этого маловато Если нападет какая-то банда Убрав всего одного дозорного Они смогут попасть в лагерь Однако сейчас все заняты крафтом И подготовкой к вылазке Благо, в лагере есть еще два амбала Которые могут продержаться достаточно долго До прихода подкрепления Ну а гроза может учить противника еще на подходе Последние шестьсот метров Я как раз добрался на ней Вызвав ее, как только смог дотянуться навыками Люди Фреона меня приятно удивили За полдня они накрафтили броню на всех Даже с запасом И все еще продолжали это делать Так как новое получалось получше Чем предыдущие образцы По крайней мере внешне Как успехи? Спросил я Фреона В принципе, одеть можем всех Оружия тоже достаточно На любой вкус и класс Нам только не хватает ядер Чтобы улучшить характеристики этих вещей И наделить уникальными параметрами А ты чего такой потрепанный? Да так, трудный денек Слушай, у тебя есть еще зелье маны? Я же тебе уже говорил, что нет Думал, может появилось Нет, для синтеза одной порции Нужна неделя времени Тогда выдели мне пару хилов Зачем? Что случилось? Сухого торванули Света не может сама его вылечить Только оттягивает его смерть И она не вечная Мана не хватает Да и отдых нужен Насчет отдыха ты верно подметил Наши не выдерживают такого темпа И уже никакой вылазки сегодня не получится Сейчас последние ресурсы израсходные Мы будем отдыхать Досрать мне уже на вылазку Дай мне двух хилов У нас всего их двое Причем один слабенький Он в основном ремеслом занимается Пятый уровень всего А второй? Второй наполовину боевой Это как? У него подкласс чародеей Что-то такое В общем он и урон может наносить И дебафы на врага вешать Лечить он может? Да, но слабо Пусть хоть так Давай обоих Валера, иди-ка сюда К нам подбежал паренек На вид лет семнадцати Еще похоже пушок под носом Не сбревал ни разу Уровень и правда удручал Хотя по сути с моей помощью До десятого можно за полчаса подняться Пойдешь с Никитой Нужно помочь одному из наших не помереть Пояснил Фреон Хорошо Быстро согласился тот Хотя видно было, что он тоже устал Ну а кому сейчас легко? Второй где? В ворот дежурит Он из отряда Курта Это тот баран, что Сухого убить хотел? Ага Даже не знаю, стоит ли привлекать такого хило Лечить Сухого Никто не желает твоему другу смерти Его просто хотели запугать, чтобы он от Любы отстал Ну да, заодно и все кости переломать и яйца отрезать Не думаю, что до этого дошло бы Но это ты не знаешь характер Сухого Я и сам иногда хочу ему кое-что отрезать Чаще всего это язык А ты чего не собираешься? Как там тебя? Иван? Валера Точно А я уже собран, готов идти Без оружия, тормозка и без бутылки воды Оружие при мне Заявил он, доставая раскладной нож И вот с этим ты дорос до шестого уровня? Пятого Неважно, ладно, идем Анна у себя, если что Она не выдержала и уснула прямо за работой Мы отнесли ее в дом Сказал Фреон Хорошо Перед уходом я зашел к Анне Та дрыхла, как всегда, без задних ног Разбудить ее, как правило, невозможно Но я был настойчив Я орал ей на ухо Облил ей голову водой Тряс ее за плечи Даже с кровати стащил, стукнув головой о пол Ничего из этого не дало результата Я решил немного поиздеваться над ней И достучаться до ее инстинктов Давай займемся сексом Сказал я громко и отчетливо От нее реакция не последовала Тогда я и вовсе обнаглел И положил ей руку на грудь Через ночнушку все чувствовалось очень хорошо Во всех смыслах Грудь упругая В самом соку, так сказать А соски у нее были в боевой готовности Как торпеды перед запуском В тот момент, когда мой изголодавшийся По женскому вниманию организм Отреагировал на тактильные ощущения Я понял, что мы в комнате не одни В темном углу Все это время была еще одна девушка Я не знал ее и даже не знал, что она тут живет Хотя ничего удивительного Учитывая дефицит и площадь жилья Девушка не выдержала такого издевательства Над ее соседкой и прокашлялась Кхе-кхе В этот же момент проснулась и Анна Я попытался убрать руку с ее груди Но она схватила ее, будто воришку Пойманного на горячем Хватка у нее на удивление крепкая И это проявилось не только на моем запястье Второй рукой она схватила меня за хозяйство Но не грубо, а скорее как любимую игрушку Наконец-то ты решился Пробормотала она и потянулась ко мне губами Ее соседка запротестовала еще больше Кхе-кхе Я тут же начал подниматься, но Анна повисла на мне, держась за руку и за хозяйство Я не... это не то, что ты... да отпусти ты! Анна с небольшим огорчением ослабила хватку И я отступил от нее на два шага Я поговорить пришел, но не мог тебя разбудить А я и не спала Легко призналась она Что? Почему тогда не отвечала? Было интересно, как далеко ты зайдешь Ты ненормальная Ненормальная Так что ты хотел? О чем разговор? А, точно Что ты знаешь о... умен... ум... ма... Да сука, что ж такое? У меня нет на это времени О ментальных магах? Быстро догадалась она Откуда ты... Нет, не о них Да боже, что я несу, конечно, о них Ментальные маги управляют сознательным и бессознательным На близких дистанциях они могут напрямую брать людей под свой контроль, как ты, мертвяков Хорошие маги при этом могут запрограммировать тебя, выполнять их поручения и на дистанции К тому же они могут стереть человеку последние воспоминания, а самые сильные могут даже заменить их Ого, мощно Но это только если их магическая сила выше, чем у их противника В противном случае они не смогут взять его под контроль К тому же в ближнем бою они никакие Достаточно пары ударов даже неимунного человека без уровня Или пары попаданий из пистолета Только нужно еще подобраться к ним Да, это самая сложная часть Нужна помощь? Да... да... да нет, не нужна В очередной раз сморозил я Как знаешь, ладно, я тогда отдыхать Анна молча легла в постель и даже не стала прикрывать торчащие через ночнушку соски Ее соседка продолжала смотреть на нас ошарашенно и смущенно Она, наверное, еще не знает, с кем живет Да и мое поведение со стороны было более чем странным Зато сработало Я зашел в интерфейс и вспомнил, что все еще нахожусь в одной группе с остальными Здоровье сухого было на отметке 1,38% и медленно уменьшалось Я ускорился и побежал к выходу, призвав к себе грозу Не хотелось оставлять лагерь без ее защиты, но ситуация требует скорости А псинка-зомби – самый лучший и быстрый транспорт Я задержался у ворот, где меня уже ждал молодой низкоуровневый хил Но мне нужен был второй, более прокачанный, хоть и не с очень подходящим классом Кто из вас хил из группы Курта? Ну, допустим, я Отозвался парень в странном на вид балахоне Нужна твоя помощь Какая? Без интереса уточнил он Спасти человеку жизнь, причем срочно Так что лучше без лишних вопросов Я вообще-то боевой хил Если нужно дебаф навесить, проклятие какое, это ко мне Но спасать жизни? Оставь это сисястым эльфийком в шелковых мантиях Я сейчас из тебя эльфийку сделаю А ну быстро слезай оттуда и будешь делать, что тебе говорят Слышь, умник, ты знаешь, в чем я, отряде? Кур? Да хоть кур, хоть петухов, мне плевать Я здесь начальник охраны И просто самый прокачанный парень Так что не выебывайся и делай, что тебе говорят Парень вдруг прозрел И смотрел на меня уже совсем другими глазами Без всякого ЧСВ и высокомерия Но гроза помогла ему перейти от понимания ситуации к действиям Громко рыкнув и запрыгнув на ворота Чародей отскочил от нее, свалившись на землю И стукнувшись с задницей о твердую поверхность Ай, мля, чего сразу не сказал, что ты загробный? Я не узнал тебя Может мне еще табличку на лоб прибить? Глазами нужно смотреть, а не с жопой Дозорный все-таки, давай прыгай на грозу и поехали На эту тварь я на нее не полезу Тогда она в зубах тебя понесет, выбирай В подтверждение моих слов собака спрыгнула с ворот И подошла к недохилеру, принюхиваясь и облизываясь Ладно, ладно, только кто на посту будет? Да вон уже идут твои сменщики К моему зову к воротам подходили амбалы Они хоть и не очень проворливы Зато ходячую еду чуют просто отлично Мы втроем залезли на грозу и помчались спасать сухого Надеюсь, Света продержится к этому времени А еще нужно будет поговорить со Шварцем И придумать, как убить хвостатого ублюдка, что влез мне в голову Глава 63 Секретное оружие Несмотря на тяжелый груз Аж в три человека на спине грозы Доехали мы довольно быстро Отвлекаться на фарм не стали Здоровье сухого было критически низким Зато туман вокруг занятого нами дома Разлетелся по округе И уже не был таким токсичным Рустам подсадил меня на второй этаж Валера или как его там со страхом Но все же принял помощь моего друга зомби Последний же Хил, который боевой Отказался забираться Русу на плечи И кое-как по оконным решеткам сам забрался наверх Мы подоспели как раз вовремя Света была на грани обморока А Фокси нервно ходила по квартире Не зная что делать Ну наконец-то Обрадовалась воячка и обняла меня Как она? Она не успевает Здоровье постоянно падает Манна не успевает генериться Она уже буквально каждую минуту Лечит по крохе Но с каждым разом его здоровье Все ниже и ниже Да ты и сам видишь Вижу Здоровье сухого и правда Было уже около одного процента После последнего лечения Светы Оно поднялось до двух А затем снова опустилось Мелкий Хил тут же бросился Помогать моему другу Потратив всю свою манну Он восстановил ему пять процентов здоровья У меня пока мало маны Да и силы лечения не очень Грустно сообщил он Ничего страшного А ты чего ждешь? Особое приглашение нужно? Спросил я вредного Хила Ты издеваешься? Это же тот придурок Что к бабе Курта яйца подкатывал Ну во-первых Она не его баба Во-вторых Какая разница К кому он подкатывал Он один из нас И за его жизнь Нужно бороться до конца Да плевать мне на его конец Он уже труп Что не видно? Два Хила Не могут его к жизни вернуть Сейчас ты трупом станешь Мудень Вспылил я Парень это заметил И сделал правильные выводы Которые я озвучил Если умрет он То сдохнешь и ты Усек Тот не ответил Но принялся лечить сухого У которого здоровье Уже упало на один процент Пока мы говорили Этот маг Несмотря на боевой подкласс Хила Лечил получше Чем Валера За один подход Он восстановил сухому Аж 15% здоровья Ну вот А говорит что не хил Не хил Я намного лучше Вешаю дебафы И убиваю А хил в основном На себя использую Я вообще хотел быть Одиночкой Но Курт спас меня И теперь я как бы В долгу у него Спас? Что-то не похож он На спасателя Меня зажали В кладовой магазина Я не мог убивать Тварей за дверью Не повредив дверь А открывать ее Было бы самоубийством Их там штук 5 было А у меня маны Только на 2-3 хватило бы Курт с двумя кентами Вошли в магаз Зачистили его Я подлатал их И согласился пойти с ними А как вы к Фреону попали? Но это долгая история Если вкратце То мы просто поняли Что самим сейчас не выжить А если и выживем То придется питаться Корой с деревьев И травой Да и только по ночам А днем сидеть В канализации И шарахаться От каждого звука Почему? Вы могли просто занять Какой-то дом Или квартиру Вот как эту Сделать баррикаду И чистить одну квартиру За другой в поисках еды Ну и сколько бы мы Так продержались Месяц? Два? Я примерно так и жил Но рано или поздно Тебя находит Более сильный выживший И ты либо бежишь Либо умираешь С группой было Немного легче Но тем же людям Демона или менталисты Мы ничего не могли сделать Их больше 20 человек В банде А нас было четверо Тогда мы решили Примкнуть к гоблину К этому психу Получше никого Не могли найти У тебя предвзятое отношение К нему Как и к Курту Да Они немного похожи Оба кажутся полными Говнюками Но на самом деле Просто хотят выжить Как и все мы Вот только я не рублю Своих людей Направо и налево Лол Ты только что сказал Что убьешь меня Если умрет сухой Да Похоже я тоже Немного похож на того психа Ты не знаешь всего Гоблин раньше был спокойным Но нас часто прессовали Другие банды Подсылали к нам Своих людей Под видом новобранцев Чтобы побольше О нас узнать А потом нападали И мы теряли Людей и ресурсы Гоблину пришлось Стать жестоким садистом Чтобы у остальных Пропало желание Лезть к нам Да он на моих глазах Убил лучшего хила В вашем лагере Это не садизм Это дебилизм А ты знаешь Что он работал На других Он уже собирался Покинуть наш лагерь И постоянно перечил Гобу Подрывая авторитет А в наше время Это даже важнее Уровни и прочего Если твои люди Не будут тебя слушаться То какой ты нахрен Лидер Так Курт хочет стать лидером Я этого не говорил Но ты сказал Что они похожи Характером Да Но не амбициями Если ты справишься Со своей должностью То Курт будет тебе Хорошим помощником Но если обосрешься Он займет твое место Ты так открыто Об этом говоришь Не боишься? А чего мне бояться? Я ничего плохого Не сделал И не сказал А присмыкаться перед тобой Я не собираюсь Не нравится Могу покинуть лагерь Но знаю Что Курт И еще двое Уйдут со мной Мы пришли сюда вместе И будем держаться вместе Не собираюсь я никого выгонять И я уважаю честность К тому же Хилов у нас Маловато Я не хил Я чародей Как зовут-то тебя Чародей Так и зовут Чар А настоящее имя? Руслан Но имена сейчас Мало кто использует Их сложно запомнить И легко перепутать Одного с другим Согласен Ну что Будем знакомы? Чар Я гроб Протянул я ему руку Он и правда Вызвал во мне уважение Честными словами И намерениями Чар пожал мою руку Посмотрев в глаза Я могу тебя оставить с сухим Мне нужно прокачать мелкого Оставляй Ничего с ним не будет Ну и до изнеможения Я его лечить не буду Как твоя девица Признался он Кивнув на свету Часа два Больше не выдержу Нам и часа хватит Идем Валентин Будем из тебя Мужика делать Я Валера Неуверенно Ответил он Да-да Идем Я написал в групповом чате Чтобы присматривали За сухим и чаром Фокси отписалась Что все сделает Света и вовсе спала Перед уходом Я переложил ее С пола на диван Затем я распустил группу И пригласил в нее Валеру Тот растерялся От незнакомого Сообщения системы Принимай Чего ты уставился Это Что это Группа Не видишь что ли Ладно Пока он тупил Над новыми функциями Системы Которые я ему Продемонстрировал Я спустился вниз И взял под контроль Грозу и Рустама Зомби поблизости Практически не было Да и по пути сюда Я встретил максимум Штук десять Поэтому пришлось Отойти подальше Спустив перед этим Валеру на землю Парень все делал Неуверенно Будто его вот-вот Отругают или накажут За малейшую ошибку Зато он старался Едва у нас появлялась Свободная минутка Он брался лечить Рустама Который был в роли танка Лечение получалось слабым Я говорил парню Чтобы не тратил Напрасно силы Но его Очень воодушевляло Что убийство Всего парочки зомбаков Повышало его уровень Но так было Только до седьмого уровня Затем уже нужно было Убить штук пять Потом десять Потом двадцать Зомби Конечно это Примерные цифры Я не считал Полученный опыт И уже не помню Сколько его нужно было До десятого Но уровни поднимались Легко и быстро Уж что-что А паровозить я умею Мы отошли уже Достаточно далеко Зато Валера Получил десятый левел А вместе с тем Выбор подкласса Пока Гроза с Рустамом Искали новых жертв Я провел Небольшой мастер-класс По классам Что мне выбирать И во что Все полученное Вкладывать Ну смотри Насколько я знаю У хилов есть Три разных подкласса Один Чистый хил С небольшими бафами Хорошо лечит Плохо бафает И совсем не наносит урона Второй бафер Слабо лечит Хорошо бафает А вот насчет урона Я и не знаю Третий Это чародей Слабо лечит Наверное не бафает Зато может хорошо Навредить врагам Последнего брать не рекомендую Зачем нам два чародея А у Светы Какой подкласс Тут я немного растерялся А ведь и правда какой Лечит она неплохо Бафает тоже Сухой даже лук Мог использовать Под ее бафом Наверное Чистый хил Тогда я Барда возьму Тут бафы Очень хорошие Не успел я сказать Что он хорошенько Подумал перед Неотвратимым выбором Как он сообщил Что уже выбрал класс И начал изучать Новые возможности Ух ты Смотри Что я могу Радостно выкрикнул он И направил на меня руку Мне стало немного Не по себе Но через секунду Рука засветилась И я получил Очень приятный баф Восстановление маны Уровень 1 Скорость восстановления Маны увеличена На 20% Осталось времени 59 секунд А вот это реально круто Сколько у тебя очков навыков Можешь улучшить навык До второго уровня могу Но тут еще крутые есть Хочу изучить Через минуту На меня повесили еще Баф Восстановление здоровья Плюс 10% И бонус К исцелению Плюс 10% Затем Валера изучил Бафы На все основные Характеристики Физическая мощь Магическая мощь Ловкость Восприятие И выносливость А самое крутое Было то Что он мог Бафить И зомбаков Рустаму он увеличил Физическую мощь Огрозил ловкость Фарм особо не ускорился Но только потому Что зомби рядом Было немного Да и бафы Были только Первого уровня А когда Валера Вкачал магическую мощь Время действия Бафов Увеличилось В разы На обратном пути Мы убили еще Несколько мертвяков Но 11 уровень Он так и не получил Там нужно Уж очень много Опыта Да С моими бонусами Это не так долго Но и времени У нас было немного Вернувшись Увидел Что сухой Был в полном порядке Его здоровье Без группы Я посмотреть не мог Но Чар сказал Что поддерживает его На отметке Около 10% Больше не может Не успевает Восстанавливать ману Зато Валера смог Он не только Исцелил его Но и повесил Баф На увеличенное Исцеление На 5 минут Чара он при этом Забафал На восстановление манны А затем и себя В итоге За полчаса Два средних мага Подняли здоровье Сухому До 50% Если бы еще И Света К ним присоединилась Могли бы И на все Сто исцелить Правда Вряд ли Это избавило бы Его от отравления Я не выдержал Такого режима И отключился Сразу после приема Консервированной пищи Фокси тоже уснула Примерно в то же время Что и я Зато Света Была уже на ногах Когда я проснулся Она хлопотала Над Сережей Поставила ему Какие-то капельницы И время от времени Лечила Ого Ты что Скрафтила их Спросил я Открыв глаза Рустам принес Пока ты спал Благо в аптеках Забирают в основном Таблетки Растворы и капельницы Еще можно найти Это немного Прочистит его организм Но как я уже говорила Яд системный Так что Простой медициной От него не избавишься Да что же это за яд такой Что несколько дней действует Моего максимум на полторы минуты хватает Это крафтовый Он и должен быть сильнее А я могу его использовать? Типа на когти нанести? Наверное Только тогда себя можешь отравить Твой яд же не наносит тебе вреда? Нет Ну вот А этот ранит любого Кто его использует Пока мы говорили Шварц начал приходить в себя Он ворочался Недовольно мычал И постановал Пока не открыл глаза Где я? Почему я связан? Что происходит? А ты не помнишь? Удивился я Что? Что не помню? Ну много чего Что врал нам? Уклонялся от ответов Пытался убить в конце концов Нет Не помню такого Я не мог такого сделать Что вы говорите? Лят ты крыса Опять дурачка включаешь Не знаю Откуда у вас сведения Но я ничего дурного Против вас и в голове не держал Ты может и не держал Но кое-кто другой В твоей голове Все это не только держал Но и в жизнь воплотил Я правда не понимаю О чем вы говорите Откуда у тебя Противогаз был Который ты так Вовремя надел? Так газ еще остался В низинах И в некоторых зданиях Разумно же носить С собой средства защиты А с Зикуратом Что ты сделал? Заминировал его Я же говорил Ну да Ну да А хуй ты про хозяина Своего промолчал Что он ментальный маг И лучше к нему не соваться Просто так Уверяю вас Я ничего плохого не замышлял Вы что Ходили к коту? Ходили И что На вас напал кто-то? Хватит этого двуличия Он на меня и напал Прочистил мозги И чуть не убил Со своими недострелками Благо рус меня вытащил Может вы не туда попали? Кот не стал бы? Все Хватит Ты под его контролем Поэтому и выгораживаешь козла Скажи лучше Чем ты сухого отравил И как его вылечить? Я ничего об этом не знаю Правда? Ясно Мне он ничего не скажет И что теперь с ним делать? Я решил поступить Как и сухой Благо похмелить его Оказалось куда проще Чем напоить в первый раз К тому же Не нужно было больше Скрывать своих намерений Я просто влил алкоголь В его глотку И через несколько минут Он стал намного Сговорчивей Ну как? А похмелился? Прояснилось в голове? Док сидел Опустив голову И смотрел в пол То ли собираясь с мыслями То ли и вовсе Растеряв их все Нет Не мое это Бухать? Или быть крысой? И то и другое Ааа Значит прояснилось Позговорчивее стал Я все равно Не могу тебе Ничего рассказать У меня память Отрубила Когда я попал К коту А потом Как робот Делал все Что мне велели Так он на расстоянии Тобой управлял? Каким образом? Не совсем Он дал приказ Убить вас Любыми способами А я ничего Не Никак По другому Ясно Значит проявил Свою смекалку А почему сейчас Все это рассказываешь? Ну Я могу И хочу И буду Угу Может он Как протрезвеешь Так опять в киборга Превратишься Давай рассказывай Сколько у него людей Какие уровни Классы 16 человек Если со мной Но я не с ним Если что Угу Дальше Уровни я не совсем Я совсем не знаю Класс тем более Но хоть примерно Не выше твоего? Не Они ленивые Набухают И слят постоянно А я еще Это О бабах мечтают Там у них две Да и те уродины Бррр Ой что-то я устал Так Соберись Про ядра не соврал Есть у него? Тут Шварц Будто протрезвел Но только с виду Он вдруг стал серьезней Даже сел ровно Ядра есть Ага Два Одно усиливает его Точно не знаю как Но дальность его действия Больше Как оно работает? Как баф? Или как разовое усиление? Я не знаю Ладно А второе? А второй навык дает Один раз в день Связь с другим На любом расстоянии Как чат типа? Не Какой там чат? Он может в голову даже залезть С этим навыком На любое расстояние почти Но в городе Черте Все Не могу больше Алкоголь Это не мое Голова раскалывается Последний вопрос Чем ты сухого траванул? Как его вылечить? А это не я Мне кот дал пузырек Сказал самый сильный яд Что он делал Он же химик Но лекарства нет Как нет? Ты охренел? Я не Да ты не переживай Не проживай Да ты не пережевывай Не проживай Не переживай Во Он сам перестанет работать Через день-другой Как бы не так Ладно Отдыхай, пьянчуга Так А нам нужно подготовиться К штурму менталиста Сухой был в надежных руках Чар и Валера Лечили его по очереди При этом оба порядком устали Но вдвоем это делать Намного легче Чем Светлане в одиночку К тому же она скоро отдохнет И подключится к работе Я же взял Фокси Рустама И Грозу И мы отправились к ублюдку Коту Шварца тоже взяли с собой Ну как взяли Посадили на спину собаки И привязали ремнями и веревками Пусть кот знает Что мы идем И пусть думает Что идем поговорить Может даже противоядие попросить Но главным оружием Против менталиста Мы сделали алкоголь Даже в доме его было достаточно Сухой нашел только в одном подъезде Бутылок пять крепкого спиртного Да Они все были полными И уж тем более Не очень качественными Или вкусными Но этого и не нужно было Немного сладкой газировки И вкус уже не так заметен Благо она тоже имелась В некоторых квартирах И не пропала За два с лишним месяца Газики в напитке Помогли легче достичь Желаемого результата И вот мы Недавний студент Бывшая военная И связанный ученый Верхом на псему танте Все прилично опьяневшие Идем разбираться с менталистом Мне конечно пришлось Выпить немало Прежде чем я достиг Хоть какого-то результата Мое сопротивление Ядам и токсинам Было на приличном уровне Думаю что даже яд От которого сухой Слег был бы для меня Несмертельным Его кстати В нашей вылазке не хватает Выпить он не дурак А если еще и для дела В общем ни на кого из нас Менталист воздействовать не мог Так что мы без проблем И в хорошем настроении Подошли к его особняку Фокси швырнула им в окно бутылку А я начал орать что-то типа Выходи Ляпольд Выходи подлый трос Странно Настрелять в нас никто не стал Вместо этого в окне Показался сам кот Собственной персоной Похоже его так прозвали За круглую бородатую морду С хамским Самодовольным взглядом Правда чувствовалось в этом взгляде Что-то коварное А еще я чувствовал страх Этого ублюдка И боялся он Не зря Глава 64 Бухой штурм Я чуть не напал на вас Ты друг Шварца? Я вижу он с вами Крикнул мне кот Изображая радушие Да что ты В прошлый раз Ты вроде не сдерживался В прошлый раз? Впервые тебя вижу Ты что-то путаешь Ты кажется пьян Хватит юлить кот Коньяк и водка Разблокировали воспоминания Что ты мне запретил вспоминать Алкоголь Интересная лазейка Не знал о ней Обычно он напротив Помогает забыть что-то В следующий раз Дам запрет на выпивку Так чего ты хочешь? Чего хочу? О, я много чего хочу В первую очередь Надрать твою мохнутую морду Ты моего друга отравил Да и всех нас Убить пытался Я же не со зла Просто мне нужно ДНК Очень много ДНК Для создания клана А его трудновато добывать Все тратят его направо и налево При малейшей возможности Так что после убийства Маловато остается Так вот оно что Я получаю только то ДНК Что было накоплено Полезная инфа Хотя больше фармить она мне не поможет Более того Часть этой ДНК Забирает система В качестве налога Зачем-то продолжал говорить кот Странно что он еще не напал на нас Либо тянет время Либо пытается избежать боя Вряд ли он привык Честно драться с врагом Который ему не подчиняется А может ждет что я протрезвею А вот хрен ему Я достал недопитую бутылку коньяка Из инвентаря И сделал три больших глотка Еще на пару раз хватит Спрятал бутылку обратно в инвентарь И начал открывать решетчатые ворота Эй это частная собственность Да Ну извини Ментов только не вызывай Слушай а ты не хочешь в мой клан Там отличные бонусы Прокачка намного быстрее будет и легче К тому же домой из рейдов Можно перетаскивать что угодно В любых количествах Почти моментально Я тебя замом сделаю Вместе мы весь город нагнем Представь только я буду управлять людьми А ты мертвяками Залепетал кот Когда я когтями пытался вскрыть замок на калитке Замок был с другой стороны Я почему-то вместо того Чтобы ударить по цепи когтями Начал ими ковыряться в механизме А бабы у тебя есть? Что? Ну девчонки Девчонки есть? Или чисто сосисочная вечеринка будет? Какая вечеринка? Что ты несешь? Я несу свет и добро Бормотал я У нас есть Тамара и Марина Все же ответил он Что у них за имена такие? Какие? Противозачаточные Из окон особняка послышались смешки А затем пара шлепков Ай да я просто анекдот вспомнил Марина не бей! Донесся приглушенный крик Ну ты сам подумай Какие у нас перспективы? Не унимался кот Долбанный замок Как же тебя? Бормотал я уже не слушая лохматого Ты сначала ДНК собери А потом предлагай Присоединилась к разговору Фокси Она была еще пьянее меня Но говорила более четко Хоть и медленней Я уже больше тысячи собрал А с вашей помощью процесс пойдет куда быстрее Этот ученый совсем не годится в убийце Чего? Чего это я не гожусь? Я гожусь Я очень гожучий Проснулся Шварц Привязанный к грозе Тихо там собака Пробормотал я Да собака и так молчит Ответил док А я и не ей сказал Так Меня достал этот замок Или открывай Или мы уходим Нужно было видеть выражение Лица кота Там смешивалось Столько эмоций Что он выглядел Как неделю не сравший кот Перед которым поставили Миску с мясом Вроде и хочется А понимает Что его разорвет Я все же плюнул на замок И решил справить нужду Заморачиваться не стал И начал мочиться Прямо на ворота особняка Эй, что ты делаешь? Прекрати, слышишь? Я этот дом целый месяц искал Здесь все прекрасно А ты открой ворота И ты перестанешь? Нет Кот уже не знал Куда деть свое раздражение Но все же сдерживался Он топтался на месте Смотрел по сторонам Будто ждал помощи откуда-то Кот Открывай по-хорошему, прошу Крикнул я Закончив мочиться Ты 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 мои ворота обоссал Это по-твоему по-хорошему? Ага Пошел ты Ничего я тебе не открою А если полезешь сюда Поляжешь Слышите? Вы все поляжете Пьянь Да что вы мне сделаете В таком состоянии? Меня его слова задели Оскорбили И разозлили Я обнажил когти Которые, кстати, уже Все полностью восстановились И рубанул по цепи Однако она выдержала Будто я ударил ее Не системным оружием А обычным кухонным ножом Какого? Я повторил удар Но ничего не изменилось Потом ударил по решетке Но и она оказалась Необычно прочной Ха! Как тебе наши крафтовые ворота? Не ожидал, да? Эти ворота Выдержат Двадцати уровневых зомбаков Не то что Какого-то человечка Так, Шварц Как попасть внутрь? Спросил я Подойдя к привязанному доку Внутрь? Легко Нужно открыть ворота Выдал ученый гениальную мысль Точно! Обрадовался я и развернулся Затем снова повернулся к доку А как их открыть? За ручку? Ага Псинка, охраняй его Он, сука, умный, но хитрый Сам не поняв, что я сморозил Я снова развернулся и пошел к воротам Рядом с ними была небольшая калитка С отдельным замком Я же просто взялся за ручку И... Открыл ее Она оказалась Не заперта Боров, ты что, калитку не закрыл? Злобно и перепуганно завопил кот Кыс-кыс Я иду Бурчал я Стой, последнее предупреждение И мы будем стрелять Робин, приготовься Фокси, приготовься Приказал я в ответ И шагнул во двор В меня тут же сорвалась стрела И... Попала прямо в ногу Этого я никак не ожидал Ай, бля, Фокси Что, я поймать должна была? Извини, давай еще раз Что, еще раз? Офигел я от ее предложения Лучник, похоже, согласился с девушкой И еще раз выстрелил И снова сука попал А, в ту же ногу! Какого хера, Оксана, бля? Извини, у меня что-то реакция не очень Сейчас я все исправлю Стрела в моей ноге под действием навыка Фокси начала шевелиться Причиняя сильную боль Девушка расшатывала еще и пыталась вытащить Перестань! Рус, Фокси, в атаку! Мы побежали вперед Я, хромая на левую ногу Фокси зигзагами Но вряд ли это были умышленные маневры Рустам тоже двигался как-то странно Хотя не помню, чтобы я его поил От снарядов мы спрятались под козырьком на крыльце дома Фокси при этом споткнулась на ступеньках А Рус врезался в дверь, не успев вовремя снизить разгон Дверь оказалась прочной и была заперта Хотя я не использовал когти Меня начало мутить То ли от алкоголя, то ли от запаха В доме жутко воняло бензином Я два раза проверил ручку, но войти так и не смог Тут нам на помощь пришла магия Фокси телекинезом повернула механизм замка изнутри И мы вошли в это логово манипулятора На нас тут же набросились два бугая Еще один стоял на лестнице и стрелял в нас из пистолета Рустам своей туши врезался в одного из верзил И оба они упали на пол Второго я, как настоящий джентльмен, уступил Оксане Уклонившись от его удара Сам маневр был несложен Здоровяк бежал, как носорог, не сбавляя ходу А вот исполнение меня подвело Пригнувшись и пропустив удар над собой Я споткнулся о собственную ступню И упал, растянувшись на полу Носорог наступил мне на ногу Причем на ту, что было ранено И тоже упал В итоге в прихожей валялось четыре тела И два человека просто глядели друг на друга Фокси и Стрелок Тот воспользовался заминкой и продолжил огонь после перезарядки Оксана, как Нео из Матрицы, останавливала пули А когда очередная обойма Стрелка закончилась Она швырнула их обратно Вот только к этому моменту мы уже поднялись И пули очень болезненно прошлись по нашим телам Благо я был в неплохой броне Пусть в основном искожен, но системной А это хороший бонус к защите Мой пи***к, то есть Здоровяк Так и не пустил меня к Стрелку Хотя оно и к лучшему Вреда от этого пистолетчика почти не было А вот Здоровяк мог натворить гадостей Фокси обидеть, например, или меня Ублюдок видел, что у меня в ноге две раны И еще сильнее начал по ней топтаться Как только поднялся Я же долбанул его в коленный сустав И он снова рухнул Да еще и на больную ногу Гребаный лучник, дай только добраться до тебя Мне надоело возиться с этим Здоровяком И я рубанул его когтями Однако Здоровяк меня удивил Создав непробиваемую броню в месте удара Его кожа будто превратилась в камень Я повторил свою атаку Но результат был тот же А потом он меня ударил Просто кулаком Но у меня убавилось сразу Двадцать единиц здоровья Рус, помоги! Попросил я Зомби уже тупо ел своего противника И не обращал ни на кого внимания Рус, какого хрена? А? Очнулся вдруг он Я есть хочу Мне снова прилетел кулак в лицо И тут я не выдержал Не выдержал очередного сотрясения И меня тупо вырвало Прямо на Здоровяка Тот охренел от такого поворота И просто смотрел на себя с отвращением Тщетно пытаясь все это вытереть Пока он отвлекся Я пырнул его когтями в горло И пробил наконец защиту этого верзилы Тут же пришли приятные сообщения На опыт я особо не смотрел А вот ДНК меня очень порадовали Получено 188 единиц ДНК До этого тоже проскочило сообщение С высокой цифрой Но я подумал, что мне показалось Выходит, ребята действительно копили ДНК на клан А я их частично загреб себе Фокси тем временем расстреляла стрелка Его же пулями Что интересно, пули, летящие за счет телекинеза Наносили больше урона, чем от самого пистолета Хотя это неудивительно Стрелок был всего девятого уровня Даже подкласс еще не выбрал За него дали немного меньше ДНК Только в этот момент я понял, что их дали всем нам Хорошо, что мы собрались в группу перед нападением Иначе ДНК распределялась бы не так равномерно Не успели мы дойти до лестницы на второй этаж Как к нам спустились новые враги Один был магом И начал бросать в нас сгустки сжатого воздуха Или что-то подобное Вторым был тот самый лучник Которого я хотел достать Но он оценил силы И тут же свалил на второй этаж Фокси не могла останавливать эти снаряды И маг опрокинул меня одним из них Благо урон небольшой, всего 30 единиц Хотя это, скорее всего, за счет моей брони Девушка от одного такого попадания Не просто упала, а еще и отлетела На пару метров назад, выпав на улицу через входную дверь Рустам продолжал жрать, не отрываясь и не отвлекаясь Я бы мог взять его под контроль Но мне хотелось разобраться с ублюдками самому Очередной сгусток я принял на когти И, к моему удивлению, он легко развеялся Не причинив мне вреда Маг после такого фокуса испуганно посмотрел на меня Я тоже улыбнулся, увидев страх в его глазах Вот только добраться до него я не успел Он убежал раньше А сразу после этого на лестницу Сбросили целую кучу всякого хлама Столы, шкафы, комоды, кровати Моя школа Тоже люблю такие баррикады Но не люблю через них пробираться Запах бензина при этом становился только сильнее Наводя на страшные мысли Фокси, сделай что-нибудь Попросил я Та дернула за ножку стула Но разобрать баррикаду у нее не вышло Она просто оторвала ножку и запустила мне ее в голову Спасибо хоть не в больную ногу Ай, блин! Извини Лучше ничего не делай Слышишь, что-то они затихли Я прислушался И правда, ни стрельбы, ни беготни слышно не было Однако на радаре я четко видел шестерых человек В том числе и кота Я начал чувствовать резко нарастающую головную боль Она с каждым ударом сердца становилась все сильнее Тогда я понял, что трезвею и мой разум атакуют Полез в инвентарь, достал остатки выпивки И тремя большими глотками прикончил последнюю бутылку Ты чего, бухаешь? Нашел время Возмутилась Оксана Я быстро трезвею Сопротивление яду высокое А как только трезвею, сразу голова начинает разрываться Блин, у меня тоже болит, но пока терпимо Лучше выпей, не хватало еще, чтобы тебя захватили и заставили меня убить Фокси послушалась И тоже осушила свои запасы Мысли снова прояснились Точнее, отключились А головная боль отступила Стой, не ломись туда Это похоже на ловушку Сказал я Ладно, что же тогда будем делать? Нормальные герои всегда идут в обход Я повел Фокси в неизведанную часть дома К нам, наконец, присоединился и Рустам Через прихожую мы попали на кухню А оттуда на задний двор Тогда я и увидел картину, которая ошарашила нас всех Во дворе, в пустом бассейне, лежала гора трупов Причем не зомбаков, а человеческих Они были полностью обгорелыми до костей Но я уже научился отличать людей от мутантов По строению скелета К тому же рядом с бассейном Лежала гора снаряжения выживальщиков Самодельные и фабричные ОЗК Противогазы А также знакомые элементы одежды и брони Которые я и сам совсем недавно использовал На коленнике, на локотнике На голеннике и прочее Трупов было, мягко говоря, дофига Человек сто не меньше Твою ж мать, это что, люди? Изумилась Фокси Я бы не назвал ее впечатлительной Но эта картина даже ее поразила Ага, были Никогда не видела ничего подобного Они даже не закопали, просто сожгли И судя по запаху гнили не очень-то тщательно Уроды, они заманивали сюда людей Просто чтобы убить Это ж сколько еды зря пропало Поворчал Рустам Несмотря на немалую гору пустых пластиковых канистр И бутылок рядом, я был уверен, что запах бензина Шел не от них Смотрите, какой-то сарайчик прямо к дому примыкает С него можно в окно залезть Сказал я, полностью осмотрев двор Подсадите меня, я схожу на разведку Предложила Фокси Так и сделали Она вернулась через 15 секунд Там никого, и можно залезть в дом сразу на второй этаж Сообщила она Рус, подкинь меня Ай, блин, опять башка болит Снова трезвеешь? Ага, не осталось выпить? Нет, надо было больше брать Инвентарь не резиновый Да и не знал я, что так быстро эффект пройдет Ладно, лезем быстрее Рустам закинул меня на крышу А сам отправился к парадному входу отвлечь уродов Чтобы дать нам забраться в дом И зайти им в спину Вот только мой вес был куда больше, чем у Оксаны И я провалился в этот сарайчик после пары шагов Да еще и приземлился на больную ногу Чтобы этому лучнику икалось Увиденное в сарае меня поразило не меньше Чем гора сожженных трупов в бассейне В помещении около 15-20 квадратов Было два десятка стеллажей Забитых едой и бухлом Ящики с картофелем, луком, морковью Банки с солеными огурцами, помидорами, вареньем, тушенкой Несколько упаковок пива Целый стеллаж вина Еще один с коньяком, водкой и виски Еще дофига всяких круп и макаронных изделий Я быстро закинул первые попавшиеся бутылки виски в инвентарь И еще из одной отпил грамм 200 Боль отступила Разве что начало подташнивать Запил это все вишневым компотом За этим занятием меня и застукало Фокси Ты охренел там? Я заглядываю, живой ты или нет А он компот хлещет Ты это видишь? Сколько жратвы! Да тут нам на всю зиму хватит Это все еда? Удивилась девушка, когда пыль слегка осела Не только, еще бухло и всякие сладости Охренеть! Я уже не помню, когда в последний раз шоколад ела Направляясь к двери, я заметил коробку с милкой и закинул пять штук в рюкзак Можно было в инвентарь, но тратить на это свободные ячейки было жаль Дверь оказалась массивной, железной, но мои когти с ней справились Похоже, ее не перековывали в системную, или как они там укрепляли ворота Я вышел прямо под лестницей на второй этаж Только повсюду был дым, сочащийся через потолок на первый этаж Что происходит? Система сообщила о получении опыта и ДНК Затем еще раз А потом здоровье Фокси резко уменьшилось Я, кое-как ориентируясь в задымленном доме Выбежал на улицу, благо зрение и дыхалка были приспособлены к такой среде Иначе бы я заплутал в этих проходах Фокси уже валялась на земле, недалеко от бассейна А Рустам рубился с двумя парнями Лучник и Мак Воздуха Или как его там? Они не особо хотели с ним драться Скорее пытались свалить Но зомби не давал им этого сделать Лучника мне оставь! Крикнул я, ковыляя к Рустаму Кот убегает! Сообщил тот, указав когтями в сторону гаража Я сначала никого не заметил Но через несколько секунд раздался рев мотора И на улицу выехал спортивный мотоцикл Вот кот урод! Если он уедет, я себе этого не прощу А с другой стороны огонь охватил уже весь особняк И постепенно перебирался на склад продовольствия Не будь у меня жгучего желания отомстить мохнатому яйцелизу Я бы успел спасти несколько ящиков А может и стеллажей с едой и выпивкой Но все же злость победила внутреннюю жабу И я призвал к грозу Та примчалась через несколько секунд Вместе со Шварцем, привязанным к ее спине Вся ее морда была в чужой крови Похоже, кто-то выбрал не тот путь для побега И попал собачке в желудок Ну, наконец-то! Развяжи, меня сейчас вырвет и голова раскалывается Начал возмущаться док Где кот держит ядра? В доме? Что? Я не знаю Так узнай! Включай свой радар или что там у тебя? Тараторил я, пытаясь развязать собственный узел Я не... Да, наверное, при нем Сраный узел Ладно, хрен с ними Погнали Я запрыгнул грозе на спину А вместе с тем и на спину Шварца Другого места просто не было Освобождать его не очень-то и хотелось Сбежит еще Спортивный мотоцикл мог развить отличную скорость За считанные секунды Но для этого нужна хорошая дорога Без мусора, тел И непроглядного дыма от горящего дома Таких условий у кота не было Да еще и техника начала барахлить Гроза очень быстро сократила расстояние Когда до ублюдка оставалось каких-то 10 метров Случилось непредвиденное Собаке угораздило попасть в капкан Да еще и системный, скорее всего К тому же на приличной скорости Из-за чего зверь свалился набок Скинув меня и придавив Шварца к забору Я поднялся как можно быстрее Забираясь на забор По недовольно пыхтевшему ученому Гроза тем временем пыталась справиться с капканом Зато коту начало везти Он наконец завелся Еще и факт мне на прощание показал После чего резко стартанул Но уехал недалеко Он будто врезался в невидимую гильотину Своей хрупкой шеей Его голова вместе со шлемом Отлетела в сторону Мотоцикл с телом и фонтаном крови Проехал еще несколько метров И врезался в массивный кирпичный забор Рядом с головой появилась Анна Как вестник смерти Или скорее доставщик Не знаю откуда она тут взялась Но это было чертовски вовремя Обожаю эту девку Глава 65 16 скоростей После смерти кота Я первым делом бросился на помощь Грозе Сама она так и не смогла разорвать Или хотя бы повредить капкан Зато я с помощью когтей Немного его приоткрыл И снял с ноги Медвежий, сука, капкан Как она его не заметила Хотя их тут несколько штук вдоль забора стоит И все системные То есть очень крепкие Рустам тем временем разобрался Со своими противниками И в помощи не нуждался Я снова забрался на забор Но Анны на улице уже не было Только разбитый мотик и тело кота Жаль, конечно Нет, не кота, а мотоцикл На более-менее чистой дороге Это отличное транспортное средство Быстрое, маневренное И не нуждается в широкой дороге Правда и мелкий мусор Вроде стеклянной бутылки Или оторванной руки Может доставить проблем Улицы города стали такими грязными Что колесную технику лучше не использовать Ну а гусеничную Я даже не знаю, где достать Да и расход топлива у нее Угу-гу Ничего без меня не можете, да? Раздался Анин голос справа от меня Ух, ёп! Воскликнул я и шагнул назад Забора под моей ногой не оказалось И я с протяжным матерным криком Полетел вниз Блин, Ань, ты меня в могилу загонишь Сколько можно? Да пора бы уже привыкнуть К такому невозможно привыкнуть Особенно в мире, где каждый второй тебя хочет убить Понимаю Слушай, а откуда у этого мага столько ДНК? Сколько? Сколько тебе дали? 533 Нихрена себе! Десяток бы таких котов, и мы клан бы создали Так у него еще больше было накоплено Система забирает свою долю при убийстве Поэтому ей выгодно, чтобы люди убивали друг друга Почему она тогда все не забирает? Так не будет мотивации убивать Это как владелец бизнеса, которому работники приносят деньги А он им платит из них зарплату Интересно Блин, у него должны быть ядра в инвентаре Как их теперь достать? Обычным людям никак Пожалала Анна плечами А необычным? А необычным уже все сделала Вот они Девушка протянула мне два устройства Как ты это сделала? У меня есть навык Карманная кража С его помощью я могу умыкнуть что-то даже из чужого инвентаря С живыми это сложно провернуть А вот с мертвыми или хотя бы спящими Как нифиг делать? Как нифиг делать? Ты раньше так не разговаривала И вообще оживилась как-то На что Анна лишь пожала плечами И присела возле капкана, внимательно его разглядывая Эта хрень очень крепкая, крафтовая, наверное У них тут и ворота такие И много чего еще Капкан не крафтовый, его просто оцифровали Это как? Не знаю, я это и хочу понять Ты не знаешь? Это что-то новенькое Не делай из меня википедию Я не могу знать все Это ты поджег дом? Неплохо вы тут отрывались Не, это тот придурок перед побегом Кстати, а как ты тут оказалась? Не случайно же? Нет, конечно Следила за мной Тоже нет То есть не совсем Вначале маг мог меня заметить Но когда вы прижали его Я решила вам немножко помочь Подошла, посмотрела Увидела, что он в гараж бежит Сразу все стало понятно Выезд отсюда только один Точнее их два Но один ведет за город А все выезды забиты километровыми пробками Избитых машин Я осталась на предполагаемом пути И атаковала во время телепортации Его скорость, умноженная на мою скорость Получился отрыв башки Ну да, во всех смыслах А почему я тебя на радаре не видел? Так я ассасин Ты думаешь, я не возьму себе навык на скрытность? У меня никакой защиты нет Приходится развивать скрытность и мобильность А если в выносливость вложиться? Мне это не поможет Кроме здоровья, выносливость влияет и на защиту И на сопротивление ядам, магии и прочим воздействиям Так вот, в зависимости от класса Эта характеристика по-разному увеличивает сопротивление Так что тоже особо не увлекайся с поднятием выносливости Хотя для тебя это не так болезненно, как для меня Понятно, что нихрена не понятно Как увидеть эти характеристики скрытые? Поднимать восприятие или быть танковым классом Ну или ждать, возможно, система сама тебе их откроет Ладно, нужно забрать остальных и валить отсюда, пока не сбежались стервятники Судя по горе трупов, все стервятники в ближайшие округи мертвы Но ты прав, огонь будет виден за несколько километров Гроза нас не повезет, придется своим пешком добираться Может, меня хоть отпустите? Раздался голос Шварца откуда-то из-под собаки Это док? Откуда звук? Спросила Анна Да здесь я, помогите! Гроза сидела на задних лапах и вылизывала раненую переднюю Ученый все еще был привязан к ней Но его немного перекрутило, и он оказался на животе псинки Я сжалился над ним, а заодно и маунту облегчил ношу и перерезал веревку Док, весь мокрый и потрепанный, выпался из-под зверя, недовольно ворча Очухался, наконец? Может, расскажешь, что ты подмешал Сухому и как его спасти? Я... я не специально, меня контролировал этот подлый человек Если бы ты сделал это специально, уже был бы мертв, как и тот подлый человек Рассказывай про яд Я и правда не знаю его состав и тем более антидот Его делает Робин, тот лучник из отряда Кога Вашему другу еще повезло, обычно все сразу умирают Все? Ты еще кого-то травил? Много кого, помрачнел Док Мне пришлось убить немало людей Но все под действием этого Ясно, значит, ты соврал, что никого не убивал По факту он и не убивал Это не было его решением, он просто был инструментом Убивали его руками Вступила из-за ученого Анна Да пофиг, ладно, забираем Фокси с Русом и сваливаем отсюда Рустам все же не выполнил мою просьбу И убил лучника, которого я сам хотел убить Ну как убил? Лучше бы тот все же умер Лучник, видимо, получив несколько укусов и царапин от Руса Обратился в зомби Я уже и забыл, что иммунные тоже могут обратиться Правда, чаще всего они просто умирают Но иногда иммунитет не справляется И человек постепенно обращается Вот и этому бедолаге не повезло Процесс у него только начался Но парень уже корчился от боли Потел и дрожал, валяясь на земле Ну что, добегался? Спросил я П-п-пожалуйста Пробормотал он дрожащим голосом Что? Что? Не надо Что не надо? Делать со мной всякое Я не хотел Я был под контролем Да что ты Кот мог контролировать всех своих людей одновременно И неограниченное время Что-то не верится Он не мог Этот... Эта сволочь была с ним добровольно Сдал бывшего соратника Шварц Я даже больше скажу Он был одним из первых его соратников А еще знатным садистом Никогда не убивал своих врагов с первого выстрела Всегда первым делом стрелял по ногам Чтоб жертва не могла до него добраться или сбежать Затем по рукам, чтобы не получить ответку При этом наносил на стрелы не слишком много яда А ровно столько, чтобы причинить максимальную боль Был под контролем, говоришь? Через зубы прорычал я Не надо, прошу Расскажи, где взять антидот к твоему яду И вы отпустите меня Еще чего Я подарю тебе быструю смерть У парня потух в глазах едва загоревшийся огонек надежды Он опустил голову И на несколько секунд задумался Вот последняя порция Поворчал тот, сунув руку в карман Через несколько секунд оттуда донесся треск И парень вытащил мокрую руку И осколки маленького флакончика По руке вместе с противоядием текла кровь Но лучник улыбался пьяной ухмылкой Как наркоман, принявший дозу Ты что сделал, ублюдок? Разозлился я Не переживай Противоядие есть в моей крови Но из трупа его не извлечь Если я превращусь в такую тварь Он указал на Рустама Ваш друг не исцелится Но я знаю рецепт и могу вам приготовить антидот Если вы меня отпустите Я попробовал подключиться к его разуму Будто он уже стал зомби И у меня это получилось Правда внутри был такой сумбур и каша Что сложно было что-то понять Его мысли путались Одна обгоняла другую Но думал он только о том, что с ним случится И как этого избежать Никакой информации о противоядии Ты точно знаешь рецепт Или хочешь надуть нас? Навел я его на правильные мысли Точно Я сто раз его делал и каждый день сам принимаю В его голове пронеслись мысли довольно сумбурные Но я уловил образы его действий Он смешал три вещества Названия которых быстро пролетели вместе с их дозировкой Динатриевая соль Нитрит натрия Хлорид кальция Все это разбавляется в небольшом количестве этанола Этилового спирта Из всех этих веществ я знал только последнее Но думаю, Анна или Света сумеют их найти Ладно, тебе повезло, говнюк Ты об этом не пожалеешь, честное слово Честные слова прервал мой коготь Вошедший в горло этому лживому поганцу Ты прав, я не жалею, сказал я Я сказал правду За ублюдка мне дали 248 единиц ДНК Столько же и остальным членам группы За один подход мы где-то наполовину приблизились к цели Спасать со склада продовольствия после поджога уже было нечего Алкоголь еще сильнее разжег пламя А деревянные перекрытия, полы и крыши не дали дому и шанса на то, чтобы уцелеть Ушли быстро, несмотря на хромоту грозы и мою собственную По пути почти ничего интересного не произошло Разве что видели несколько выживших Убежавших едва увидели нас У всех было хреновенькое настроение Иммунитет и повышенная выживаемость не спасали никого от похмелья Одна Анна была в своем обычном состоянии Хотя она всегда как с похмелья Угрюмая и молчаливая У Сухого тоже все было нормально Даже более чем Этот говнюк пришел в себя без моей помощи Когда мы вернулись, он сидел на диване И развлекал трех хилов своими дурацкими историями И тут гроб вылазит из воды Весь в грязи и тине и говорит такой Да пошли вы в сраку со своими раками Все заржали, а Сухой смеялся больше всех Это было подло, сказал я, заходя в квартиру Раков там никогда не было Зато грязи полметра на дне О, вы вернулись? Обрадовался этот коматозник Ты смотрю тоже Мы крепко обнялись После чего он, расставив руки, попытался обнять Анну На что она только показала ему фак И вышла из квартиры Света в это время подошла ко мне И молча прижалась всем своим фигуристым телом Сухой, какого хрена? Спросил я Что, не нужно было рассказывать про то озеро? Да я не про это Какого хрена ты на ногах? Я что, зря тебе противоядие выбивал? Ты нашел противоядие? Удивился тот Почти, я нашел рецепт Только, видимо, он тебе уже не нужен Очень даже нужен Возразила Света Мы совместными силами подняли его здоровье до 100% Но яд в его организме продолжает его постепенно убивать Без постоянного лечения он и двух часов не проживет Так может, оно и к лучшему Успеем попрощаться И одним пизд***ом станет меньше Тогда уж лучше сделай меня зомбаком Будем с Русом на пару лапать подгнивших цыпочек И хавать тухлятину Мы с Сухим улыбнулись нашим шуткам А вот Света не поняла такого юмора И, скрывившись, даже перестала меня обнимать Загробный, а это что? Возмутилась она, увидев раны на ноге Бандитская пуля А точнее, стрела Девушка собиралась исцелить меня Но я возразил Прибереги лучше силы для сухого Так мы его сейчас вылечим Давай рецепт, я попробую что-то сделать Он как бы в голове Нужно найти листочек с ручкой Гы-гы, с ручкой, гы-гы Лыбился сухой Можно его выключить уже? За пять минут успел надоесть Можно и даже нужно Сказала Света и положила Сереже руку на плечо Не прошло и десяти секунд Как тот стал сонным и вялым Я помог ему плюхнуться обратно на диван После чего он почти мгновенно заснул Наркоз? Спросил я Угу Устало ответила медсестра Полезный навык Но теперь с тобой лучше не спорить Девушка вяло улыбнулась И пошла за письменными принадлежностями Я же пытался вспомнить рецепт Гребанные непонятные слова Хлориды, нитраты И почему я о ней его не продиктовал? Ну какой рецепт? Спросила Света Ну там что-то с хлоридом калия И нитратом натрия связано И еще что-то И все это спиртом разбавить Ты не знаешь рецепт? Знаю, но не полностью Блин, загробный Ну давай примерно что-то намешаем Сухому все равно, что принимать Неправильный состав из лекарства Может сделать яд Ну, клин клином Ты можешь в инвентаре попробовать его сделать Прозвучал Анин голос рядом со мной Ай, мля, да хватит так делать! Испугался я Света просто молча схватилась за сердце от неожиданности У тебя сколько ячеек? Проигнорила Анна мое возмущение Три вроде, сейчас проверю А нет, уже четыре И когда я успел? Ты же использовал его Вот и прокачал немного Закинь туда примерные ингредиенты Открой ремесло, алхимия и посмотри результат крафта Я не собирался алхимию качать А зря Лекарства, яды, все это тебе пригодится Ну да Хотя лучше бы Свете этим заниматься Я немного прокачала, но у меня всего две ячейки Я не смогу, у меня только две ячейки А рецепт четырехсоставной, по твоим словам Ладно, давайте попробуем Только нужно аптеку найти или фармсклад какой-то Они все разграблены давно Хотя гребут в основном наркотические вещества Лекарства особо не нужны иммунным Скоро все изменится Да мы и сами столкнулись с системным ядом И системными воротами и капканом Такие вещи опускают нас из разряда сверхлюдей До обычных человеков Системные ворота? Переспросила Анна Они не могли их скрафтить Значит, это что-то другое Ладно, дома разберемся Погнали этот сухофрукт заспиртованный спасать Перед уходом мы обыскали несколько домашних аптечек Света выбрала несколько препаратов, которые могут нам пригодиться И мы покинули здание Сухой спал очень крепко Он даже не проснулся, когда мы его в окно второго этажа спускали на землю Рус не очень аккуратно поймал его И оба они упали в кучу листьев на клумбе Валера с Чаром выглядели уставшими Но радовались, что наконец можно покинуть этот дом В лагере все же комфортней и безопасней Только до него еще дойти нужно Мы заглянули в первую попавшуюся аптеку На одну из главных улиц И не нашли там ничего Кто-то вынес ее подчистую Забрав даже зубную пасту В подсобных помещениях тоже не было ничего полезного Ох уж этот русский менталитет В хозяйстве все пригодится Хотя я и сам такой же Пока мы были заняты поиском Валера с дуру немного подлечил сухого И тот очухался О, за таблеточками пришли И мне возьмите Ну вот, опять твои тупые шуточки слушать А что, кому мои шутки не нравятся? Я пойду в туалете еще посмотрю и уходим Сказала Света Видишь, что ты наделал? Так что, есть чем закинуться? А то боль дикая Хотя бы айбупрофенчик от таблеток пять дайте А-а-а-а! Раздался женский виск из туалета Я сразу же рванул туда Руз, Анна и Фокси побежали за мной Открыв дверь, я увидел огромную, мутировавшую крысу Которая зажала Свету в углу И уже пару раз поцарапала Она была размером с крупную собаку, не мутировавшую, как гроза, но все же намного больше той, которой я когда-то управлял. Мне не удавалось взять ее под контроль, несмотря на относительно невысокий уровень, да и на радаре я ее не заметил, когда мы вошли. Она либо издалека прибежала, либо умела скрываться, как те кошки. Судя по отсутствию проходов подходящего размера, она все время была здесь. Увидев меня, крыса на секунду замешкалась, а затем подпрыгнула на два метра и попыталась пробить потолок. Это вызвало еще большую ультразвуковую атаку светы, от которой аж в ушах зазвенело. Крыса с грохотом упала, разбив керамическую мойку и кафель на полу. Я же принял сорвать ее своими когтями. Потребовалось аж семь ударов. Но и крыса меня пару раз цапнула, сняв целую сотню здоровья. — Откуда она здесь? — спокойно спросила Анна. — Тебя это волнует? Меня чуть не сожрали. — Тяжело дыша, возмутилась Света. — Почему я ее не увидел и не мог контролировать? — Да вы что, издеваетесь? Моим здоровьем вы не хотите поинтересоваться? — Слушай, мне тоже досталось. У меня меньше сотни здоровья осталось. — Я предлагала тебя вылечить. — А я не хотел тратить твои силы на это. Но сейчас придется. А то еще пара таких царапин и мне кранты. А как ты ее сразу не заметила? Тут не так много места, где можно спрятаться. — Я не знаю. Она будто из ниоткуда появилась. Я только села и увидела красные глаза напротив моей головы. Затем и силуэт сумела рассмотреть. Испугалась, заорала, но и эта тварь напала на меня. — Любопытненько! — послышался позади голос Шварца. — Что? — уточнил я. — Классовые монстры, похоже, совсем не поддаются контролю. Ну или почти не поддаются. Крыса класса охотник ненадолго умеет скрываться от радара и маскироваться, сливаясь с окружением. — Что за классовые монстры? Откуда они берутся? Все мои исследования показали, что никакой определенной связи или зависимости между ними нет. Они могут быть любого вида, возраста, пола и так далее. Даже рацион не очень влияет на это. Скорее всего, приобретение класса зависит от генетических особенностей животных, да и людей тоже. — Какой-нибудь ген, который при взаимодействии с вирусом образует сверхмутацию. — Ни хуй не понятно, но очень интересно. — проворчал Сухой, слушая нас краем уха. Основным его занятием было повторное прошаривание полок, ящиков и стеллажей. — Значит, и иммунный может стать классовым мутантом? — Конечно. Любой может. Точнее, не любой, а... Это сложно объяснить. Судя по моим наблюдениям и расчетам, классовым мутациям подвержены лишь 3% зараженных. Среди иммунных эта доля, скорее всего, выше. Но, чтобы это проверить, нужна тест-группа из сотни иммунных, согласных заразиться вирусом. Как ты понимаешь, такие исследования невозможны. — А куда это Анна смылась? — заметил Сухой. Я активировал радар, но так и не заметил ее нигде. Гребаные ассасины. — Ань! Аня! — заорали все в разнобой. — Смотрите, там только что дверь открылась и закрылась. Снова проявил наблюдательность Серега. — Это что, секс-шоп? — удивилась Света. — Гы, вот куда нужно было меня тащить. Погнали, посмотрим, что она там делает. — Может, это и не она. Да и вообще, это ее личное дело. Или тебе синяков мало? — заступился я за девушку. — Ля ты, каблук! Мне пофиг, даже сотни синяков стоит того, чтобы узнать, что она там выберет. — Ну, врубай тогда свой рентген. Так далеко не работает. Хотя, может, она уже вышла? Сухой активировал свое суперзрение и улыбнулся так, будто это его последняя в жизни улыбка. Не то, что на все 32, а даже все десна оголились. — А-а-а! Она вибратор взяла! Ха-ха-ха-ха! — заорал он, как только открылась дверь в нашу аптеку. Анна тут же проявилась с пакетом в руках и выражением лица, не сулившим Сухову ничего хорошего. — Тебе что, жить надоело? — злобно спросила она. — Если тебе хочется секса, я к твоим услугам! — продолжая улыбаться, произнес Сухой. — Я лучше девственницей умру, чем с тобой пересплю. — Не, я все понимаю, но зачем тебе вибратор на 16 скоростей? — 16 нахер! Ты куда на нем ехать собралась? — Я самый дорогой взяла, отстань. И вообще, это тебе подарок на Новый год. — Ха-ха! Неплохо она тебя осадила! — оценил я. — Блин, реально нужно туда заглянуть, я пошел! — радостно заявил Сережа. — Куда ты, блин, пошел? Нам в аптеку нужно и домой побыстрее! — Ничего, нас Анна мигом довезет на своем аппарате! — Зря он так! — тихо и спокойно сказала Анна. Мне она показалась расстроенной, и я поспешил ее утешить. — Да не переживай ты, это нормально. Тем более, когда у тебя нет партнера. — Да я не про это. Зря он туда пошел один. Там с десяток мертвяков, а один даже со стропоном. Глава 66. Дом, милый дом. Я решил приколоться над этим озабоченным юмористом и взял под контроль зомби, ближайших к выходу. Каждый из них вооружился фалосом и встал в стойку для фехтования. — А почему мы стоим? Нужно же его спасти? — забеспокоился Валера. — Не нужно его спасать. — Его нужно наказать. — с улыбкой ответил я. И мы все дружно смотрели в окно на дверь, из которой только что вышла Анна. Едва сухой с застывшей на лице улыбкой зашел в магазин, как его начали избивать зомби, вооруженные дилдо, стропонами и разноцветными фалосами. Те, что не могли к нему протиснуться, забрасывали извращенца анальными пробками, вибраторами и силиконовыми вагинами. А один из мутантов, под моим чутким руководством, открывал тюбики со смазкой и выливал их на голову сухого. Сказать, что тот удивился, это ничего не сказать. Бедняга сначала замер от неожиданности, затем хотел выхватить оружие, но мы забрали его, когда тот был в отключке, чтобы не пораниться при переносе. Дальше в ход пошла тяжелая артиллерия. Одна голая зомбица с силиконовой грудью сорвала с манекена прищепки для сосков, соединенные цепью, и попыталась навесить их на Сережу. Удалось ей это только частично. Одна прищепка впилась ему в ухо, вторая в шею. Другой парень накинул ему на шею кожаный ремень с кляпом для рта. Вот действительно полезный атрибут. Похоже, с сухого можно заткнуть только так. Я с удовольствием пересказывал остальным все, что там происходило. Ржали все. Мне даже показалось, что и от Анны послышался короткий смешок. А может и не показалось. Дверь открыть и спастись сухой просто не мог. Не успел. Толпа мертвого секс-патруля немного оттеснила его, отрезав путь к отступлению. Остальные зомби, которых я не контролировал, не могли подобраться к Сереже из-за своих сородичей. Я взял под контроль сразу шестерых, хотя это было непросто и очень трудозатратно. Зато неплохая тренировка. С каждым разом контроль мне дается все легче и легче. Через минуту я решил, что с извращенца хватит. И, оттеснив бесконтрольных зомби назад, дал сухому уйти. После чего устроил внутри резню. Все ради опыта. Серега пулей рванул к нам с выпученными от страха и удивления глазами. Забежал в аптеку, прижался спиной к двери. «Вы... вы даже не представляете, там... там такое...» «Ты, наконец, девушку себе нашел?» Пошутил я. «Да не, там зомбаки неадекватные, они...» «Что?» С удовольствием уточнил я. «А почему ты весь скользкий и пахнешь клубникой?» Спросила Анна. Интересно, это она стебет его или серьезно не знает? Если первое, то у нее все же есть чувство юмора. А если второе, нужно поработать над ее... образованием. Может, Свету попросить показать ей пару фильмов? «Это все ты...» Начала доходить до сухого. «Что я?» «Они бы сами не вооружились членами и не били бы ими меня!» «Это ты управлял?» «А ты не мог сначала проверить магаз своим зрением, а уже потом лезть?» Анну, значит, просканировал после выхода, а магазин не стал. Ну, она же спокойно зашла и вышла. «Она в инвизе, дебил!» «А, ну да...» «Все равно это было подло!» Сухой достал откуда-то из-за пазухи черный резиновый фалос и бросил им в меня. Фокси на этот раз поймала его на лету и бросила обратно в сухого. Все снова дружно заржали, Анна все-таки не смеялась. Но что-то похожее на ухмылку отобразилось и на ее лице. «Сволочи, ненавижу вас!» Вдоволь насмеявшись, мы покинули аптеку и пошли дальше. Перед выходом я заметил, что фалоса на полу уже не было. Кто-то его прикарманил незаметно. И я даже догадываюсь, кто. Фокси с небезразличием на него смотрела, когда поймала в полете. Следующая аптека находилась не на виду и, возможно, поэтому ее обнесли не полностью. В основном остались непонятные для большинства препараты, но Света сказала, что найдет им применение. В итоге мы забили целый рюкзак лекарствами и вернулись в лагерь. Работа кипела, люди суетились, таская ресурсы и готовую продукцию. Пара человек занимались укреплением стен, капывая бетонные армированные столбики через каждый метр. Еще двое делали раствор, пока погода позволяет этим заниматься. Остальные работали над крафтом вещей. «Ого! Смотрю, крафт тебя затянул!» Обратился я к Фреону, едва завидев его. «Это нечто невероятное! С каждым новым уровнем вещи становятся все лучше. Правда, и прокачка замедляется, а вот на четвертом я застрял». «Где вы столько материала взяли?» «Да тут свалка недалеко, там куча мебели, старые техники. Качество у них, конечно, так себе, но для прокачки пойдет. А потом мы просто разбираем вещи и крафтим их снова. Качество уже немного получше получается. Правда, и часть ресурсов портится или тупо отнимается системой». «Нифига, да тут сто человек одеть можно!» Оценил я гору одежды, сложенную стопками. «Ну, сотню вряд ли, но человек пятьдесят наверняка». «Держи, это подарок. Наш оружейник сделал. Он уже на третьем уровне профессии. Фреон протянул мне очень красивый и качественный боевой нож вместе с ножнами и креплением на пояс. «Спасибо, конечно, крутой подарок, но у меня есть когти», – улыбнулся я и продемонстрировал свое оружие. «Ты статы посмотри, это непростой нож». Оружейник использовал материал из ядра и получился интересный результат. Я присмотрелся к описанию ножа, первым делом бросились в глаза требования. Нужен был аж пятнадцатый уровень и столько же физической мощи. Характеристики тоже были неплохие для такого оружия. Урон, колющий 28 единиц, режущий 23. Не знаю, как он точно считается, наверное, суммируется или умножается на физическую мощь через какой-то коэффициент. Но это было и не так важно, ведь самым интересным был эффект, который накладывал нож, а точнее удар им. Боевое поглощение. Поглощает ману противника и передает владельцу 50% от похищенной маны. Скорость поглощения 50 единиц в секунду. Для поглощения клинок должен находиться в плоти противника. Сохраняет запас до 200 единиц маны. Со временем запас рассеивается. Скорость рассеивания 1 единица в минуту. Вот реально неплохой артефакт. Особенно для мага. Да и другие игроки. Тьфу, иммунные тоже используют ману. Значит, я могу лишить противника навыков, при этом восстановив свой запас маны. От души, Фреон. Офигенная вещь. Поблагодарил я товарища. Приноси еще ядра, сделаем еще больше крутых вещей. Кстати, о них. Нашел тут парочку. Отлично, сейчас передам оружейнику. Погоди, сначала нужно проверить, что за навыки они дают. Я достал оба артефакта и вчитался в описание. Первый давал что-то вроде маскировки. Неполная невидимость, а лишь полупрозрачный барьер, подстраивающийся под свет окружения. В целом вещь неплохая. Но мутанты все равно чувствуют людей по запаху. Ну а выжившие, выжившие могут и не заметить, если у них нет радара. Но любое движение в таком состоянии уменьшает эффективность маскировки. К тому же действует она всего минуту, а перезаряжается с сутки. Второе ядро и вовсе не давало навыка. Его можно было разрушить, получив сто тысяч опыта. Уровни на десятом я бы согласился, не думая. Но сейчас я лучше поохочусь на мутантов, зато у меня будут крутые детали для оружия или снаряжения. Ну или не у меня, а у моих людей, это не так важно. Забирай. Точно? Да, с ними же ремесло быстрее качается. Конечно, такая вещь по опыту дает больше, чем несколько десятков обычных. Про чипы не забудь. Хотя эти уроды все равно знают, где наш лагерь. Я как раз думал об этом. Ворота мы хорошо укрепили, теперь стены – наше слабое место. Я отправил людей на работу, если ты не против. Почему я буду против? Ну, оборона – это как бы твоя юрисдикция. Да ладно, мне не принципиально. Я бы даже переложил свою должность на кого-то другого. Я постоянно на вылазках, и нет времени заниматься фортификацией, патрулированием и так далее. Поделился я своим желанием. Хм, это верно. Вот только лучшей кандидатуры у нас нет. Разве что можно позволить Курту занять твое место. Но у него нет такого авторитета и опыта, как у тебя. А что насчет военных? Спросил я. Ты про группу Когтя? Да, возможно, там есть смышленые ребята. Я сам мало с ними знаком. Не думаю, звания у них весьма посредственные. Коготь мог подойти на эту должность, но… Ну да. А если Фокси предложить? Спросил Фреон. Оксане? Ну да, у нее самое высокое звание из всех оставшихся бойцов. И определенно авторитет есть. На вылазках, понятное дело, будешь командовать ты, а обороной лагеря займется она. Нужно спросить, есть ли у нее желание и опыт. Это само собой. Хотя прошлый опыт уже не совсем актуален. Баррикады, которые могли сдерживать танки и бомбардировки, сейчас может уничтожить небольшая кучка зомби, если дать им повод и время. Так что нужен более креативный подход, с учетом всех нынешних реалий. Я отправлю ее к тебе, как увижу, пообещал я. Да-да, а как там Сухой? Хилы справились? Они не дали ему сдохнуть, но о полном исцелении еще рано говорить. Кстати, у нас есть хороший алхимик? Хм, насколько хороший? Есть девушка на третьем уровне? Сойдет. Отправь ее ко мне. Так ты же отказался от кабинета, мы там уже мастерскую сделали. Да домой отправь, тут у вас все равно нет места. Тебе двух мало? Кстати, твоя спрашивала за жилье, но я уже говорил, места у нас нет. Тьфу на тебя. Куда мне еще? Этих прокормить бы. Кстати, сегодня, кроме лекарств, ничего не принесли. Ничего страшного, мы пока не голодаем, на зиму должно хватить. Я там такой склад видел. Жаль, что все сгорело. Короче, банда, которую мы накрыли, нехило так промышляла. Я даже жалею, что ментальным магом не стал. Они людей к себе заманивали и валили их. Еще и заставляли их всякое добро домой тащить. Да, удобный навык, но ты бы так не смог. Это еще почему? Не тот склад характера. Это ж каким мудаком нужно быть, чтобы убивать всех подряд. Но сейчас без этого никуда. Либо ты мудак, либо мертвый. И то верно. Ладно, пришлю тебе крафтера-алхимика. Но сильно не нагружай ее. У нас еще работы много. Кстати, она делает твое любимое зелье маны. О, крутая штука. С очень опасными и неприятными последствиями. Не знаю, у меня нормально все было. Это потому, что у тебя был первый прием. Организм еще не истощен. Кстати, насчет истощения. Я уже пойду, а то жрать хочу невыносимо. А еще больше хочу в душ. А, ну, удачи. Не облажайся там. В смысле? Фрён просто улыбнулся и ушел. Я так и не поняв, что он имел в виду, пошел домой. Светланы там не было. Зато была моя бывшая. Она готовила что-то очень вкусно пахнущее на небольшой электроплите, которое у нас вроде бы не было. О, привет. Ты все еще тут? Я думал, это не про. Да шучу я. Никит, я и так не в своей тарелке. Навязываюсь вам тут. Вот стараюсь хоть немного быть полезной. Сварила макароны и мясо с подливой. О, а где мясо взяла? Фреон выделил из замороженных запасов. Сказал это за твои заслуги перед лагерем. Какой добряк. Ладно, пахнет очень вкусно. Но я сначала в душ. От меня несет спиртом и сгоревшим картофелем. Только... Начала говорить Татьяна, но запнулась. Я не стал уточнять, что она хотела сказать, и ворвался в душевую комнату. Там во всей красе стояла Фокси. Мокрая, намыленная и невероятно сексуальная. Ее спортивная фигура без одежды была еще прекрасней. Широкие бедра, упругие ягодицы, тонкая талия. От одного этого вида мне стало жарко, а еще и пар из душа ударил в лицо. Она заметила меня не сразу. Я секунд десять стоял в проходе, застыв как юный дрочер, впервые увидев голую девицу. Затем она повернулась и испугуно заорала, прикрыв свои очень даже сочные груди, торчащие вперед. Вот, прижатые руками они выглядели еще больше. У меня аж кровь прильнула к органу. А, ты охренел, уходи! Я еще секунд пять рассматривал ее, не в силах оторваться. Хотя лицо сделал, как старый еврей, выбирающий овощи на базаре. Невозмутимая, с легким одобрением и наигранным безразличием. Типа неплохо, но видал и получше. А вот когда в меня полетело мыло, пришлось ретироваться. Девушку с телекинезом лучше не злить. Особенно голую. Блин, так вот о чем говорил Фреон. Увидел, наверное, что она с полотенцем пошла сюда. Чего же она у себя не моется? Таня посмотрела на меня, как на маленького, нашкодившего ребенка. Да и я себя слегка чувствовал таковым. А ты чего не сказала, что там занято? Устроила тебе бесплатный стриптиз. Что тебе не нравится? Да то, что фотик с собой не взял. Вскоре в комнату зашла Светлана с незнакомой мне девушкой ростом полтора метра, с круглыми очками и рыжими кудрявыми волосами. Эта девушка утверждает, что ты ее вызвал. Будто с претензией произнесла Света. Татьяна наблюдала за этим с интересом и легкой ухмылкой. Ну да, она нужна мне. Ответил я без задней мысли. То есть нас двоих тебе уже мало? Выпучив глаза, спросила медсестра. В этот момент из души вышла Фокси со словами «Ну, теперь твоя очередь раздеваться». Глаза Светланы и вовсе полезли из орбит. «Так, стоп, это не то, что вы думаете». Попытался я остановить развитие этой абсурдной ситуации. «И как это со мной произошло? Почему все эти девушки тут собрались? Анны еще не хватает для полного счастья». «А как по мне, очень весело», — раздался рядом голос Анны, а через секунду и она сама проявилась. «Еще и это тут». «Загробный, ты охренел?» — возмутилась Света. «Да еб вашу мать, ты что здесь забыла?» — крикнул я на нее. «Да так, хотела спросить, как этим пользоваться». Она достала свой новый вибратор. «Но, видимо, не вовремя». Тут уже все офигели от такого поворота. «Ань, я тебе не секс-инструктор. Загугли, блин. Или у девушек спроси». «Оксана, я случайно зашел в душ. Сам хотел искупаться и не знал, что ты там». «Ты, очкастая, как там тебя?» «Я не вызывал тебя, а попросил зайти. Она и тебе разобраться поможет. И сухому антидот сделает». На одном дыхании выпалил я. Все смотрели на меня молча, а потом Фокси и Татьяна заржали. Очкастая и Анна сохраняли нейтральный вид, а Света все еще злилась, но вроде начала что-то понимать. «Ну, я пойду, наверное. Спасибо за душ», – сказала Фокси. «С тобой Фреон хотел поговорить. Зайди к нему», – сообщил я. «Я тоже», – добавила Анна. «А я пойду у Фреона помогу с чем-то», – заявила Татьяна. Вскоре мы остались со Светой и юной алхимичкой втроем. Та рассказала медсестре, как прокачивать ремесло, как делать лекарства и яды. Еще рассказала, что это работает и в обратную сторону. То есть химические препараты можно разобрать на составные компоненты. Не все, конечно, и с большими потерями в количестве, но немного элементов, необходимых для антидота, мы сможем извлечь из других лекарств. Правда, чем больше компонентов, тем выше требуется уровень навыка и количество ячеек. Благо, вес инвентаря не очень важен. Светлана переработала все самые простые лекарства, а очкастая алхимичка – более сложные. В итоге всех ингредиентов было достаточно для одной порции антидота. Лекарство выглядело, как небольшая таблетка фиолетового цвета. «Это точно оно?» – уточнил я, рассматривая результат двухчасовой работы. «Да, в описании сказано, что это мощный антидот от самых опасных ядов». «Пойду угощу сухого, уж таблетки он любит». «А я пока отдохну, денек выдался насыщенным», – сказала Света. Я отблагодарил юную алхимичку, прихваченной с вылазки шоколадкой, отчего ее серьезное лицо озарилось улыбкой. Приятно, когда люди радуются таким мелочам. Хотя сейчас такая кондитерка – это редкость и довольно ценный подарок. Взяв таблетку, я отправился в лазарет, где молодой Хилл дежурил возле него и периодически подлечивал. Сухой был без сознания, так что пришлось его разбудить и угостить таблеткой под предлогом «немного кайфануть». Кайфа он не испытал, а вот облегчение наступило почти сразу. Его здоровье перестало убавляться, чему обрадовались все, особенно уставший Хилл. Все разошлись по домам в надежде хоть немного отдохнуть. Однако не прошло и двух часов, как ко мне прибежал гонец от Фреона. «Что случилось?» – открыв дверь и спросил я. «Там, там зажглись зекураты, а тот ученый, что пришел с вами, сказал, что обнаружил отряд натовцев». «Вот уроды, не могли попозже начать. Ладно, сейчас выдвигаемся». Глава 67. Охота. Собрались мы максимально быстро. Анна, Сухой, Рустам и Шварц. Первые трое были отличными бойцами, а Док – навигатором. «Я бы взял с собой еще Фокси и Свету. Они тоже очень полезны. Но группа не резиновая. На вылазки лучше ходить именно так. Мне нужен был групповой чат для оповещения на расстоянии. Да и качать этих нубов тоже нужно. Хотя Анна и сама справляется неплохо. «Грозу я тоже взял с собой как транспорт, но всех она увезти не может, поэтому я один отправился вперед». «Зомбаков меньше не становилось, несмотря на их массовое уничтожение. Складывалось ощущение, что система сама их генерирует, создает где-то в темных подвалах, а затем выпускает целыми толпами. Звучит дико, но в этом мире теперь можно ожидать чего угодно». «Мы с грозой особо не отвлекались на идущих мертвяков. Моей целью был отряд НАТО, который нужно срочно остановить. Они уже догнали меня по уровням и с легкостью справлялись с зомбаками, которых я отправлял в атаку. Я заметил их в двух километрах от нашего лагеря. Пять человек крутились у сломанного нами зеккурата. Видимо, искали ядро. Еще пятерка занимались убийством мертвяков, которые шли к ближайшему действующему зеккурату. Он был еще где-то в двух километрах. Мне пришлось спешиться, чтобы меня не заметили. Наблюдал я издалека, так как у них мог быть человек с навыком обнаружения. Уровня тех вояк я не видел, но с мертвяками они справлялись налегкие. Хотя те и не сопротивлялись, а просто шли на столб света, как мотыльки на фонарь. Первая группа не теряла времени. Быстро осмотрев зеккурат, они забрались в БТР, куда вскоре залезла и вторая пятерка. После чего машина поехала к рабочему зекуру. Интересно, они просто так работали пятерками? Или тоже объединились в группы? Скорее всего, второе. Двадцатый уровень у них уже по-любому есть. Да и знают о системе они немало. Может, даже больше нас. Я снова оседлал грозу и помчал за врагами. Наши не сильно от меня отставали. Я уже видел их на своем радаре. А значит, расстояние не больше пятисот метров. Правда, когда БТР скрылся за поворотом, я немного ускорился и оторвался от основной части отряда. По пути встретилось несколько жирных в плане опыта зомби. Гроза их не только убила под моим контролем, подарив мне немного опыта, но и отведала их мясо, пополнив собственные силы и подняв пятнадцатый уровень. Времени это заняло немного. Пасть у собаки-мутанта была просто огромная. Она бы и меня пополам перекусила и проглотила за минуту или даже меньше. Я устроился на крыше заброшенного двухэтажного здания, откуда было удобно наблюдать за отрядом НАТО, который убивал идущих к зекурату зомби. Рубили они их знатно. Даже тактика была. Двое с мечами прикрывали стрелка и двух магов. А те были просто машинами для убийств. Видимо, ближники прокачивались больше в защиту, а дальники в урон. Боюсь даже представить, что эти монстры будут вытворять на тридцатых уровнях или выше. Вторую группу, видно, не было. Но и обзор у меня был неполным. Скорее всего, они зачищали вторую часть двора, скрытую от меня за пятиэтажкой. Мне не терпелось напасть на них, но я понимал, что это не просто глупость, а самое тупое, что я могу сделать, так что я просто выжидал. Хотя давалось мне это нелегко. Трудно смотреть, как твой враг фармит и становится сильнее, пока ты просто лежишь и ничего не делаешь. Но сделать я ничего, по сути, не мог. Зомби мне не подчинялись, пока находились под контролем зекуратов, а когтями я пятерку прокачанных иммунных, к тому же в полном снаряжении, сам не вытяну. Да и рядом с ними где-то вторая пятерка. Это как раз тот случай, где нужно действовать не силой, а умом. Если бы он еще у меня был. Пока я ждал свой отряд, я изучал окружение. Подходов к зекурату не так много. Двор со всех сторон окружали пятиэтажки. И есть только два подхода. Заезд лишь один, с кольцевым движением внутри двора. Зекураты будто управлялись при падении или же были изначально запрограммированы на посадку в определенной небольшой области. Еще ни разу не видел, чтобы они приземлились на крышу здания или хотя бы машины. Всегда на открытом пространстве, вроде детской или футбольной площадки. Небольшие качели или деревянные песочницы я в расчет не беру. Они не помеха тяжеленной железной хреновине. «А где остальные?» – раздался голос Анны рядом со мной. «Тьфу ты, блин! Я тебя пришибу когда-нибудь за это!» И, скорее всего, даже не случайно. «Ну ты и шустрый! Тебя хрен догонишь! Даже Рус вон запыхался!» Ворчал сухой, забираясь ко мне на крышу. «Тихо ты! И башку опусти!» – фыркнул я. «Остальные, скорее всего, за этой пятиэтажкой. Тут место неплохое, но обзор неполный. Зато все подходы видно». «Тот перекрыть можно, и останется один подход. Они будут в ловушке!» «Предвкушая убийство», – прошептала Анна. «Да, но сможем ли мы убить два отряда? Еще и с техникой?» «Технику оставь в грозе, она с ней в прошлый раз неплохо разобралась». «Верно. Тогда нужно атаковать, пока зомбаков еще немного». «Сухой, ты, наверное, иди на третий, четвертый этаж и атакуй оттуда. Только по команде, а то я тебя знаю». «Аж на четвертый! Мне сюда впадло было лезть!» «Если не хочешь сдохнуть, то да, лезь на четвертый». «Ну блин! Мне нужно то телепортационное ядро!» «Ага, еще на твою лень такой навык тратить. Да и нет у нас его давно». Сухой нехотя спустился с нашего здания и пошел в дом напротив. Я же взял под контроль Рустама и, обойдя весь двор, подобрался к небольшому проходу. Он был как бы под вторым этажом, где-то три метра шириной. Чем бы его перекрыть? Так, чтобы быстро и надежно. Пока я думал, Анна пытала нашего умника. «Ты можешь еще сделать выброс газа из зеккурата?» «Как? Мне нужно подобраться к устройству, да и у них противогазы все равно у всех». «Это не для убийства, а для того, чтобы сбить с толку. Они хотя бы друг друга видеть не будут». «Ну, для дезориентации я могу использовать свой сонар». «Кого?» – переспросил я. «Это навык. Он обследует все вокруг в небольшой области. Если настроить его на поиск электроники или радиоустройств, то он может отключить или хотя бы создать помехи. Мне это сильно мешало, но сейчас как раз тот случай». «Меньше слов, больше действий. Это отключит их рации?» – спросил я. «Возможно». «У них наверняка уже есть клан. Они могут связаться друг с другом в чате», – добавила Анна. «В заварушке на это не будет времени. Ладно». «Все поняли свои задачи?» Я продублировал свои слова в чат, чтоб Сухой мог ответить. Но этот придурок, похоже, даже не читал сообщения. В окно я видел, как он на четвертом этаже клещет что-то из мутной бутылки на кухне. Но хотя бы забрался на свой этаж. И, судя по парочке сообщений о полученном опыте, даже убил пару жильцов или гостей этого дома. Нужно было еще как-то узнать, есть ли в БТРе люди. Водитель или оператор пулемета могли сильно подпортить нам операцию по уничтожению отрядов. Но это делалось легко за счет моего улучшенного радара. Радар показал как раз то, чего я опасался. Помимо десятков армищих, они еще оставили водителя со стрелком для прикрытия заезда и быстрой капитуляции в случае чего. Отряд, который я видел, уже вклинился в середину толпы и пробирался к центру, к самому зеккурату. Там и зомби пожирнее, и лакомое ядро, дающее много плюшек. Это и навыки, и ингредиенты для крафта с классными эффектами вроде поглощения маны у моего ножа. С другой стороны, они сами себя загоняют в ловушку. Время спокойного поведения зомби на исходе. А дальше наступит стадия истерики, когда они начнут убивать всех подряд. Если натовцы к этому времени не ликвидируют самых сильных мертвяков возле зеккурата, то им придется не сладко. Так что придется помочь этим мертвякам выжить. Ань, нужно быстро и без шума убить двоих в БТРе, а потом отвлечь один отряд от мутантов. С первым пунктом могут быть проблемы. Почему? Техника бронированная, внутрь так просто не попасть. Я могу к ней подойти незаметно, но сделать ничего мне. Хотя... Анна задумалась, и судя по ее выражению лица, затеяла она что-то очень нехорошее. Ладно, давайте начинать, пока они не перебили всех зомби. Я написал в чат Сухому, чтобы он был готов стрелять, когда начнется возня. Заодно подсказал, что первого нужно вырубать стрелка, который может его достать. Маги, судя по всему, работают на средних дистанциях. Ну а мечники, это вообще не проблема для него. Анна исчезла, а я взял под контроль Рустама и начал толкать на проход первую попавшуюся машину. Стоя на колесах, она бы не перекрыла его полностью. Но с силой Руса поднять ее на бок было нетрудно. Интересно, что подумали окружающие зомби, если вообще заметили странное поведение их сородича. Анна тем временем как-то проникла внутрь БТРа и устроила там резню. Я даже услышал истерический крик одного из бедолаг. Прилетели сообщения о полученном опыте и ДНК. Последнего было не так много, как я надеялся. Всего 14 за одного. А за второго и вовсе лишь 8 единиц. Хотя это делится на четверых, но все же можно сказать, что они ходят пустые. Видимо сразу тратят ДНК на прокачку. У Дока получилось отключить связь, так что ни первый, ни второй отряд противника еще не понял, что произошло. Я только видел, как один из них что-то орал в рацию, но ответа так и не получил. Тогда-то и началось веселье. Я усадил Дока на грозу и мы рванули к Зеккурату. Не напрямую, а в обход, чтобы не попадаться на глаза отряду. Но крупный пес размером с теленка и еще двумя пассажирами на горбу не такая уж и неприметная цель. Нас срисовали на полпути и открыли огонь. Стрелок пользовался снайперкой, но на ходу в нас попасть было нереально. Даже с самой запредельной зоркостью, ловкостью и что там у них еще. Правда нас немного задерживали зомби. Они стояли на месте и тупо смотрели на Зеккурат, как на какой-то концерт. «Интересно, я смогу развить свои способности до такого уровня? Будь под моим управлением такая орда зомби, я бы весь город за два дня зачистил». Сбивая зомби, которым было глубоко плевать на происходящее вокруг, мы таки дорвались до самого Зеккурата. Возле него было сразу три развитых тварей 20-го уровня. Но ни одна из них не была с классом, что очень радовало. Док начал медленно и совсем неловко слазить с грозы. Я ему слегка помог, столкнув ногой. «Нечего сейчас строить из себя принцессу, каждая секунда на счету». Когда мы остановились, огонь по нам усилился и стал представлять реальную угрозу. Одна пуля даже попала в грозу и пробила ей кожу. А огненные шары падали в десятки метров от нас, но маги быстро приближались. Тут на помощь пришел Сухой. Он начал посыпать стрелка стрелами, прячась между выстрелами за балконной плитой. Отличная позиция для атаки. Но и стрелок оказался непрост. Точнее, маг поддержки, который поставил над ним непробиваемый зонтик. Стрелы тупо отлетали от него. Серега хотя бы отвлек стрелка и одного мага на себя. К нам двигались лишь два мечника и второй маг. Я решил дать им бой. Тем более с таким питомцем под собой. Но тут внезапно столб света погас, и все зомбаки привычно взбесились, как неудовлетворенные самки. Они стали бросаться на всех подряд, в том числе и на других зомби. Крайние начали разбегаться, но и отбиваться от 20-уровневых тварей, которых я не мог контролировать из-за низкого уровня и магической мощи. Верхом на грозе драться с ними было удобней. Я бил сразу по головам. Они могли достать только мои ноги, защищенные кожаной броней. Еще бы оружие подлиннее, чем мои когти. Хотя какого черта? Я вообще не должен драться. За меня это должны делать мои приспешники. Я постарался взять под контроль одного из подходящих зомби, и у меня это получилось. В голове его царил хаос и паника, пропитанные злобой и жаждой убивать. Я помог ему утолить эту жажду, только направил на своего врага, который оказался чересчур шустрым. Он увернулся от трех моих ударов, но мой подопечный вцепился ему в шею и не отпускал, пока не добил. Вот так более слабые зомби показывают, что уровень еще не все решает. А в это время тройка натовцев уже подобрались ко мне на расстояние плевка. Плевка огнем, естественно. Чем и занимался их маг. Мне не терпелось испытать на нем свой новый нож, подарок Фреона. Только для этого нужно было как-то приблизиться к парню. А перед ним шло два слайсера с очень острыми и длинными мечами. Мне совсем не хотелось вступать с ними в ближний бой. Однако моим приспешникам было плевать на кого нападать и от чьей руки умирать. Я взял под свой контроль сразу четверых зомбаков и отправил в атаку на одного мечника. Тот растерялся от такого натиска. Вот он идет и дерется максимум с двумя мутантами, неспешно отрезая от них кусочки и конечности. А вот на него набрасываются сразу четверо. Одному из зомбаков удалось даже повалить мечника на землю. Но его спас товарищ, одним ударом отделив зомбаку голову от туловища. За это я ему отомстил, отправив сразу пятерых. Чем там все закончилось, я понять не успел. Мне нужно было срочно уворачиваться от огненной струи мага. Чтобы усложнить ему задачу, я спешился и продолжил отправлять зомбаков на мечников. Не забывал и про мага, но этот урод даже не давал им подобраться к нему. Смолил, как из огнемета. На короткой дистанции он оказывается еще опаснее. У меня быстро заканчивалась мана от таких манипуляций, так что пришлось прекратить. Когда мечники уже почти подобрались ко мне, док наконец активировал выброс остатков газа, который, кстати, был еще ядреней предыдущего. У меня аж в горле першить начало. Но дыхалка справлялась. А вот спецназовцам пришлось туго. Они сразу слегка растерялись, затем все же натянули свои противогазы. Но ориентироваться в густом дыму им было сложно. Да и я уже не видел на положенные мне 15 метров. Метров 7-8 максимум. Впрочем, этого хватило, чтобы неожиданно зайти мечнику с фланга и нанести пару ударов. Среагировал он на удивление быстро. Непривычно сражаться с врагами, равных мне по уровню. Мечник тут же бросился в атаку, но я использовал последнюю ману, чтобы прикрыться зомбаками и уйти с его поля зрения. Следующей моей жертвой был маг. Но просто так лезть на его огонь не было никакого желания. Я написал в чат Сухому, чтобы атаковал огненного мага. Тот ответил не сразу. Судя по звукам выстрелов, его не переставал донимать стрелок. Однако он умудрился ответить. Жаль только, что ничего не видел через дым. Нужно было раньше заказать этого колдуна. Пришлось исхитряться самому. Ну как самому. Я призвал на помощь пса-мутанта. И оседлав его, рванул на мага. Когда тот меня заметил, я спрыгнул в сторону, и мы попытались зайти с флангов. Но маг и тут меня переиграл. Расставив руки в стороны, он выпустил сразу две струи огня, не давая приблизиться к себе. Гроза немного обожглась, а я успел упасть на землю, больно ударившись коленкой. Ну все, чармандер, ты меня достал, проворчал я и пошел на крайние меры. Я прицелился в него рукой и выпустил сразу два когтя. От одного он умудрился уклониться, но второй попал ублюдку в плечо и сделал очень больно. Маг прекратил свое фаер-шоу и схватился второй рукой за рану. Я быстро подбежал к нему и всадил свой подарочный артефакт. Рана мага засветилась синим, а затем погасла. Тот, еще не поняв, что происходит, приложил ко мне свою руку и хотел уже сжечь. Но не тут-то было. Вся его мана перетекла в мой нож. А вот мне ничего не мешало добить его второй рукой со всеми тремя когтями. Получено 48 единиц ДНК. А вот это другое дело. По 48 на четверых это уже почти две сотни. А значит паренек на что-то копил. Заметив пропажу мага, которого мечники так яростно защищали, они рванули назад. Однако их спину уже никто не прикрывал, и они оказались в окружении зомби. Я отправил на них десяток мутантов, с которыми они едва могли справиться. Я же помог мертвецам и поцарапал сначала одного, а затем второго. Этого хватило израненным бойцам, чтобы отправиться на тот свет. Жаль, ДНК они дали немного. Зато опыта было прилично. Ну как прилично. Для меня это мало, а для моих соратников очень даже. Правда и у меня закончилась мана, которую я черпал из ножа. Ее было не так уж и много. Псинка, как и я, были немного потрепаны, но все же могли продолжить бой и помочь наконец Сухому справиться со своими противниками. Они были так увлечены обстрелом пятиэтажки, что даже не заметили мчащего на них всадника. Маг поддержки подарил нам еще по 17 ДНК, а вот стрелок дал аж по 34. «У меня стрелы заканчиваются», — написал в чат Сухой. «Да, и я без маны. Даже здоровье просила», — ответил я. «А где док?» «Он сразу свалил, как только дым появился», — ответил лучник. «И как он успевает следить?» Рустаму же я увидел на миникарте. Он все это время гонял второй отряд НАТО, не давая им помочь первому. Подключившись к Русу, я понял, что он уже на пределе, как и все мы. Весь в ранах, едва двигается. Еще бы минута, и его бы прикончили. Я увел его подальше от НАТОвцев. Вот только нам от этого легче не стало. А они со свежими силами бросились в атаку на наш измученный отряд. Глава 68. Охота. Часть 2. Мы оказались, мягко говоря, в жопе. Силы на исходе, а половина врагов еще живы. Причем с ними, скорее всего, Герц или даже Зерра. Все в масках, все высокого уровня, так что сразу не поймешь, кто есть кто. Самым разумным было тактическое отступление. Только и с этим были небольшие проблемы. Зомби не давали быстро передвигаться, а энергии их контролировать у меня не было. Нам оставалось только подороже продать свои жизни или надеяться на чудо. И это чудо, к моему удивлению, стояло на четвертом этаже с заново скравченным луком, из которого оно неплохо стреляло. Но не обычная стрельба выиграла нам время, а какой-то новый трюк, которым сухой удивил нас всех. Стрела горела огнем, причем не наконечник, а вся полностью. Да и огонь был необычным. Скорее всего, навык какой-то. Когда она упала на землю между нами и отрядом НАТО, возникла огненная стена с синим пламенем высотой метра два. Длина стены была еще круче, метров десять. Не то, чтобы совсем непреодолимое препятствие, но этого хватило, чтобы выиграть нам немного времени и сбить врага с толку. Хотя и сам я удивился не меньше, чем они. Мы рванули назад, пробиваясь через толпу зомби. Примерно в этот момент возникло второе чудо, освоившее пулемет вражеской машины. Сначала я подумал, что Анна не справилась, и нас сейчас зажмут в тиски. Однако машина, ехавшая нам навстречу, палила по зомбакам, не нанося нам вреда. Остановившись в пяти метрах от нас, из-за пулемета показалась Анна, выглядевшая как маньячка Харли Квинн. «Ну чего встали, запрыгивайте!» — крикнула она. «Ты чего, умеешь этим пользоваться?» «Не, ну это оказывается несложно, зато очень весело». «Тебе и весело, такое бывает». «Прыгай уже! Им вреда от пуль почти нет, только отвлекает внимание». Пока мы залазили в реквизированный транспорт, Анна отрывалась по полной. Натовцы уже обошли стену, и, услышав звуки своей техники и орудия, радостно бросились окружать нас. Однако каково было их удивление, когда пулемет переключился на них. Анна была права, и вреда он им особого не причинил, лишь немного сковал и ошарашил. Но нам этого хватило, чтобы загрузиться внутрь и подъехать к пятиэтажке. Из нее выбежал Сухой, с парой зомби на хвосте. Мне хватило манно отправить их в атаку на других мертвяков, ну а мы поехали за Рустамом. Тот каким-то образом умудрился выйти из окружения обезумевших тварей, и даже кем-то подкрепился. Судя по одежде, это был экипаж БТРа, убитый Анной. Забрав всех наших, мы быстро ретировались, оставив отряд врага без транспорта и без половины состава. «Какого черта-то так долго?» – спросил я Анну. «Нам там помощь нужна была». Пыталась понять, как работает эта штука. Заодно очкарика спасла десятка мертвых. «Хорошо, конечно, что у нас нет потерь, но и враг остался жив. К тому же мы не получили ядро из зеккурата», – возмущался я. «А кто сказал, что бой окончен?» Мне показалось, что она даже улыбнулась, но я не видел ее лица. Скорее всего, у меня воображение разыгралось. «Так мы уезжаем. К тому же у меня нет манны, да и здоровья маловато». «Зато у меня все есть». Анна вдруг отпустила пулемет и полностью вылезла наружу через люк. «Док, тормози!» «Блин, куда она делась?» «Понятно же, куда. Пошла убивать». Пожал плечами сухой. «Нужно ей помочь. Док, разворачивайся». Однако ученый, похоже, не очень хорошо еще освоил иностранную технику и, мягко говоря, не смог развернуться. А если конкретней, он заехал в витраж магазина на первом этаже и заглох. Судя по дыму и запаху гари, мы уже вряд ли куда-то поедем. Я посмотрел на радар в попытке найти грозу, но ее нигде не было рядом. Зато увидел Анну, которая бежала обратно к отряду врага. Я выбрался из машины и помог это сделать неповоротливому ученому. «Ты охренел, док! Ты нахрена технику угробил?» «Я же не специально это сделал. Аня показала, куда сжать, я ей сжал». Растерянно и слегка дрожащим голосом ответил он. Похоже, он и сам сильно переживал из-за произошедшего. «Лучше скажи, отряд еще там? Долго твоя глушилка работать будет? Они не смогут подмогу вызвать». «Это не глушилка, а поисковый импульс, который вывел из строя рации врага. Он не должен ничего глушить». «Проще, можно. Они вызовут подмогу, да или нет?» «Да откуда ж я знаю?» «Короче, спрячьтесь где-то неподалеку. Рустам поможет с зомби, если попадутся. Сухой, ты идешь со мной». «Куда идем?» «А, не поможем, куда же еще?» «Ну, у меня стрел нет». «Твою ж! Почему больше не носишь с собой?» «Так их много не возьмешь и делать их не так быстро. Нам тупо некогда». «Ладно, оставайся тогда с Русом и Шварцем. Самому мне даже проще будет». Я побежал обратно, игнорируя растянувшихся по всей дороге зомби, которые преследовали нашу машину. Убил только несколько первых, чтобы нашим полегче было найти временное укрытие. Анна уже добралась до натовцев и ждала удобного момента для нападения. Я же притворился обычным зомби, как только заметил врагов и медленно к ним приближался, смешавшись с толпой. Пришлось накинуть на себя потрепанную куртку, которая очень нехорошо пахла. А если конкретней, она смердела говном, блевотиной и гнилой картошкой. Но без нее я бы сильно выделялся в относительно чистой броне из кожи. Вообще, уже многие мертвецы были практически голые. Их одежда настолько износилась, что уже не держалась на теле. В то же время, еще достаточно зомбаков выглядели относительно неплохо. Отделавшись несколькими дырами и, в худшем случае, оторванным рукавом или штаниной, как правило, это были низкоуровневые зомби до десятого. Скорее всего, они до последнего сидели в квартирах или других укрытиях, мало двигаясь, мало сражаясь и практически ничем не питаясь. Интересно, а они от голода могут подохнуть? Нужно узнать у Дока. Получено 12 единиц ДНК. Ну, опа! А вот и Анна взялась за работу. При этом особой паники среди натовцев я не заметил. Трое из них шли по следу БТРа. Похоже, хотели выследить нас или понять, куда мы направились. Остальных двух, то есть еще одного, я не видел. Когда троица подошла достаточно близко, я почуял что-то неладное. Только через несколько секунд до меня дошло, что именно здесь не так. На них не нападали зомби. Я настолько привык к такому отношению мертвецов ко мне, что я не заметил сразу такое же самое отношение по отношению к другим людям. Но у меня класс такой, а вот их почему не трогают? Выяснилось это очень быстро. Бежавшие вперед люди оказались вовсе не людьми. Это была голограмма или иллюзия. Они даже не переступали тела мертвецов, а просто проходили сквозь них. Едва я заметил это, мое восприятие выросло на одну единицу. Ну, спасибо, система, что еще не забыла обо мне. Впрочем, я бы мог догадаться о подставе, глядя на радар. Иллюзии никак на нем не отображались. Я не стал выдавать своего присутствия. Не знаю, могут те миражи видеть меня или нет, но на всякий случай я дальше шел медленно, кривой усталой походкой мертвяка. Обманка исчезла, как только умер еще один из натовцев, подарив нам по 27 единиц ДНК. Я все еще видел Анну на радаре, но она продолжала отдаляться от меня. Переходить на бег я не рисковал, рядом могла быть засада или подкрепление противника. Только тогда я заметил непрочитанные сообщения в групповом чате. Анна Дэд. Не идите за мной, сама справлюсь. Они, скорее всего, подмогу вызвали, так что займитесь подкреплением, а я добью ту пятерку. Сообщение висело уже минут 10. Скорее всего, она написала это, когда из машины вылезла. Только почему не сказала, а выбрала такой способ? Хотя понятно почему. Я бы ее остановил и не дал развлечься. Едва я прочитал текст Анны, как в чате появилось сообщение от доктора. Доктор Шварц. Никита, у нас тут серьезные неприятности. Возвращайтесь как можно скорее. Что там у них еще стряслось? И что мне делать, помогать девушке, чтобы одиночку полезла на целый отряд военных, прокачанных получше нее, или же помочь парням? Скорее всего, она и сама справится. Тем более, просила не ехать за ней. А вот те трое сейчас не в лучшей форме. Тем более, попросили меня о помощи. Я развернулся и пошел назад, ориентируясь по отметкам на радаре. Кроме троих наших, было еще пять новых человек. Добравшись до нужного здания, неподалеку от сломанного БТРа, я увидел двух парней у входа, одетых в военный камуфляж. Один с копьем, очевидно самодельным, второй с крутым современным арбалетом. Оба 17 уровня. Неплохо для обычных иммунных. Внутри здания были трое, но их я видел только на радаре. Насколько ситуация критическая, я не представлял, но все же рискнул не нападать на них сразу, а поговорить. Тем более, дальнобойного оружия у меня нет, да и зомбаков неподалеку немного. Штук пять, если соберется, то уже, считай, повезло. Сначала меня приняли за мертвяка и уже хотели пристрелить. Хотя я поднял вверх руки и шел ровно, аккуратно, не торопясь, но когда в меня прицелился арбалетчик, пришлось еще и говорить. Спокойно, я живой. Но это мы сейчас исправим. А ну, стой на месте. Кто такой? Зачем пришел? Да вот, кексов захотелось, указал я на вывеску кондитерского магазина, где решили укрыться сухой со шварцем. Вояки, или кто они такие, одновременно подняли голову на вывеску. Один из них ухмыльнулся, оценив шутку, а второй, тот, что был с арбалетом, наоборот, нахмурился. Шутить будешь? Сейчас болт всажу, погляжу, как посмеешься. А тебя мой уровень не смущает? Что-то ты слишком дерзкий. Если стрелок, должно быть восприятие. Если есть восприятие, должен видеть левел. Боец только после моих слов догадался посмотреть на мой уровень. И его это впечатлило, судя по изменившемуся лицу. Что? Как ты... Кто ты такой? Я? Загробный. А вот вы кто такие, мне непонятно. И непонятно, что вам нужно от моих людей, укрывшихся в этом здании. Это мы... Это ваш БТР? Мы хотели прижать пиндосов, что на нем приехали, ну и отжать технику, а тут какой-то нарик и задрот ученый. Но мы не поняли, разбираемся сейчас. Слышь, разборщик, я второй и в последний раз спрашиваю, вы кто такие? Военные? Банда какая? Да какие мы военные? Один среди нас служил только по контракту. Вот и провел на базу, когда все началось. Ну, как базу? Склад небольшой. Такие во всех городах есть по несколько штук. А мы так, кто выжить смог, помогаем ему. Как зовут вашего военного? Звание? В каких годах служил? Позывной кадет. Больше сказать не могу, сорян. Уровень у тебя, может, и высокий, но шансы у нас есть. А вот кадет мне точно язык оторвет, если что. Короче, у меня нет времени с вами нянчиться. Моя подруга сейчас как раз добивает технатовцев. Так что отпустите моих ребят, и мы пойдем поможем ей. Ха-ха, подруга их убивает, ну ты сказанул, заговорил копейщик, все это время молчавший. Вы мне надоели, выдохнул я, обнажив когти. Бойцы тут же посерьезнели, но атаковать меня не рискнули. — Погоди, я позову кадета, — сказал арбалетчик. Я удивился, потому что звал он его не по рации и даже не криком. Судя по расширившимся зрачкам, начавшим бегать в разные стороны, он использовал интерфейс. — Вы че, тоже в группе? У вас же нет двадцатого уровня. — У нас пока нет, а вот у кадета... — Берц, а ну закрой свой дырявый рот! — послышался басовитый голос из здания. В проходе показался крупный мужик, метр девяносто ростом и весом за сто кило. Но больше настораживало не это, а двадцать второй уровень. Даже у меня пока двадцать первый. — А это третий? — Ну что, заходи. Оружие только отдай свое, — приказал он, оценивающий, разглядывая меня. — Ага, а еще чего? Может, мне еще самому себя связать? — не убирая когтей, — ответил я. — Дерзкий, как этот нарик. — Вон у бота научитесь, мы его даже не били. — Били? Вот урод. А я еще по-хорошему хотел с ними договориться. Похоже, не выйдет. Только почему он сказал, что я третий? Они что, убили Рустама, приняв его за обычного зомби? — Что ты там пишешь или ищешь? А ну, закрыл интерфейс, а то сожгу твою наглую рожу. Я ничего не писал, а лишь проверил радар. А вот тон этого верзила мне совсем не понравился. Зато он проговорился о своем классе. Маг огня, значит, если не соврал. Но не похоже, что он может до такого додуматься. Рустам, кстати, был недалеко от наших ребят. Значит, либо спрятался, либо притворился мертвым. Пусть он и не в лучшей форме, но с двумя человечками должен справиться. А я возьму на себя эту троицу. Нам как раз нужно побольше ДНК. — Берц, вали его! — приказал кадет. Сам при этом остался стоять на месте и наблюдать. В меня полетел арбалетный болт, но я уже прыгнул в сторону, перекатившись за разбитую машину. Стекло, по которому я проехался руками, даже не поцарапало их. Приятно, однако, иметь прочную кожу. Болт впился в землю рядом со мной, пробив бетонный бордюр и слой асфальта. Однозначно класс стрелка, да еще и неплохо прокачанный. Нужно быть с ним поосторожней. У меня всего полторы сотни здоровья. Ну хотя бы мана уже восстановилась. Где там мое пушечное мясо? Во время нашего разговора я направил в нашу сторону четырех зомби, что были почти на краю радара. Еще двух, что были поближе. Просто вывел из здания. Ну и неподалеку уже шастало шесть штук. Я направил их всех в атаку. Но не сразу, а по двое. Кадет принялся отбиваться от них. Арбалетчик тем временем пытался обойти мое укрытие с одной стороны, а копейщик с другой. Я особо не хитрил. Даже поднялся, когда стрелок меня увидел. Ну а когда он сделал очередной выстрел, я быстро присел, подставив его напарника. Однако тот удивил меня своей реакцией. Он отбил летящий в него снаряд, оставив зеленоватый шлейф от своего копья. Тоже неплохая прокачка. Эти ребята не нубы и далеко не слабые противники, несмотря на небольшое отставание в уровнях. Все же копейщик показался мне более опасным противником. Поэтому я атаковал его. Когтями отбил выпад, уходя под правую руку. Классический прием. Вот только это не бокс или другие единоборства. Мне тут же прилетело древком копья по голове. Потеряно 30 хитпоинтов и немного самооценки. Ближний бой – это не мой конек, так что придется попотеть. Я начал работать от обороны. Отбивал его удары и пытался добиться более удачного момента для нападения. Помимо копейщика, еще нужно было следить за стрелком, который все надеялся достать меня. Но я либо уворачивался, либо становился на одну линию с напарником стрелка, прикрываясь им. А еще мне приходилось натравливать зомбаков на лидера этой шайки, в том числе везти их издалека с максимально доступного мне расстояния. У обоих парней были козыри. Стрелок вдруг ускорился на пару секунд и выстрелил очень неожиданно, зайдя ко мне слева. Болт попал мне в ногу, в ту самую ногу, которую дырявил до этого лучник. Хоть прошлые раны уже залечили, но ассоциации неприятные. Ненавижу стрелков. В этом был и положительный момент. Копейщик, решив, что наступил удачный момент для нападения, сделал длинный выпад. Я легко уклонился и схватил его копье двумя руками. Оно вдруг засветилось, сигнализируя о усиленной атаке, после чего парень сильно дернул его на себя. С моей помощью он ударил себе в живот, обратной стороной копья. Видимо, усиление серьезно повышает урон оружия. «Иначе я не знаю, как объяснить дыру в его животе». Копейщик заорал от боли и упал. А стрелок, подойдя к нам поближе, выстрелил мне в спину. Я сориентировался по звуку тетивы и быстро уклонился, хоть и в самый последний момент. Болт задел мне бок и пролетел дальше, прямо в лежащего на земле копейщика. Но это его не добило. Зато мой удар когтями закончил его страдание. Берц был сам не свой из-за случившегося. Он даже арбалет опустил. Я даже на сообщение системы о полученном ДНК не отвлекался, а быстро рванул к стрелку, воспользовавшись его замешательством. И быстро добил поганца. Тем временем Рустам и Сухой справились со своими врагами внутри, но и у меня закончились зомби, мана, да и здоровье оставалось на один удар. «Тебе повезло, урод, что меня отвлекли», – прорычал кадет, глядя на своих мертвых подельников. «Ага, чистая случайность. Я отходил в сторону машины, чтобы спрятаться от дальнейшей атаки урода, и уже готов был потратить на него парочку своих когтей. Что ты несешь? Хочешь сказать? Ублюдка даже лицо изменилось, когда он догадался, что это я управлял мертвяками. Затем глаза загорелись лютой ненавистью, а в руках появилось два огонька размером с яблока. Но бросить их в меня он не успел. В его голову впился арбалетный болт, и система выдала приятные сообщения. «Получено 10459 единиц опыта. Получено 113 единиц ДНК». «А неплохая штука!» – задумчиво проворчал Сухой, разглядывая арбалет Берца. «Глава 69. Семья растет, система радует». «Вас и на минуту одних нельзя оставить. Что тут произошло?» – обратился я к Сухому. «Да они со спины напали. Меня вон как кабана обсмолили. Док вообще обделался от страха. Рустам спрятался. Но я не виню его. Они б с ним базарить не стали, хоть он и умеет». «А какого хрена вы не смотрите за спину? Забыл, где находишься?» «Дак ты только ушел, я думал, сзади безопасно». «Ладно, идем за Анной. Одних вас лучше не оставлять». «Нечего за мной идти», – послышался ее голос позади. «Я, как обычно, подскочил от неожиданности. Никогда не привыкну к этому фокусу». «Блин, Ань, сколько раз говорил, предупреждая о себе». «Так ты на радаре должен меня видеть. Мы же в одной группе». «О, смотрю, вы тут тоже повеселились. Но ДНК маловато дали за этих лузеров». «А ты что, сама с той пятеркой разобралась?» «Да, было весело. Но и у них не так много ДНК». «Давайте вернемся в лагерь, и тогда будем считать. Забирайте оружие. Я проверю их инвентарии», – коротко сообщила Анна. «Классный арбалет. Жаль, не классовый. У меня штрафы за его использование», – возмущался Сухой. «Я осмотрел копье моего противника и удивился его характеристикам. Урон был больше, чем от моих когтей. Если бы он ударил меня хоть раз, этого бы я не пережил. Парню не хватило пяток уровней, чтобы быть со мной на равных. Только это меня и спасло». «Да, у меня класс нет для ближнего боя, но с этим нужно что-то делать. Зомби не всегда есть под рукой. Да и зачастую они слишком слабые. Нужно увеличить свою свиту, но я так и не понял, как это делается. Рустам со мной изначально. Таких верных зомби у меня уже не будет. С анбалами я договорился. Но после начала второго этапа это стало слишком сложно. Они будто обозлились на всех, в том числе на себе подобных. Есть еще гроза, но с ней отдельная история. Она не подчиняется мне напрямую, только в некоторых случаях добровольно позволяет собой управлять. А при отсутствии такого желания, как сегодня, она просто уходит по своим делам. Значит, нужно брать низкоуровневых мертвяков и прокачивать их, кормя более сильными мутантами. Благо и первых, и последних сейчас вдоволь. Правда, они разбегаются, едва завидев меня или другого высокоуровневого зомби. Дохлый, чё за лип? Мы готовы. Я тебя сейчас дохлым сделаю. Воу, ты чё такой токсичный? Расслабься, братан. Дома расслабляться будем. Вы идите, а у меня еще тут дела. Что за дела? Сразу заинтересовалась Анна. Хочу немного увеличить свою свиту. Да в лагере и так мертвичины смердит, а ты еще хочешь трупаков притащить. Продолжал возмущаться сухой. Ты что-то против имеешь? Послышался хрепловатый голос Рустама. Затем он и сам показался в проходе. Выглядел он, конечно, неважно, даже учитывая, что он уже мертв. Кстати, его здоровье в интерфейсе группы не отображалось. Вместо зеленой шкалы была серая полоса. А если судить по внешнему виду, то у него осталось процентов 10-15, не больше. Хотя я и сам на грани. Возможно, стоит вернуться, отдохнуть и только потом идти за новыми приспешниками. Не в обиду, Русич, но воняет от тебя знатно, сказал сухой. Кто бы говорил, от тебя вон грязь уже отслаивается. Или ты, чтобы не мыть кожу, решил ее сбросить? Заступился я за зомби. Слышь, я в четверг мылся. В какой? В чистый? Имеется в виду православный праздник, отмечающийся один раз в году. Чего? Какой чистый? Забей. Короче, валите домой, а я через часик вернусь. Уверен? Давай я тоже останусь, предложила Анна. Я не смогу постоянно контролировать зомби, так что не бойся, меня они не обидят. Так я как раз не за тебя боюсь, а за них. А, ну ладно, удачи. Не стала она навязываться и направилась в сторону дома. Вот чем она мне нравится, у нее все просто. Да, значит да, а нет, значит нет. Без всяких намеков, обидок и прочей женской ерунды. Сухой поплелся за ней, а следом и Шварц. Рустам задержался немного и предложил свою помощь. Он-то мне мешать не будет, но и пользы никакой. Он сильно изранен и устал. Впрочем, как и я. Только меня обезопасит высокий уровень, а вот ему лучше вернуться в лагерь. Оставшись один, я активировал радар и неспешно пошел к ближайшему зомби. До него было пару минут пути, но моей мане восстанавливаться еще минут семь, так что я зашел в магазин взять немного воды. Продуктовым ничего не нашлось. Его обнесли полностью. Даже гнилье все сожрали или зачем-то забрали. Нужно еще воду с собой носить, что ли. Хотя жаль тратить на это драгоценное место инвентаря. Обыскав соседние два магазина, которые уже непонятно, что продавали, я так и не нашел ничего выпить. От этого желание только усилилось. В лагере-то полно питьевой воды. А вот как выживают все эти одиночки и мелкие банды. Из-за жажды и усталости меня все больше одолевал соблазн вернуться в лагерь но я хотел прихватить с собой хоть одного нового зомби. Повелите ли я в конце концов или за хлебушком вышел. Такой зомби мне попался через 200 метров. Он не видел меня, поэтому смело шарился по магазину автозапчастей, тщетно ища себе там пропитание. Восьмой уровень. Совсем еще малыш по нынешним меркам. Для начала я попытался с ним поговорить, но едва я прокашлялся, он услышал меня и попытался убежать. Пришлось взять его под контроль. Это было необычайно легко. Я уже привык управлять более сильными зомбаками, причем сразу тремя, четырьмя, а тут один, да еще и низкого уровня, легкотня. Мана почти не тратилась, а я мог полностью управлять своим телом, мыслями, ощущениями, практически не отвлекаясь на управление зомбом. Своей, то есть его первой жертвой, я выбрал чуть более прокачанного мертвяка, застрявшего на втором этаже здания. Его случайно или нет, привалило полуразрушенной перегородкой. Скорее всего, кто-то пытался забраться в соседнюю квартиру, не выходя из подъезда, и завалил слегка от ожиравшегося соседа. Мой подаван, без проблем, хоть и не очень быстро, убил бедолагу и тут же принялся его жрать. Я не бросал управление, но переключился с тела на голову юнца. В голове была только одна мысль – жрать. Я даже не мог считать его эмоции или воспоминания. Все затмил дикий голод. Еще бы месяца полтора, наверное, не ел. А может и все два. На улице, кстати, сильно похолодало. Температура была уже около нулевая. Так что нужно подыскать себе теплую одежду. Хотя мое тело и неплохо сопротивляется таким температурам, я даже не чувствую дискомфорта. Но я не знаю, каково мне будет при отрицательных показателях. Справился мой ученик очень быстро, но я все еще не отпускал управление. Не знаю, как работает это приручение, однако он на моем радаре все еще был желтого цвета. А он означает нейтралитет. Рустам, к примеру, всегда отображается зеленым. Цвет сменился довольно быстро вместе с повышением уровня зомби до девятого. В тот же момент и мысли паренька прояснились. Голод пропал, и появился интерес ко мне. А управлять им стало еще легче. В прошлом он был студентом и подрабатывал курьером. Возил пиццу, суши и прочую еду. В начале апокалипсиса решил перебраться к своей девушке. Она-то его и заразила. А зовут этого бедолагу Денис. Ну что, Денис, полегчало? Ты кто? Неразборчиво промычал он. А, ну да, это ж у него лингвистика на примитивном уровне. Да и мозги, похоже, тоже. Рустам на его уровне уже умел ясно выражать свои мысли. А тут... Еда. Хотеть еще еда. Сейчас все будет. Давай только мутации проверю. Я склонился и потянулся к телу в попытке получить новую мутацию. Звучит жутковато, но на самом деле не так уж и противно. Наверное, я просто привык. Так же, как хирурги привыкают ковыряться во внутренностях человека. Система в очередной раз меня удивила. Как там Анна говорила, она постоянно развивается и меняется, все больше переделывая наш мир. А удивился я, увидев небольшую светящуюся сферу, зависшую в пяти сантиметрах над грудью мертвеца. Сфера больше всего напоминала огонек зажигалки, только немного тусклее. В глаза не бросается, но если обратить внимание, то ее видно. Возможно, это из-за ясной погоды. В темном помещении было бы намного заметней. Я немного подумав, коснулся сферы. Ну а что плохого может случиться? Плохого и не случилось, а даже наоборот. Я получил свой первый лут. Да-да, в моем инвентаре появился новый предмет с убитого мертвяка. Это был... Сникерс. Самый настоящий Сникерс. В упаковке, с аппетитным рисунком батончика на ней. Я достал его из своего рюкзака-инвентаря и внимательно присмотрелся. Вообще никак не отличим от обычного. Даже штрихот имелся и срок годности. Произведено сегодня. Интересно. Система сама начала производить еду, как такую возможно. Развернув упаковку, я сломал батончик пополам и принюхался. Запах такой же, как у настоящего батончика, произведенного на заводе. Та же начинка и орехи есть не рискнул. К тому же мне еще сильнее захочется пить. Лучше бы бутылку воды подогнали. Интересно, теперь с каждого мертвяка будет выпадать лут? Или как с мутациями примерно с каждого сотого? Не терпелось это проверить. Да и Денис не наелся одним мертвяком. Так что мы и пошли дальше. Наткнулись на парочку зомбей. Мужик 13 уровня и девушка 5. Давно я таких низких не встречал. Думал, их всех сожрали. Но когда специально ищешь, то еще можно найти. Что странно, мужик не нападал на низкоуровневую девушку. Да и она его не боялась. Возможно, они были парой при жизни. И какие-то связи в мозгу остались. Мужика я сразу убил, а девушку взял под контроль. Хотел предоставить убийство Дэну, ослабив перед этим мужика, но не рассчитал сил. Не страшно, пара тысяч опыта вообще ничего не изменит. Из убитого ничего не выпало. Никаких огоньков, никаких предметов. Даже вонючие конфеты. Мои надежды разжиться продовольствием во время фарма. Не то чтобы рухнули, но заметно так расшатались. Новых мутаций тоже давно не было. Даже очень давно. Похоже, что количество уже имеющихся влияет на вероятность появления новых. Зато девушка, принявшаяся жевать своего приятеля, достаточно быстро перешла под мой полный контроль. Кстати, ей управлять было еще легче, чем Денисом. Да и времени на подчинение потребовалось меньше. Выходит, это зависит от моего и их уровней. Чем больше разница в мою пользу, тем проще приручение. Ну, тогда я целую армию могу собрать. Разве что найти низкоуровневых не так просто. Интересно, а есть ли лимит по количеству лояльных ко мне мертвяков? И какой максимально приручаемый уровень? Как же много вопросов. Ждать окончания трапезы я не стал. Я отправился дальше с Денисом. Ему я не разрешил присоединиться к обеду девушки. Она немного ниже уровнями, чем он. К тому же девушкам нужно уступать. Особенно мертвым. Впереди попалась большая группа мертвецов достаточно высоких уровней. Они двигались группой, выискивая себе более слабого противника. Прямо как стая голодных волков. Что за коллективный разум? Такого я раньше не встречал. Нет, конечно, были орды, идущие под элитным мертвяком более высокого уровня. Но чтоб десяток тварей примерно одинакового уровня просто охотились вместе. Похоже, их социальная активность растет. Если так и дальше пойдет, они перестанут убивать друг друга. Тогда людям придется сложнее. Я взял под контроль пятерых из них и напал на вторую половину. Но моей маны не хватило надолго. Поэтому я прекратил связь, как только завязался их бой, и подключался уже к отдельным тварям перед смертельным ударом, чтобы получить свой опыт. Банда зомби оказалась не такой уж и дружной. Перебив пятерку, я островил оставшихся между собой, пока не остался лишь один победитель. Мана еще была в достатке. Так что последнего мертвяка я привел к себе и отдал на растерзание Дэну и Кристине. Так звали эту девушку. Она, кстати, получала уровни немного быстрее, чем Дэн. Сожрав мужика, она получила сразу восьмой уровень. То есть плюс три, и почти догнала Дениса. Восемнадцатиуровневого мутанта они жрали уже вместе. Правда, Кристина уже не так охотна, но она и размером была поменьше своего коллеги. Так что в нее влезало не так много. Не знаю, что именно они там выискивали, но ели мои приспешники и не все подряд. Выбирали или самые вкусные, или самые питательные части. Контролировать их во время этого процесса совсем не хотелось. Да и необходимости такой не было. Доев мужика, с которого, кстати, тоже ничего не выпало, они оба получили десятый уровень. Тогда-то я и принялся корректировать их развитие. Денису решил добавить выживаемости, направив весь будущий материал, усваиваемый из еды и конвертируемый в опыт, на усиление кожи, суставов и костей. Кристине же доведется исполнять роль убийцы. Для этого она будет усиливать когти, клыки, а в будущем еще и яд начнет вырабатывать. Мои манипуляции заняли около 10 минут времени, а хватит заданного направления всего на пару уровней. Для более детальной настройки и долговременного планирования мне нужно повысить свой уровень управления организмом своих подчиненных. Восстановив ману, я выбрался из здания и направился дальше по улице. Дойдя до группы мутантов, которая перебила сама себя под моим руководством, я заметил еще два светлячка. «Да ладно! Неужели снова лут?» – удивился я вслух. «Я уже и не надеялся получить его так быстро. Думал, тут как с мутациями, очень редко. А учитывая ценность первого подарка системы, так он и вовсе обещал быть бесполезным, лишь захламлял бы инвентарь. В одном из новых светляков скрывалась пачка сигарет. Это как вообще понимать? Система, что за намеки? Я только бросил, а ты мне такую свинью подкидываешь». Интересно было проверить работу инвентаря с мелкими предметами, которые поместились в одну ячейку. По сути, это было 20 сигарет, да еще и упаковка. Но занята была лишь одна ячейка. Я даже раскрыл пачку и достал одну сигарету, и снова закинул пачку в инвентарь. Ничего не изменилось. Они заняли также лишь одну ячейку. Это радовало, учитывая скудное количество этих ячеек. Значит, тут, как во многих играх, работает так называемая система стаков. Зато, когда я доложил в рюкзак вытянутую ранее сигарету, она заняла отдельную ячейку, не переместившись в пачку. Освободив инвентарь полностью, я проверил последний огонек, и он меня порадовал. Из него выпала маленькая бутылка воды объемом 0,5 литра. «Боржоми, емана!» – оценил я выбор системы. Интересно, это она сама выбирает бренда, или кто-то управляет этим процессом? Пить системную воду поначалу было немного страшно, но жажда взяла свое. И я, сделав первый глоток, не смог остановиться. Выпил все до конца. Вполне обычная водица, ничем не отличающаяся от взятой из магазина. А может, так и есть? Может, система просто перенесла ее в эту сферу, а затем и в мой инвентарь. Хрен знает, как это работает, но мне нравится. Похоже, зря я сникерс выбросил. Теперь и есть захотелось. Интересно, а шавуху или бургер она может мне передать? Хотя, с куда большим удовольствием я съел миску горячего домашнего супа. Надо, наверное, в лагерь возвращаться. Светлана наверняка что-то такое приготовила. Но как же интересно, теперь стало убивать зомбаков. Да еще и свою свиту собирать можно и нужно. Надеюсь, Рус и Амбал меня не приревнуют к новым друзьям. Кстати, из группы я так и не вышел. Да и остальные радовались халявному опыту. Разве что Шварца нужно бы выкинуть. Присосался? Хотя пользы от него никакой. Разве что отряд натовцев помог найти. А они оказались не такие уж и крутые. Нет, бой был тяжелым, но из-за своей самоуверенности они никак не подстраховались от такого нападения на них. А последних Анна и вовсе сама перебила. Я уже начинаю ее побаиваться. Вот возьмет еще пару уровней и вообще самой крутой в нашем лагере станет. Хотя что в этом плохого? Лишь бы Светку из ревности не убила, а потом и меня не изнасиловала. Да, нужно активней качаться и не расслабляться. Как только я настроился на рутинную работу, система снова дала о себе знать и перебила все мои планы. Внимание! Вам предлагается принять участие в случайном испытании. Сегодняшнее испытание Королевская битва. Участвует 30 человек в диапазоне уровней от 15 до 25. Для участия вы должны подтвердить свое желание соответствующей голосовой командой. Вы можете взять с собой до двух тиммейтов. От английского тиммейт, то есть твой товарищ по команде. Для этого вы должны быть в одной группе. В награду за испытание вы получите 1000 ДНК на всю команду до трех человек. В случае смерти вы умрете по-настоящему. В случае отказа от участия вы потеряете 50 накопленных ДНК. В случае согласия вас перенесет в отдельную локацию, изолированную от вашего мира. Ваше здоровье будет полностью восстановлено, а перезарядка всех навыков обнулится. Ваши вещи, в том числе одежда, останутся в вашем мире, а вы получите базовое снаряжение и случайное оружие. По всей локации спрятаны сферы с более качественным оружием, снаряжением и расходниками, которые увеличат ваши шансы на победу. У вас осталось 37 секунд на размышление. В случае отказа или отсутствия подтверждения, с вас будет списано 467 единиц ДНК. Желаете принять участие в испытании? Да? Нет? От прочитанного у меня волосы стали дыбом. Это что за фокусы? Благо я прочитал все это очень быстро, так как меня подгонял тикающий в голове таймер. Изначально на размышление было около двух минут. Я бы мог отказаться, раскидав перед этим свои 900 с лишним ДНК, чтобы минимизировать потерю, но система уже озвучила штраф за отказ. Я не знаю, как она себя поведет, если на моем счету не будет данной суммы. Может счет загонит в минус, а может и мою жизнь. Да и накопить их очень хотелось на создание клана. В чате появились комментарии Сергея и Анны. Растаман. Братан, ты тоже видишь эту дичь системную или только меня накрыла? Анна Дед. Надеюсь, ты примешь это испытание. У меня больше тысячи ДНК. Жаль, будет их потерять. У вас осталось 24 секунды на размышления. Пуси Киллер 2000. Ань, какие у нас шансы? Анна Дед. Я могу убить любого из них, но это с моим личным оружием. С тем мусором, что нам даст система, я буду слабее. Так что все зависит от найденного лута. У вас осталось 16 секунд на размышления. Гребаный таймер сильно давил на мозги и не позволял нормально все обдумать. С Анной у нас действительно хорошие шансы на победу. А если еще и Сухой найдет неплохой лук, да и мои когти должны остаться со мной. А если там есть зомби, то наши шансы еще выше. Хотя я бы взял с собой Светлану вместо Сережи для исцеления и бафов. Но она далеко, и я не успею пригласить ее в группу. Ладно, кто не рискует, тот отстает в прокачке. А это равносильно смерти. За оставшиеся 10 секунд я выкинул из группы Рустама и Шварца. Хотя зомби мог быть полезней Сухого. Я не был уверен, что система позволит ему попасть в ту локацию. Да и без стрелка будет сложновато. Последние секунды я подтвердил наше участие, и вокруг все потемнело. Однако через некоторое время, сложно точно сказать какое, я очнулся в незнакомом месте, в очень неудобной низкокачественной одежде и с ржавым тупым ножом в руке. Рядом с ошарашенным видом сидел Сухой, разглядывая свое тряпье. А вот Анны нигде рядом не было. «Ань!» – позвал я ее. «Аня, ты где?» «Ребята, похоже, у нас проблемы!» Раздался ее голос, будто бы в моей голове. Глава 70. Королевская бойня. Часть первая. Я стал оглядываться и внимательно смотреть по сторонам, но нигде не видел Анну. Сухой делал то же самое. «Ань, я тебя не вижу. Что за проблема?» «Даже не знаю, как бы тебе сказать». «Как угодно». «Помнишь ту телепортацию, когда артефакт забаговался, и мы попали в виртуальное измерение?» «Да, я знаю, что мы в похожем месте». «Не в этом дело. Это вы в похожем месте, а я как бы за пределами вашей локации. Это сложно объяснить, я будто наблюдаю за вами сверху или со стороны». «Чего? Я нихрена не понял». «Я забаговалась или что-то типа того. Испытания только ввели в игру, и, похоже, еще не тестировали толком». «Может, это из-за большого расстояния между нами? Может, ты просто в другую часть локации попала?» «Ты видишь меня на радаре?» Спросила она с легким раздражением в голосе. «Нет». «А я вас вижу. А еще других игроков. Я не смогу бегать там вместе с вами. У меня даже тела сейчас как бы нет. К тому же Сухой был рядом со мной, но он попал в игру, а я нет». «Херня какая-то. Погоди, ты видишь всех игроков?» «Ну, не всех, а только в определенной области. Зона не маленькая. Я могу отдалиться, но тогда все люди как блохи будут. Я никого не увижу». «Ладно, справимся вдвоем». «Я буду вас направлять. Так даже лучше. У нашей команды преимущество». «Ага, отличное преимущество. Двойкой против троек драться». «Это же королевская битва. Ты же знаешь принцип». «В общем, да. Но конкретно в этой могут быть свои особенности». Словно в ответ на мой вопрос раздался голос с небес. «Это была не Анна. Та звучала как будто в моей голове. А этот голос был словно на концерте с очень мощной аппаратурой». «Внимание участникам! Ваша основная задача в этом испытании – убить всех остальных и остаться в живых. Вы находитесь в искусственно сгенерированной и изолированной от вашего мира локации. Ее площадь достаточно велика для такого количества. Но каждую секунду она будет уменьшаться. Всего предусмотрено три этапа. Первый. Сбор первичного снаряжения и осмотр местности. Стычки на этом этапе маловероятны и не так опасны. У вас всегда есть возможность убежать, в то время, когда у вашего противника просто нет смертельного оружия. Но и у вас нет надежной брони. Помните об этом. Второй этап. Перемещение в зону с более высокой плотностью участников и более качественным снаряжением. Вы даже сможете найти легендарное оружие или броню, что значительно повысит ваши шансы на победу. Однако, если вы окажетесь за пределами круга, у вас будет постепенно уменьшаться здоровье по 1% в секунду. Третий этап. Перемещение в последнюю зону и бой с самыми сильными противниками. На этом этапе найти друг друга будет легко, а выжить крайне сложно. На каждый этап, кроме последнего, отведено по 30 минут времени. Последний будет длиться, пока не останется только одна команда-победитель. Зону круга на следующем этапе вы узнаете только при завершении текущего этапа. Удачи, участники! Пусть победит сильнейший! Мы с Сухим растерянно смотрели друг на друга. Напряжение выросло, а недавняя слабость после переноса мгновенно развеялась. Мозг требовал действовать незамедлительно. Я начал осматриваться в поисках хоть более-менее нормального оружия. Мой нож вообще ни на что не годился. От отвертки или вилки было бы куда больше пользы, чем от этой ржавой пластины стали. Даже без намека на заточку. Сухой был вооружен не лучше. Деревянная палка, которую даже битой не назовешь. Скорее всего она сломается после первого же удара. Толщина совсем не внушает доверия, но при этом она слишком толстая, чтобы использовать ее как копье. Одежда самая простая. На мне свободная рубаха, которую носили в старину, без пуговиц и запонок. Не хватает только вышиванки, чтобы сойти за древнерусскую одежду. Еще и состояние потрепанное. Какие-то пятна, даже пара дыр есть. Ну хотя бы движение не сковывает. Штаны тоже просторные, по типу спортивных. Еще и сползают слегка. С размером система явно не заморачивалась. Бля, эти тряпки сползают с меня. Не могли резинку или завязку какую сделать? Возмущался Сухой, поправляя штаны. А ты патлы свои отрежь и свяжи пояс. Ага, очень смешно. Блин, постричься и правда нужно. Куда пойдем? Спросил я. Я хер знает, братан. Ответил Сухой. Ань, это был тебе вопрос. Секундочку, я ищу. Ага, вот, повернись направо. Видишь две трубы высокие и толстые? Да, вижу. Вот вам туда не надо. Да ёпт, я спрашиваю, куда надо? В противоположную сторону. Там добыча не очень хорошая, но получше ваших обносков. К тому же там других игроков нет. Принято, потопали. Мы двинулись в сторону оврага, который был в километре от нас. Вокруг него густая растительность, что примечательно летняя. Да и солнце в небе выглядело очень натуральным. Я даже чувствовал его тепло. Природа тоже была привычной, будто мы где-то в России. Хотя здания вдалеке были будто заброшены, как в Чернобыле. Атмосферно, ничего не скажешь. Лучшей локации для массовой резни и не придумать. Радовала ещё зелёная густая трава под ногами, так как обувь в стартовый комплект не была включена. Приходилось щеголять босиком, но на нашей поляне это не доставляло никакого дискомфорта. А вот когда мы добрались до первых кустарников и деревьев, захрустили веточки и стало неприятно. В интерфейсе появилось небольшое табло с количеством оставшихся участников и временем, оставшимся до следующего этапа. «Смотри, Сухой, четверо уже отлетели». «Где? Ого, это за пять минут?» «Ну, вроде того. Может, их закинуло ближе друг к другу», – предположил я. «Они столкнулись в бою за лут. Это одна из самых частых смертей в этом режиме», – сообщила Анна. «Ты лучше скажи, правильно ли мы идем». «Да, все верно. Спускайтесь вниз к реке, там будет восемь сфер. Они, конечно, зеленые, но у вас сейчас серое снаряжение, так что в любом случае будет лучше». «Там лук есть?» – спросил с надеждой Сухой. «Я не могу. А хотя... секундочку. Да, в одной из сфер есть примитивный лук». «Отлично!» – обрадовался он. «А для меня что-то?» «У тебя есть когти. Лучше них. Поблизости ничего не найти. Сколько у тебя урон?» – спросила Анна. Я сначала проверил, работают ли они. К моему удивлению, все работало. Более того, все шесть были на месте. Хотя перед переносом у меня было только четыре. Урон 300% от физической мощи. Она у меня равна 32. Плюс яд – 7 урона в секунду в течение 70 секунд. Угу. Примерно как оружие синего грейда. Не лучший вариант, но и не худший. На последних этапах обязательно нужно поменять. «Что за грейды? Типа качество?» «Типа да. Серые – самые бесполезные. Те, что у вас сейчас. Дальше зеленые, чуть лучше. Но в целом тоже отстой. Вы сейчас за ними идете. Дальше синие. Примерно как твои когти по характеристикам. Для первого этапа это лучшее, что можно найти. Но на втором уже попадаются фиолетовые. Они раза в два лучше твоих когтей, если говорить про оружие. Ну и самые топовые – золотистого цвета. Легендарное снаряжение. Лучшее, что есть в этом испытании. Если найдешь такое раньше врага, считай, ты победил. Если, конечно, вообще найдешь. Оно очень редкое. В зоне второго этапа таких вещей только две. Ну и пять штук в зоне третьего этапа. Погоди, ты что, видишь, где будет следующая зона? Ну да. Значит, мы можем попасть туда раньше врага. Зачем мы тогда время на зеленое и синее тратим? Враги могут случайно туда забрести, и вы с этим мусором будете с ними драться? Еще и против целых команд. Тоже верно. Ладно, где там твои? Я не успел закончить фразу, как увидел ручей, а возле него четыре светящиеся сферы. Вроде тех, что висели над убитыми мной зомбаками. Только те были белого цвета, а эти зеленого. До ручей оставалось метров пятьдесят. К тому же по крутому склону и с кустарниками вокруг. Поэтому я позволил себе ускориться и сразу же поплатился за это. Нет, мне не устроили засаду игроки. О них меня бы предупредила Анна или Радар. Хотя насчет последнего я сомневаюсь. На нас напали дикие животные. Два волка, средних размеров. Один выскочил впереди меня, а второй позади. Хоть я удивился такой встрече. Давно не видел диких животных без мутации, гипертрофии и прочей фигни. Среагировал быстро. Тремя когтями я проткнул шею зверя, бросившегося прямо на меня спереди. Еще три воткнул ему под ребра. Он так и повис у меня на руках. Вместе с ним я развернулся, чтобы отбиться от заднего. А на него уже напал Сухой, замахнувшись своей палкой. Правда, замахнулся он рановато. Ему до волка было еще метров пять. Он бежал их крошечными шагами, стараясь не покатиться вперед и не потерять свои штаны. Однако это же Сухой, у него ничего не может получиться с первого раза. На последнем шаге, когда он уже опускал палку на голову растерявшегося волка, штаны храбреца соскользнули вниз, зависнув в районе коленей. Парень щучкой прыгнул вперед, сделав пару кувырков, мимо ошарашенного волка, а затем покатился и дальше по склону. Все это сопровождалось сначала смелым боевым ревом Сергея, а затем истерическим криком, смешанным с болезненными постанованиями и матерными выкриками. Когда мой спаситель прокатился мимо, мы с волком переглянулись, а затем он бросился в атаку. Я даже швырнул в него тушку его сородича, которую все это время держал в руках, но нужного эффекта я этим не добился. Она растворилась в воздухе, как только я вытащил из нее свои когти. Волк сбил меня с ног, и мы вместе покатились вниз. Я пытался не разбить себе голову о камне, а зверь старался нанести мне хоть какой-то урон. И у него это получалось. 20 хитпоинтов у меня отняло за укус в руку и еще пару за небольшую царапину. Когда мы прекратили катиться, я схватил хищника, выдушающий захват, навалившись всем весом. Тот яростно сопротивлялся, царапая меня задними лапами, и уже почти поднялся. Однако я выпустил свои когти, отведя свою голову назад, чтобы не ранить себя самого. Второй волк умер так же быстро, как и его сородич, всего от двух ударов. Только после этого ему на голову спустилась палка сухого. «Да осторожней ты, глаз мне выбьешь!» «Я же помочь хочу!» Волк растворился в воздухе, а Серега довольно улыбнулся. «Чего улыбишься, баран?» «Я спас тебя, а ты еще обзываешься!» «Да это я его убил, как и первого!» «Что, я же только что...» «Отойди от меня и штаны надень!» «Ну и блин, они только мешают!» Вместо того, чтобы подтянуть штаны к поясу, сухой совсем снял их с себя, оставшись в одних труселях белого цвета. Ну хотя бы они и были без дыр. Хотя не факт, что не ношеные. «Эй, а куда лут делся?» Заметил я пропажу сфер. «Какой лут?» Не скрывая улыбки, наигранно удивился сухой. «Блин, я тебя сейчас твоей же палкой огрею! У нас каждая секунда на счету!» Начал злиться я. «Да тихо, тихо!» Я случайно его подобрал, когда скатился вниз. «Как? У тебя же нет столько ячеек в инвентаре!» «А ты открой его и приятно удивишься!» Я последовал совету Сережи, хотя раньше это ничем хорошим не заканчивалось. В этот раз он был прав. Я удивился. В моем инвентаре было целых восемь ячеек и переносимый вес в десять килограмм. Только тогда я заметил почти невесомый рюкзачок на своей спине. «Ну и что в тех сферах?» Спросил я. «Да такое себе!» Задумался сухой, глядя в интерфейс. Я стал оглядываться в поисках остальных сфер. Анна говорила, что их восемь, а не четыре. «О, тебе это может пригодиться!» Сережа достал из рюкзака более-менее годный мачете и бросил мне под ноги. Остальной лут. Сферы висели над землей на другом берегу. Река была маленькая. Даже не река, а ручеек. Поэтому его можно было легко перейти вброд или даже перескочить. Ноги мочить не хотелось. Поэтому я прыгнул на другой берег, но поскользнулся при приземлении и плюхнулся спиной в воду. Моя ловкость будто специально была занижена. Вот нафига такое делать? Зато вода оказалась не совсем водой. Нет, я чувствовал влагу и прохладу по всему телу. Но едва я поднялся на ноги, как она вся полностью стекла с моей одеждой и тела. Я шагнул на берег и уже через секунду было полностью сухой. Во дела. Значит, это полностью цифровая локация. Волки исчезают, вода не остается в тканях, одежда и на теле. Да мы реально в игру попали. Кстати, за волков не дали опыта. Зато увеличили вес инвентаря на 50 грамм за каждого зверя. Сухой, а тебе дали что это за волков? А? Да, что-то было. Сейчас проверю системное. Ага, немного веса инвентаря прибавилось. Только не этого, а в реальном мире. Значит, это дается на каждого члена команды. Не на каждого. Мне ничего не дали. Раздался голос Анны в голове. Блин, ты даже сейчас продолжаешь пугать внезапностью. Ты куда пропала? Почему о волках не сказала? Да я следила за другими игроками и искала вам лут получше. А вот волков там не было. То есть я не видела. Возможно, они появляются в случайном месте. Еще лучше. Ладно, нужно быть осторожней. Вы почему так долго возитесь? Там некоторые уже синий лут нашли. А вы еще зеленый не собрали. Быстрее. Легко тебе говорить. Висишь там где-то в зазеркалье. Впрочем, девушка была права. Я быстро коснулся всех сфер и открыл инвентарь. Две пары зеленых ботинок, перчатки и еще один шприц с плюсиком. Здоровье я потерял немного, поэтому сразу использовать лечение не стал. А вот ботинки обул с радостью. В лесу, хоть и в цифровом, ходить босиком было больно. Неприятно и вообще фу. Вторую пару кинул сухому. Он еще больше обрадовался находке. Во, теперь заживем. А че там еще у тебя? Штанов нет случайно? В трусах ходить тебе идет. Вид у него и правда был забавный. Шапка, куртка, ржавые мачеты в руках и ботинки на ногах. Ну, хотя бы трусы остались. Аань, куда нам дальше? Спросил я. Возвращайтесь назад, а потом к той водокачке идите. Мы так и поступили. Даже не знаю, что бы я делал без ее подсказок. Наверное, ныкался по кустам и безуспешно пытался найти хоть какое-то снаряжение. Жесткий, конечно, ивент. Закинуть 30 человек в бойню, где могут остаться в живых только трое. Да и то, если они в одной команде. Но мне очень нужны очки ДНК для создания клана. Иначе я никогда не догоню тех психов, что перегнали меня уровнем. А быть аутсайдером очень опасно. Вернувшись на стартовую поляну, я услышал какой-то грохот впереди. Рефлексы сработали мгновенно. И я упал на землю, скрывшись в траве. Сухой только через несколько секунд догадался повторить мой маневр. Благо, моя осторожность была излишней. Вас немного опередили. На водокачке столкнулись две группы. Сейчас идет бой. Раздался голос нашего ангела-хранителя. И что нам делать? Придется идти. До сужения зоны осталось 15 минут. А следующая область впереди. Вы просто не успеете, если пойдете в обход. Да и лут нужен получше. А он есть на водокачке. Не нравится мне этот план. Не ссы. Они сейчас потрепают друг друга. Вам останется только добить выживших или выжившего. Ну или просто пройдете незаметно. Как я поняла, радары здесь, если и есть у кого-то, они не выдают других игроков. Ладно, идем сухой. Да чего-то нет желания. Идем, если сгореть за кругом не хочешь. Сережа сглотнул ком, застрявший в горле от напряжения. И неуверенно кивнул. Похоже, даже он понял, в какую задницу мы попали. Да, прогулочка будет не из легких. Едва мы подошли к заросшему ограждению территории водокачки, как послушались новые взрывы. Глухие, но с сильной вибрацией, отдающей в груди. Что там происходит? Спросил я Анну. В одной из команд сильный маг, телекинез в сочетании с геомагией. Получилась мощная смесь. И как нам его убить? Он же с расстояния атакует. Придется тебе потерять парочку коготков. Эх, завидую я вам. Сейчас повеселитесь. Я бы с тобой с удовольствием поменялся. Пропищал Сережа, пытаясь заглянуть через забор. Он полез по лозе, которая захватила почти весь бетонный забор. Я последовал за ним. По-другому незаметно на тот участок не попасть. Ань, ну что, когда нам идти? Пойдем незаметно? Если пойдете незаметно, останетесь без лута. Тогда и я вам не смогу помочь. Лучше нападайте, пока они еще дерутся. К тому же за убийство могут дать неплохие награды. Я проверил свои когти. Повысил концентрацию яда на максимум, после чего сполз вниз по лиане. Сухой пытался спуститься одним прыжком, но зацепился за растение и с грохотом плюхнулся на землю, еще и крикнув что-то с перепугу. Ты дебил! Не мог аккуратно. Да не парься, ай. Они все равно заняты боем. У, как больно. Уже нет. Они убили всех троих без потерь и идут к вам. Они вас услышали, готовьтесь. Сообщила Анна. Глава 71. Королевская бойня. Часть 2. Вражеская команда быстро приближалась к нам, а я чувствовал себя беззащитным. Трудно быть повелителем мертвецов без мертвецов под рукой. Действительно, лучше бы я взял Рустама вместо Сухого, если ему, конечно, сюда можно. Со второго этажа на металлическую наружную лестницу выбежал парень в неприглядной мантии. На эпический или легендарный шмот это никак не тянуло. Ну и вряд ли это стартовый серый или даже зеленый. Скорее всего синяя шмотка. А это уже лучше нашей. С первого этажа вышел воин с мечом и щитом. Тоже далеко не самая плохая одежда. Третьего игрока я и вовсе не видел. Надеюсь, он не ассасин, как Анна. Ань, где третий? Она, похоже, ранена. Пытается отхилиться, но сейчас у вас равные силы. Советую нападать. Равные? Да они в синих шмотках и с классовым оружием, заметил Сухой. В здании есть лук. Мне не надо в здании, мне он нужен в руках. Нападайте, пока третий игрок небоеспособен. Я кивнул, не знаю, видит ли меня Анна или нет. Да и недообщение было. Я полностью погрузился в свои мысли, думая, как мне одному убить двоих. На Сухого надеяться без подходящего оружия не стоит. Первым делом нужно было убивать мага, но воин не даст это сделать. Серый, отвлеки того амбала со щитом. Чего? Опешил тот. Действительно, стоя в трусах и неумело держа мачете, он больше напоминал сумасшедшего, сбежавшего с больнички, чем хорошего бойца. Да, придумай что-нибудь. Я начал обходить воина, медленно идущего к нам навстречу. Похоже, они тоже тянули время, ожидая исцеления их союзника. Эй ты, Цеголовый! Да-да, ты, Рожа-тряпка. Иди сюда, поговорим. Ты мне утырок, уточнил тот басовитым голосом. Надо же, русские! А я уж думал, тут полная солянка со всего мира. Тебе, тебе, член ты бородатый. — Давид, не ведись, защищай меня! — крикнул воину маг. Но воину было уже пофиг. Он даже вышел из боевой стойки, опустив щит, и быстрым шагом шел к Сухому. Не повезет же ему, если только он убежать не успеет. — Давид, мать твою, вернись! — Что ты сказал про мою маму? Я позже и с тобой поговорю. Умник нашелся. Да, похоже, командная работа у этих ребят не особо налажена. Не успел я подобраться даже на расстояние своего выстрела когтями, как земля подо мной завибрировала, и через секунду из-под нее вырвался огромный булыжник. Я успел лишь немного сдвинуться в сторону, но все равно ощутил на себе мощь этой атаки. Валун ударил меня по касательной, придав мне ускорение. Я упал на землю. Валун тут же растворился в воздухе, а земля снова начала вибрировать. Я заранее отпрыгнул в сторону, одновременно поднявшись на ноги. На этот раз маг промахнулся, но не остановился на этом. Сколько же у него маны! Я ускорился. Земля снова задрожала. Я сделал рывок в сторону, но это было бесполезно. Передо мной выросла каменная стена шириной метра четыре. Попытавшись ее обогнуть, я наткнулся еще на одну, а потом еще. Меня закрыли с четырех сторон, оставив лишь один путь. Эти камни, в отличие от атакующих валунов, не исчезали сразу. Я немного занервничал, не зная, что мне делать. Бежать в предложенную ловушку или стоять на месте? Земля завибрировала, подталкивая меня к немедленному решению. Я имитировал бег в последний проход, но резко остановился в момент появления валуна. Он пронесся передо мной и быстро исчез. Затем исчезли и стены. Маг выглядел уставшим и очень рассерженным. Давид с Сухим и вовсе скрылись с наших глаз. Я уже мог попасть в мага, но для надежности решил подойти поближе. Тот не стал меня атаковать и скрылся в здании. Я побежал за ним. Поднявшись по лестнице на втором этаже, меня попытались сбросить вниз, как-то расшатав крепление лестницы. Анкера вместе с кирпичами просто вырвались со стены, но я успел запрыгнуть в дверной проем. Тут же в меня полетели осколки кирпичей и бетона, вырываемые со стен. А этот маг непрост. Значит, не только землей и камнями может управлять, но и строительными материалами. Я надеялся, что в здании он будет слабее, но оказалось даже наоборот. Расстояние между нами было метров шесть. Промахнуться сложно, так что я выстрелил одним когтем. Осколки, недавно летевшие в меня, в один миг изменили свою траекторию и остановились в полуметре от мага, образовав щит во весь рост. Коготь бесполезно встрял между камнями, а затем вместе с ними полетел в меня. Мне пришлось выстрелить еще раз, вынуждая мага повторить фокус со щитом, иначе меня бы прибило камнями, да еще и моим когтем. Пока маг защищался изо всех сил, рванул к нему, обходя щит. Кажется, я еще никогда так быстро не бегал, особенно с места. Но адреналин и жажда жизни выжили из моего тела все, что можно, а уровнем я был немного выше своего противника. К тому же он был чистым магом, а у меня более-менее развита физическая мощь, выносливость и рефлексы за счет мутаций. Так что не успел он использовать свой щит для нападения, как в него воткнулись мои когти. Маг растерялся от неожиданности и даже не сообразил, что можно сделать. Я же повторил свой удар когтями три раза, хотя ему хватило и двух первых ударов. Я две секунды смотрел на упавшее тело и на сообщение системы. Получено 33 450 единиц опыта. Получено 230 единиц ДНК. Откуда такие огромные цифры? Может это дали только мне, а не каждому из нашей команды? Если так, то цифры нормальные. Но почти тут же система доказала мне обратное. Пришло еще два сообщения. Получено 28 940 единиц опыта. Получено 215 единиц ДНК. Это уже сухой кого-то убил. Но на всякий случай нужно ему помочь. Я быстро спрыгнул со второго этажа и начал искать вход на первый. Он оказался с другой стороны здания. Едва я сунулся туда, как увидел еще три сообщения. Получено 35 671 единица опыта. Получено 224 единицы ДНК. Получен 22 уровень. Одновременно с этим я увидел тело здоровяка Давида, с грохотом упавшее на землю. Оно было утыкано стрелами с красным оперением, штук 10, если не больше. Некоторые торчали в щите, но большинство в доспехе воина. В углу помещения стоял сухой, точнее сползал на землю, прислонившись спиной к стене. Он тяжело дышал и не мог стоять на ногах. Похоже, парень выложился на полную. Зря я его недооценивал. Недалеко от него лежала мертвая девушка с пустым колчаном для стрел на спине и пустой аптечкой рядом. На вид ей было лет 17, совсем еще ребенок. У меня бы, наверное, не поднялась рука добить ее, тем более раненую, но сухой поступил правильно. Ты как? Задал ее тупой вопрос, лишь бы нарушить тишину. Норм, отдышаться только. Тело девушки вдруг начало мерцать, а затем растворилось в воздухе. После нее осталась светящаяся сфера синего цвета. Коснувшись ее, я увидел интерфейс, в котором отображалось два инвентаря. Во втором были синие перчатки и штаны, зеленый нагрудник, сапоги и колчан. «Лук зеленый?» – спросил я. Сухой кивнул. «Ну, хоть что-то», – добавил я. «Лутайся тут, когда отдохнешь, а я возьму шмот с мага и воина». Тело здоровяка растворилось вскоре после девушки. У него предметы были поинтересней. Я хоть и маг, но в этом испытании выступаю в роли танка, так что я взял себе синий щит и нагрудник, а также зеленый меч и шлем. Защита значительно повысилась, но движения стали медленными и неловкими. Я не мог поворачивать корпусом, согнуться, не говоря уже о каких-либо прыжках и кувырках. Будь у меня побольше физической мощи, я бы, может, и двигался быстрее, но я в первую очередь маг, а ближний бой – это так, на крайний случай. После воина я пошел проверить снаряжение мага, и оно мне понравилось куда больше. Выглядело оно, как обычная одежда, но давало отличный прирост к магической мощи, мане и ее регенерации. Недолго думая, я сменил свои латы на тряпки. Даже дышать стало легче. Жаль, что у меня нет боевой атакующей магии. Хотя, я же вроде уровень получил. Без особой надежды я влез в интерфейс и приятно удивился, обнаружив новый навык, который можно изучить. Точнее, это был новый вид яда. Вирусный яд. Значительно увеличивает шансы на обращение раненого противника. Дальше шло громоздкое описание шансов заражения, из которого я понял, что неиммунные заражаются со стопроцентной вероятностью. Успех при заражении иммунных, таких как сухой, к примеру, зависел от многих факторов. Это их и мой уровень. Их сопротивление ядам и вирусам. И мой уровень данного навыка. А также немного влияла моя магическая мощь. Ну и без рандома никуда. Даже с вероятностью в 50% я мог не заразить противника. Печально еще то, что количество ударов не влияло на результат. Расчет шел лишь после первого удара. И если иммунному повезло перебороть мое заражение, повторные удары были бесполезны. Только спустя сутки можно провести повторную попытку. По моим расчетам, в бою с равным противником, вероятность превратить его в зомби была лишь 10%. Однако со шмотками мага, которые я напялил, также если я вложу все полученные очки в магическую мощь, вероятность возрастет до 15%. Ну и разница в уровнях сильно влияет на результат. Десятиуровневых иммунных я могу заражать с 50% вероятностью. Это, похоже, был предел. Система не позволяла сделать из меня имбу. Хотя навык невероятно крутой, как по мне. Примерно каждый десятый противник на моем пути будет превращаться в мертвеца. И это только на первом уровне навыка. Я решил не мелочиться и поднял навык сразу на второй уровень. До третьего мне не хватило одного очка навыков. Характеристики все потратил на магическую мощь. В комплекте магических шмоток прирост был существенный. А если найду вещи получше... У вас мало времени. Кольцо сейчас будет сужаться. Вывел меня из раздумий голос Анны. Посмотрев на счетчик, я встревожился. Меньше двух минут до завершения первого этапа. Далеко до следующей зоны? Нет, но вам нужно заглянуть еще в одно место. Там есть неплохой лут. Хорошо, куда бежать? Видишь трубы от башен? Иди вдоль них через реку, затем в болото. Твою ж нахер! Лучше места нет? Может пляж какой-то с пальмами? Или хотя бы хвойный лес? Нет здесь таких локаций. Да я шучу. Ладно, попрыгали. Сухой, тащи свой сзади сюда. Там в подвале еще не тронутый лут, загляните. Из вещей ничего полезного, но есть стимуляторы, поднимающие выносливость. Я проверил сферы по наводке Анны и обнаружил зеленые вещи. Скорее на воина, чем на меня или сухого. А также три стимулятора. Один вколол себе. Второй передал сухому. Третий оставил в последней ячейке инвентаря. Латы я выбрасывать не стал. Мало ли может еще пригодятся. А вот ржавый стартовый нож, да и серого грейда вещи, выбросил без малейшего сожаления. После укола двигаться и дышать стало легче. Появилось ощущение веселья. Мышцы зудели, требуя максимальной нагрузки. А адреналин подстегивал мозг к действиям. Сдерживаться мы не стали и побежали вдоль трубопровода, не забывая при этом смотреть по сторонам. Если бы не Анна, двигаться так быстро у нас бы не вышло. Я бы осторожничал и передвигался небольшими перебежками, пригибаясь и осматриваясь через каждые 20 метров. Но наш незримый ангел-хранитель уверял нас, что ближайших пару километров не будет ни одного игрока. До болота мы добрались быстро, а вот дальше сохранять такой темп не получилось. Топь была локацией второго этапа, а значит более опасной. Помимо вязкого грунта, который здесь был повсюду, под водой еще плавали какие-то твари. От них расходились небольшие волны, подсказывающие направление движения, а также пузырьки воздуха, поднимающиеся к поверхности. Мы старались обходить этих неизвестных существ, и Анна нам в этом помогала. «Дальше вам нужно будет разделиться», — сообщила она, когда местность еще больше сменилась. Воды стало больше, чем грунта, а из растительности остались только водоросли и мшистые островки. Но не это было причиной разделения. Впереди над водой был плотный слой зеленого тумана, того самого, который травил нас больше месяца. «Какого хрена я один тут не останусь?» — возмутился Сухой. «А оставаться и не надо, если не хочешь, чтобы тебя сожрали. Тебе нужно обойти это озеро и ждать Никиту на другом берегу». «Ну, зашибись. А мне, значит, плаванием заниматься?» «Только ты можешь пережить этот туман. К тому же Сергей ничего не сделает болотником со своим луком. А вот ты можешь отбиться, если повезет». «Если повезет? Ань, ты куда нас завела?» «Вместо с отличным лутом. Без него ваши шансы на победу минимальны. Кстати, лучше освободи свой инвентарь и прими еще один стимулятор». Я выбросил все, кроме латного нагрудника и щита. Стимулятор вколол себе, как и советовала Анна. Действие старого прекратилось еще минут пять назад. Лечебный шприц передал Сухому. Кстати, второй этап уже наступил, и мутное кольцо значительно уменьшило свой радиус, унося вместе с этим несколько жизней игроков. «Ладно, ради нормального шмота можно и ножки промочить», – пожал плечами Сухой. «Ножки мы уже давно промочили, и даже яйца. А мне сейчас нырять в эту жижу предстоит. Кто только придумал тут лут прятать?» «Все лучшее спрятано в труднодоступных местах», – ответила Анна и внезапно замолчала. «Что-то случилось?» «Не знаю. Может, мне показалось? Будь осторожен, тут может быть что-то очень опасное. Я вижу его как монстра двадцатого уровня. Точнее, видела. Таких нет в этой локации. Волки и болотники здесь только для разнообразия. Основная опасность исходит от игроков». «Не нравится мне это испытание». «А уж мне как не нравится. Я нихрена не вижу тварей, которые плавают вокруг меня. Еще и разделиться нужно». Истерил Сухой. «Вы разделитесь ненадолго. Тут проплыть десять метров, поднять лут, немного проплыть и все, ты на том берегу. Сергею, правда, придется обходить это облако газа». «А может, я тут подожду?» – неуверенно спросил он. «Вам нужно спешить. До следующего этапа важно прийти в кольцо первыми и собрать недостающие вещи». «Так хуй мы лясы точим. Попрыгали». Подбодрил я сам себя и полез в воду. Ил был очень вязким, а воды на поверхности почти не было. «Плыть было невозможно. Приходилось месить мулянку ногами, медленно пробираясь вперед. Сначала я не видел в этом ничего плохого. Неприятно? Да. Долго? О да. Но вода не ледяная. Пиявок вроде нет. Можно и пройтись немного. Однако где-то на половине пути мимо меня проплыл болотник. Или как их там Анна называла. Меня даже немного толкнуло в сторону, хотя столкновения не было. Эта тварь с легкостью пробиралась через вязкую болотную жижу, умудряясь при этом как-то ориентироваться. Я замер и прислушался. Одновременно с этим переключился в инвентаре на вирусный яд. Как только я это сделал, тварь снова проплыла мимо меня, но уже не так аккуратно, как в первый раз. Она ударила меня хвостом или еще чем-то. Я даже не понял. Из-под воды просто вырвался мутный силуэт и врезался в меня, отняв 50 хитпоинтов. Захотелось выстрелить в него своим четвертым когтем, но я сдержался. Какие шансы попасть в этой мутной воде? Да и что, если это его не убьет? Я лишусь последнего когтя на левой руке. Ань, что это за хрень? Я не знаю. Последовал растерянный ответ. Как это? Что ты видишь хоть примерно? Я не вижу через этот туман. Он будто блокирует все сигналы. Как мне драться с этой тварью? Постарайся не умереть. Твоюж! Что? Что ты увидела? Нет, у Сухого проблемы. Быстрее разбирайся с этой штукой и помоги ему. На этом сообщения Анны прекратились. А мне совсем не стало легче. Здоровье Сухого немного убавилось. С берега слышался шум боя или борьбы. А затем все резко затихло, добавляя напряжение. Я сжал кулаки и обнажил когти. Даже мое дыхание затаилось. А затем тварь резко вынырнула из воды прямо передо мной. Мутный силуэт напоминал горгулью из древних мифов. Демонический облик с крыльями и рогами. Немного крупнее человека. А над головой надпись, сообщающая о 20 уровне твари. Я сменил яд заражающего на обычный. Вряд ли этого монстра можно обратить. Туман ей не вредит. Значит и вирус тоже. Скорее всего, это уже какой-то мутант. Но подключиться к нему я никак не могу. Да и на радаре не вижу. Тварь смотрела на меня несколько секунд, а затем скрылась под водой. Некоторое время была тишина и покой. Но с каждой секундой тревога нарастала. Я решил продолжить путь и собрать весь лут. Он мог бы мне серьезно облегчить бой. Вот только дойдя до середины озера, я не увидел даже намека на светящиеся сферы. Ань, где лут? Ответа не было, как и новых шмоток. Я плюнул на все и побрел дальше помочь сухому. Его здоровье наполовину просело и продолжало медленно убавляться. Я ускорился как только мог и, наконец, увидел более-менее твердую почву над водой. Забравшись на нее, стало немного легче. Только потом я заметил следы. Передо мной кто-то тоже вылез из этой лужи. Неужели та тварь? Без сил, чисто на волевых усилиях, я поднялся и пошел вперед. Вскоре я нашел и сухого, и эту тварь, что забрала весь лут. Она прямо на моих глазах превратилась из демона в демона, то есть с человека с прозвищем демон, того самого, что прислуживал Зерра и которого едва не убила Анна. Он стоял весь грязный, но в хороших доспехах и, улыбаясь, смотрел на меня. Рядом с ним, с ножом у горла, стоял на коленях сухой, весь изрезанный и потрепанный, а нож был в руках незнакомого мне человека, видимо, напарника этого демона. Судя по снаряжению, он тоже сумел приодеться и по классу был ассасином. «Ну привет, загробный!» «Давно не виделись!» Не стирая улыбки, произнес демон. Глава 72. Королевская бойня. Часть 3. Я думал, что ты уже давно сдох. Ха! Извини, что огорчил. Как видишь, жив-здоров, в отличие от твоего дружка. Не переживай за него, тебе скоро придется намного хуже. А ты все такой же дерзкий и острый на язык. Молодец! Не теряешь хватки. И уровень смотрю на высоте. Да и ты не отстаешь. Отпусти парня. Разберемся один на один. Предложил я. Ты серьезно? Думаешь, я идиот? Где-то рядом ваш третий. Мне не нужен удар в спину. Нас только двое. Не очень убедительно произнес я. Пусть думает. Говорю я правду или блюфую. Вот как? Потеряли уже одного. Наш идиот тоже тупил, поэтому сдох еще в первом бою. Жигану повезло с классом. Невидимость спасает. Кивнул он на своего напарника. Ну а ты? Как ты выжил? Трансформация. Меня же не просто так зовут демон. Ультимативный навык. Не раз меня выручал. Да и артефакт. Тот, который Зеро у меня забрал. Последние слова демон произнес с нескрываемой злобой. Дэм, завязывай болтать. Впереди еще десяток живчиков, заговорил напарник демона. Заткнись. Дай поговорить со старым другом. Ты же в курсе, что сейчас на твоем месте Герц? В курсе. Еще больше злился демон. Ну а тебя, наверное, повысили твои заграничные начальники. Перевели в город побольше нашего. Или, может, в своей стране приютили. Меня просто вышвырнули на улицу, ясно? Не оставили ничего, даже сраного ядра. И это за все, что я для них сделал. Но я это так не оставлю. Я каждый день убивал зомбаков и выживших. Каждый день искал ядра и выслеживал этих уродов. Я знаю о них все и заставлю их умыться своей кровью. Парень уже просто кипел от ярости, а я только этого и добивался. Главное, чтобы он не направил ее на моего друга. Выходит, у нас общий враг. Да что ты можешь сделать целой организации? Они таких, как ты, едят на завтрак. Хотя, в это испытание не приглашают всех подряд. Только заядлых ублюдков, убивших немало людей и накопивших несколько сотен ДНК. Так ты, наконец, отрастил себе яйца и начал валить всех подряд? Похвально. Может, ты и не так безнадежен. Я как раз валю таких ублюдков, что убивают всех подряд. А, ну да, святой инквизитор. Но ты чего-то стоишь, раз убежал из моего лагеря и даже обошел меня по уровню. Кстати, откуда ты знал, что здесь есть хороший лут? Или просто решил проверить место, где не каждый может и хочет проверять? Просто чутье подсказало. А ты? Можно сказать, тоже чутье. В самых трудных местах всегда самые вкусные награды. Но одного мы потеряли, как и вы. Так что шансов у нас мало. Эй, ты на что намекаешь? Заговорил Жиган. На то, что ты гребаный нуб. Ты даже не заметил этих двух, пока и не написал тебе. Да ты аху! Не успел Ассасин ответить демону, как тот оказался рядом с ним и неуловимо быстрым движением разнес парню череп. Он буквально взорвался от мощного удара. Похоже, тот самый навык, что ломал стены в нашей больничке. И как это понимать? Спросил я. Две полукоманды в финале точно не выживут. Так сдохну и я, и ты. Но если мы объединимся... А так можно? Ну, конечно, можно, улыбнулся демон. Думаю, да. Ответила мне Анна. Я не получила ни опыт, ни ДНК за ваши убийства. Да и здоровья ваше не вижу. Так что система не считает меня частью вашей команды. Просто пригласи его в отряд. Думаешь, это хорошая идея? Спросил я Анну. Лучше не придумать, ответил демон. Не знаю тебе решать. Будь я с вами, я бы убил его, не задумываясь. Но так как вас двое, то шансы победить действительно невысоки. Ну ладно, терять мне вроде бы нечего. Пожал я плечами. Давай, кидай приглашение. Только есть один нюанс. Ну, говори, недоверчиво протянул демон. Ты поделишься лутом и дашь сухому аптечку. Это само собой. Можешь забирать лут с ассасина. Лучнику там все подойдет. Увеличивает ловкость и физический урон. Ну а ты у нас, как я понял, ментальный маг. Только по части зомбаков. Правильно? Вроде того. Да, жаль, что я раньше не догадался. Может и не дал бы тебе сбежать, используя своих же мертвецов. Давай лут. Не разделил я его озарение. Демон достал из инвентаря неплохие сапоги из легкой кожи. Защиты они практически не давали. Зато увеличивали мой запас манны на 10%. А восстановление на 5%. Еще мой новый соратник поделился со мной штанами синего грейса. Они давали прибавку к магической мощи и сопротивлению магии. Это было очень кстати. Маги в этом режиме получали раннее преимущество. А за счет этого и вся их команда имела лучшее снаряжение и лучшую позицию на поле боя. Вишенкой на торте был посох фиолетового грейда. Удары таким оружием почти не наносили врагу урона. Зато отлично увеличивали все магические характеристики. Магическая мощь плюс 10%. Мана плюс 10%. Восстановление маны 10%. Дальность всех магических умений плюс 10%. Кроме того, посох увеличивал все мои навыки на один уровень. То есть если у меня связь с зомби вкачана на 5 единиц, то с таким посохом в руках она считалась шестым уровнем. Но и это еще не все. Посох давал одно активное умение с довольно низкой перезарядкой. Что-то вроде аналога обычного удара мечом. Из вершины посоха вырывался небольшой снаряд размером с кулак и летел во врага со скоростью немного ниже, чем скорость полета стрелы. Дальность тоже не шибко высокая, около 30 метров. Не знаю только это с учетом тех 10% или нет. Зато перезарядка между выстрелами всего 5 секунд. А урон около 50 единиц с моими характеристиками. Правда был один существенный минус. Каждый такой выстрел расходовал 25 единиц маны. Но пока мне некуда ее тратить, можно и пострелять. Но хорош уже радоваться своим цацкам. Кидай приглос, потребовал демон. Ага, лови, сказал я и сделал то, о чем он просил. Только есть еще один нюанс. Пока демон принимал приглашение в группу, я шагнул к нему и быстро воткнул отравленные когти в поясницу. Получился критический урон. Такого я не ожидал. Ведь яд был не простой, а заражающий. Ты что, сука? Прохрепел тот, не шевелясь. Похоже, я парализовал его. Или же это действие яда? Впервые его использую, так что неизвестно, какой у него эффект. Ты думал, я тебе поверю после всего, что ты сделал? Даже если мы победим всех игроков, что тебе помешает прикончить меня, как этого жигана? Или ты думал, что я забуду все издевательства надо мной? Ты чуть не убил Рустама, веселясь, снимая все это на видео. Ты почти каждый день убивал невинных людей, держа их как животных в клетках. Да ты и меня там держал, ублюдок. Пока я это говорил, демон кряхтел и пытался что-то ответить. Но все его усилия приводили лишь к усилению боли и внутреннему напряжению. На лбу и шею парни выступили вены, а глаза покраснели. Кожа начала бледнеть, а сознание угасать. В один момент он просто свалился на землю. Лишь тогда я убрал свои когти, испачканные кровью ублюдка. Ого, даже я от тебя такого не ожидала. Одобрительно и удивленно произнесла Анна. Я добрый, но не путай это со слабостью. Я не стану рисковать, доверяясь таким ублюдкам. А что ты с ним сделал? Это новый навык? Скорее новый яд. Он превращает людей в зомби, даже если они иммунные. Правда, шанс небольшой. Но, как видишь, сработало. В подтверждение этого, система наградила меня очень вкусной порцией опыта и ДНК. Получено 54 390 единиц опыта. Получено 310 единиц ДНК. А если бы не вышло? Тогда я бы переключился на обычный яд и прикончил ублюдка. Если можно объединяться в группы прямо во время испытания, то демон – это последний человек, кому бы я доверил свою спину. Уж лучше совсем незнакомому иммунному. Возможно, ты и прав. Но в качестве зомби от него будет меньше пользы. Это мы еще посмотрим. Пока мы говорили с Анной, Сухой лечился и лутался в новый шмот. А демон обращался. Его кожа полностью потеряла красный оттенок и стала примерно как моя – синевато-бледная. Вены почернели и проступили по всему телу. Взгляд стал более злобным, без малейших признаков разума. «Эй, ты как?» – спросил я. Ответа не последовало. Затем я повторил вопрос, только уже на языке зомбаков. «Есть. Еда. Хотеть еда. Перехочешь. Разве что можешь своего дружка сожрать, пока он не исчез». Тело Жигана исчезло почти сразу после моих слов. А зомби разозлился еще больше. Голодными глазами он смотрел на Сухого, отчего лучник даже назад попятился. «Даже не думай об этом. Я тебе челюсть оторву, если тронешь его». Демон посмотрел на меня, оценивая, могу ли я сдержать свое слово или нет. Видимо, решив, что могу, он уныло опустил голову и тяжело вздохнул. «Второй этап заканчивается, а вам еще нужно выбраться из болота», – сообщила Анна. «Да, уже идем. Подскажи только направление». «Видишь высотки вдалеке?» «Нет, тут туман повсюду и деревья с камышами». «Тогда просто поворачивайся влево, пока я не скажу «стоп». Вот туда и двигайтесь». «Ну все, ребята и зомбята попрыгали». И мы поползли. Медленно и неуверенно. Зомби сам по себе был неловким, а сухой порядком подустал. Да и мне без стимуляторов идти по вязкой почве было нелегко. Однако мы шли. Местность постепенно менялась, а таймер беспощадно отчитывал последние минуты второго этапа. Оставался самый последний и самый жесткий третий этап. Табло показывало, что осталось четыре команды, включая нашу, но это были самые сильные команды, и еще неизвестно, кто кого победит. Конечно, я был уверен в наших силах, тем более, что лут мы нашли неплохой, да еще и третьего участника команды получили, но и остальные могли объединиться и найти что-то достойное. Не успели мы выбраться из болота, как позади нас послышалось чавканье и тяжелая отдышка. Мой улучшенный слух работал даже в этом измерении, или как это назвать. «Пригнитесь», – негромко сказал я. «Ась», – как всегда не понял или не расслышал сухой. «За нами идут, пригнись», – немного повысил я голос. Только потом лучник сделал то, что нужно. С зомбаком было проще, я просто взял его под контроль, и он выполнил нужное действие. Он, кстати, сразу был зеленым, то есть лояльным ко мне, и поддавался контролю по льготному тарифу. Я заметил двоих, что шли вперед, убегая от сужающегося кольца границы арены. Нам бы тоже не помешало двигаться, но оставлять врага за спиной нельзя, как и пускать его вперед, позволяя получить ценный лут и занять более выигрышные позиции. Я написал в чат сухому, чтобы атаковал, как только будет готов. Сам же я тоже приготовился протестировать свое новое оружие. Ну а зомби выступит в качестве танка, его даже не так жаль. Враги были еще далеко, метрах в трехстах от нас, и я успел передать демону синий нагрудник и щит. Мне они уже не пригодятся. Сухой атаковал как раз вовремя, когда вражеский воин под весом собственных доспехов немного погряз в болоте. Его пытался вытащить товарищ по команде, протянув утопающему копье, но и сам немного подзастрял. Третий, тоже маг, оказался немного разумней и смотрел по сторонам. Олег, сука, да помоги же ты! Нехер было лезть туда, я вам сказал, по траве идите. Да где ты тут траву видишь? Там, где вы, нигде. Поэтому вы и застряли. Ну, урод, сука, булл! Снимай доспехи, иначе не вылезешь отсюда никогда. Вражеский воин стащил с себя тяжелые латы и закинул их в инвентарь. Это помогло избавиться от большого веса, но в этот момент ему в грудь прилетела стрела сухого. Напарник, пытавшийся вытянуть воина, тут же его отпустил и, плюхнувшись на воду, попытался проползти к укрытию. Макс реагировал правильно и отправил в нашу сторону сгусток молний. Однако до нашего укрытия они не доставали. Мы были немного на возвышенности и могли свободно перемещаться по более-менее устойчивой почве. Да, местами попадалась грязь или рыхлые участки, но в целом ходить по колено в муляке не приходилось. Пока Мак пытался достать нашего лучника, я отправил в атаку демона, а сам незаметно сокращал дистанцию. Ребята малость обалдели, увидев зомбака в латных доспехах, идущего на них с щитом и мечом. Копейщик куда-то делся, воин понемногу выползал на берег, ну а Мак продолжал атаковать. С неба на демона обрушились несколько молний, но ни одна не попала в цель. Он как заговоренный продолжал идти вперед, вселяя в противников страх и ужас. Когда зомби подошел на расстояние удара, на него напал воин, успевший накинуть на себя часть доспехов, демон защищался щитом и держался достойно, как до зомбака. Сухой тем временем переключился на мага, последнему пришлось прекратить свои атаки и искать укрытие, что оказалось не так просто. Подобравшись к врагам поближе, я и сам начал стрелять. Дамага я достать не мог, но вот воину создал проблем. Первым снарядом я промахнулся, зато уже второй попал в цель и оставил на вражеской броне небольшую обугленную дыру. Воин растерялся, не зная от кого защищаться, от зомби в латах или от мага, сидящего в кустах. В это время вражеский молниеметчик таки нашел, где спрятаться и, можно сказать, вышел из боя. Зато вернулся копейщик, неожиданно напав на демона со спины, но его тут же подстрелил Сухой, а затем я добил его своим магическим сгустком. Получено 45 670 единиц опыта. Получено 138 единиц ДНК. Неплохо, но могло быть и побольше. Воин, видя это, бросил свой меч и побежал к магу. Но оттуда на них уже надвигался барьер, который был совсем близко. Я выбежал из кустов, чтобы схватить хоть какой-то лут с тела копейщика. Демон собирался гнаться за врагами, но я его остановил. «Быстро уходим отсюда!» крикнул я, хватая все самое ценное со сферы. Ценным оказался рюкзак, увеличивая инвентарь до 12 ячеек, а еще пара расходников. Один уменьшает входящий урон на 20% на целую минуту, второй лечит 200 единиц здоровья. Мы рванули вперед, подальше от барьера. Бежать на возвышенность еще по мягкому грунту было нелегко. Но крики боли, оказавшихся за пределом круга людей, прибавляли сил и не давали остановиться. Демон немного отстал от нас и угодил за пределы кольца. Его здоровье постепенно уменьшалось, а бежать быстрее он просто не мог. Кольцо сжималось медленно, но зомби был еще медленнее. Все закончилось, когда мы выбрались из болотистой местности. Кольцо остановилось уже окончательно. Третий этап должен длиться до последнего, пока не останется лишь одна команда. У демона оставалась только половина здоровья, так что я протянул ему исцеляющий расходник. Мне не было жалко его даже в таком виде, но и потерять его во время боя не хотелось. С ним мы могли сосредоточиться на нанесении урона, пока он держит удар. Оказавшись на новой местности, мы сначала пытались отдышаться, параллельно осматривая область впереди. А впереди было несколько пятиэтажек в привычном антураже Припяти. Выбитые окна, прогнившая древесина, ржавые качели и машины вокруг. Растительность победила цивилизацию, и деревья росли не только внутри домов, но даже на крышах. Последний круг был всего около 1 км в диаметре, так что найти противника будет легко. Но и мы вряд ли сможем спрятаться. План попасть сюда раньше остальных провалился. Присмотревшись, я заметил движение в одном из домов. Он был к нам ближе всех, но даже его не получится занять первым. Придется брать штурмом. Ань, что там за группа впереди? Ответа долго не было, но через минуту Анна вышла на связь. Ничего особенного. Одна группа из двух человек. Они вряд ли переживут следующую стычку. Две другие сильнее, но легендарного шмота у них пока не вижу, а успех здесь на 50% зависит от снаряжения. В болоте было самое лучшее, что можно достать на втор. Ань, ты куда пропала, Аня? Она не отвечала. Такое чувство, что связь разорвалась. Надеюсь, она в порядке. Может, ее выкинули из испытания? Или забанили за подсказки? Вообще с ней творится что-то непонятное. То телепортация нас куда-то заносит, то в испытания ее не пустили. Причем наблюдать за нами она могла. Даже больше, чем просто наблюдать. Она будто модератором стала. Я вижу движняк на четвертом этаже, сообщил Сухой. Две девки бродят, что-то ищут, выглядывают из разных окон. Нужно подкрасться к ним незаметно. Вряд ли выйдет. Но на расстоянии выстрела я подойти могу, а дальше дело техники. У нас не лучшее снаряжение, да и позиция и говно. Мы в чистом поле, можно сказать. Это да. А идем тогда в другое здание. Оттуда и обзор получше. И, может, снарягу раздобудем. Неужели от тебя здравая идея поступила? Ну ты совсем меня за дурака не держи, возмутился Сережа. Не, я дурак, конечно, но не совсем. Хорош трындеть, попрыгали. И мы гуськом побежали к одной пятиэтажке, огибая другую, что была к нам ближе. Как нас не заметили, ума не приложу. У них либо зоркость была не очень, либо не знали, в какую сторону глядеть. А может и отвлек кто. Но добрались до дома мы вполне успешно. Однако идея Сухого все же была говенной. Внутри дома нас поджидала одна маленькая неприятность. Глава 73. Королевская бойня. Часть 4. Мы попали в засаду. Причем довольно-таки грамотную засаду. Сначала нас пропустили, не выдавая себя. Но так как первым шел демон, он ничего не заметил. Враги дождались, пока мы войдем внутрь здания. И только потом атаковали. Правда, досталось больше всего демону и совсем немного Сухому. Мы шли позади и не заметили противника, затаившегося в темном коридоре. Мы же находились в центре холла, и спрятаться можно было лишь за кабиной вахтера, сделанной чуть ли не из картона. Демона проткнули десятком ледяных сосулек. Они проходили сквозь его броню, хоть та значительно снижала урон. Сухой получил пулю в ногу. Ну а я успел спрятаться, когда в меня полетела груда мелких снарядов. Жаль, что у меня нет какого-либо щита или барьера. Зато у меня есть демон. Я взял этого придурка, разнывшегося из-за каких-то десяти сосулек, проткнувших его насквозь, и прикрыл им сухого, пока они оба не добрались до укрытия. Стрелять когтями было жаль, тем более, что враг тоже был в укрытии. Так что я ждал ответки Сережи. Но тот разнылся из-за больной ноги, да и высунуться не мог. Да, была бы с нами Анна, уже бы прикончила этих ублюдков, даже перед тем, как мы вошли в здание. Хотя сами виноваты, нужно было с разных сторон заходить, а не через парадный вход. Пока я искал более-менее безопасный выход, сухой предложил другой вариант. Растаман. Я могу изучить неплохой навык, вроде как ультимативный. Он накроет целую область, но может попасть и по нам. Пуси киллер 2000. Сделай уже хоть что-нибудь, только стреляй по команде. Выбежим на улицу, тут недалеко. Без ответа и даже без всяких предупреждений, сухой изучил и сразу же активировал свой новый навык. Должен признать, что я не ожидал такой мощи. Не знаю, конечно, верно ли такое сравнение, но я будто попал под обстрел артиллерией. В небо устремился пучок стрел или чего-то подобного, а затем с громким свистом или даже гулом эти стрелы полетели вниз, разделившись на множество более мелких снарядов. В этот момент я понял, что пора валить из этого здания, но было уже поздновато. Первым делом проламывалась крыша, затем перекрытие каждого этажа, а уже через пару секунд снаряды встряли в пол первого этажа. Да, с таким грохотом, будто каждая из них взорвалась, уничтожив всё в радиусе 10 метров. На самом деле это была лишь ударная волна, точнее, пара десятков волн. Из-за количества и скорости эти снаряды действительно сильно тряхнули здания. Из-за суматохи и поднявшейся пыли у нас появилась возможность добраться до выхода, что мы и сделали. Я выбежал первым, выпустив наружу кучу пыли. Сухой с демоном плелись позади. Но выйти полностью и перевести дух нам не дала другая группа. Они вслепую атаковали клуб пыли, в котором мы находились. Пришлось вернуться в полуразрушенное здание. Судя по сообщениям системы, а точнее их отсутствию, ультимативная способность Сухого никого не убила. «Ты придурок! Я же сказал, по команде стреляй!» Наехал я на лучника, как только он добрался к выходу. «Так я и стрелял в их команду», искренне удивился тот. У меня даже слов не было это комментировать. Да и времени не было. Стрелы Сухого неожиданно начали взрываться. Сначала те, что застряли на пятом этаже, а через пару секунд и нижние. Пришлось падать на пол и ждать, пока это все прекратится. Тут-то и пошли сообщения о полученном опыте. Мы убили двоих, а третий либо полностью избежал урона, либо был ранен, но все же выжил. «Долго они еще кошмарить нас будут? Что дальше? Газ пойдет? Или нано-роботы будут добивать выживших?» Орал я в ухо Сереже. «Да не знаю я! Я первый раз же использовал. Так не надо было по нам лупить. Виноват, сорян. Зато как эффектно. Тот с ним не поспоришь. Он чуть ли не разнес все здание, точнее один подъезд и прилегающие к нему квартиры. Когда взрывы затихли, я напряг свой слух, и мне очень не понравилось то, что я услышал». «Ты чего залип? Осколками яйца посекло? Или последнее извилино задело?» «Заткнись, сухофрукт. Подрывай свой зад и бегом на второй этаж. К нам две последние команды бегут». «Твою ж мать!» «А с последним что?» «Да это не добиток, я с ним разберусь», ответил я, уже отправив вперед демона. Коридор был чист, а в конце по обе стороны лежало два тела. Обоих убила всего одна стрела, упавшая между ними, точнее осколки, что вылетели из нее после взрыва. Третьего на первом этаже я не нашел, зато обнаружил его на лестничной клетке. Кровавый след шел с первого этажа до половины второго. Уцелевшим был как раз тот маг, что проткнул демона сосульками. Он уже даже не сопротивлялся, а пытался уползти от вполне еще боеспособного зомби. Кажется, после обращения демон стал более живучим. Я отключил контроль, наставив только слух. Пусть он отомстит парниша своими руками, точнее зубами. Сам же я собирал в это время лут с убитых осколками ребят. Шмот у них был приличный, по крайней мере не хуже нашего. Некоторые части были еще с зеленого набора, их я даже поднимать не стал, а вот фиолетовые, особенно недостающие мне или сухому с демоном, я с радостью забрал. Что не влезало в мой инвентарь, я отдал сухому. Хотя с новым рюкзаком места было предостаточно. Я забрал даже то, что мне не было нужно. Лучше пусть в инвентаре валяется, чем достанется врагу. Еще у всего нашего шмота была прочность, которая уменьшалась от получаемого урона. Благо у наших мертвых противников прочности было побольше. Не во всех частях, конечно. Некоторые мы заменили на менее изношенные. В итоге у меня и у сухого были полностью фиолетовые сеты, подходящие по классу. Разве что мои перчатки больше подошли бы лучнику, но у серого были получше, а те, что на мага, были только синего грейда, да и те покоцанные. Шмотки для демона я передал ему уже на втором этаже. Его комплект был почти полностью уничтожен. Взамен он получил полный сет латных доспехов и пару качественных аптечек, восстанавливающих аж по 400 хитпоинтов каждая. Сам же я закинулся стимулятором, а сухому передал небольшой лечебный шприц на 200 хп. Залутались и исцелились мы максимально быстро, как настоящие профи. Но это скорее не наша заслуга, а действие адреналина и желание жить. Но даже пара минут, которые заняла наша перегруппировка, хватило, чтобы враг вошел в здание и добрался до лестницы. Вторая группа была на подходе, и это было нам на пользу. Они зажали наших преследователей, как совсем недавно зажали нас между двух огней. Сухой не давал им подняться по лестнице, посылая одну стрелу за другой. Иногда выпускал разрывные, но у врагов были либо хорошие щиты, либо барьеры. Я же с демоном страховали лучника на случай прорыва, но враги на это не решались. До поры до времени. Будучи под давлением с двух сторон, группа на лестнице была вынуждена что-то предпринять и выбрали для атаки они именно наш отряд. Стрельба внизу резко стихла, а на лестницу выбежало сразу двое, один с барьером, а второй с магическими изгустками в руках. Как только маг увидел сухого, они тут же обменялись выстрелами. Стрела беспомощно ударилась о барьер и разлетелась на части. А вот магические снаряды никто не мог заблокировать. Благо Сережа оказался достаточно ловким, чтобы отскочить в сторону. Новый сет все же прилично поднял его характеристики. Да и моя магическая мощь была под сотню. С такой мощью я мог убить противника одной царапиной. Ядовитой, естественно. Вот только подпускать меня к себе никто не собирался. Третий член наступающий нам на пятки группы все это время отбивался от задних и в бою не участвовал. Однако и двух магов было достаточно, чтобы оттеснить нас назад. Магические снаряды были настолько мощными, что один такой разрушил несущую стену из подъезда, а второй разнес половину коридора квартиры, в которой мы укрылись. Я взял под контроль демона и отправил его пробивать стену. Отправь я его в атаку, он бы и двух попаданий не пережил. А стрелял вражеский маг часто, даже слишком. Я пытался помогать Сереже выстрелами со своего посоха, но магический барьер блокировал все снаряды с нашей стороны. Позади раздался грохот, это демон разнес стену в соседнюю квартиру, а затем пошел долбить следующую. Мы понемногу отступали, постоянно отстреливаясь, хоть и безуспешно. Внизу раздался дикий боевой клич, а затем взрывы. Похоже, вторая группа решила поднажать. Очень даже вовремя, однако толку от этого было мало. Счетчик игроков уменьшился на одного, но парочка магов так и давила нас, не боясь за свой тыл. Похоже, третья группа потеряла одного бойца. Мне было жаль упущенный опыт и еще больше упущенной ДНК. Хотя тут лучше не жадничать, просто победить бы. И где Анна со своими подсказками, когда она так нужна? Но в этот раз я справился и без нее. Пока мы отстреливались, пятясь назад, я заметил золотистое свечение на кухне. Держи оборону, я сейчас! Ты охренел, куда? Я отлучился буквально на несколько секунд, однако Сережа умудрился сдать позицию и свалить в третью квартиру. Враги быстро заняли вторую, ту, в которой находился я. Правда, мне удалось затаиться на кухне с новой очень приятной находкой. Это были магические перчатки с одним крутым навыком, точнее пассивкой, усиливающей мой каждый пятый выстрел из жезла. Перчатки были золотого, самого последнего грейда и имели невероятные характеристики. Я надел их, и моя магическая мощь подскочила до 150, а перезарядка между выстрелами уменьшилась на 50%. Теперь я мог спамить не хуже вражеского мага, да еще и с критами на каждом пятом выстреле. Вот только мое положение не позволяло этого сделать. Если бы я высунулся, меня бы убила вражеская команда. Один выстрел того психа мог разнести всю кухню, где зато мне удалось увидеть их третьего члена. Тогда и стало ясно, почему вся вторая команда не может его задавить. Это был стрелок, похожий на сухого. Однако его лук светился золотом, как и мои перчатки, а каждая его стрела улетала быстрее пули, оставляя золотистый шлейф. Такую ни один барьер или щит не выдержит, разве что тоже золотого грейда. Стрелок шел спиной вперед и отстреливался от преследователей, которых было всего двое. Чуть позже я увидел и их. Это была странная парочка. Воин с дырявым щитом и ассасин, прячущийся после каждого выстрела лучника. Теперь ясно, почему их прорыв не удался. Видимо, у них не было бойцов дальнего боя, хотя син мог бы использовать невидимость. Парочка держалась в квартире, в которой я прятался. Тройка осталась в следующей, прекратив идти за сухим с демоном. Возможно, поняли, что кого-то не хватает и начали обыскивать квартиру. А может, просто искали хороший лут? Я решил заняться тем же. Взяв под контроль демона, я заглянул сначала в кухню, затем в туалет, зал и даже на балкон. Однако, ничего полезного там не было. Выбив дверь в подъезд, а затем и в следующую квартиру, я невероятно обрадовался, заметив золотое свечение в зале. Вот только рано было радоваться. Золотой лут был под охраной. На меня, то есть на демона, набросилось два огромных паука. От их острых и тяжелых лап на плитке оставались трещины. Еще бы, каждый паук весил не меньше двухсот килограмм. При этом они свободно проходили в любой проем. Я перешел в глухую оборону, заняв коридор. В нем меня, то есть демона, мог атаковать только один паук. Удары первого из стражей я принял на щит, но монстр его легко продырявил, зацепившись лапами за металл. Я тут же нанес удар мечом и попал прямо в уязвимое место под лапами. Немного снизу. Паук задергался, но не сдох. Он с силой вырвал щит из рук здоровяка и отшагнул назад, но наткнувшись на своего соратника, опомнился и сразу же бросился в новую атаку. Уже зная, куда бить, я повторил удар, хотя без щита это было немного сложнее. Благо, этот удар был смертельным. И я получил постоянное увеличение инвентаря на 2 килограмма. Причем не того инвентаря, что был в испытании, а моего реального инвентаря. Осталось только выжить, чтобы этот бонус был оправдан. Второй паук полез по телу своего сородича и был атакован мной снизу. Это положение было очень удобным. Я мог легко добраться до мягкого пузика монстра. Правда и он мог погладить меня лапками по уязвимой головке. Нет, на мне конечно был латный шлем, но если они пробили толстенный щит, то что уж говорить о тонкой скругленной железяке. Демону удалось увернуться от трех попыток почесать его лобкостяными лапами, а затем дважды проткнуть второго паука. За него мне дали увеличение инвентаря на две ячейки. Вроде и мелочь, но очень полезно и удобно. Причем увеличение шло каждому члену нашей команды, даже демону наверное. Интересно, а после испытания он останется обращенным или это все происходит в виртуальном мире? Протиснувшись возле тел двух пауканов, я вошел в зал и подобрал заветный лут. Это был латный нагрудник, дающий очень много защиты, здоровья и один замечательный навык, точнее пассивку. При получении смертельного урона у надевшего нагрудник активировалась неуязвимость на 2 секунды и сохранялась одна единица хитпоинтов. Считай дополнительную жизнь, если успеешь сбежать или убить противника за эти 2 секунды. Надевать его на зомбака было даже жаль. Ладно бы это был Рустам, но демон. Не будь он нам полезен, ходил бы голый. Однако он нам нужен и желательно в крутых шмотках. Так что нагрудник он заменил на свой слегка потрепанный, после чего вернулся к сухому. В этот момент ассасин, что был с потрепанным воином, решил пойти в атаку и активировал невидимость. Не знаю, чего он ждал, удобного момента или отката, но для меня момент был просто идеальный. Я был в тылу у этих двух недоумков, а один из них и вовсе оставил напарника. Я выждал некоторое время, чтобы убедиться, что Син не идет по мою душу, но, услышав впереди звуки боя, я рванул следом за мечником. Тот, в свою очередь, побежал на помощь своему неудачливому убийце. Хотя, это еще с какой стороны посмотреть. Син таки добрался до лучника, чудом избежав стрел, выпущенных в воина. Но убить стрелка ему не удалось. Луку помогли два мага, обыскивающие квартиру. Они быстро прикончили Сина, а я двумя выстрелами в спину убил воина. Настал решающий момент. Наша команда против последней вражеской. Момент для атаки был самый лучший. Самый опасный противник ранен, а двое остальных сосредоточились на мне, забыв про сухого с демоном. Я сделал еще пару выстрелов и спрятался. После чего мимо меня пролетел магический снаряд, взорвавший перегородку, а затем и стрела с золотистым следом. Если бы в меня попали, я бы этого точно не пережил. Я еще раз высунулся, провоцируя врага на атаку, а сам отправил демона в нападение. Он с разбегу свалил с ног барьерного мага и своим взрывным ударом раздробил ему грудь. В этот момент сухой сделал двойной выстрел. Даже не знал, что он так умеет. Две стрелы летели почти в притирку и угодили второму магу в плечо. Тот все же умудрился выстрелить в демона. Лучник немного растерялся, не зная кого атаковать, но когда демон добил первого мага и поднялся на ноги, все сомнения отпали. Золотая стрела вонзилась в такой же нагрудник, и здоровье момента. Доспех моего зомби засветился желтым цветом, а сам он бросился на второго мага. Маг оказался не так прост. Сложив ладони вместе, он исчез, оставив за собой белую вспышку. Демон растерялся, не понимая, что произошло. Сухой тоже немного замешкал, благо я не тупил и добил лучника одним точным выстрелом. Запредельная магическая мощь не дала стрелку и шанса. «Куда делся тот урод? Он умер?» крикнул Сухой. «Телепортация!» коротко ответил я, побежав в коридор. Демона я направил в другую сторону, не зная, куда тут маг мог прыгнуть, но уверен, что недалеко. Я бежал обратно, глядя во все стороны. То же самое я делал и глазами демона. Как раз зомби и заметил у лепетывающего противника через окно одной из квартир? Далеко убежать ему не удалось. В спину поганца впилась золотистая стрела, выпущенная уже из рук нашего лучника. Его вопли восторга я услышал аж за сотню метров. Вместе с ними пришли и сообщения системы. Получено 34195 единиц опыта. Получено 113 единиц ДНК. Поздравляю! Вы прошли испытание Королевская битва и оказались единственной командой победителем. В награду каждый член команды получает 500 единиц ДНК. Увеличение инвентаря на 3 ячейки и 3 килограмма, а также один из предметов найденных во время испытания. Освободите инвентарь, оставив только желаемый предмет. До переноса в ваш мир осталось 10 секунд. 9 секунд. Ошарашенный щедростью системы, я немного растерялся, но таймер заставил меня откинуть лишние мысли и вопросы. Я принялся выбрасывать все предметы, кроме одного. Фиолетовые, конечно, было очень жалко. Все они были полезны, особенно жезл, стреляющий магическими снарядами. Я даже немного сомневался, оставить его или нет, но все же отдал предпочтение единственному золотому предмету в своем арсенале. Я оставил перчатки, усиливающие мою магическую мощь, увеличивающие восстановление маны и уменьшающие перезарядку умений. Как только таймер достиг единицы, мое сознание куда-то провалилось, будто я очень крепко уснул. Появился я уже в нашем мире с кучей плюшек и еще большей кучей вопросов, особенно к демону и Анне. Глава 74 Перед пробуждение. Давай гаси его, пока он не начал свою хреновщину творить. Может он как мы? Да ты че глянь на его кожу, бледная вся, как у зомбаря, по-любому из этих уродов мутировавших. Я смутно начал понимать, что происходит, хотя еще не полностью пришел в себя. Руки и ноги затекли так, что я их не чувствовал и даже не мог ими пошевелить. Давай кончай его, че ты стоишь? Да погоди ты, он связан, что он нам сделает? Забыл того фокусника, что чуть не сжег тебя? Ну ты стань сзади, если что учудит, сразу руби. Я открыл глаза и увидел перед собой толпу парней, всем лет по 14-20, не больше, хотя был среди них один парень на вид ему, как мне, где-то 23. Выглядели они злыми и голодными, немного побаивались испытания. Ну спасибо, хоть не съели. Гребанная система, хоть бы защитила мое тело, пока я был там. Хотя и насрать на всех, как я понял. О, очухался в рот, говорит, и из этих, обратился ко мне самый старший, из каких этих? Ха, ну хотя бы по-нашему базарит, из этих мутантов, что молниями и лазерами стреляют. А вы че, не иммунные? Наконец дошло до меня. Ты че, пес, попутал? Мы что, на зараженных похожи? Ты себя-то видел в зеркало. Гля, пацаны, че у него с глазами? Это реально мутант сраный, валим его! Занервничал малолетний босяк. Да тише ты, сопля, дай узнаем хоть что-то про них, успокоил мелкого старший. Эй, мудень, рассказывай, что ты умеешь, давно таким «Как вы жили без иммунитета?» «Здесь я вопросы задаю», резко вспылил старший и дал мне пощечину. Боли я почти не почувствовал, зато испытал неприятное чувство унижения. Мое терпение было на исходе. Лучше бы вам не злить меня. Вы живы только потому, что я не убиваю всех подряд направо и налево, как многие иммунные. Но вы, чувствую, сейчас «Одно движение и Кент тебе топором голову раскроит». Я активировал радар, чтобы оценить их количество. Насчитал 11 человек, трое из которых были позади меня. Среди ребят было две или три девчонки. Сразу их было сложно узнать из-за мужской одежды и шапок. Лишь у одной из-под капюшона свисали длинные волосы, а на ногах были рваные колготы вместо штанов. Действительно, пока я не знаю, даже несколько раз. Хотя, вряд ли это будут смертельные удары, с моим-то уровнем и характеристиками. Однако, проверять это, или даже несколько хитпоинтов терять, не хотелось. Короче, сваливайте отсюда побыстрее, даю вам минуту. Раздался дружный смех. Пацанва действительно не понимала, с кем они связались. «Слышь, петух, это ты не знаешь, с кем связался. Да мы таких, как ты, уже штук десять убили. И продолжим это делать. Давай, рассказывай, где твои дружки уроды живут, и умрешь быстро. Иначе…» Договорить старший не успел. Я выстрелил в него когтем с ядом подчинения, и тот сразу же упал. Если не ошибаюсь, вероятность удачного исхода заражения сто процентов у неиммунных. В этот момент я услышал поток ветра над моей головой. Это на нее опускали топор. Я наклонился вперед, одновременно разворачиваясь и подставляя под лезвие связанные руки. Почти все веревки разрубились одним ударом. Последние витки я уже сам сбросил, разведя руки в стороны. На меня набросились сразу двое, а за ними и чувак с топором. Встать я не мог, ноги все еще были связаны, зато мог перекатываться в разные стороны и царапать заражающими когтями. Почти вся толпа бросилась на меня с криками и с разным оружием, в основном ближнего боя. Стрелков было всего трое, но они не рисковали стрелять по своим. Я не успевал подняться из-за постоянного натиска толпы. Хотя половина из них уже была ранена моими когтями, обращаться они не спешили. Тут мне на помощь пришли двое моих зомбаков, обращенных перед испытанием системы. Они все это время скрывались в здании неподалеку и по первому моему зову пришли на помощь. Атаковать людей я им не позволял, их укусы может и обратили бы их, но дальше мне пришлось бы брать каждого из босяков под свой контроль, поднимать уровни, добиваться лояльности, а от моего нового навыка они обращались быстро, качественно и гарантированно. Причем с минимальными повреждениями тела. Зачем же мне свита полуинвалидов со съеденными ногами и руками, если можно отделаться царапинами. Я быстро разрезал веревки на ногах, а затем ворвался в толпу, нанеся каждому голодранцу по одной, а некоторым по две царапины. Ноги после этого падали на землю и корчились от боли. Некоторые пытались убежать, и лишь парочка продолжили сражаться. Однако минут через пять обратились все одиннадцать. Правда, парочке удалось отбежать где-то на километр, за ними я и отправился, дождавшись обращения остальных. Пока ждал, напялил обратно на себя всю свою одежду, а затем достал из инвентаря подарок системы. Новые перчатки легендарного Грейда. Кожа слегка переливалась золотистым свечением, но только если присмотреться. Сильно в глаза это не бросалось и почти не выделяло меня в толпе зомбаков. Когда я нашел остальных беглецов, моя свита расширилась до тринадцати зомбаков. Это не считая руса, амбалов и грозу. Их лучше оставлять на защите лагеря и его жителей, беспомощных крафтеров и женщин. А эту толпу не жалко и потерять в случае чего. Хотя, конечно, лучше заниматься их прокачкой. Я написал в чат Анне Сухому, чтобы нашли меня возле торгового центра. Мне я решил потратить на прокачку и пополнение своей свиты. С новыми перчатками моя магическая мощь выросла в два раза, так что я мог контролировать сразу десяток зомбаков. Остальным я просто приказал следовать за мной. В центре было много зомби, но как раз это мне было нужно. Кушать людей, конечно, эффективнее для прокачки, только люди могут издачи дать, а мои босяки пока что очень слабые. Первые и вторые уровни в нынешних реалиях это ни о чем. Зато поедание зомбаков пятнадцатого уровня очень быстро их прокачает. Единственной сложностью было то, что убивать мог только я и Кристина с Денисом, у которых были только десятые уровни. Пришлось немного попотеть, разыскивая зомби-одиночек. Такие были в отдельных магазинах внутри торгового центра, а также в небольших помещениях типа кухни, уборной, кладовой. Я ранил их когтями без яда, а Кристи и Ден их добивали, умножая получаемый мной опыт. Затем басота набрасывалась на бедолаг. От жертв нашей прокачки остались только обглоданные скелеты. Зато уровень моей стаи рос ежеминутно. Я едва успевал направлять их развитие в нужное мне русло. Я сделал пять мощных танков. Когда они подрастут, ничем не будут уступать амбалам. Разве что размером немного. Еще пятерым прокачал урон от когтей и ловкость. Эдакие ассасины из мира мертвых. С оставшимися басиками я экспериментировал. Одному тупо увеличивал силу и объем мышц, никакой живучести, выносливости, ловкости или интеллекта. Чисто физическая мощь. Уже на десятом уровне он мог кулаками расшибить кирпичную стену. Правда и немного урон от этого получал, но я планировал сделать из него носильщика. Такой бугай и машину сможет за собой тащить, правда недолго. Еще одному улучшал маскировку и блокировал любые попытки его организма увеличиться в размерах. После десятого уровня он и правда стал менее заметным. Кожа постепенно приобретала оттенок окружающего фона, а движение и дыхание мутанта стали практически бесшумными. Еще один эксперимент прокачка интеллекта. Сначала от этого не было особого толку, но после первого значимого порога десятого уровня девушка стала достаточно полезной. Она научилась самостоятельно открывать и закрывать двери, избегать ненужных столкновений с остальными моими зомбаками, а нападала всегда сзади. Да, после получения десятых уровней моя стая уже без Дэна, Кристины и даже без моей помощи могли убивать зомбаков на порядок сильнее, вплоть до двадцатого уровня, но только если наших было больше и нападали мы первыми. Когда же моих босяков пытались сожрать прокачанные уроды, мне приходилось заступаться за своих и убивать тварей собственными руками. Вот ты где, внезапно появилась рядом Анна? Знаю, знаю, не делать так. Да что толку, что ты знаешь? Что это было? Ты про испытания? Ну да. Почему тебя к модерам закинуло или где-то там была? И почему резко пропало? Нас чуть не убили, мы в засаду попали, а потом нас зажали. Думаю, пора тебе рассказать. Вдруг помрачнела она больше обычного. Так, а вот это «Кажись, я вижу демона». Заметил я зеленую точку на краю своего радара. Точка быстро приближалась к нам, а за ней гнались другие точки. Люди. Я выглянул в окно торгового центра. Со второго этажа было хорошо видно, как зомби бежит по улице, а за ним гонятся несколько натовцев. Позади пеших преследователей где-то вдалеке ехал и внедорожник. Он и тут стал зомбаком. Причем остался под моим контролем, задумался я. Естественно, все, что было с нами в том мире, применилось и в этом. Система становится все сильнее. Тебе нужно узнать кое-что. Погоди, Ань, нужно спасти этого ублюдка. В его башке много ценной инфы. Я подключился к демону и сразу же нырнул в первый проулок. Сам же вместе со своей свитой направился ему навстречу. Анна исчезла, но я даже не сомневался, что она отправилась убивать преследователей. Вот уж не думал, что придется спасать этого говнюка. Мы встретились с ним в одном из дворов на футбольной площадке, огороженной дырявой сеткой рабицей. Преследователи не отставали и ворвались во двор спустя несколько секунд. Бойцы не растерялись и тут же открыли по мне огонь. Один из их стрелков оказался довольно прокаченным и снес мне 75 хитпоинтов одним выстрелом. Благо броня хоть немного задержала пулю и уменьшила урон. На шум выстрела сбежались ближайшие зомбаки, но натовцы их лихо рубили. Моя же свита осталась слегка позади, они еще не готовы к такому бою. Да, они не нужны были. Вражеского снайпера быстро поразил сухой со своей новой игрушки. Золотая стрела пробила насквозь прокаченного стрелка, не оставив тому и шанса. Все остальные после этого разбежались в разные стороны, пытаясь скрыться от обстрела, но это было сложно. Сережа успел занять позицию на крыше, с которой простреливался почти весь двор. Я постоянно посылал к бойцам ближайших зомби, коих в центре города было предостаточно. Ну а Анна добравшись до их тыла, начала методично всех вырезать. Вот не зря я вкладывал время и опыт в эту команду. Мы втроем убили сначала полную пятерку хорошо прокаченных и снаряженных ребят, а затем разобрались с подмогой смело въехавшей во двор на внедорожнике. Правда сухой своими мегаубойными стрелами повредил машину. Зато никто не смог сбежать и мы получили еще немного ДНК в нашей копилке. После боя я наконец проверил свои запасы и приятно удивился. У меня было 1784 единицы ДНК. Да и до следующего уровня оставалось получить совсем немного опыта. Ань, сколько у тебя ДНК? Спросил я. Я ее не видел, но догадывался, что она как всегда где-то рядом в своей невидимости. Кстати, из группы ее выкинуло еще перед испытанием, а сухого и демона выкинуло уже после. Две тысячи, раздался ее голос рядом. Отлично, а у тебя сухарь? крикнул я, задрав голову. Почти тысяча, ответил лучник, выходя из здания. И как он так быстро спустился? Отлично, итого больше четырех тысяч. Если взять в группу еще двоих, то должно хватить на создание клана. Не забывай, что у остальных наших этого ДНК больше сотни не накапливается. Они его сразу тратят. Может поэтому система и выбрала нас для испытания. Кстати, о ней. Да погоди, мне нужно пять минут покопаться в башке демона. Да пожалуйста. Слегка расстроилась она и уселась на капот джипа, с которого шел теплый пар. Демон выглядел растерянно, в глазах читалось некоторое недоумение и раздражение, но в целом он был лоялен ко мне и легко пустил в свои мысли. А вот там было много интересного. Даже слишком много. Вместо предполагаемых пяти минут я залип в его голове на добрых полчаса. Меня даже прервали и перевели в ближайшее здание. Я забил подъезд своей свитой, прихватив с собой и телонатовцев. Материала в их теле хватит моим зомбятам еще на несколько уровней. До двадцатого вряд ли дорастут, но пятнадцатый точно перескочит. А это уже что-то. Сухой занял крышу, а Анна бродила в поисках чего-то интересного. Когда я закончил исследование воспоминаний и знаний демона, я еще несколько минут сидел в ошарашенном состоянии, переваривая информацию. Затем созвал своих. Мне не терпелось поделиться полученными знаниями и эмоциями. Ну и что там такого интересного, что ты побледнел как зомбячий член? Спросил Сухой. Даже знать не хочу, откуда у тебя такие познания. Короче, слушайте. Да, да, давай покороче, что-то жрать охота. Тут собачий корм остался, можешь перекусить. Бросила Анна банку в Сережу. Я лучше Певчанского в Дарю. Отмахнулся тот, доставая из инвентаря банку Жигулевского. В общем, демон рассказал нам правду еще на испытании. Он действительно точил зуб на герце и зерре, а они в свою очередь опасались демона. Вот почему за ним гнались. Только как они его выследили? Задумалась Анна. Это уже другой вопрос. Может у них свой Шварц есть, а может ему чип вживили. Это важно. Если они его нашли один раз, то найдут и второй. Пока он с нами, мы в опасности. Ничего они нам не сделают в центре города. Здесь столько зомбаков вокруг, что я как рыба в воде. Ты да, а я нет, возмутился Сухой. Ты вообще помолчи. Слушайте дальше. Я узнал кое-что очень интересное про этих самых натовцев. Оказывается над вирусом работали не только американцы, а точнее не столько американцы, как совместная и тайная ассоциация ученых разных стран. Причем большинство ученых были выходцами из той же Америки и внимание России. Чего бля? поперхнулся Сережа пивом. Да-да, наши ученые работали с амерами над вирусом, но и это еще не все. Все замерли в ожидании глядя на меня. Интересы коллегии разделились и вскоре все ученые пересрались и разошлись. Но, как вы понимаете, мирно это сделать не получилось. Вместо того, чтобы совместно довести вирус до идеала и использовать его в своих целях, скорее всего для получения власти и денег, как это обычно бывает, ученые приоткрыли свои разработки перед правительством своих стран. Тут-то все и началось. Американцы начали готовить вторжение, стараясь опередить с этим русских. Так как большинство лабораторий находились на территории стран НАТО, у них оказались почти все прототипы вируса. Его быстро масштабировали и ускорили разработку устройств доставки, тех самых зеккуратов. А наши чё? Перебил меня сухой. Трудно назвать их нашими, они действовали в своих собственных интересах, а не в интересах страны. В общем, русские приложили все силы, чтобы защитить себя от вируса. Только вакцина была не обычной, а с нано-роботами, которые не только блокируют любой вирус, но и делают из человека сверх человека. Система, добавила Анна. Она самая. Её разрабатывали ещё до создания вируса, но до ума так и не довели. Весь затык был с обновлением. Вирус непрерывно мутировал, и чтобы вакцина не отставала, она должна самообучаться, развиваться и постоянно обновляться. Для этого создали так называемых операторов. Чё за операторы? Это как в телефоне? Спросил Сухой. Сам ты в телефоне. Операторы это искусственный интеллект, вживлённый и подключённый к человеческому телу, точнее мозгу. Пояснила Анна. Сам по себе искусственный интеллект не очень самостоятельный и с биомеханикой работать не может. Но став частью человека, он способен развиваться в разы быстрее, и что более важно, менять вакцину и систему, подстраивая её под человека. Вот именно. Погоди, откуда ты? Неважно, рассказывай дальше. Так вот, операторы быстро адаптировали систему на борьбу с вирусом и на массовое применение. Вот только о них уже давно знали Амеры и разрабатывали свою версию вакцины с нано-роботами и искусственным интеллектом. Биологическая и химическая составляющие у них были в разы хуже, чем у русских. Зато техническая часть всё это компенсировала. Их операторы были куда умнее и самостоятельнее наших. Зато наши быстрее развивали свою систему, хоть и со сбоями. В общем, когда русские агенты разведки узнали о дате судного дня, испытание пришлось экстренно ускорить, а людям массово вживлять вакцину. Из-за спешки и сыроватости конечного продукта многие люди не пережили вакцинацию, но они бы всё равно умерли от вируса. Тем более такого массового распыления никто не ожидал. Нихера себе, я думал наши в бункера с Серой, только они не сидели там без дела и в ответ творили примерно то же самое на территории врага. Так камеров тоже траванули? Красавцы! Нечему тут радоваться, что там, что здесь пострадали в основном ни в чём не повинные люди. У нашего населения хотя бы шанс был на спасение, а там вакцину выдавали только военным, да и то не всем, а специально обученным отрядам. Тем самым, что приперлись в наш Хреновск. Только их должно быть в десятки раз больше. Но из-за нашей атаки большинство остались в своей стране защищать власть и стратегически важные объекты. Хотя до ядерной войны, думаю, не дойдёт. 90% населения и так умерло от вируса. И ещё 9% поубивали друг друга или сдохли от зубов и когтей мутантов. А как наши доставили туда вирус? У нас же нет зиккуратов сраных. Да способов много на самом деле. Отравить водопровод или еду, запустить несколько ракет или БПЛА, даже тупо несколько заражённых выпустить посреди мегаполиса. Эффект, конечно, будет не такой быстрый, как от зиккуратов. Тем более, что у них намного больше функций, чем простое распространение вируса. Но и вакцины у них намного меньше. Жесть, какая охренеть, сука! бормотал сухой, глядя в пол. Есть и хорошие новости. Я узнал о слабом месте в лагере Зерра. Мы можем попасть туда, обойдя всю охрану, при этом привести с собой целую толпу зомби. А с моим новым ядом я могу зомбировать одного из охранников. Тогда мы даже тревогу не поднимем и доберёмся прямо до кабинета Герца. Навык демона откатился при выходе испытания. Если твоя ультимативка тоже, то мы там вчетвером всех положим. Ты не забыл про ядра? Да, ядра очень усиливают их владельца. Но если напасть неожиданно, Зера придётся убить дважды. У него то ядро, что спасло демона, сообщила Анна. Выбора у нас нет. Если дать этим уродам ещё хотя бы день, они станут ещё сильнее. Испытание неплохо толкнуло нас вперёд, так что нужно атаковать как можно быстрее. Ты прав, наконец-то повеселимся по-взрослому, обрадовалась Анна. Тогда отдыхаем пару часов, а как стемнеет, идём. Ну тогда можно ещё бухнуть, сделал свои выводы сухой, доставая ещё банку. Ты чё, весь инвентарь бухлом забил? Ну а чё, удобно же? Мля, да что у тебя за творог в голове? Нет бы аптечку сунуть или оружие какое. Ну там стрелы ещё, а они кстати стакаются, когда в куче. А после испытания места и веса стало больше. Мы ещё минут десять пообщались, обсасывая тему вируса, вакцины и прочее, а затем разошлись по квартирам отдыхать. За безопасность я не переживал. В подъезде было почти полтора десятка моих зомбаков, а мой слух даже во сне был заточен на обнаружение опасности. Только настоящая опасность спала всё время со мной в одной постели, а я даже не заметил этого. Ну как не заметил. У меня давненько не было интима со Светланой, так что сны, как правило, были эротического содержания. Анна же воспользовалась своими навыками ассасина и незаметно пробралась ко мне в спальню. Точно не зная, что она со мной делала, но проснулся я голый и со стояком. Девушка тоже была без одежды и выглядела довольно привлекательно. Только у меня в голове не укладывалось, что между нами что-то может быть. Или уже было, пока я спал. Какого чёрта, ты что, раздела меня? Почему ты голая? Ты как дитя малая. Пора бы уже смириться и принять меня такой, какая я есть. Невозмутимо ответила она, не отрывая глаз от моего члена. Я быстро прикрылся простынёй, даже не зная, как реагировать на её домогательство. С одной стороны, я тоже хочу секса, и света рядом нет. К тому же у нас последнее время очень натянутые отношения, а с другой, сейчас апокалипсис, и я, может, не переживу предстоящий бой. В голову вдруг пришла совсем отвлечённая мысль, хоть и вплотную связанная с Анной. «Ань, что-то ты мне хотела сказать важное, помнишь?» «Я передумала», вдруг смутилась она, после чего девушка схватила свои вещи и исчезла. «Пи***ц», выдохнул я, «слишко много событий на сегодня, а день ведь ещё не закончился». Собравшись с мыслями и напялив одежду с бронёй на отдохнувшее тело, я выбрался на улицу. За мной подтянулся и сухой, с уже одетой Анной. Демон и остальная моя свита тоже были готовы к одному из важнейших боёв. Можно бы ещё вернуться в наш лагерь и взять остальных, но оставлять ремесленников без охраны нельзя, а брать с собой ещё опасней. К тому же это займёт много времени, а у нас каждый час на счету. Мы быстро добрались до вражеского лагеря, убивая по пути мертвяков. Я получил 23-й уровень, Анна взяла 21-й, но сухой только 18-й, хотя для него это неплохой скачок. Нам что, в канашку надо лезть? Ты серьёзно? Возмутился сухой, узнав подробности плана. Нет, блин, я пошутил. Мы переоденемся в форму пожарных и завалимся к ним с проверкой. Ныряй давай в говно, ты в нём точно не утонешь. Ох, припомни я тебе твой говнокруиз, пригрозил Серёжа и полез вниз. За ним полезла Анна и Демон. Свиту я пока оставил на поверхности, в тесноте они будут только нам мешать, да и воняет от них похлеще, чем в канализации. Добравшись до нужной развилки, я увидел усиленную приваренным металлом входную дверь. Радар подсказывал, что за ней находятся четверо охранников, но как минимум одного из них я сумею обратить. «Готовы?» спросил я соратников. «Так точно, капитан!» отсалютовал сухой. «Ну, попрыгали дальше», выдохнул я. Конец третьей части. Книгу читал Алекс Зима. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова